Гораздо больше книг в телеграм-канале. Также там есть возможность их скачать. Ссылка в описании. Щека Владимира ощущала шероховатую колючую поверхность. Он не мог определить, что это. Его глаза стали медленно открываться, муть в них постепенно проходила, и... Взгляд уткнулся в темный потолок над головой. Доски потолка, почему-то не покрытой звездкой или какой-то краской, были темны, как бы закопчены. Владимир стал мучительно вспоминать. Где он? Что с ним? Он шел из спортзала к машине, которую припарковал у банка напротив, через дорогу. Как обычно, поставить машину было негде. Какие-то уроды заставили все парковочные места своими грязными авто, заляпанными смесью песка и снега. Ему нашлось место только на вершине сугроба, образованную той же смесью песка, грязи и снега. Он с мстительной радостью загнал туда свою Ниву, в который раз с удовольствием констатируя, что в нашей жизни везде ход не роскошь. Занятия прошли как обычно. Он начал с тренажера, прокачав грудные мышцы, перешел на отжимание штанги, потом на другой снаряд, третий. И через два часа, выпив пол-литровую бутылочку противной негазированной воды, в который раз он обругал себя, что забыл купить в магазинчике литровую бутылку газировки, тут в буфете спортзала все было в два раза дороже, вышел на улицу. Владимир стал ходить в спортзал после того, как почувствовал, что стал сильно набирать вес. Ему только что исполнилось 50 лет. Грустная дата. Как пел один бард в песне про 30 лет. А потом начинаешь спускаться, каждый шаг осторожненько взвеси. 50 это так же, как в 20, ну а в 70 так же, как в 10. Так что Владимиру, судя по этим словам, было сейчас 20 лет. Он был атлетического сложения, сказалась спортивная молодость, занятия рукопашным боем, дзюдо, штангой. Отец в юности увлек его упражнениями с гирями. Увы, самостоятельные занятия тяжелой атлетикой плохо сказались на его фигуре. Никто не подсказал ему, что когда поднимаешь железо, необходимо стягивать живот ремнем, чтобы не растянуть брюшные мышцы. Так что живот с годами покрылся слоем благоприобретенного жира. Пиво, вкусные копчености, и это его сильно раздражало. Отвратительно. И силы хватало, и реакция у него была молниеносная, как у 20-летнего. Но зеркало, это мерзкое изобретение цивилизации, демонстрировало ему седого бородатого мужика, слегка смахивающего на Николая II. Только у того седины не было. А может была? Может и была, но уж точно не такая. Император не прошел через лихие 90-е, не был под следствием по навету, не выживал, вытаскивая свою семью из нищеты. Владимир не любил вспоминать об этом времени, когда ему пришлось испытать все – от состоятельной жизни до полной нищеты. При мысли об этом у него щемило сердце. Теперь дети были взрослые, более-менее устроенные. Жена не работала, содержала хозяйство, их небольшой загородный домик, а у него самого был небольшой стабильный доход от мелкого бизнеса. Володя опять пошевелил головой, насколько позволяла шея. Глаза окончательно сфокусировались, он осмотрел помещение. Большая комната была темна, и лишь отблески огня метались по бревенчатым стенам, выскакивая лучами из щелей и дырочек в печи. Печи? Какой к черту печи? Наконец-то дошла до него абсурдность происходящего. Откуда печь в городе? Как он оказался в этом сарае? Он попытался сесть, но руки и ноги не слушались. После небольшого усилия его накрыла волна тошноты, и он провалился во тьму. Следующее пробуждение было уже полегче, глаза открылись сразу, а нос почувствовал запах какого-то варева. На его груди стояла глубокая, похожая деревянная чашка, а к губам была приставлена такая же деревянная, наполненная чем-то вроде бульона, которая настойчиво пыталась пропихнуться через его сомкнутые челюсти. Пей, пей, а то сдохнешь. Он скосил глаза и увидел женское лицо. Волосы, обтягивающие маслянистой блестящей волною голову небольшой пожилой женщины, были собраны в гладкий хвост. Владимир подумал. Как бабушка. Она тоже все мазала волосы маслом. Что за дурацкая привычка мазать волосы маслом? Вот откуда взялась в русских сказках присказка «масельно-головушка». Эта дурацкая мысль не помешала ему раскрыть рот, и в него пролилась теплая пахучая струя варева. Чтобы не захлебнуться, он жадно сглотнул. Затем еще, еще. Владимир боялся поперхнуться, но ему вдруг очень захотелось есть, и неожиданно для себя он поднял руку, что далось ему уже легче, и подтянул чашку к губам, но едва не захлебнулся бульоном, залив себе глаза и лицо, и тотчас закашлялся. «Ну что ты как ребенок!» сердито прикрикнул женщина. «Ну вот все пролил, теперь мокрый будешь лежать». Она вытерла ему лицо тряпочкой, и у него из глаз вдруг полились слезы. Чувство, собственно, беспомощности, слабости было сродни ощущениям младенца. Ему вдруг показалась такой родной и близкой эта незнакомая женщина, как будто он увидел свою давно умершую мать. Руки незнакомки были теплые, шершавые, и от них веяло силой, добротой и какой-то уверенностью. В животе его приживался крепкий бульон, распространяя по телу усталость и сон. Владимир снова уснул. Следующее пробуждение было активнее. Кто-то тряс его за плечо, не обращая внимания на то, что он пытался спрятаться в спасительной темноте. Когда спишь, не так все страшно и странно, вроде как ничего и не случилось. Реальность опять поставила Владимир перед фактом. Он неизвестно где, бессильный, слабый, фактически почти что умирающий. Он попытался что-то сказать, нависший над ним женщине, но из горла вырвался какой-то клёкот, хрип. Женщина приказала ему молчать, поставила на грудь чашку с пахучим бульоном и стала, макая в неё хлеб, совать ему в рот пропитанные варевом кусочки. Хлеб был размокший, паха дуряюще вкусно, и Владимир, довязь, начал его глотать, пока женщина не заявила. «Всё, хватит на сегодня, а то плохо будет». Он опять расслабился, только теперь не сразу уснул, а стал следить взглядом за перемещающейся по комнате незнакомкой, прислушиваясь к ощущениям тяжести в животе. Тошнота, видимо, отступила, тело настойчиво требовало пищи. Владимир стал вычислять, куда же он попал, как оказался в деревне. Он вышел из спортзала, налетел порыв сильного ветра, поднявший снежную пыль, ударивший в глаза мельчайшими ледышками. Ветер задувал через пол и не до конца застёгнутой куртки, пробирал до костей. Владимир ощутил озноб. Потом он уселся на водительское сиденье, воткнул ключ в замок зажигания, повернул, машина затарахтела стартером, завелась, заглохла. Он поморщился и снова повернул ключ. Наконец с ней воззавелась и неровно заработала своим усталым двигателем, прошедшим огни и воды. Владимир собрался сдать назад, включив заднюю скорость, потом передумал и достал из кармана сотовый телефон. Он оставлял его там, занимаясь в спортзале, чтобы проверить пропущенные звонки или СМС. В этот момент вдруг раздался сильный хлёсткий звук, как будто кто-то ударил по крыше машины железной цепью. Лобовое стекло треснуло, покрывшись сеткой, двигатель сразу заглох, а в салоне что-то заискрило и запахло озоном. Не понимая, что произошло, Владимир выругался, ошеломлённый, собрался было открыть дверь, чтобы вывалиться с кабины, но тут внезапно заметил перед собой сияющий шарик с мандарин размером, который парил перед ним и медленно колебался из стороны в сторону, в причудливом ритме, подчиняясь какому-то неизвестному источнику. Владимир осторожно убрал голову подальше от шарика. «О, чёрт, неужели шаровая молния? Участь Рихмана что-то мне никак не катит. Пожить бы ещё», — подумал он и стал осторожно отодвигаться от опасного объекта в сторону, намереваясь пролезть на заднее сидение. Шарик как будто на невидимой ниточке потянулся за ним, всё приближаясь и приближаясь. Владимир зашевелился быстрее, шарик тоже ускорился. «Ага, сволочь, отстань!» Шарик приблизился к его лицу и шумом соприкоснулся с головой. Вспышка, грохот, тело свело судорогой, закрутило, и сознание покинуло Владимира. Следующий раз Владимир очнулся уже на лежанке в бревенчатом доме. Он стал размышлять, что же это было, что упало на машину. Вспомнил, что Нива стояла под столбом электросети. Может, провод свалился, оборвался? Скорее всего. Ещё когда он шёл в спортзал, обратил внимание, что провода облеплены льдом после прошедшего дождя. Отвратительно. На улице мороз 3 градуса, а идёт дождь. Дорога сразу превращается в каток. Провода провисают, покрытые льдом. Деревья сгибаются под тяжестью замёрзшей воды. Ломаются с треском ветки. Троллейбусы двигаются осторожно, выбрасывая снопы искр из-под контактов. Как будто работает гигантская электросварка. Такое за свою жизнь Владимир наблюдал не менее трёх раз. Природные аномалии подобного рода были нечастые, но и не так уж феноменальны. Природа есть природа, сюрпризов у неё предостаточно. Вот только такой подарочек, как падение оборванного электропровода на его машину, был ему абсолютно не нужен. Владимир любил свою проходимку, на которой он форсировал рейки, после чего вода плескалась в фарах, и удалить её оттуда становилось проблемой. Пролазил под такой грязи, в которой пешеход бы увяз и оставил там свои сапоги навечно. И вот теперь какой-то мерзкий провод раздолбал её. И денег на ремонт нет. Он напомнил, с каких денег? Тут бы ещё понять, где он вообще находится. Что с ним? Ладно, успокоился он, надо немного укрепиться, и там всё выяснится. У него опять защемило сердце. Близкие будут переживать, куда он делся. Что бы с ним ни случилось, он всегда возвращался домой. Пьяный или грязный, больной или раненый, и всегда приползал домой. Дом это свято. И вот теперь, глаза его закрылись, мозг не выдержал перегрузки. Владимир провалился во тьму. Так продолжалось, по его подсчётам, не меньше недели. Женщина кормила его из рук, вкладывая в рот размоченные в бульоне кусочки хлеба, и заливая из ложки отвар, вскоре сменившийся некой кашице из растолчённого мяса пополам жидкостью. Вскоре его организм укрепился настолько, что стал шевелиться, а потом взбунтовался, его потянул на... В общем, женщина отвела Владимира к заведению во дворе, так как воспользовался каткой, такие он видел только в киносказках Роу, он не рискнул. В заведении Владимир огляделся в поисках туалетной бумаги или хотя бы газетки, чтобы заодно узнать, где он, но не обнаружив ничего, кроме большого сосуда, вроде кумгана, усмехнулся. Татары, что ли? Ну или Восток? Пошатываясь и дрожа от слабости, он вышел обратно на улицу и осмотрелся. Вокруг стоял мачтовый сосновый лес, похожий на тот, что он видел на картинах Шишкина. Бревенчатый дом находился на большой поляне, а за ним раскинулся какой-то огород, на котором росло непонятно что, разглядеть подробности было невозможно. Зимой и не пахло, а вот хва-ей-ой. Запах лесных трав и раздавленной клубники буквально шибанул в нос. Владимир сделал несколько шагов по направлению к дому и женщине, стоявшей к нему спиной. При дневном свете он рассмотрел ее насколько мог. Невысокая, крепкая, голова затянута простым коричневым платком, на теле что-то вроде сарафана, на плечах шаль, был немного прохладный сыр, видимо, ночью прошел дождь. Она обернулась на шорох, и на ее жестком, покрытом морщинами лице возникла полулыбка. Ну что, оклемался? Я думал, не жилец. Ну пошли в дом, обопрись на меня, а то шандарахнешься и испачкаешь мне мозгами крыльцо, а я его только что вымыла. Они побрели в дом. Владимир с трудом преодолел ступеньки крыльца, наконец забрался в комнату и, кашляя и задыхая, свалился на топчан. Руки и ноги предательски дрожали, а в глазах плавали радужные круги. Да, Вова, подумал он, задохлик ты стал еще тот. Надо как-то выкарабкиваться, не вечно что-то валяться. А где тут-то? Где я? Надо с женщиной поговорить. Он собрался с силами, со скрипом и хрустом в суставах приподнялся и спустил ноги с топчана, стараясь удержать равновесие. Женщина возилась у печи, чем-то булькая, что-то куда-то переливая, потом обернулась и направилась к нему с чашкой. Судя по пару, в ней плескалась очень горячая варьва. Она пододвинула ногой к топчану табуретку и поставила деревянную посудину на нее, погрозив Владимиру пальцем. Не хватай горячо, пусть остынет, сейчас ложку и хлеба принесу. Владимир в очередной раз подсознательно отметил, что-то в ее речи неправильно, то ли акцент какой-то, то ли слова как-то непривычно ставят. Ну, как бы слышишь речь мордвина, говорит по-русски правильно, но либо в ударениях, либо в произношении что-то не так. Это легко уловить на слух, особенно когда за свои 50 лет наслушаешься любых акцентов и говоров. С опытом легко начинаешь сразу определять, откуда человек, а тут непонятно. Да и обстановка странная. Женщина подошла к нему, сделала легкое движение рукой, как будто подкинула что-то. У потолка загорелся шарик вроде электрической лампочки. Владимир вздрогнул и вытаращил глаза, ошеломленные увиденным. Хозяйка дома, в свою очередь, удивленно возрелась на него. Ты чего, светлячка не видел ни разу? Чего так напугался? Не видал. У нас так не умеют. Он посмотрел на женщину и с волнением спросил. Я вообще где? Это что за местность? Как я сюда попал? Вы кто? Как мне попасть в город? Мне надо связаться с семьей. Они волнуются. Потеряли меня, наверное. Что это за глушь? Я ведь в городе был, когда потерял сознание. Сколько вопросов сразу. Ну, начнем по порядку. Я Марьяна. И не надо меня на вы звать. Я простая деревенская целительница. Только дворян на вы зовут и по имени отчеству. Ты на моем хуторе. Рядом деревня Карауловка. 200 дворов. Самый близкий город Лазутин. 50 верст вниз по реке. Как ты тут оказался, я не знаю. Я тебя нашла на огороде. Грядку мне всю помял. Да сама я пологорода истолкла, пока тебя тащила в дом. Вот ты наел, ты лиса. Хотя это тебя и спасло. Ты лежал месяц в обмороке, пока очнулся. Не было бы запасов в теле, умер бы от голода. И так чуть не умер. Вовремя клемался. Думала, тащить опять придется, яму копать, надрываться. Женщина ехидно хмыкнула. Если бы я не была целительницей, не выжил бы. Я уж и так, и сяк, тебя силой поднимал, руки накладывал, и только через месяц ты начала жевать, шевелиться. Я, конечно, не сильная колдунья, но кое-что могу. Вот на пределе моих способностей это и было. Могу лечить силой, могу травами отпаивать, могу небольшие колдовства делать. Вот как светлячок этот. Но это все умеют, кто силой касаться может. И ты тоже. Я по ауре вижу, можешь, только не обучен. Вот все, что могу сказать. Давай, ешь, пока совсем не остыло, потом будешь разговаривать. Жуй, жуй, набирайся сил. Марьяна придвинула к нему миску с похлебкой. Владимир стал хлебать, заедая куском хлеба, отрезанным от каравая. Полученная информация его ошеломила. Ну, он любил фэнтези про попаданцев всяких, что-то ему нравилось, что-то его раздражало, но, в общем, это было неплохое времяпровождение. Но вот чтобы самому попасть, куда? Хрен знает куда. Говорит, вроде по-русски, но цивилизации тут и не пахнет. Все застыло на уровне средневековья. А может и бронзового века? Да запросто. Стоп. На печи чугунная плита, нож стальной, это не бронзовый век точно. Значит, примерно средневековье. На это указывает и упоминание о дворянах. Раз есть дворяне, есть двор, есть царь и так далее. Параллельный мир? Ну, почему бы и нет? Владимир допускал, что в жизни есть много чего неизвестного, недоступного пониманию. А уж про шаровые молнии столько всяких таинственных историй было. До сих пор так никто и не знает, что это такое, куда они деваются и откуда приходят. И самое главное, куда уходят. Кого-то они убивают, а кого-то не трогают. В общем, ему повезло, как утопленнику. Забросило хрен знает куда и зачем, без средств к существованию, без информации, без надежды на возвращение. Его взяла такая тоска, что впору завыть в голос, как собаки. Он бросил ложку, кусок в горло не лез. Марьяна внимательно посмотрела на него. Так, кончай, нюница. Ты жив, скоро будешь здоров, люди без ног и без рук живут, а ты здоровый, сильный мужик, что-нибудь придумаешь. Крыш над головой есть, еда, слава тебе Боже, у нас есть, а там как судьбе угодно. Прекращай, бери ложку и ешь. Окрепнешь, будешь мне по хозяйству помогать, а там разберемся. Ко мне люди ходят лечиться, я им помогаю, мне платят, еды приносят, проживем. Не выгоняю же я тебя. Грех немощным отказать в помощи. Вот окрепнешь, там сам решишь то и как. Владимир дохлебал суп и откинулся на лежанку. На него опять накатила усталость, и он провалился в тревожный сон. Через неделю Владимир уже свободно перемещался по двору, выполняя мелкие работы, вроде колки дров или копания огорода. Тело уже укрепилось, кожа не висела, как складчатая простыня, мускулом возвращалась была и сила. Нет хода без добра, лишний вес ушел, оставив лишь свитые в жгуты мышцы и крепкие кости. Владимир все реже присаживался на чурбак, утихомиривая бьющиеся, как птица в клетке сердца, и усмиряя одышку. Ему нравилось колоть дрова, работу на свежем воздухе и физические упражнения быстро развивали его тело. У него проснулся ужасный голод, он был готов есть целыми днями, так что Марьяна беззлобно поругивалась и кричала, что он проглот, и она на него не напасется харчей. Впрочем, она была явно довольна, что Владимир быстро восстанавливается. Это была ее заслуга как целительница, и, как художник или скульптор, восхищенный своим талантом, она радовалась своим успехом в целительстве. Поставить на ноги практически безнадежного больного было очень интересно. Как сказали бы врачи, интересный случай. Видимо, люди двух миров мало отличались друг от друга психологией. Только вот цивилизация в одном случае пошла технологическим путем, а в другом путем развития духовных способностей, говоря языком мира Владимира. Местные же это называли магией или силой. Владимир, по мере возможности, воспрашивал у Марьяны об этом мире, и через месяц у нее уже сложилось примерное представление о том, как все выглядит. Конечно, деревенская целительница мало что могла пояснить о дальних странах, но о жизни в этой стране она могла рассказать довольно подробно. Эта страна представляла собой конгломерат из различных народов и народностей, от русских до китайцев. Как понял Владимир, китайцы эмигрировали из своей страны из-за перенаселения или каких-то еще причин, но обосновались тут, в средней полосе, приняв подданство. Страна называлась Истрия. Владимир так и не понял, откуда взялось название. Во главе стоял император, ему подчинялись герцоги, графы и разнообразные сложные структуры, помесь каких-то торговых гильдий дворянских родов. Тут не было такого четкого разделения на дворян, которые ничего не делают и лишь являются получателями дохода от земель, и купеческое сословие. Дворяне тоже торговали и состояли в гильдиях, а купцы могли купить себе титул, правда с какими-то ограничениями, впрочем, нечто подобное было и в Российской империи. Самым главным фактором, влияющим на жизнь, было наличие магии. Ну, к примеру, если вы зарядили пушку порохом, надеясь раскидать кишки противника по кустам, а в стане противника находится боевой маг, то по кустам будут раскиданы не его, а ваши кишки. Он просто взорвет порох на расстоянии. Не могут долететь до цели снаряды, если отправить их издалека или ракеты. Их можно взорвать в воздухе. Из-за электрических разрядов, сопровождающих заклинания, впрочем, это громко сказано заклинание, или волшба, творилось здесь как-то по-другому, без завываний, воплей или речитативов. Владимир пока не разобрался, как это происходило. Не могли работать электроприборы, которые неминуемо сгорели бы просто на корню. Так что об электронике тут не могло быть и речи. То же самое касалось двигателей внутреннего сгорания и тому подобных вещей. Тут могли работать только паровые двигатели, но они как-то не получили распространения, слишком низкий КПД и большое потребление материалов. Впрочем, Владимиру казалось, что это просто следствие консервативности людей и непонимания ими выгод от этих машин. Но ведь он смотрел на проблему с точки зрения современного человека, технологичного мира. Дни в избушке текли размеренно, спокойно. Днем время от времени приходили люди, которых Марьяна принимала в пристройке к дому. Что-то вроде эдакой клиники, как она говорила. Ну не тащить же болезни в дом. Владимиру после приходилось вымывать стол и топчан в этой клинике, иногда залитые гноем и кровью. Марьяна на это злорадно хихикала и приговаривала. Вот тебе хлеб целителя, а ты думал, розови тут пахнет? Владимир ничего в таких случаях не думал, кроме виртуозных ругательств в адрес больных и ехидной старушенцей. Впрочем, старушенцей ее можно было назвать только с натяжкой, язык не поворачивался. Настолько она была энергичной, крепкой. Возраст ее можно было определить, нельзя было определить. От 60 до бог знает, сколько они тут живут, думал Владимир. После осторожных расспросов он узнал, что возраст живущих в этой стране напрямую зависит от способности обладать так называемой силой. Выходит, очень сильные магики могут жить практически неограниченно, но таких было очень мало. Марьяна в своей жизни, а ей было 120 лет, их не встречала. Это было примерно так же, как встретить долгожитель из Кавказа. Он где-то там есть, живет уже 180 лет, но где-нибудь в Воронеже его нет. Ты не видишь сурка, а он есть. Марьяна могла прикладываться к силе, но ее каналы были в состоянии пропустить только небольшое ее количество, а потому мощными способностями она не блистала. Зажечь магический светлячок, воздействовать на ауру больного с целью излечения, срастить небольшую ранку или остановить кровь, убить бактерии в ране, ну и еще ряд небольших чудес были доступны ей. Даже чтобы срастить кость, ей бы потребовалось неделю сидеть беспрерывно над ней, возложив руки и стащив себя до изнеможения. Посему основным способом лечения были гомеопатические средства и способы обычных врачей всех миров. Шины, лекарства, скальпель. Умение исцелять, как правило, не передавалось по наследству в одной семье. Как понял Владимир, у Марьяны семьи не было. Муж давно умер, он не был магиком. Так и текла ее жизнь тихо и спокойно до тех пор, пока на грядку календулы не свалился здоровенный стокилограммовый мужик. Утро началось с истошных воплей петуха, который влетел на плетень и, надсаживаясь, орал на всю округу, заявляя свои права на окрестные земли и гарем. Владимир потянулся, с хрустом распрямив руки и поводя плечами. Потом резко спустил ноги с лежанки, откинув шерстяное одеяло и отходя от тревожного сна. Его все мучили кошмары, в голове проплывали и все почему-то заливалось светом, как из неоновой лампы. Это повторялось день ото дня, и никакие тяжелые физические работы, усталость, даже целебные отвары не могли заглушить смятение души. Он почесал левое плечо и в который раз посмотрел на появившееся на нем темное пятно, от которого отходили ветви. Это был след вхождения в тело шаровой молнии. Что интересно, выходного пятна не было, хотя обычно в этом случае где-нибудь на ноге всегда бывало выходное. Энергия молнии, если это была молния, как бы и потерялась в организме. Владимир встал, еще раз потянулся, надел штаны, натянув их на свои единственные трусы. Надо сказать, что о нижнем белье, таком, как на земле, тут и не слыхивали. Люди спали или в одежде, или в исподнем, или голые, или в таких рубахах, которые Владимир видел только в исторических фильмах. Марьяна смеялась, глядя, как он упорно держится за пережитки своего мира, будучи вынужден стирать свои трусы через день. Ей это казалось ужасно смешным и глупым, о чем она обязательно сообщала при каждой удобной возможности. Скоро с бельем и одеждой у него не будет проблем. Заезжие купцы обеспечивали местных жителей, и их с Марьяной в том числе, и нитками, и иголками, и хорошей тканью, а крестьянки на досуге долгими зимними вечерами с удовольствием обшивали всех, кто к ним обращался. Но пока... Пока Марьяна не упускала возможности посмеяться над частюлей из другого мира. Сегодня у клиники уже ждали трое крестьян. Один держал на весу замотанную тряпкой руку, тряпка была пропитана кровью, а лицо его выглядело бледным. Рядом стояли еще две телеги. На одной была баба с ребенком, на другой девушка, накрытая чем-то вроде брезента. Марьяна уже суетилась, нагревая на печке во дворе горячую воду и готовя отстиранные холщовые бинты. Прием начался с мужика. Владимир уже привычно ассистировал, разматывал бинты, а обмывал руку стонущему больному. Марьяна предельно серьезно подсказывала ему, что и как надо делать, указывая на необходимые предметы, обращала внимание на состояние руки больного. Владимир не был новичком в лечении, что облегчало ему понимание слов целительницы. За свои годы он получил много знаний от курсов санитаров, некогда пройденных им при военкомате, до разнообразной информации, добытой из книг, интернета и еще черт знает откуда. Эти сведения неожиданно всплывали у него в голове кусками мгновенно, что его удивляло. Но как он мог вспомнить картинку из анатомического атласа, которую видел в четвертом классе сельской школы? После этого прошло 40 лет. Но, видимо, это были последствия удара шаровой молнии, которая открыла закупоренные каналы для доступа информации, надежно упакованные в мозги любого человека. Для того, чтобы ее извлечь, нужны какие-то стрессовые ситуации. В литературе описывалось немало случаев, когда люди проявляли фантастические способности после каких-то странных событий. Некоторые вдруг начинали говорить на мертвых языках, другие демонстрировали феноменальные данные в математике, перемножали в голове многозначные числа, третьи вообще переставали спать и никогда не уставали, да много чего еще. И такие случаи, как у Владимира, тоже наблюдались. Ему сразу вспомнилось, когда он думал над этим статья о неком Бобе Петрелло из Америки, который также ничего не забывал. Он тогда подивился и позавидовал, вот счастливчик, и забыл об этом до поры до времени. Теперь при его желании перед ним вставали целые страницы текста, которые он когда-то видел, слова, которые он когда-то слышал. Первое время его голова раскалывалась от потока хлынувшей информации. Несколько дней он с трудом мог говорить и осознавать мир вокруг, перепугав Марьяну, но постепенно все нормализовалось. Видимо, потоки знаний как-то вошли в нужное русло, и теперь при желании без всякого усилия он мог вызывать любую информацию. Побочным и закономерным эффектом этой способности было то, что он с первого раза запоминал, услышав или увидев все, что ему показали. Это не означало, будто он сразу мог стать гениальным хирургом или целителем. Есть еще такое понятие, как память тела, а она нарабатывается только многократным повторением одних и тех же нужных движений. Впрочем, и это у него получалось очень легко. От дальнейшей карьеры лекарь его отделяло лишь то, что он не умел пользоваться силой, хотя, как сказала Марьяна, способности у него имелись. Беда в том, что его мозг, мозг рационального человека, технологического мира, не мог, не хотел допустить в себя мысль о возможности пользоваться чем-то нефизичным, чем-то отрицаемым материалистичной наукой. Марьяна часто нападала на него, требуя, чтобы он начал брать у нее уроки магичества, но он отнекивался, боясь, что не получится. Ему и хотелось попробовать, вдруг он и правда маг, ну как в книжках, но что-то там останавливало его, все это казалось чем-то несерьезным и странным. Он сам не знал, почему он так опасается, что потеряет от уроков и все-таки отбивался от целительницы, выдвигая все новые предлоги, то он еще слаб, то готов начать со следующей недели или потом, и на этом все застыло. Рука крестьянина была сильно переломана, практически как из мясорубки. Владимир поморщился, по-хорошему в его мире эту руку бампутировали, с такой кашей ничего сделать нельзя, сможет ли Марьяна что-то сотворить? Он смотрел за ней, целительница положила руку на стол, стала расправлять раздавленную конечность. Потом взяла что-то вроде пинцета и начала удалять кусочки кости и оторванные ткани из ран. Крестьянин сидел спокойно, даже не морщился. Перед началом операции Марьяна, проведя рукой по голове, отключил у него все болевые ощущения. Владимира каждый раз поражало это умение, а Марьяну сильно забавляло восхищение ученика. С ее слов, снятие боли является первым умением, которое постигают целители магики. Толку от операции, если больной скончается от болевого шока. Наконец, раны были очищены. Если можно назвать ранами лепешку вместо руки. Марьяна поморщилась, потом тихонько сказала, глядя на мужика, сидящего со стекленевшими глазами. Руку-то я ему сохраню, но пользоваться он ей как следует не сможет. Не хватает у меня умения, силы мало. Чтобы действительно восстановить ему руку, надо целителем магика высшего разряда. Я кто? Деревенская целительница. Ну что могу, то и сделаю. Все равно у него денег на высшего целителя нет и не будет. Те стоят столько, сколько он за всю жизнь не заработает. Владимир задумался. А чем этот мир отличается-то? В его мире, если нет бабок, сдохнешь, поскольку не сможешь нанять дорогих врачей, купить дорогие лекарства. Чем отличается этот мир от его мира? Ничем. Вот ты, Влад, скотина эдакая, сколько раз я тебя уговаривал, учись, учись. Может, спасли бы мужику руку, а ты как хряк без мозга одно свое хрюкаешь. Потом, потом, врезала б тебе. Марьяна осторожно взяла руку мужика и стала сшивать. Владимиру стало стыдно. И правда, чего он ерепенец-то? Может, вдвоем и в самом деле мужику бы помогли. Надо как-то заняться. Завтра. Завтра. Он четко решил для себя, что завтра он займется учением, о чем сразу сообщил целительнице. Она фыркнула. Сколько раз уже было такое? Владимир заверил ее, что уж завтра? Точно. После завтрака, если приема больных не будет. Если будет, вечером. На том и сошлись. Кстати, Марьяна сразу стала звать ее Владом и предложила ему себя звать так. Только дворяне имели длинные имена. Простолюдинные обходились короткими. Наконец, возня с иглами-нитками закончилась. Марьяна наложила руки на поврежденную конечность, ее лицо разгладилось, кисти рук вдруг засветились неярким светом, который как бы отходил от ладони и вливался в раны. Они на глазах зарубцовывались, приобретали вид давно перенесенной травмы. Потом целительница устала, убрала руки, села на подставленную Владимиром табуретку. Все, больше сделать ничего не могу. Жить будет, рука двигаться почти не будет. Хорошо, если разработать с годами, но не до конца, это точно. Нечего было пить и в молотилку соваться. Она снова поднялась, провела над головой крестьяна ладонью, тот очнулся и сразу посмотрел на руку. Все, Митрофан, большего сделать ничего не могу. Если соберешь тысячу золотых, езжай в столицу, тебе новую руку отрастят. Я что могла, сделала. С тебя пять серебряников. Издеваешься, Марьяна. Какие тысячу золотых? Я за год на всю семью пятьдесят, если сделаю, и то хорошо. Какие золотые, обалдела. Слышь, мужик, ты базар-то фильтруй, а то сейчас тебе и ноги лечить надо будет, я поспособствую. Владимир увлекся и заговорил на жаргоне своего мира. Так, плати и вали отсюда, нам еще людей принимать, ты не один такой у нас. Мужик неловко достал мешочек с деньгами, отсчитал и, недовольно бурча, вышел из клиники. В дверь тут же сунули следующие посетители, но Марьяна замахала руками. Кыш, кыш, полчаса подождете, нам еще прибрать, тут надо после этого обормота. Голова в двери исчезла, а лекари стали отмывать стол и собирать инструменты. Наконец, все было прибрано. Марьяна налила себе чаю с заранее приготовленного чайника. Чай был крепким, заваренный с лесными травами, по запаху Владимир распознал клубнику и бадан. Съел небольшую лепешку, чтобы немного восстановить силы и жестом приказал ему пригласить следующего больного. Оставшиеся были несложные. Девушка с лихорадкой, на нее ушло пять минут. Владимир понял так, что Марьяна уничтожила в крови девушки болезнетворные бактерии, подстегнув обмен веществ и молниеносно нагрев и остудив кровь в сосудах. Это также стоило пять серебряников. Следующий за ней ребенок с черьем занял еще меньше времени. Его исцеление обошлось в два серебряника. Наконец, площадку у клиники опустела, и целители остались одни. Марьяна устала, побрела в дом и прилегла на топчан. Владимир накрыл ее одеялом и пошел приготовить новый чай. Марьяна протестующе приговаривала. «Сейчас, сейчас я передохну и встану, приготовлю что-нибудь поесть, не беспокойся». Но Владимир решительно подоткнул одеяло и сказал, чтобы она не дергалась и спокойно лежала. Она успокоилась и вдруг спросила. «Слушай, Влад, а что такое фильтруй базар?» Владимир от неожиданности хмыкнул и смущенно сообщил ей, что на воровском жаргоне это означает «следи за словами». Мол, чисто автоматически вылетело. У нас половина страны сидела в тюрьме, а вторая носила им передачи. Вот и влезли такие обороты. Ну, типа, чтобы запугать собеседника. Шибко разозлил колхозник. «А что такое колхозник?» «Так, Марьяна, отстань, я пойду чай заварю. Потом как-нибудь расскажу. Завтра с утра будешь меня учить магии. Я слов на ветер не бросаю». Следующий день начался проливным дождем, превратившим черноземные дороги в сплошное болото, в которое нога погружалась чуть ли не до колена. Естественно, поток больных сразу прекратился, остановленный естественными причинами. Тут сам Бог велел заняться уроками. После завтрака, состоящего из стакана сметаны и краюшки хлеба, лекари уселись напротив друг друга на топчине в позе лотоса, практически упираясь коленями. Марьяна взяла руки Влада в свои и стала руководить его действиями. «Расслабься, закрой глаза и представь, что ты огонек в черной пустыне. Ты висишь в воздухе. Твои чувства тянутся к той реке, из которой ты вылился. Ты должен увидеть реку силы и потянуться к ней душой, соприкоснуться с ней, попробовать потянуть из нее силу. Давай ищи реку. Пусти мысль вперед. Ищи, ищи, ищи». Владимир замер. Его мысли плавали где-то далеко. Он никак не мог освободить голову от них. Сразу лезло. «Как там без меня? Как моя семья? Что они делают?» Потом он немного успокоился, расслабился. Мысль блуждала в пространстве. Он вроде как начал ощущать, что-то потянулся. Но нет, ушло. Он с досадой открыл глаза. «Не получается, ни черта. Я же говорил, ты же поразить не старался. Стараться надо. Ты думаешь, сразу приходит все? Люди годами учатся, а ты за раз хотел все освоить? Наглец! Пошли чаю попьем, а потом снова будем заниматься. Нечего было это. Базар фильтровать надо было. Обещал учиться? Учись». Владимир поперхнулся и закашлялся. Смешно было слышать же организмы его мира от старушки Божьего дуванчика. Она глянула на иконостас в углу и перекрестилась. Потом быстренько побежала собирать на стол. Надо сказать, что по поводу веры Владимир давно уже выяснил. О Христе тут не слыхивали, хотя верховный бог был один. Впрочем, имелось также множество богов тип языческих. Словом, религия тут почти не отличалась от той, что существовало в его мире в общих чертах. Целители сели за стол. Марьяна налила в деревянные, расписанные по типу хохламой кружки травяного отвару, и они занялись чаепитием, используя вместо сахара густой белый мед. Марьяна всем видом сахара предпочитала именно мед, считая его, и справедливо, лекарством от большинства болезней. Да и просто так было вкусно. Наконец, чай был допит, и Марьяна опять потянула Владимир на топчан. Они уселись в прежних позах. Владимир про себя вырвался, эти вычурные восточные осаны ему всегда не нравились. Ноги через минуту начинают болеть, спина затекает, поясница ноет, не двадцать же лет уже. Но делать нечего. Расслабился, закрыл глаза, подал руки Марьяне. Вдруг почувствовал слабость, и мысли стали отлетать далеко-далеко, оставляя пустоту и черное пространство. Последняя мысль была «Подпоила, зараза, вот хитрая бабулька». Затем остались только ее слова, ее вкрачивый тихий голос. «Ты – огонек в черной темноте. Ты колышешься и горишь. Ты хочешь потянуться к реке, от которой ты отделился. Ищи, ищи. Почувствуй реку, тепло. Тепло, теплее. Смотри, вот она река. Осторожно подлети к ней и почувствуй ее. Ты должен осторожно коснуться ее и попробовать наладить канал. Подлети ближе. Касайся разумом. Тянись к ней, тянись. Осторожно тянись. Осторожно, медведь, чертов, что ты делаешь? Владимир висел в черной пустоте, следуя словам Марьяны. Такое впечатление было, будто бы она тащит его через огромный космос, сияющий звездами и замусоренной космической пылью. Наконец он почувствовал что-то, как будто теплое дуновение коснулось ее щеки. Он потянулся по направлению к теплу и вдруг увидел ее. Река села, текла в пространство, как огромный поток. Она пронизывала буквально все, начиная с неизвестно где и нигде не заканчиваясь. Владимир понимал, что на самом деле это не совсем река, как и не совсем космос. Просто его подсознание, его мозг воспринимали все это именно так. Сознание человека, технологического мира, выстроило себе четкую картину и теперь придерживалось ее. Огонек Владимир подлетел к громадной реке, как мотылек к пламени. Он слышал, как издалека, как из глухого динамика слова Марьяны. Она чего-то требовала от него. А, ясно, он должен как-то прикоснуться к реке, потянуть из нее силу. Но он не знал, как это сделать и просто как бы взял и вцепился в реку рукой, пытаясь оторвать от нее кусок. Руки, конечно, не было, просто ему так привиделось, будто его рука вцепилась в реку силы и начала делать отвод потока. Словно в воображаемом береге образовалась дырочка и поток силы хлынул в нее, как бы наполняя резервуар в его теле. Он впустил в себя реку, подумал, еще раз рванул. Образовался канал. Владимир стал наполняться быстрее. Он рванул снова и еще более мощный поток хлынул в него, опаляя его огнем и выжигая изнутри. На периферии сознания метался и визжал голос Марьяны. Он отмахнулся от него и продолжил впитывать поток силы. Это было сродни оргазму. Он, как та крыса с вживленными электродами, не мог оторваться от источника удовольствия и все тянул и тянул силу из реки, пока вдруг не почувствовал дикую боль. Сознание помутилось. Поток силы остановился, а Владимир слетел с топчина, больно ударившись головой о табуретку и приложившись ухом о пол. Марьяна в ярости пинал его ногой вбок, возвышаясь над ним, как пизанская башня, и вопила, вопила, словно сирена пожарной машины. Владимир почти не разбирал слов, только «О блюдок-то боголовый! Хряк кастрированный! Скотина тупоумная! Что ты творишь? Ты какого черта присосался, как клещ? Я тебе придурку сказал! Осторожней! А ты чего творишь?» Владимир даже подивился разнообразию ругательств в лексиконе старушки-одуванчик, потом успокоился. Все-таки ей 120 лет, за столько лет и он много нового узнает, особенно при таких-то учителях. Он провел по лицу и взвыл от боли. Марьяна разбила ему нос и, похоже, сломала. Кровь залила всю грудь, нос торчал на бок. Мужчина с трудом поднялся и сел за стол. Марьяна, продолжая поносить его, подошла к столу и уселась рядом. «Марьян, ты обалдела, что ли? Ты же мне нос сломала. Как я теперь буду с таким носом жить-то?» «Болван!» устала, откликнулась она. «Нос-то дело поправимое. А вот хотел бы ты жить, гадя под себя и пуская слюни. Так бывает со всеми, кто черпал силы не по силам. Ты не умеешь контролировать себя и силу. Я спасла тебя. Еще бы минуты, и ты овощ. Теперь ты понимаешь, что к чему?» Владимира пробила озноб и не только от стреляющей боли в носу и распухшего уха. Стать идиотом, но никак не входил в ее планы. «Скажи спасибо, болван, что я вовремя успел тебя приложить кулаком. Да у тебя, как оказалось, резерв в магическом узле большой. Хм, раз сто больше, чем у меня, насколько я поняла. Я тебе говорила, что ты перспективный. Я ведь за сто двадцать лет сумела развить узел до такого объема, а ты сразу, даже завидна. Ладно, давай, гадина, лечить тебя теперь». Она встала перед Владом, задравшим к ней голову и начала осторожно ощупывать лицо. Потом заявила. «Так, сейчас будет ну очень больно. Я не могу снять с тебя боль, так как ты дых гораздо выше меня по уровню магии и не могу навести на тебя обезболивание, понимаешь? Это сродни воздействию на душу, а твоя душа сопротивляется воздействию. Лечить тебя могу, а вот обезболить или усыпить или еще что-то такое из морков напустить нет. Придется потерпеть». С этими словами злостная бабка зверски дернула Влада за нос так, что кровь, слезы и вопли смешались в равных пропорциях, он потерял сознание. Очнувшись, он увидел перед глазами носки тапок Марьяны, перемещающиеся вправо-влево. «Вставай давай, чего там разлегся? Все уже!» Владимир расщупал лицо, нос был на месте, ухо не болело. Пока он лежал, целительница провела лечение и восстановила все, как было. Даже лучше. Он одной ноздрёй не очень хорошо дышал, с юности из-за перелома хряща, полученного при неизвестных обстоятельствах. Да мало ли таких обстоятельств в юности, от дворовых разборок до некой игры в секции дзюдо, почему-то называемой регби, и имеющий к ней такое же отношение, как пьяные танцы гостей на свадебе к балету «Лебединое озеро». Он поднялся и пошёл умываться на улицу. С небес хлистала вода, гремел гром. Владимир стоял под дождём, смывающим с него кровь и слёзы, и мечтал, чтобы сейчас в него ударила молния, и он снова переместился в свой мир, к своей семье. Увы, молнии били где-то там, далеко от него, да и где гарантия, что удар молнии перенесёт его на родину, а не превратит в жаркое. Он был в этом совсем не убеждён. Владимир подошёл к катке, уже полной дождевой воды, и стал умываться. Затем, дрожа, снял штаны и рубаху, хорошенько прополоскал и хаджал, и не разворачивая, понёс в дом, шлёпая по жидкой грязи босыми ногами. У порога смыл грязь с ног, зачерпнув ковшиком воды из катки у двери, и ввалился в комнату. Там было тепло и уютно, в печи трещали заранее заложенные дрова, на столе стоял чугунный чайничек с парящим отваром, мёд, хлеб, в чашках парила пшённая каша с тающим кусочком масла. Владимир достал из сундучка запасные штаны с рубахой, переоделся в сухое и всё ещё вздрагивая от холода, уселся за стол. Они молчали, некоторое время слышался только стук ложек об края чашек. Несмотря на то, что они недавно позавтракали, есть хотелось ужасно. Влад всегда замечал, что после работы с силой Марьяну сразу тянет поесть. Видимо, на такие упражнения с магией организм затрачивает много энергии, и ему требовалось восстановление. Доев кашу, они разлили чай и смакуя букет и аромат посидели друг против друга. Говорить не хотелось. Наконец, еда и чай возымели действия. Влад согрелся. Марьяна некоторое время задумчиво смотрела в центр стола, не поднимая глаз, потом неожиданно сказала «Испугалась я. Видела я, как выжила одну девчонку мою двоюродную сестру. Симпатичная была девка. Задушили ее». «Как задушили?» «Как?» «А вот так». Марьяна страшная и вполне натуралистичная изобразила хрип из горла и конвульсии умирающего тела. «Да нет», содрогнулся от увиденной картины Владимир. «Я имел в виду другое. Что, свои задушили? Зачем? Что, нельзя было ничего сделать?» «Ничего». Марьяна уперла палец в столешницу и начала водить по ней как бы чертя невидимые узоры. «Ничего не может помочь, если человека выжглой силой. Пытались в прошлом как-то воспитывать этих растений, ну, как детишек неразумных, но ничего не получается. Если душу выжигает, то тело без души это просто оболочка. Убийство тут бывает чистой жалости. «Мне тебя не хотелось убивать, понимаешь?» Она подняла голову и посмотрела на Владимира. «Мы год уже с тобой тут живем, привыкла как-то. Знаю, что скоро уйдешь. Тебе тут тесно, хочется мир поглядеть, устроиться как-то получше. Но лучше ты уйдешь живой и здоровый, чем вперед ногами. Так что слушай бабушку, иначе пропадешь. Понимаешь?» «Да понимаю я все. Получилось так. Такая сладость, такое удовольствие. Я не смог оторваться. Могу себе представить, хотя я и слабее тебя во много раз. Будь осторожней с этим. Всегда есть опасность потерять себя, а меня рядом не будет. Ну что ж, теперь можно учиться по-настоящему. Я многому тебя научить не могу. Боевая магия мне вообще недоступна, сил мало. Светлячок вступление ран. Вот мой уровень. Я научу тебя всему, что умею, а дальше ты будешь сам учиться. А сложно учиться. Надо какие-то там слова знать, заклинания. Ты где наслушался? У вас там в своем мире, что ли? У нас самое главное концентрация. Ты должен представить то, что ты хочешь сделать и потянуться за силами к магическому злу. То есть у тебя в районе центра подреберья есть как бы шар такой. И когда ты магичишь, ты тянешься к нему и высвобождаешь силу. Вот этой силой есть основа твоих магических дел. А если она кончается, сила это? Тогда ты тянешься к реке силой и наполняешь резервуар. У тебя теперь имеется постоянный канал, к ней перекрытый твоим духом. Как только сосредотачиваешься, открываешь затвор, и сила потекла в себя. Не спрашивай меня, что такое сила, что такое река, этого никто не знает. Мы можем только пользоваться ей и все. Все разговоры типа, откуда она взялась, выедено у яйца, не стоит. Болтология одна. Никто не знает. Просто прими как факт. Вот она есть и все тут. Я так поняла, что у вас ее нет, иначе бы ты знал. Да, у нас об этом только сказки. Где-то наши миры разошлись. Язык один, а вот история разная. И про магию у нас ничего неизвестно. Есть какие-то зачатки. Кто-то что-то вроде может, но такого как тут нет. Все бы знали. Владимир помолчал, потом добавил. Неужели магичить так легко? Вот захотел и получилось. Как-то странно. А ты кого вообще видел из людей-то? Крестьян? Меня? Почему ты думаешь, что это так легко и всем доступно? Из 10-20 тысяч один попадается с зачатками магика, а из тех, кто с зачатками, только половина доходит до владения магией, остальные выгорают. Из оставшихся только единицы дорастут до сильного мага, остальные на моем уровне застревают, не могут развить магический узел. Кто-то из тех, кто с зачатками магии вообще не хочет становиться магиком. А что если выиграет? Зачем быть магиком, когда и так жить хорошо? Теперь ясно? Ясно. Вот ты зараза, если бы я правду выгорел. Чего ты не предупредила, что отсев такой большой? А ты бы тогда решился пробовать? Я как-то прошла посвящение, это так у нас называется, когда ты к реке сил прикасаешься. А почему ты бы не прошел? Ты сильный, умный, я же вижу. И что, ты всю оставшуюся жизнь собирался тут на хуторе просидеть, грязь смесить и бинты отстирывать? Так хоть надежда есть выбраться, я бы посильнее в магии была, разве же я тут сидела? Марьяна пригорюнилась, подперла рукой голову и опять уставила столешницу. Так и тянет все послать и куда-нибудь убежать. Так все обрыдло. Ну так уехал бы, а чего? Да кто меня там ждет? Магичить там можно, только вступив в гильдию, если поймают, но не уплате налога, и магичнее без вступления в гильдию накажут. Могут отрезать от реки силы на время, а то и навсегда. А потом ты поймешь, что значит, когда ты мог к ней прикоснуться, теперь не можешь. Впрочем, ты уже понимаешь, это слаще, чем между мужиком и бабой, слаще меда. Те, кого отрезают, долго потом не живут. Год, три, пять и умирают. Так что все серьезно, не вздумай в городе лечить или брать заказы без вступления в гильдию. Для себя можешь магичить, для своих близких, а на заказ не маги. Поймают, удушат, если смогут. Она хитро усмехнулась. Всегда есть те, кто над законом. Отдолеют, если смогут. Они одолеют, ну в общем так вот. Давай-ка теперь будем учиться пользоваться даром. Чтобы было не даром. Глава вторая. Через несколько часов Владимир уже знал, что он бестолковый болван, ушастый дерьмовый енот и вонючий хромой уш. Откуда уже ноги? Спросил он и получил ответ. Это такой дерьмовый уш. Однако это не помешало Владимиру освоить создание шара светлячка и разнести печь. В комнате было гадко. Куча кирпича и чадящий дым от разбросанных по полу и с трудом залитых водой дров. А в глазах, ослепленных вспышкой, радужные круги. Началось все невидно. Марьян приказал ему создать светляка магический светильник. Он должен питаться от силы, которую в процессе изготовления закачивает в него магик. Для этого надо было всего лишь подумать о том, что такой шар должен быть создан и ап. В углу повис маленький с мандарин шарик. Но кончилось это дурно. По принципу кашу маслом не испортишь. Влад черпанул из узла силы и представил висящий в углу шар. Вот только шар тут оказался диаметром полтора метра и сиял, как прожектор, заходящий на посадку стратегического бомбардировщика. Даже сквозь закрытые веки пробивало. Пришлось его гасить после яростных, перебежаемых ругательствами объяснений Марьяны. Оказалось, что можно, потянувшись к шару, погасить его, перекачав энергию в свой магический узел. Это было похоже на прикосновение к реке силы, но только в гораздо меньшем масштабе. Как выяснилось, погасить шар или впитать магию какого-то из магиков может только тот, кто сделал магический объект или является специалистом классом выше. Например, погасить шарик Марьяны Влад мог, а вот она погасить его шар не могла, и даже если бы могла, сто раз подумала бы, делать это или нет. Неизвестно, сколько сил он закачал в шар, и если ее количество превысило бы объем узла, может, выжечь бы и не выжгла, но на неделю в постель точно бы уложила. Дальше было еще хуже. Владимиру вдруг захотелось посмотреть, как он может создавать электрический разряд. В общем, Марьяна выжила чудом, печка не выжила совсем. Ветвистая голубая молния врезалась в покрывающую зев печи чугунную плиту с дырками для котлов и заслонками и выворотила ее из кирпичей, чудом не создав пожар. Владимир и Марьяна перепугались, и пока выбрасывали горящие дрова под дождь, договорились, что до поры до времени ограничиться лечебными и магическими действиями. На том и порешили. Уголь и тлеющие плавики выкинули на улицу, пол опять пришлось отмывать. Потом улеглись на свои топчаны, накрывшись шестяными одеялами, с чувством выполненного долга. Утром было солнце, ливень закончился, оставив грязь, лужи, кучи грибов, дождевиков в обхват величиной и изумрудную пахучую растительность вокруг. Первым делом горе-маги взялись за ремонт печи, выложив опять кирпичи и обмазав их замешанной глиной. Чугунная плита легла на свое место, благо, что разбить ее можно было только из танковой пушки. Молния Влада не оставил на ней следа, кроме сбитой сажи. Кстати, тут он задумался, а если полить молниями по людям, одетым в броню, что же это будет, если никакого следа на железе не остается? Марьян успокоил его, заверив, что если на железе следа не останется, то содержимое этого железа нормально приобретет вид запеченной в духовке курицы. Что такое гриль в этом мире не знали, но о духовке понятия имели. Главное в магии, как оказалось, это контроль. Контроль за своими действиями, зачерпанием силы, за невыпуском магических ударов наружу. Если маг не контролировал себя, если после него оставались руины, погибшие люди, власти старались пресекать деятельность такого специалиста, а иногда и жизнь. Уникумов, способных разрушить усилия множества боевых магов, было мало. А даже если такие существовали, им надо было спать, есть. Что ж, в еду можно подсыпать яд, а спящие не контролируют приближение врагов. В общем, шанс превратиться в диктатор или бога у магиков был очень невелик, практически приближался к нулю. Впрочем, жили сильные магики очень хорошо, богато, пользуясь всеми благами этой цивилизации. Силы их были ограничены только способностью захватить и накопить необходимое количество магии. Например, сил Марьяны хватало только на полдня работы с больными, потом ей приходилось около часа сидеть и медитировать, откачивая силу. Владимир, как ни странно, обладал магическим резервуаром гораздо большего объема. Видимо, это было потому, что шаровая молния разорвала в его теле связанные каналы, и он теперь мог использовать возможности человека на полную катушку. Вообще, его восхищала возможность творить что-то без всяких там заклинаний и завываний. Показал пальцем, бах, объект упал, и все. Вот только тут тоже были свои законы. Ну, если бы так, шел человек с магнумом 357, навел на другого, пальнул, тот упал. А дальше что? А дальше на тебя налетает толпа с такими же магнумами, и, как бы ты ни отстреливался, кладет тебя на повал, рано так поздно. Впрочем, по зрелым размышлений, Владимир пришел к выводу, что это правильно, иначе это был бы не мир, а один большой рабский загон у супермага. А так их количество и действий регулировалось законом. И так, властелином мира Владимиру не быть. С этой мыслью, немало посмеявшись про себя, он смыл с себя сажу и глину и принялся хлебать куриную лапшу, которую сварила Марьяна на дворовой печке. Им пришлось повозиться с ее розжигом. Дрова были сырые, после ливня разводить огонь магией они не решались. У Марьяны на это не хватало сил. Жалкий убогий шарик фаербола, получавшийся у нее, не только не мог поджечь дрова, даже если их палить керосином, но еще и лишал ее половины запаса силы. Фаерболы и что-то подобное, молнии, лед, вызывание ветра были уже явлениями под силу магам более высокого уровня, требующего большого запаса силы. Владимир же мог просто взорвать и эту печь, оставив их обоих без обеда. В конце концов, после нескольких проб избитых трех сосен, он сумел таки ограничить шарик фаербола до размера теннисного меча ярко-белого цвета. В раз высохшие от жара дрова вспыхнули с веселым треском, разбрасывая капли смолы и шипя выступившими из полени в капельками воды. Марьяна, с ужасом и восторгом следившая за потугами Владимира, опасалась, как бы он не разнес дом и клинику, заявила, что если он с такой же энергией будет лечить больных, то они больные останутся без рук и без ног, а потом и он сам, так как ему их потрубают. С этими жизнеутверждающими заявлениями она плюхнула в миску Влада куриную ножку с клетками. Как уже выяснил Владимир, картошки они не знали. Увы, ему страшно не хватало картошки в этом мире. У себя он мог есть ее во всех видах, жареную, вареную, в супе, в салате, в чем угодно, и теперь этих блюд ему не хватало. Мир вроде бы не отличался от привычного, но время от времени они так и называли его мир. Материки тут были другие. Основной материк, громадный как Америка вместе с Евразией, назывался астрал, а мелкие, ну не такие уж мелкие, но в сравнении с основным мелкие, острова. Их было множество, на некоторых разместились государства, объединяющие много островов. С мироустройством Влад пока не разобрался, да и как-то все равно ему было, где и сколько островов и какие есть государства. Он знал пока одно государство и готовился в нем жить. Больше-то ему ничего не оставалось. Он не позволял себе думать о том, как ему вернуться домой. Если слишком много об этом думать, можно сойти с ума, пока он не видел, как это сделать. Марьяна открыла ему еще одну вещь. Закон запрещал применять боевую магию против дворян или простолюдинов, если те не совершали каких-то преступлений или не находились в рядах противников в случае войны. Вначале Владимир никак не мог понять, ну как-то так. Ну вот напал, к примеру, на него некто с мечом или там с ножом, а он не моги применить боевую магию. Оказывается, нельзя. Маг может защитить себя не боевыми действиями, ну типа усыпить, отбить удар магией, но вот убить нападавшую магией или хотя бы слегка поджарить нет. Размышляя над этим, Влад понял, что тут правящая власть защитила себя от угрозы нападения магов. Ясно, что этот закон касается только самих магов, которым к тому же запрещено занимать какие-то должности в администрации. То есть фактически маги были поставлены на уровень неких академиков, приносили нужные результаты, имели деньги на безбедную жизнь, но вынуждены были находиться в жестких рамках. Сделаешь шаг не так, специальный корпус магов-карателей найдет тебя и подвергнет расправе. Тут задумаешься, так ли сладко быть магом? Слаще всего в любом мире все-таки быть у власти. Представитель знати, не особенно задумываясь об условностях, вполне мог откупиться в случае совершения ему убийства или другого не менее тяжкого преступления, просто заплатив определенную сумму золотых. Ее размер зависел от статуса жертвы. Для тех же крестьян эта сумма не превышала полсотни золотых, годового заработка семьи. Простолюдин, если у него нет титула дворянина, не мог вызвать на дуэль дворянина, но дворянин мог вызвать любого высокородного, кроме герцогов и императора, а также простолюдина, если не хотел просто его убить. Поединки происходили в рукопашную с применением холодного оружия, но без магии, как уже упомянут выше. Применив ее, маг сразу ставил себя вне закона. Владимир долго не мог поверить в такую несправедливость, возмущался. Все это привело его в большое уныние. Чем отражать нападения, а он был уверен, что они неизбежны, если основное оружие фактически выбили из рук? Ну, магик может нанять охрану, ходить всегда в сопровождении, есть специальное агентство наемников, магики. Ведь обычно богатые, им это по карману. А если охрану подвела, или он один остался, тут как быть, сдохнуть? Ну, убежать. А если не успел, тут уж драться или помирать. Знаешь, вообще-то у нас многие магии тоже умеют железяками махать. Мало ли что случится, или сил не хватит, или охрана рядом не окажется. Ну, а кто не может заработать на охрану, тот в леса забивается. Мы долго живем, завистников много, так что учись только в городе можно научиться фехтованию и ездить на лошади. Вызовет тебя кто-то на дуэль, а ты или будешь стоять оплеванной, и все потом презирать тебя станут, или если примешь вызов, тебя просто убьют. Перспектива Влада не сильно вдохновила, и он задумался. И тут засада. Будь ты хоть полубогом, могут в конце концов все равно прибить. Надо как-то вписываться в систему. Что он имеет? Тело, видавшее виды с больным левым плечом, с треском в суставах, довольно сильное и быстрое для своих лет, но совсем не дотягивающее до уровня фехтовальщиков средневековья, с детства занимающихся этим гнусным делом и только мечтающих насадить кого-нибудь на свой дурацкий вертел. Только из-за угла и можно их глушить. Марьян, а есть какой-то запрет на использование магии не напрямую? Ну, например, я не могу засандалить в урода молнии, как я понял, не могу магией обрушить на нее балкон, но могу ли я использовать какую-то магическую вещь? Ну, к примеру, особо крепкий острый меч или специальные стрелы? Или там броню могу их применять? Или какие-то там способности? Ну, к примеру, какой-то целитель сделал так, что я при желании начну двигаться быстрее всех или видеть дальше. Ну, ты поняла, в общем? Да поняла я, она задумалась. О запретах на такое использование силы я не слыхала. Так и в случаях такого ее применения мне неведомо. Ты особенно себе не думай. Большинство целителей это мой уровень, а те, кто правда что-то умеет, ноги, руки отращивают, чего-то изменять в теле очень редки. Да и не решаются лезть кому-то в брюхо. Намутишь там, потом тебе башку снесут. А сами себя могут править. Ну, целитель взял и начал себя изменять. Я о таком не слыхивала. Это слишком. Фантазия-то все. Ты пойми, на любое изменение, на лечение ты тратишь кучу силы. А чтобы изменить уже здоровое, сопротивляющееся изменению, надо столько ее затратить, что это никому недоступно. Даже ты не сможешь. Она покосилась на Влада. Думаешь, я не понимаю, о чем ты говоришь? Я только порадуюсь за тебя, если ты сможешь это делать. Но жаль, сомневаюсь я в том, что тебе это по силам. Давай-ка мы займемся лечением черьев до хромоногих пастухов. А там научишься лечить и сам все поймешь. Пока ты еще ни одного больного не исцелил. Дни проходили в домашних хлопотах. Пришлось пропалывать заросший огород, на котором, кроме лука, чеснока и обычных помидоров с огурцами, росли различные лекарственные травы. Даже женьшень, непонятно откуда, взявшаяся в средней полосе. Впрочем, после размышления Владимир понял. Караваны с товаром ходят по всему материку, вплоть до Дальнего Востока. Почему бы им не привезти семена женьшеня? Когда-то привезли, теперь вот он прижился. Прижился он, как оказалось, только у целителей. Они умели поднимать его рост. Марьяна научила использовать силу для этого. Нужно было сидеть у грядки и, окунувшись в черноту, пытаться настроиться на растения. Через какое-то время Влад уже начинал видеть движение соков и на уровне подсознания подталкивать эти процессы, напитывая ауру растений силой. Кстати сказать, после нескольких уроков он наловчился видеть ауру растений людей. Она была разной. У растений как бы охватывало свечением весь стебель, корни, если в этой ауре появлялись прогалины, то значит растение болеет. Стоило закрыть силой дырки в ауре и растение сразу же поднималось, наливалось соками и начинало цвести. Через некоторое время Владимир научился манипулировать с аурой сразу множество растений. Он как бы чувствовал, где больше всего растений нуждалось в подпитке и направлял туда силу. Она как бы оплетала объекты воздействия. У больных закрывала дыры в ауре, здоровых подпитывала, делая большими и сильными. Огородик у них разросся, Марьяна была очень довольна успехами Влада на Мичуринском поприще. Хороший магик-садовод, огородник, будет всегда при деле. Все крестьяне просто молиться на него станут. Доводила до сведения Владимира, учительница. Я могу работать только с десятком двумя растений. Ты же в состоянии целое поле обработать. Крестьяне будут просто счастливы тебя принять. Впрочем, денег на них ты не заработаешь, хотя и сыт будешь. Все деньги в столице. Тут так, крохи. Если сумеешь еще и переделывать тела, как ты мечтаешь, то клиенты у тебя всегда будут. Все богатые старухи, старики, все те, кто недоволен своей внешностью. Это можешь мне не объяснять. В нашем мире самые богатые из врачей пластические хирурги. Они из дурнушки могут сделать красотку. И делают. Только стоит это столько, что позволить себе их услуги могут только очень богатые люди. Впрочем, простые операции типа упирания лопоухости и тому подобное они делают сравнительно недорого. Ладно, пора тебе переходить на людей. С растением у тебя хорошо получается. Как я тебе уже говорил, с человеческим телом все сложно и одновременно просто. Ты воздействуешь на тело человека, ускоряя процесс его заживления. Учти, энергия заживления идет изнутри самого организма. Если ты что-то в нем делаешь, главное не довести его до полного истощения. В противном случае ты получишь целый здоровый труп. Главное – контроль. Главное – вовремя остановиться. Лучше чуть не долечить, чем убить больного лечением. Вот почему сложные случаи лечатся за несколько сеансов. В общем, с завтрашнего дня ты принимаешь пациентов. Хм, не прошло и трех лет. Как же это так быстро-то? Давай не смейся, лекари допускают к больным через 10 лет, не меньше, пока научатся контроль держать, пока научатся работать с силой. Тебе, видимо, помогло то, что ты стал целителем уже взрослым. Кроме того, ты обладаешь знаниями другого мира. Иначе бы ничего не вышло так быстро. Всего два года и уже целитель. Только не задирай нос и иди дров наруби, великий целитель. На следующий день у клиники с рассвета уже стояла очередь из больных. Лекари наскоро позавтракали, Владу не терпелось попробовать себя, а Марьяне не терпелось увидеть, чему научила ученика. Первым вошел мальчишка, проткнувший себе ногу каким-то штырем. Рана загноилась, нога распухла. Еще немного и начнется заражение крови. Впрочем, могло уже начаться, подумал Владимир. Он поводил рукой над головой мальчика, сосредоточившись на том, что тому должно быть не больно. Не больно, не больно, замри. Мальчик застыла, глядя перед собой широко раскрытыми и испуганными глазами. Его отец выглянул из приоткрытых дверей, растерянно воскликнул. Что это с ним? Что с ним случилось? Целители бесцеремонно прогнали мужчину и закрыли дверь, чтобы никто не мешал. Мальчик уложили на стол, сняв с него штаны и башмаки. Впрочем, башмак был один, так как больная нога распухла до состояния небольшого бревна. Целители встали по обеим сторонам стола. Что ты видишь, Влад? Рана сквозная, заражена. У нас врачи, скорее всего, уже отрезали бы ногу, вон как почернело. Ткани отмирают. Эти идиоты привезли его поздно. Боюсь, ногу не спасти. Прибил бы этого тупого урода его папашу. Ну а что ты хотел от крепостных крестьян ума и фантазии? Им бы выжить и барщину отработать, а не думать, кто из детей чего там проткнул. Это помрет, еще народят. Вот так и живут, привыкай. Крепостные? Ты хочешь сказать, это рабы? Куда я попал? Ну, можно сказать, и рабы. Ладно, хватит болтать, мальчишка он помирает. Че будем делать? Думать давай. Моих сил сохранить ногу не хватит. Будешь пытаться или сразу режем? Иначе помрет. Кстати, он и так может помереть. Похоже, сепсис уже по всему телу растекся. Что видишь в ране? Рассказывай. Ну что, в ране гной. Кроме того, что-то осталось в канале, типа стружка или окальна какая-то. Надо чистить, разрезать, удалять инородный предмет, очищать кровь. В общем, он сказал, поехали. Куда поехали? Я тебе потом расскажу. Владимир взял в руки остро отточенный небольшой нож, местный аналог скальпеля. Точным движением руки сделал разрез вдоль кроножной мышцы. Оттуда палился гной. Продолжая смотреть на канал раны, лекарь усилием воли перекрыл сильно закровоточившие сосуды, успела вылиться примерно с полбутылки черной застоявшейся крови. Это неплохо, подумал он. Гнилая кровь стекла, остальную почистим. Он стал безжалостно срезать почернившее мясо, кромсая, как черстую горбушку хлеба, до тех пор, пока не показались красные волокна более-менее здоровых мышц. Остатки предмета, проткнувшую ногу, были удалены. Из-за распространившегося по комнате запаха дышать было тяжело, даже Марьяна, привыкшая ко всему, стояла бледная. Как на грех сегодня такой вот случай. Поучился, называется. Подумал Влад и продолжил операцию. Пришлось вырезать икроножную мышцу почти до кости. Гангрена разъела все до основания. Владимир остановился и задумался, как сохранить ногу без мышц. Мышцы есть, выше и ниже, что делать? Он сосредоточился. Из остатков мышцы выше и ниже раны стали вытягиваться красные нити. Они росли, пока не соединились в основу кроножной мышцы. Она вышла пока еще тонкой, но организм, помнивший, как она должна быть, медленно, но верно наращивал сплетение. Марьяна взяла его за локоть. Осторожно, мальчишка небольшой, ресурс у него маленький, давай завершай. Владимир сосредоточился на коже мальчика, мышцу надо было прикрыть. Кожа стала медленно расползаться от краев, сдвигаясь, пока наконец не прикрыла зияющую красную дыру. Мышцы не хватало, чтобы заполнить все место, которое ей было предназначено. На месте раны образовалась впадина, а нога как будто усохла. Ничего, разбегается, нарастит ногу. Марьяна забоченно осмотрела мальчика. Нам еще кровь очистить надо, продолжай. Владимир магическим зрением осмотрел мальчика. Кровь была заражена. Целитель лихорадочно думал, думал, что делать, что чистит кровь, печень, почки. Усил кровоток, поддерживая органы силой. Пошло очищение. Шел уже третий час работы, наконец Владимир решил. Хватит. Он подпитал слабую ару мальчишки силой и устало откинулся назад, усевшись на табуретку. Все. Марьяна с уважением поглядел на него. Влад, ты молодец. Я думал, у тебя не получится. Я ни разу не видел, чтобы так кто-то мог работать. Я горжусь тобой. Ты настоящий целитель. Спасибо, Марьян. Без тебя бы я не смог. Твоя заслуга. Так, давай отмываем все, перекусим, потом продолжим. Остальные ерунда, переломы, вывихи, ничего страшного. Сейчас я этого идиота позову. Пусть забирает мальчика. Сними с него оцепенение. Владимир правил рукой над головой пациента, снимая оцепенение. И ребенок тут же заревел от страха, обнаружив себя без штанов в незнакомом помещении, дурно пропахшем и отвратительном. В комнату заскочил отец мальчика, но тотчас выбежал обратно на улицу. Владимир сам поднял ребенка и вынес за порог. Малец ревел, оглашая окрестности. Отец принял его с рук на руки, успокаивая, похлопывая по спине. Тот утих и позволил Владимиру вставить слова об оплате. По-хорошему, с тебя тысяча золотых за такую мерзкую работу. Прибил бы тебя, мальца ведь почти что загубил. Еле-еле вытащили его с того света. В общем, с тебя золотой. У меня только три серебреника. Давай три, остальное принесешь продуктами на семь серебреников по ярмарочной цене. Все, валяться, мы прибираться будем, отдыхать, нам еще других лечить. После отдыха и уборки лечение пошло быстро. За час целители пропустили человек пять, неплохо заработав. Платили им за услуги деньгами и продуктами. Так прошло еще два месяца. Поток больных сильно увеличился. Слухи о том, что появился сильный лекарь, берущийся из-за безнадежных случаев, разошелся по всей округе. Марьяна ворчала. Работы прибавилось, много сложные, а вот доходы выросли незначительно. Сложная работа отнимала уйму времени, а оплачивать ее как следует у крестьян не было возможностей. Правда, появлялись и зажиточные клиенты. Конечно, не дворяне, им не по чину мотаться в какую-то заштатную деревеньку, в лесной хутор. А вот купцы и проезжие люди стали заглядывать нередко. Большой тракт проходил всего в 15 верстах от хутора. А на тракте всегда что-то случается. Раны, болезни, роды и травмы. С купцов уже целители брали более-менее справедливую цену, впрочем, особо тяжелых случаев там не было. Больше колото-рубленные раны до патологических расстройств желудка. С ними Владимир научился работать уже на автомате. Он мог пропустить уже десяток человек в час. Этот поток больных его тяготил, хотя он и понимал, что от его работы зависит и их благосостояние, будущее, здоровье многих людей. Впрочем, несмотря на чувство морального удовлетворения от хорошо выполненной работы, в глубине души он не особо вникал в проблемы этих людей. Своих хватало. Видимо, у него выработался уже синдром врачей отстраняться от людей, воспринимая их как объекты лечения. В свободное от работы время Влад учился пользоваться магией, экспериментируя с ней, создавая различные структуры и смотря магическим зрением на предметы. Как оказалось, он может, напрягшись, погружаться вглубь любого материала, изменяя его свойства. Как это происходило, он не знал, но знал только одно. Для изменения свойств материала нужно столько силы, что у него с трудом хватало одного заряда магического узла. Теперь он понял, почему Марьяна хмыкала, когда он говорил об изготовлении магических вещей или вещей, свойства которых изменены с помощью магии. Все это требовало такого расхода энергии, что о том, чтобы кто-то мог это повторить, не могло быть и речи. Первое, что он попытался сделать, нож с специальной заточкой мыльной поверхностью. Для этого он вошел в структуру стали ножа и стал требовать от лезвия, чтобы оно уплотнилось на конце и приобрело толщину в молекулу. Магическим зрением было видно, что под большим увеличением лезвие представляет собой грубейший и рыхлый кусок металла, изборожденный многочисленными заточками. Владимир два часа сидел, добиваясь улучшения укрепления лезвия. Сила вытекала из него бурным потоком и вливалась в нож. Через два часа он обнаружил, что силы у него уже нет, а нож готов только на треть. Он был ошеломлен, работать с неживыми предметами было очень сложно, гораздо сложнее, чем с живыми объектами. Нож он закончил только через неделю. Это было странное произведение. Лезвие нельзя было удержать руками с двух сторон, оно все время выскальзывало, а острота его была такова, что им можно было спокойно нарезать стружку из лопаты, как из кожуры огурца. При этом занятии Влад был отловлен Марьяной и яростно выругал. «Купи свое, потом уродуй! Хорошая лопата была, ты ее на лапшу пустил! Вот чем теперь всякое дерьмо закапывать?» И все в таком духе. Но в общем и целом результат она оценила очень положительно, только вот боялась этим ножом что-то резать, отхватить палец можно было так, что и не заметишь. Влад посчитал, что на изготовление меча по подобной системе уйдет не меньше месяца, по два часа в день. На большее у него пока не хватало силы. Впрочем, он заметил, что с каждым разом объем запасаемой им силы увеличивается по мере ее исчерпывания. Марьяна это подтвердила. «Я же тебе рассказывал, узел по мере использования развивается. А как ты думаешь, люди растут в силе? Правда, это до определенной поры, потом почему-то все застопоривается и сколько ни старайся, больше не поднимется. Видно, это зависит от свойства человека. Ну как один может бегать быстро, а другой нет. Один сильный, а другой катку поднять не сможет. Радуйся, что узел у тебя не застыл, есть шанс стать очень сильным магиком». Влад тоже на это надеялся. «Ну что, он станет сильным магиком. Он давно уже уяснил для себя, что только сильные могут выжить. Все равно, в том мире или в этом». Каждый раз заполнение узла силой занимало у него меньше времени в сравнении с началом его магической деятельности, хотя объем поступающей силы увеличился. Владимир захлебывался удовольствием, качая силу, но уже не терял контроль и следил за процессом. Он как-то уже сам чувствовал, когда его узел наполняется, и останавливал откачку. Он четко осознавал, что канал, соединяющий его с рекой силы, расширился по сравнению с началом его обучения, и все продолжает расширяться. Тем больше, чем интенсивнее он тратит и закачивает силу. «Интересно», думал он, «когда же все-таки остановится развитие? Эта чертова шаровая молния, забросившая меня сюда, сильно мне помогла в этом». Жизнь продолжалась. В избушку в глубине леса шли потоком больные. Лекарь уже с трудом успевали справляться с наплывом. Пришлось нанять себе прислугу, кухарку и помощника по хозяйству и уборке. На этом настоял Владимир. Ему надоело каждый раз после операции лечения вычищать рабочее место. Пришлось им заказать дополнительный операционный стол, потом еще один. Легких больных принимала Марьяна, тяжелых Владимир. На выезд они не соглашались, хотя такие предложения поступали. Это занимало слишком много времени и не оправдывало себя. Оплата в этом случае должна была превышать оплату на месте, по крайней мере, раз в сто. И пока желающих платить такие суммы не находилось. Влад постоянно экспериментировал с предметами. Например, его гордостью была нательная рубаха, ткань, которую он сумел уплотнить настолько, что она превратилась в броню почищи кевларовой. Топор, которым он попытался разрубить эту рубаху, сумел только загнать ее лезвием в пенек, так и не разрубив. Кстати, результат его напряг. Он представил, что ему рубанули топором в бок, прикрытый этой рубахой. Ну да, рубаху-то не прорубят, но от многострадальному телу от этого не легче. И сила тут никакая не поможет. Впрочем, расспросив Марьяну, он кое-как выяснил, что в основном в быту здесь используются клинки типа катан. Видимо, эта мода пришла с востока, как и многое в стране. А катаны, как он знал еще по прежней жизни, на самом деле не предназначены для прямых рубящих ударов, как рыцарские мечи, к примеру, или мечи викингов. Ими наносились секущие удары, режущие. Кромка лезвия катаны представляют собой что-то вроде микропилы. То есть, когда воин наносил удар, он делал это пилищим движением, чтобы рассечь тело, прикрытое легкой кольчугой или кожными доспехами. Конечно, была тут и тяжелая кавалерия с мощной броней, длинными копьями, но она уже стала выходить из мода лет сто назад. Поджарить молнии тяжеловооруженного бойца было раз плюнуть. К тому же, кони боялись пехоты, применяющие длинные тяжелые копья, упираемые в землю. Оставались лучники и легкая пехота в легкой броне. Но уж говорить о дворянах и не приходится. Там дальше легкой кольчуге дело не пошло. Глупо было бы таскать на себе груды железа. Так что удар катаны рубаха выдержала бы точно. Никакая катана не смогла бы пропилить ее до тела, если только ее лезвие не обработано неким пришельцем из другого мира. Но таких, как надеялся Владимир, больше нет. По типу рубахи он обработал и штаны. После изготовления комплекта непробиваемого нижнего белья настал черед экспериментов и с человеческими телами. Это проделывалось незаметно для объектов эксперимента, а иногда Владимир и сам предлагал ему бесплатно исправить тот или иной дефект. Начал он с оттопыренных ушей, кривых носов, потом перешел на кривые ноги. Попался один пациент со сломанной в юности ногой, которая неправильно срослась. Владимиру пришлось заново ее сломать и срастить. Человек был очень удивлен, получив в довесок к вылеченному черью прямую ногу. Вокруг избушки целителей через полгода уже стоял целый лагерь ожидающих своей очереди на лечение. В основном это были уже богатые купцы с домочадцами, с которых лекари брали реальную плату, хоть и не тысячи золотых, но близко к этому. Крестьяне лечились просто так, бесплатно, но тогда, когда возникало окно между богатыми клиентами. С одной стороны, это было печально, как всегда, бедные оказывались на задворках жизни. С другой, целитель имел право принимать тех клиентов, которых ему хотелось, и отказать любому влечению, тем более, что бедные обслуживались бесплатно, даже при тяжелых случаях. Нередко было так, что богатый клиент отставлялся в сторону ради бесплатного, но которому требовалось спасти жизнь. Денег у целителей теперь хватало, в тайничке под полом домика хранилось уже не менее пятидесяти тысяч золотых, и Владимир стал опасаться грабителей. Пришлось нанять охрану из гильдии наемников, и их охраняли круглосуточно десяток бойцов. Они вроде бы отдыхали, но в случае тревоги могли в считанные минуты встать под ружье. Влада уже давно тревожила мысль о том, что слишком все гладко происходит. Они тут развернули бурную деятельность, получают очень хорошие доходы, кому-то это должно очень не понравиться. Или наоборот. В его памяти лихие девяностые не прошли бесследно, так что Владимир просчитывал ситуацию на раз. Она вообще была какая-то странноватая. Со слов Марьяны, каждый практикующий магик должен состоять в гильдии, чтобы практиковать. Но она почему-то не состояла, однако практиковала. Почему? Как это могло быть? Он задал ей этот вопрос, и ответ оказался неожиданным. Оказывается, они жили на земле, принадлежащей графу Совалову. Чтобы поселиться на этих землях, Марьяна получила разрешение от управляющего графского поместья и платила налог пять золотых в год. Фактически, это составляло десять процентов от заработка крестьянской семьи. Не сказать, что высокий налог, но и немалый. В этом случае графу была двойная выгода и прибыли обслуживанию крестьян в округе. Орочительный хозяин заботится о своем имуществе. Почему ты мне не говорила, что платишь графу? А зачем? Чтобы это изменило. Ну вот, я сказал тебе и. Везде надо платить за то, что ты живешь. Тут тихо, спокойно, было. Теперь все изменилось. Я сама не знаю, во что это выльется, не хотел тебя расстраивать. Я что-то подобное предполагал. Как только слухи о клинике дойдут до графа, скорее всего, наша спокойная жизнь кончится. Пятью золотыми не отделаемся. Заставят платить как следует или задушат. Ты какой-то договор подписывала? Хм, нет. Кто знает, что все так будет? Мариан, ты лохушка. И не спрашивай, что это такое. То есть теперь понятно, что нас в любой момент можно согнать с места или обложить такой данью, что мы взвоем. Интересно, сколько у нас времени до того, как нас прижмут? Они задумались. За окном уже стемнело. Мир был укрыт белым снежным одеялом. Зима. Прошел охранник, обходя территорию. Из пристройки, где жили охранники, слышались веселые голоса и шум. Там что-то отмечали. Избушка изменилась. Вместо топчанов стояли хорошие кровати с пуховыми перинами. Большая комната была разгорожена на две поменьше и кухню. Все сияло чистотой и достатком. Владимир с грустью осмотрелся. Неужели все придется бросить? Он как-то уже привык к этой жизни. Пошел третий год его пребывания в мире, они многого добились и добились бы еще, но, как говорили в мире Владимира, далеко пойдет, если не остановит. С Марьяной они как-то сроднились. Она была кем-то вроде старшей сестры, если забыть, что ей 120 с лишним лет. Физически она выглядела лет на 55-60 и он воспринимал ее соответственно. Влад, я все хотел с тобой поговорить. Ты почему все без женщины? Владимир поперхнулся. Марьян, где я женщину тут добуду? Ты что несешь-то? Влад, извини, я сперва подумал, что может ты вообще мужиками интересуешься. Потом вижу, вроде нет, глазом на женщин косишь. Я же не знаю, что ей подумать, только мужику без бабы нельзя, это ненормально. От этого проблемы со здоровьем могут быть, понимаешь? Владимир молчал. Да понимаю я. Я в своем мире книжку одну читал, ее баба написала. Баба? Правда, что ли? У вас бабы книжки пишут? Да. Ну, баба, ну, книжку, чего такого. Там речь шла о неком воине, очень сильном и умелом. И вот он там ходит по миру, у него множество приключений, всех побивает. Только вот бабы нет. Я всегда подозрительно относился к таким героям, как он годами без бабы-то. У нас умные люди говаривали, что если мужик до 30 лет не женился, у него крыша едет. Ну, то есть с ума немного сходит он. Все время забываю, что ты не из моего мира. Забавное у вас выражение, надо же, крыша едет. Надо запомнить. Марьяна посмеялась, встала, взяла с печи чайничек и подлила себе и Владимиру травяного отвара. Вот я о том тебе и говорю. Тебе баба нужна регулярно. Как-то не хочется тебя лечить. И как ты почти три года обходился. Ладно, как ты говоришь, замнем этот вопрос. Надо думать, что и как. Я предлагаю присмотреть какую-то девчонку или какую-то вдовушку в деревне. Пусть приходит к тебе. Будем платить ей, ну, как прислуги. Ну, побольше немного. Нечего баловать, особенно-то. В деревне за счастье дополнительный приработок. Пусть еще и прибирает, за тобой стирает, постель стелит. Хе-хе, захихикал Марьяна. Ты у нас мужчина видный. Завтра схожу в деревню, поговорю со старостой. Пусть кандидаток подберет. Смотри на устроен. Хе-хе, все развлечение. А то только гнойники кидауши оттопырены. Как ты, не против? Марьян, ну ты зараза. Да почему бы нет, решился Владимир. Тоже как-то не по себе без регулярного секса. Чего? Что такое секс? Ну, это у нас так называют то, что делают мужчина и женщина. Только это, Марьян, нам как-то последствий не надо, да? Толпу спиногрызов нам тут не надо же. Кого? Поперхнулась целительница. Что за... А, поняла. Да давно уже есть тип заклятия. Наложила на полгода никаких последствий. Думаешь, я не додумалась бы? Ты меня давай научи пригодиться, покосился Владимир. Знаешь, почему я так долго мог обходиться без баб? Так, давай не ржать. Это не то, что ты подумала, и девственность овец тоже не нарушена. Понимаешь, когда я преподаю к реке силы, я получаю такое удовольствие, что это сравнено с сексом. Аж самому страшно. Хочется никогда не отрываться, черпать, черпать. Знаешь, у нас проводили опыты, ученые изучали мозг, а тренировались на крысах. Как тебе доступно объяснить? В общем, им в мозг засовывают такие штучки, электроды называются, а совали в то место, где они нашли такой центр удовольствия. Раздражишь его, и получаешь удовольствие по типу оргазма. Ну, это удовольствие от секса. Раздражение центра удовольствия шло по порвоткам. Это веревочки такие, а по ним заклятия раздражающие идут. Нажал педальку маленькую, заклятие пошло в мозг. Центр удовольствия раздражился, хозяин мозга получил удовольствие. А педалька была в клетке крысы. Так вот, крыса могла сама нажимать на нее, и нажимала, пока не умирала от голода и жажды. Все нажимала, нажимала, нажимала. Вот так же с той рекой. Хочется не останавливаться, черпать, черпать. Я поняла, о чем ты говоришь. Марьяна нахмурилась, задумчиво стала водить рукояткой ножа по лужице пролитого чая, вводя какие-то непонятные узоры. Я этого боялась после нашей первой пробы. Помнишь, как я тебе по носу заехала? И еще бы не помнить, хмыкнул и поморщился Владимир. Так врезала, что через двадцать лет помнить буду. А по-другому нельзя было. Ты сам это понимаешь. Слава богу, понимаешь. Ладно, хватит. Давай спать, а завтра будем решать. Гаси свой фонарь. Целители разошлись по своим закуткам. Владимир на ходу, уже не глядя, махнул рукой и погасил светляк, сияющий над головами, перекачав силу в магический узел. Он лег на кровать, закрыл глаза и стал думать. Спать еще не хотелось, он решил потренироваться в управлении телом. Марьяна ему рассказывала, что делать что-то со своим телом невозможно. Мол, это все равно, как тянуть себя за волосы из болота. Ну так ли это? Уровень каждого магика можно определить по сиянию ауры. Марьяна говорила, что он светится, как его светляк. Любой магик за версту его увидит. Так что магический узел напрямую связан с аурой? Ну да, так и есть. Подпитывая свою ауру, он одновременно подпитывает магический узел. То есть получается, сколько втекает в резервуар ауры, столько же вытекает из него. Что-то вроде сообщающихся сосудов. Воздействуя на свою ауру, маг фактически через нее перекачивает силу опять в магический узел. И так, чтобы воздействовать на себя, надо как-то закрыть канал от тока силы от ауры. Владимир сосредоточился и стал смотреть на себя магическим взглядом. Тело сияло в пространстве, в ауре перетекали красные, синие и зеленые потоки, ведущие к органам. Он понимал подсознательно. Вот этот поток, работа печени, она сияет здоровым светом, розовеет, он отметил с удовольствием. Вот результат трезвой жизни. Почки розовые, но с небольшой чернотой. Он не удивился. В юности он узнал, что некоторым образом он мутант, у него четыре почки. Такое бывает, нечасто, но бывает. Увы, удовольствие это не приносит, как и пользы. Сердце работало четко, в шейном отделе было черное пятно, остеохондроз. Левое плечо пульсировало черно-красным, воспаление связок и сустава. Давнее велотекущее, и он боролся с этим уколами и гелями уже несколько лет. Владимир всегда вспоминал пословицу. Если после пятидесяти ты проснулся и у тебя ничего не болит, значит, ты умер. У него это началось после сорока. Все травмы, все повреждения, все переохлаждения, микросотрясения головы, накопленные за годы жизни, все начало вылезать наружу. Он осмотрел свое тело внутренним взором и заметил множество ниточек, тянущихся от участков ауры по направлению к солнечному сплетению. Так вот как аура соединяется с магическим узлом. Он специально зачерпнул из узла силы и выпустил ее в ауру. Она засияла гораздо ярче. Потом стала тускнеть, тускнеть и вошла в прежние границы. Так, сила вернулась назад, практически не задерживаясь. Чтобы сила не откачивалась, надо перекрыть ниточки-каналы. Владимир сосредоточился. Раз, два, три. Каналы стали закрываться один за другим. Он не видел, как это происходит, но знал, происходит. Потом стал черпать силу из узла и подпитывать почки. Он мысленно задал программу. Две ущербные почки должны были увеличиться и стать нормальными. Шли минуты. Две, пять, пятнадцать. Наконец он заметил, что две лишние почки стали расти и расти. Он вмешался в программу и расширил протоки, по которым кровь приходит и уходит из органов. Фактически он удвоил очистку крови, прикинул, дал задание организму увеличить эффективность работы почек и увидел, как они немного укропнились. Осмотрел тело. Вреда организму не было. Странно, ведь увеличение почек могло произойти только за счет остальных органов. Нет видимых повреждений он не обнаружил. Затем он обратился к голове, но мозг лезть не стал, занялся зубами. Выплюнул слетевшую коронку. Новый зуб прорвал десну, наполнил голову болью. Владимир молниеносно отключил болевые ощущения и перевел дух. Все-таки с зубной болью ничего не может сравниться. Новые зубы вставали на месте старых, а те падали на пол, как косточки от мандаринов. Проверил ресурс организма. Держится. Теперь к лицу. Убрал мешки под глазами, двойной подбородок. Впрочем, его уже почти не было. Владимир сильно похудел после перелета в этот мир. Но жировые клетки-то остались, он и их удалил. И клетки рассосались, пополнив резервы химических элементов. Спустился ниже. Шея. Удалил отложение солей, наросты на костях. Очень аккуратно, не дай бог повредить позвоночный столб, станешь инвалидом. Спускался ниже, ниже, походе устранив начинающиеся болезненные процессы в поджелудочной железе. С боков и на животе удалил жировые отложения. Брюшные мышцы, растянутые поднятием тяжести, он укрепил наращиванием новых, пока они не стали выглядеть, как у Геракла. Подумал, вернулся выше, стал наращивать мышцы рук, плечи, дельтовидные мышцы, формируя из них определенную фигуру. Ту самую статую Геракла, только более молодой ее вариант. Сила качалась из узла, как из шланга, но переделывать себя оказалось труднее, чем других. Он проверил свои резервы химических элементов. Ничего страшного, все, что он удалял, растворялось в организме, в крови, потом опять использовалось при строительстве. Сформировав плечи, грудь, живот, спустился ниже. Хихикнул про себя, вроде бы тут все в порядке, женщины не жаловались. Потом вернулся и все-таки нарастил 3 сантиметра. Это пунктик большинства мужиков, у кого длиннее. Ноги рельефились мышцами, кости битые, перебитые освобождались от соли в суставах, укреплялись. Вернулся к коленям, устранил красное свечение с темными прожилками, больше щелкать не будут. Осмотрел себя, лет на 30, не больше. Но тут же мысленно сплюнул. Какой там на 30? Седая борода, волосы как будто подернуты инем. Дал импульс, и на глазах волосы стали темнеет, темнеть. Упс, вот теперь 30-летний, причем заросший по самые глаза мужик. Показалось или нет? Волосы бороды и головы вроде бы стали гущи. Нет, не показалось. Борода по самые глаза. Ну, черт с ней, побреюсь. Взял и как невидимым ножом прошелся по щекам, также подровнял волосы на голове. Ага, теперь он стал выглядеть благообразно. Осмотрел еще раз тело. Кое-где увидел красно-черное свечение, то ли в желудке, то ли в кишечнике, направил поток энергии в очаги, и свечение стало гаснуть. Теперь аура сияла гармонично. Порядок. Проверил узел силы. Еще процентов 20 есть. Подумал немного. Как бы еще увеличить скорость восприятия, то есть реакцию. Иначе говоря, скорость прохождения сигналов от рецепторов к органам. Что надо сделать, чтобы она возросла? Расширить каналы, подводящие сигналы к органам. Как бы сменить проводку. Вместо одного квадрата поставить провод в 4 квадрата. Владимир напрягся. Внутренним взором он увидел, как нервы стали утолщаться, почему-то появилось дополнительное окончание. Он не задумывался, для чего это. Занятия магией уже научили его. Чтобы добиться результата в магии, не нужно задумываться, как это получается. Нужно думать, что сделать, чтобы оно получилось. Хотеть этого, управлять своей волей. Человеку технологического мира, осведомленному о причинах многих протекающих процессов, трудно свыкнуться с мыслью, что результат зависит от определенных манипуляций. В этом есть что-то родственное вере. Когда просто веришь, не требуя объяснений и расшифровки. Самое главное в деле, которым он занялся, наличие достаточного количества силы и желания. Остальное неважно. Через полчаса нервы во всем теле увеличились в размере и переросли новыми ответвлениями. Владимир задумался. Если скорость реакции возросла, значит нагрузка на мышцы, связки тоже, как бы связки не порвались. Он дал команду связкам стать толще и прочнее. Как ему это удалось, он сам не знал. Было желание, чтобы они стали крепче раз в 20 как минимум. По максимуму, в общем. Связки стали утолщаться, прирастать к костям. И через полчаса процесс завершился. И сказал он, что это хорошо. Но можно и получше. Так, что имеем? Усиленные мышцы, усиленные связки, нервы. Рванут. А кости-то выдержат? Хе, задача. Не выдержат. Свои же мышцы переломят кости, как спички. Что с резервом? Так, пора подключиться к реке. Сил не хватает. Затянулся процесс. Вычерпал узел. Владимир вошел в черноту. Река плескалась рядом. Ласковая, горячая, он потянул каналами силу. Каналами? Откуда еще канал? Их два? Похоже, в процессе занятий у него возник еще один канал. Интересно. А я могу Марьяне прирастить каналы? Надо будет поговорить с ней. Ах, как сладко наполнять узел. Все, шабаш. Чуть не трескаюсь от энергии. Сразу вспоминается кулак Марьяны. Крепкая бабуленция. Урезала, как срезала. Сила хлынула в узел, наполняя тело эйфорией, легкостью, смывая усталость. Любопытно. А можно ли установить непрерывную подкачку силы? Поставить что-то вроде клапана. Как наполнился узел, перекрыл. Но это потом когда-нибудь. Надо с телом закончить. Он остановил закачку силы и снова занялся телом. Что можно сделать с костями? Попробовать их уплотнить, как с тем ножом? Но не до конца. Времени не хватит. Впрочем, надо попробовать. Может, быстрее выйдет. Команда в ауру. Аура замигала, сияющие ручейки потекли в тело. Подкачал. Силы. Подкачка, подкачка. Сила льется в ауру, как из крана смесителя. Хм, что там с костями? Ну, внешне ничего не видать? Стоп. Что-то происходит. Блеск какой-то странный, матовый. Вообще процесс идет бодро. Опасно только не навредить бы. Установка. Не навредить. Немного затих процесс. Продолжается, но медленно, как сканирование компьютера антивирусной программой. Похоже, по ходу дела удаляет ошибки строения. Надо признать, человеческое тело при всей его сложности довольно несовершенно. Чуть что разлад, чуть что повреждение. Упс. С костями вроде закончилось. Сила больше не убывает, аура сияет. Осталось? Хе, опять 20%. Это при таком-то запасе. Все непросто. Так, осмотрелся. Убрать шрам на пузе от аппендицита. Есть. Так, а если сделать автоматическую подкачку ауры из узла, замкнуть ее на организм и установить программу на восстановление нынешнего состояния тела. Смотрим. Ага, каналы на органы. Так, фиксируем нынешнее состояние. Органы. Оставаться в нынешнем виде. Ой, болван. Ты что забыл? А глаза-то? Старческая дальнозоркость. Какое слово гадкое? Старческое. Убрать дальнозоркость. Есть. Процесс пошел. Хрусталик очистился. Хе, мало. Видеть в темноте. Видеть, как в морской бинокль до горизонта. Стоп-стоп. Внешне, чтобы ничего не отличалось от прежнего облика. Есть. Что-то получилось. Теперь засчитаны глаза. Наподобие стальной прозрачной брони на роговицу. Только, чтобы опять же было неотличимым от оригинала. Ага, какая-то пленка затянула толщиной в несколько молекул. Сделано. Сохранить. Перезагрузка программы. Сохранить в нынешнем состоянии. Осмотрелся. Каналы к узлу открыл, подождал. Никаких изменений. Все функционирует нормально. Вышел из транса. Осмотрелся. Ощупал себя. В темноте не видно, что получилось. А за окном уже сереет. Всю ночь себя правил. Надо покемарить хоть пару часов. С этими мыслями Владимир провалился в сон, непрерываемый никакими сновидениями. Глава третья. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Владимир хлюпал водой над кадушкой. Кухарка Фекла поливала ему на голову, на плечи, странно и явно испуганно таращись. Он покосился на нее и с недоумением спросил. Ты чего, вытащилась на меня, как на морского змея? У меня что, хрен на лбу вырос, что ли? Фекла неловко выровняла ковшик, подхватилась и выбежала из избы, хлопнув дверью. Мужчина пожал плечами, вытерся расписным рушником, натянул рубаху и сел за стол. Судя по ощущениям, время приема больных было уже близко. Марьяна где-то возилась во дворе, слышался ее голос, распекающий кого-то из охранников. Голосу Марьяны присоединился и голос Феклы. Он уселся за стол, налил в деревянную расписную чашку травяного отвара, который тут был вместо чая. Кстати, а чего они тут чая не пьют? Может, пьют, да не тут, в глубинке? Надо будет спросить. Подумал он, размешивая в чашке истинно белый тростниковый сахар, кусочек, который перед тем отбил от головки ножом. Прихлебнул, потом отпилил от куска окорока тоненький ломоть. Он всегда упрекал дома жену, которая норовел нарубить колбасу или копчености крупными кусками. Кусочек, говорил он, должен быть тоненький, чтобы просвечивал, также вкуснее. При этом он обычно упрекал жену в том, что она такая сякая, выросла в Динамовском переулке, дескать, колхозница, лазила по помойкам. На что жена всегда возмущенно отвечала, что она ни по каким помойкам не лазила и что у них был дом со всеми удобствами, а вот он сам колхозник, который учился в Ищебутакской средней школе. Ну, большому куску рот радуется. В общем, это была обычная шутливая пикировка, не перераставшая в семейный скандал. Запивая бутерброд чаем, Владимир задумался, вспомнил дом и загрустил. А где он теперь дом-то? Что там? Какой-нибудь там без меня? Настроение у него окончательно испортилось, и когда в избу ворвалась Марьяна, он уже был на взводе и выстретил ее угрюмым вызывающим взглядом. Она остановилась на пороге, выторщив на него, как недавно, фекла. Влад, это точно ты? Марьяна опустилась на табуретку, стянув с головы блаток и задыхаясь от бега. Ее глаза ощупали Владимира с недоверием, цепко и внимательно останавливаясь на частях тела. Да я... Ты чего? А, вот я болван. Марьяна, я ночью экспериментировал со своим телом. Что, заметно? Ну-ка, ну-ка, где у нас зеркало? Владимир прошел за печку, там висело большое зеркало и с интересом стал разглядывать себя. Он увидел чернобородого, почти брюнета, мужчину лет 30, с густой, но оформленной по краям бородой, крепкими жилистными руками. Самое главное, в волосах не было ни одного седого волоса. Он стянул рубаху, приспустил штаны, шрамов не было, посмотрел на локоть правой руки, след от ножа остался. Ну да он же его не удалял, забыл. Привет из девяностых. На животе тоже теснились кубики, кубики, кубики. В общем, он себе понравился. Хорошо поработал. Мышцы на теле выглядели рельефными, выпуклыми, но это была не такая мощь, как у статуи Геракла, на которую он ориентировался, а что-то живое и пластичное, как у пантеры или гепарда. Сзади незаметно подошла Марьяна и хлопнула его по голому заду. Да, хороша задница. Так, без рук, я с бабульками не сплю. Владимир натянул штаны, и они с Марьяной дружно засмеялись. Настроение у него сразу улучшилось. Они пошли к столу, усели. Владимир продолжил завтрак, а Марьяна стала жадно расспрашивать его, как он все это сумел сделать. Как мог, он объяснил. Она впитывала знания, потом грустно сказала. Только ты с твоим запасом силы мог такое сотворить. Ты хоть понимаешь, что это невозможно? То, что ты не рассказал мне, смотри, никому больше не рассказывай. Феклу я предупрежу, скажу, что ты волосы покрасил, или еще что придумаю. Сегодня поеду в деревню, буду тебе наложниц искать. Иди, начинай прием, до обеда ты сам будешь, один будешь принимать. Я к полдню подъеду. Марьяна накинула на голову плат, привычно подвязала его и вышла из избы, впустив облако ледяного морозного тумана. Влад допил чай, потянулся, расправил плечи. Потом немного подумал и шагнул к столу. Взял в руки острый хлебный нож, заблокировал боль и резанул по запястью, приговаривая. А вот сейчас проверим, проверим. Нож был острым, он рассек кожу, мясо и углубился почти до кости. Из руки брызнула кровь густыми частыми каплями, закапавшие на чисто отскобленные половицы, подбираясь к узорчатому половичку. Он отодвинул ногой половичок, чтобы не запачкать, отвлекся от раны, а когда опять посмотрел на нее, обнаружил, что она затягивается, рубцуется. Через минуту на ее месте возник красный рубец, как будто рана была нанесена год назад, а еще через минуту на месте шрама осталась только чистая кожа. Влад был очень доволен, его система регенерации работала без его надзора. Теперь было даже непонятно, какая травма могла бы стать для него смертельной, только если голову отсечь. Впрочем, задумываться над этим у него не было желания, пока не было. Будет день и будет дело, как он говорил частенько, а пока надо хлеб насущный зарабатывать, чтобы химические элементы вливались в тело легко и приятно. Он как-то спросил Марьяну, а почему сильному магу нельзя, к примеру, создать кучу золота? Сотворил, ну и живи себе в удовольствие. На что получил четкий ответ, что все не так просто. Ты же пробовал заниматься с мечом. Помнишь, как он сопротивлялся изменениям в его структуре? А тут преобразование одного металла в другое еще. Ну, допустим, какой-то маг, обладающий большим ресурсом, все-таки решил сделать кучу золотишка. А нет. У каждого продавца есть ему лет, определяющий происхождение золота. Магическое золото было запрещено к хождению, как фальшивые деньги в мире Владимира. Поймают, результат известный. Будут травить, как бешеную собаку. Как он понял, это охраняло права государства, прерогативой которого, как и везде, являлось печатание и чеканка государственных денег. В целом, это был для него вопрос чисто теоретический. Усилия по созданию кусочка золота не стоили его самого. Можно было, являясь сильным магом, спокойно зарабатывать, используя свои силы, нежели тратить время на создание бесполезного золота, которое еще невозможно использовать по назначению. Те амулеты, что применялись для определения подлинности золота, кроме того, и в основном, служили для снятия иллюзий из тех же монет. Ну а вдруг какой-то маг пожелает, чтобы медяшка выглядела, как золотая монета, а разорение продавцу? И опять же, на голову мага-фальшивого монетчика вылились бы ушаты неприятностей. В очередной раз Влад подивился, вроде возможностей у магов много, но ограничений куда больше. Особенно не пошалишь. У клиники толпился народ. Владимир осмотрел клиентов, спросил. Срочных нет, никто не помирает. Очередь недружно отозвалась. Нету. Ну тогда по очереди заходите. Он вошел в клинику, снял тулуп и повесил его за печку. У высокого потолка находился магический светляк с футбольным мяч, прямо над операционным столом. Стол, похожий на стол патологоанатома, целители выписали из столицы по специальному заказу. Его сделали по чертежу у Владимира, и он стоил довольно больших денег. Зато его было легко мыть, чистить, при нем имел специальный полочка, куда клали инструменты для операции. Когда целители начали заниматься переделкой внешности людей, старые методы работы уже не подходили. Первой вошла девушка с переломом руки по виду купеческой дочь. Представители купеческого сословия уже довольно много посещала клинику. Перелом был залечен за 15 минут, что обошлось больной, вернее ее отцу, в 10 золотых. Следом за ней переступил порог крестьянин, травмированный бревном на стройке с переломом ребер ноги. Этот был бесплатным, хотя и возиться с ним пришлось подольше. Ну что делать, издержки профессии. Типа социальная помощь, как думал Влад. Третьим тоже был крестьянин, он занес в комнату маленького ребенка, который, как оказалось, провалился под лед и сильно простудился, похоже, воспаление легких. Владимир положил малыша на простыню, растельную на столе, и стал концентрироваться на лечении. Тут дверь распахнулась, как будто ее ударили ногой, скорее всего, так и было, и в комнату увалился здоровенный жлоб в распахнутой богатой шубе, благоухающей запахом водки и чеснока. Он победно осмотрелся, увидел сидящего на скамейке мужика и сходу заявил, «Эй, ты, мурло сермяжное, бери своего ублюдка и вали отсюда, Микула Селянович сейчас будет с лекарем толковать». Мужичок испуганно поднялся, нахлобучил шапку и вышел. Владимир продолжал сканировать взглядом мальчишку, тот тяжело дышал и весь горел. У него были задеты воспалением обе доли легкого, еще бы пара дней и ребенок умер. «И ведь спрашивал же, есть кто помирающий?» возмутился Владимир. Держали пацаненка на морозе, ему из хатства вылезать нельзя. Целитель в трансе потянул руки к ребенку, его сила стала вливаться в ауру больного, и черно-красное свечение в легких начало отступать, отступать, еще чуть-чуть, и... Тут процесс был нарушен грубым рывком за плечо. «Ты что, лекаришка, не видишь, что к тебе уважаемый человек приехал, совсем страх потерял? Вместо того, чтобы встретить, как полагается, с каким-то щенком занимаешься. Давно плетью не охаживали? Чего, красный такой сделался, обгадился, что ли?» Он стал гулко смеяться, трясясь толстым животом. Владимир стоял ошеломленный. Он от ярости не нашелся, что сказать, и лишь таращил глаза на наглого посетителя. Сколько, но сколько он насмотрелся на таких в своем мире. Хамы, готовые размазать как плевок тех, кто, как они считали, находится на ступеньку ниже социальной лестницы. Владимиру пришлось некоторое время поработать в такси. Вот где он насмотрелся на таких. Последним он выбил из машины ногой, навсегда зарекся работать в сфере услуг, чтобы как-то ненароком не совершить убийство. Он посмотрел на мерзкую рожу хамов. Тот что-то говорил, что именно Владимир не слышал, наверное, гадости. Потом негодяй размахнулся на гайкой и попытался ударить лекаря. Владу показалось, что тот двигался медленно-медленно, как под водой, напомнив ему эпизод из старого фильма «20 тысяч Илье под водой», где героям приходилось перемещаться, преодолевая давление толщи воды. Рука с ногой приближалась к нему. Он отодвинулся чуть в сторону, пропуская плеть, нападавший провис всем телом, вложив в удар свою массу. И тут Влад выставил вперед раскрытую ладонь и прямым ударом расплющил нос противника, задрав его голову. Тот выронил плеть, зажав сломанный нос, из которого текли ручейки крови, и завыл. Владимир открыл входную дверь и пинком отправил тушу за порог. Нахал снес еще пару человек, воткнулся в плетень, завалив его, и застыл, подвывая на месте. Потом, пятясь как рак, он пополз куда-то в сторону. Владимир закрыл дверь, не обращая внимания на испуганные лица в очереди, и опять отправился к больному пацану. Тот так и лежал на месте, введенный в транс руками лекаря. Влад посмотрел на его ауру, на легкие, потом доделал начатые, устранив последние очаги воспаления, подкачал силы в ауру и вывел мальчишку из оцепенения. Ребенок ошеломленно глядел голубыми глазками на лекарь, не понимая, как и где оказался. Когда его принесли, он был в беспамятстве от горячки. Владимир натянул на него тулупчик, замотал опять в шаль, в который он был доставлен к лекарям, и вышел на крылечко клиники. «Забирайте огольца. Где папаша?» «Тут я», папаша перехватил мальчишку уцелителя и спросил. «А что мы вам должны, господин лекарь?» «Да ничего. Ну принеси, если что, к рынку с левых свежих. Люблю с чаем их. А денег не надо. Следи за пацаном». Крестьянин низко поклонился Владу, потом вдруг зашептал. «Вы поосторожней, господин лекарь. Это не хороший человек. Он богатый купец. Говорят, и краденый скупает. У него много друзей у разбойников и охрана своя из разбойников бывших. Вы уж постерегитесь». «Да, постерегусь». Владимир задумчиво прошел в дом. Вот и опробовал свои новые возможности. Не ожидал от себя такой прытий. Как бы, правда, по полной их не испытать. Похоже, бугай-то непростой. Он задумался, потом приоткрыл дверь и кликнул нового больного. Дело опять вошло в привычное русло. После полудня он решил взять перерыв, закончил с последним больным и побрел к дверям своей избушки, объявив очереди, что будет обедать, чего и им желает. А через часок подойдет, даст Бог. Очередь немного погудела, не решаясь противоречить лекарю, и разбрелась по повозкам. Кто к простым саням с соломой, а кто к расписным, укрытым дохой воскам. Владимир вошел в дом. Фекла поставил перед ним чашку со щами, сваренными из свежей капусты. Других он не признавал. Щи из кислой капусты напоминали ему студенческую юность и отдавали помоями. Так ему казалось, о чем он всегда заявлял Марьяне. Она, кстати, задерживалась, хотя давно уже должна была приехать. С наслаждением до хлеба впервые обглодав масол, Влад съел еще пару блинов с медом и откинулся на спинку стула, купленного у настоящего мебельного мастера. Пусть и не такого, как Гампс, но вполне достойного. На кой черт зарабатывать деньги, если нельзя наслаждаться тем, что они делают? С этой точкой зрения он давно ознакомил свою компаньонку, и с тех пор их хозяйство сильно расширилось, начиная от свинарника. Это была идея Марьяна, а Влад сдался только под градом долгих уговоров и причитаний, он был против того, чтобы держать домашнюю скотину, и кончая различными пристройками к дому. Это и общежитие для охранников и расширенные помещения клиники. В дальнейшем он хотел перестроить и избушку, разделив ее на две половины, но не бедняки же они, чтобы жить в одной комнате в конце концов. Что, денег мало зарабатываем? Этот аргумент был убойным и хорошо действовал на Марьяну, которая сразу остывала. Средств у них хватало на все прихоти, она лишь по привычке твердила о черном дне и заначках. Их достаток, она прекрасно понимала, был заслугой Владимира, который брался за самых безнадежных больных, а кроме того, увлекся пластической хирургией. За окном зашумели, кто-то начал взволнованно что-то говорить. Владимир вышел из расслабленного состояния и замер. Он почувствовал какую-то тревогу. Давно у него не было такого предчувствия беды. Он поднялся, надел тулуп, меховую шапку и вышел во двор. Там крестьянин что-то взволнованно рассказывал начальнику охраны Семену, сорокалетнему тертому видавшему виды мужику, облаченному в кольчугу поверх теплой поддевки и шапку-шлем с лисими хвостами, свисающими со стального купола. Его жилистая рука сжалась на рукояти сабли так, что побелела. Он угрюмо дослушал крестьянина, коротко кивнул и быстро подошел к Владимиру. Беда у нас, Влад. Ты утром одного ублюдка вышиб из клиники, мне рассказывали. Так вот, непростой он оказался, типа князька у местных разбойников. В общем, они Марьяну захватили, когда она из деревни возвращалась. С ней Петька был, так его, похоже, положили. Они через крестьянина передали, чтобы ты в деревню ехал к церкви. Там тебя будут ждать, иначе Марьяну убьют. Что делать-то будем? Объяви народу, что сегодня приема не будет. Сколько у нас человек есть? Теперь девять осталось вместе со мной. Двух охранников тут оставить надо. Пусть приглядят за домом. Вдруг кто подпалить захочет? Влад, там их 30 человек, понимаешь? Мы все там поляжем. А что, надо полечь Марьяне и мне? Ты вроде нанялся на службу телохранителем. Гильдия гарантирована, что ты специалист. Так отрабатывай, елы-палы. Внезапно рассердился Влад. У них магик есть? Нет, обреченно сказал Семен. Так все равно их магией нельзя бить. Потом только хуже будет. Да и не осилить их магией. Для них этого магистра надо привлекать, а у них наверняка и амулеты защитные есть. Обычно у охранников богатых всегда такие амулеты имеются. Влад хмыкнул про себя. Вообще-то интересно. Применять магию против этих головорезов нельзя, однако амулеты против магии у них были. Как всегда, закон как дышло. Кому надо и магией врежет, а потом отговорится или концы в воду. Но тут это не прокатит. Слишком много народу знать будут. Ладно, давай не храни всех раньше срок, все образуется. Только бы Марьяна, бы жива была. Я сейчас домой чистое белье надену, помирать-то хоть в чистом. Влад усмехнулся краем рта, глядя на еще более вытянувшееся лицо Семена. Давай, народ, собирай-ка по ходу, я скоро. Он шагнул в дом, быстро скинул с себя шубу, верхнюю рубаху и портки. Раскрыл сундук, достал нижнее белье, над которым он поколдовал, и переоделся в это кевларовое непробиваемое. Затем снова натянул рубаху, портки, надел валенки. В них ходить было очень удобно, но они не скользили на льду, что было очень немаловажно. Подумал и достал свою теплую куртку, в которую он перешел сюда из своего мира. На ее плече была небольшая дырочка с ноготью мизинца, там, где прошла шаровая молния, а так куртка была цела. Затянул молнией и посмотрелся в зеркало. Странно так, как будто и не проваливался никуда. Впрочем, темная шевелюра без единой седой волосинки доказывала обратное. Все это ему не приснилось. Попрыгал на месте, помахал руками, ничего не стесняет, ничего не жмет. Он стал немного полегче и похудее, чем был когда-то, хотя в плечах куртка оказалась теперь тесновато. Но Владимир подозревал, что скоро ему будет не до куртки. Он достал вязаную шапочку, но тянул ее на голову. Снова посмотрел на себя и накатил тоска по дому. Он за свои 50 лет не так уж часто надолго уезжал из дома, всегда знал, что вернется. А теперь? Он осмотрел дом, стены, теперь покрытые вагонкой и затянутой тканью, немного нелепую русскую печь с чугунками и ухватом на фоне шелковых обоев и лакированного стола из вишневого дерева. Вот он перекрестился и решительно вышел на крыльцо. Во дворе стояли восемь человек. А почему восемь? Посчитал Владимир. Семен удивленно смотрел его наряд и нехотя угрюмо пояснил. Один отказался. Говорит, на верную смерть не пойду. Мол, за те гроши он не подряжался воевать. Остальные бойцы потупили в снег, ничего не говоря, но молча соглашаясь с командиром. Ну что ж, он уволен. Я позабочусь, чтобы в гильдии узнали его решение и больше не нанимали даже сортир охранять. Тем, кто остался по окончанию дела месячный оклад в виде премиальных. Бойцы немного оживились. На их лицах появилось выражение надежды. Дескать, а может выживем? Но не убьют же они всех. Может поглумятся над лекарем, да отпустят, а мы сыты пьяны. Только Семен стоял нахмурившись. Он понимал, что скорее всего живых не будет. Одного охранника они уже убили. Это доказывало, что ни перед чем не остановится. Первый ход был сделан, назад дороги не было. Так, все готовы, значит, в путь. Садимся на воски по четыре человека и в дорогу. Луки приготовьте заранее, тетивы надеть. Стоп, я сейчас кое-что прихвачу еще. Владимир забежал в дом, откинул крышку сундука и достал нож, над которым он так долго трудился. Подумал, подумал, куда его засунуть. Парень режет все, что можно и нельзя, и решился взять в руку, зажав рукоять, и выскочил обратно на улицу. Семен, чуть не забыл, оставь здесь одного, он молодого самого. Пусть кроме фекла никого в избу не пускает, да и особого моего распоряжения. Семен кивнул молодому охраннику головой, тот повеселел и радостно соскочил с саней. Ну все, погнали. Хлопнули в вожжи и сани легко покатились по набитой дороге. Морозный воздух листал в лицо, а на голову норовили осыпаться с осен снежные шапки, похожие на причудливые фигурки сумасшедшего скульптора. Если бы не серьезность ситуации, Владимир залюбовался бы расстилающейся прекрасной картиной. Вдали за деревней, засыпанной снегом, сверкала под зимним солнцем замерзшая река, которую местные назвали Атиль. Над домишками, черными коробочками, вросшими в сугробы, поднимались вертикально струйки дыма. Зимой у крестьян не было дела, ну кроме каких-то промыслов, типа расписывания и вырезания посуды, плетения лаптей и так далее. Владимир читал об этом в литературе, и сейчас безупречная память тут же выдала ему строки из рассказов о жизни крестьян Средневековья. Он задумался об этом, потом отбросил все мысли о крестьянстве и обратился к Семену. Слушай меня внимательно. Вы должны держать под прицелом лучников. Если они начнут садить из луков, тут же снимать их. В драку не лезьте. Основная задача не дать им меня нашпиговать стрелами или прирезать Марьяну, понимаешь? У вас все владеют луками. Могут хоть попасть во что-то или так для красного словца таскают эти коряги за собой. Обижаете, господин лекарь, нахмурился Семен. Я не скажу, чтобы такие чудесники были, соревнования не выигрывали, но моя команда владеет всем доступным оружием профессионально. Уж с пятидесяти сажен попадут в человека точно. Хорошо. Задачу я тебе изложил. Сразу рассредотачивайтесь и держите на прицеле лучников. А там действуйте по обстоятельствам. Они помолчали, сани втянулись в деревню. Она как вымерла. Не было видно не только людей, даже животные как будто куда-то подевались. Собаки не гавкали, куры не кудахтали. Может, постреляли? Подумал Влад и выкинул с головы все это. Наконец показалась церковь с простыми покрытыми голубой краской куполами и облупленными стенами. Она была закрыта на амбарный замок. Насколько знал Владимир, из-за крайней бедности деревни и удаленности ее от крупных центров служить в ней не хотел ни один из священников. Кому нужен нищий приход? Сюда ссылали только провинившихся попов, поддающих горькую или бестолковых, кои в конце концов как-то выслуживались и переходили в более богатые приходы или просто сбегали неизвестно куда. Последний избежавший еще и прихватил несколько каких-то чудом оставшихся серебряных окладов от икон. По слухам, он подался в разбойники. Среди них всякого народа хватало от струсивших охранников до попов в растриг. Площадка перед церковью была утоптана множеством ног, то ли захватчиков, то ли крестьян, собиравшихся тут на митинг. Сани остановились, охранники накинули поводья на коновязь у церкви. По командам Семена военные рассредоточились, заняв удобные позиции за углами домов и сугробами. Влад прошел дальше, заглянул за церковь. Там стояла группа вооруженных людей. В центре ее он заметил выброшенную утром из клиники Хама и рядом с ним связанную и явно сильно избитую Марьяну. Один ее глаз заплыл, а из ноздри к подбородку тянулась застывшая струйка крови. Влад спокойным шагом подошел к Марьяне и спросил, «Ты как, жива?» Она посмотрела на него и медленно кивнула, «Извини, Влад, подставила тебя». «Да ничего не подставила, сейчас узнаем, чего хотят». «Эй, народ, вы чего от нас хотите-то?» Из группы людей спокойно вышел крепкий мужчина в кольчуге с наплечниками и увешанным оружием. «Да вот хозяин-то нашего обидел, теперь он хочет твоей жизни». «Лекарь, ничего личного, нам плевать на тебя, но мы на службе, и он требует тебя порешить». «Но есть какие условия? Ну, например, мы заплатим за обиду, вылечим вашего хозяина, разойдемся. Я не хочу проблем, вам они тоже не нужны, думаю». «Да какие проблемы?» Искренне удивился наемник. «Граф, что ли, будет за вас мстить?» «Так ему нафиг не надо связываться с нами из-за каких-то лекаришек». «Закон?» «Да закон весь у него в кармане, куплен давно. Какие проблемы-то?» Владимиру стало противно. «Дежавю какой-то. Что в одном мире, что в другом. Там все куплено, и закон, и порядок, и тут куплено. Там закон охраняет интересы только имущих, и тут. Есть где-то вообще справедливость или нет?» «Слушай, ведь Марьяна ему ничего не сделала, и вам тоже. Отпустите ее, и я останусь с вами. Зачем ее-то?» «Да так, еще начнет болтать, а то еще и мстить надумает. Все-таки маги, хоть и дохленькие, валить так всех. И хозяином он уже заждался. Он показал на злобно-бубнящую Миколу. «Есть еще какие вопросы есть? А то нам уже ужинать надо, а мы еще даже не обедали». Он демонстративно посмотрел на низкое зимнее солнце. «Да, забыл спросить. Ты где такой наряд-то взял? Может, окажешь любезность и снимешь его? Попортится ведь иначе. А так я тебя добром вспомню». Бандиты рядом с ним заржали. Правда ведь, смешно вожак хохмет. Вот уж веселый атаман, да и классно с ним, и бабло есть, и бабы, и выпивка. Чего не жить-то? Слушай, командир, «У меня встречное предложение. Последнее. Я тебе предлагал выкуп. Ты не согласился. Я хотел миром все порешить. Тебе не надо. Тогда сейчас предлагаю самое что ни на есть в последний раз. Вы отпускаете Марьян и уходите. И больше, чтобы я вас не видел. Если вы не соглашаетесь, вы умрете». Я доступно объяснил. Вожак насторожился. Он был опытным человеком и неплохо разбирался в психологии. Он видел, что лекарь не шутит. Может, как-то недооценил ситуацию? Что, если в лесу скрываются бойцы? Не зря же этот человек так уверенно диктует свои условия. Потом подумал, да не может быть. Наблюдатель на колокольне сразу подал бы знак. Блефует. Да, блефует. Я вынужден отклонить твои условия. Пора умирать. А потом мы еще разок позабаемся с бабулькой. Еще у уродов хватило совести изнасиловать Марьяну и извращенцы. Владимира охватила ярость, и он шагнул в сторону бандитов, сжимая нож. Мечи и сабли выскочили из ножен, разбойники напали на лекаря. Время опять замедлило свой ход. Владимир видел, как смешно и медленно опускает свою саблю на него главарь. Он пропустил ее рядом с плечом и, сделав шаг, нанес секущий удар молекулярным ножом по лицу противника. Нож проскочил сквозь голову, как сквозь воздушный шар, залив его и площадку вокруг кровью. Удар вбок, другому. Развернулся, уклонился от кота, натрубил ножом, занесшую руку. Обратным движением снес чью-то голову, и она покатилась по утоптанному снегу, труп, шаг, удар, труп. Это напоминало уничтожение манекенов из пенопласта. Они разрушались так легко, как будто были изготовлены из хрупкого и нежного материала. Сзади что-то врезалось под лопатку, он даже не обернулся, убивая двух противников перед собой. У ворот, распоротая кольчуга, кровь фонтаном, заливает глаза, протер, иначе не видно. Падает Микула со стрелой в башке. Крикнул Марьяне «Отбегай!» Она сходу сообразив и вовремя удачно распутав веревки, направляется к церкви, петляя на бегу. Вдруг у нее сзади вырастает из спины хвостик. Суки! Стрелой жахнули! Некогда, потом разберемся. Надо этих сперва добить. Удар, уклон, труп. Площадка просто залита кровью, как на бойне. Упали еще двое со стрелами. «Наши стреляют!» мелькнуло где-то на периферии сознания. Уклон, труп. Рука отпала вместе с плечом и еще дергается, сжимая клинок. Удар, споткнулся какие-то останки и упал назад. Удар саблей защитился рукой. Пробить кевларовую рубаху? Шалишь! Вскочил, распорол чье-то брюхо. Еще удар, еще! Замер, тихо. Осмотрелся, как волк, вокруг никого. Все лежат, груды тел. Некоторые со стрелами в спине или плече вяло шевелятся. Подошел, рубанул ножом по шее одного, другого, чтобы не ворочались. Я вам предлагал жизнь, а вы смеялись. Владимир подбежал к церкви. На земле близ стены лежал лучник, видимо, свалившись откуда-то сверху. Похоже, это его стрела ударила под лопатку и висит, застряв в куртке наконечником. Хорошо, что не в башку уцелил, иначе бы могло гораздо хуже все кончиться. Поблизости Марьяна. Дышит, слава тебе Господи. Схватил ее на руки, такую невесомую, то ли от возбуждений сил прибавилась, то ли просто реально гораздо сильнее стал, скорее всего, и то, и другое. Положил ее на сани, осмотрел, межевой ткани. Рана пузырилась кровью. Я что, не мах, что ли? Не отдам, сука, с косой. Руки на Марьяну. Сила заструилась, кровь сразу остановилась. Вот поврежденная легкая, срастается, срастается, есть. Теперь удалить кусочки ткани из раны. Ножом. Есть, сделано, нестерильно. Кровь нагрелась для температуры пастеризации и уничтожила попавших в нее микробов. Не свернулась. Славно. Поехали дальше. Края раны стягиваются, стягиваются, когда я успел ввести ее в транс и сделать и безболивание. Вроде все. А смотрим дальше. Такс. Начинающаяся язва удаляем. Хе-хе. Тело формируем, формируем. Есть, как у Водяновой. Лишнее отложение из бедер, живота, долой. Мешки под глазами убираем, синяки, порезы, разрывы. Ну-ка, силы давай, 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 качаем. Упс. Вот уже не старушка, а резвушка. Лет на 35 выглядит, открывать. Не желаете ли под Лабриджиду? А под Мерлин Монро? Да запросто. Легайте, дамочка. Шутки шутками, а пора заканчивать. Тэкс. А это что у нас? Это не канальчик ли у нее к реке силы? А ну-ка его попробуем расширить. Так, так, ну хватит. Он уже стал раз в пять шире. Ай да я. Великий ужасный Гудвин. Черт, а морщины с лица. Упс. Разгладилась личка. А что? Неплохая красотка стала. Ну что, пора просыпаться, красотка. Владимир провел над Марьяной рукой, та недоуменно открыла глаза. Я что, на том свете? Вряд ли. Твоя рожа опять тут, значит, я на мире. Она потянулась, чтобы сесть, но что-то ее насторожило. Марьяна легко перелетела через борт сани и замерла. Ты? Черт возьми, я уже давно не чувствовал себя так хорошо. Я уже думал, что мне каюк. Марьяна потянулась к Владу, обхватила его руками и зарылась на груди. Спасибо. Я знала, что ты меня не оставишь. А где эти уроды? Они так измывались надо мной. Я много прожила и не все годы были хорошими всякой, но эти подлюки. Она всхлипнула, потом успокоилась и вытерла рукавом тулупа глаза. Рукав был весь в крови, то ли в ее, то ли в крови бандитов, и на лице остались разводы, как будто боевая окраска индейцев. Влад хотел вытереть ей лицо, но так и не нашел у себя ни одного чистого кулачка одежды. Все было покрыто кровью. Ему стало противно, даже немного затошнило, потом он справился со слабостью и зашагал к месту бойни. Бойни, иначе не назовешь. Площадка у церкви диаметром метров 10 была залита кровью, трупы лежали так, как будто сама смерть косила их своей страшной косой. Бойцы охраны клиники уже собрались к саням, двоих из них тошнило. Семен презрительно посмотрел на них, хотя сам был довольно бледен и доложил. Ваши приказы выполнены, уложили четырех лучников, потерь нет, четверо раненых стрелами, жизнь ничего не угрожает, выживут. Он смотрел на Владимира, как преданный пес на хозяина. В его глазах лекарь вырос из простого врача в былиновой лью Муромца. Владимир про себя усмехнулся. Не на я бог, стрела попала бы в голову, смог бы он выжить. А если бы выжил, остался бы самим собой? Нет, надо что-то делать. Шапочку, что ли, вязаную сделать, кевларовой. Другой раз вряд ли так повезет. Впрочем, от чего дергаться? Кости-то усилил. Все кости, а значит и черепы тоже. Не пробили бы. В глаз? А глаз защищен броней. Уши? Ага, вот тут моя хелесова пята. Над этим надо подумать. Ушное отверстие. Вот доступ к мозгу. Ноги? Ну что ноги? Кости не сломают, а мясо восстановится. Ресурсов хватит. Чтобы меня убить, надо месяц на костре жечь. Но мы об этом никому не скажем. Он улыбнулся и подмигнул самому себе. Бойцы с ужасом смотрели на него. Видимо, выглядело это страшно. Подмигивающий, залитый кровью с ног до головы монстр в изрезанной, висящей лохмотьями одежде. Ну да ладно. В курке все равно дырка была. Он опять засмеялся, потом приказал. Семен, раненых давай в сани, сейчас мы ими займемся. Трупы раздеть, одежду, оружие, ценности, все сюда же. Бойца пошли к крестьянам, пусть воды принесут, я умовюсь, а то весь как свинья. Давай, давай, быстро побежали. Влад хлопнул в ладоши, люди забегали, задвигались. Из домов стали выползать крестьяне, испуганно оглядывая место битвы. Владимир их прекрасно понимал. Явшейся жизни, где самые большие невзгоды, неурожай или недовольство управляющего, а тут такие волнения. Марьян уже занималась ранеными, двое охранников побежали помогать собирать трофеи. Крестьяне притащили теплой воды. Владимир стал с фырканем умываться, разбрасывая брызги, и на морозе от его разгоряченного, мокрого тела шел пар. Появился старост и испуганно спросил, нежелательно ли господам что-то еще. Владимир попросил принести тулуп, пообещав заплатить за него, и вскоре он уже кутался в почти новую крепкую дубленку. Через полтора часа все было окончено. Обнаженные трупы лежали на площади, а сани были забиты барахлом. На них посадили возщиков, остальные уселись на коне разбойников, привязав оставшихся без наездников цепочкой друг за другом, как караван. У коновязи осталось только два скакуна для Влада и Марьяны. Когда караван скрылся за поворотом, на площади стояли только кучка крестьян до двое целителей. Владимир обратился к собравшимся. «Идите все по домам. А вас, старосты, я попрошу остаться». Он усмехнулся. «Штампы так и прут. Цивилизация есть цивилизация. Это уже в крови». «Вот что, Селефан», — обратился он к старости. «Никому ни слова о том, что тут случилось, понимаешь? Будете болтать, попадете в беду. На вот тебе за тулуп и услуги». Влад сунул в руку староста золотой. «Иди домой и скажи, чтобы никто не высовывался до темноты. Все ясно?» «Ясно. Чего уж там не ясного-то? Не болтать». Он кивнул и скрылся за дверью самого большого дома, что стояла рядом с площадью. «Марьяна, возьми лошадей в повод и жди меня у околицы. Давай, давай, быстренько». Он нетерпеливо прикрикал на нее и потопал ногами по земле, сбивая налипший на валенки снег. Марьяна удалилась уже метров на сто. Тогда он повернулся к ней спиной и вытянул руки по направлению кучи трупов. Ему показалось, что кто-то пошевелился и застонал. Владимир сдрогнул, опустил руки, а потом опять поднял, сказав «Да какая разница?». Сосредоточился. И между его ладонями заметалось яркое пламя, вспыхнул свет. Казалось, что прямо из них вылетел огромный шар пламени, фаербол размером метр-полтора в диаметре. Трупы, находившиеся на пути сгустка огня, просто испарились, превратившись в легкий белый пепел. Еще фаербол, еще. Наконец на площадке осталось сухое выжженное пятно, покрытое серым, кружащимся под ветерком пеплом. Лекарь повернулся и пошел к лошадям. То, что он сделал, было необходимо, он знал это. Но никто не говорил, что он должен был от этого испытать удовольствие. Честно говоря, его тошнило. Одно дело читать о подвигах всяких там героев в книжках, а другое — видеть своими глазами ту бойню, нюхать кровь. Об этом как-то в приключенческих книжках не любят писать. Он взгромоздился в седло. Стремена оказались слишком краткие для него, но переделывать было неохота, и толкнул коленями коня а с готовностью рванулшуюся вперед, домой. Дорогу к дому он не запомнил. Да и как-то все равно было. Голова лошади со спутанной короткой гривой развивалась впереди, она шла крупным шагом, подбрасывая его на спине. Владимир приноровился к ритму, привставая в стременах, как заправский всадник. Марьян только удивленно поглядывал на него. Наконец не выдержала. Откуда выучился ездить-то? Марьян, я работал два сезона в горах геологом. Вот так мы выучился ездить на лошади. Усмехнулся он. Ну, геологи-то такие люди, которые ищут руду всякую, типа рудознацы. У вас есть такие? Есть, да. Так и зовутся, рудознацы. Там в основном магики. А как же вы могли чего-то найти, не владея силой? Ну как, есть методики. Людей годами учат этому. Я вот учился восемь лет. Не все так просто. Марьяна уважительно взглянула на Влада. Так ты, значит, рудознатец? Да нет, был. У нас не все, кто учился на кого-то именно тем и работают, на кого учились. Жизнь по-своему всех переделают. Да ладно, хватит об этом. Ты вот скажи, теперь ты молоденькая, надо тебе мужика искать? Марьяну передернула. Она глухим голосом сказала. Похоже, я теперь нескорно мужиков захочу смотреть. Ты знаешь, что они со мной сделали? Догадываюсь. Фантазия подонка безгранична. Забудь. Они получили по заслугам. Теперь ты здоровее, чем была раньше. Физически. А с душой я ничего сделать не могу. Хочешь, чтобы я стер воспоминания? Хочешь? Я серьезно спрашиваю. Я догадываюсь, что сможешь. Но не надо, я переживу. Правильно. Один человек в нашем мире написал. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот это и стало немножечко сильнее. Кстати, о силе. Ты ничего не заметила? Заметила. Как ты сумел? Марьяна с любопытством посмотрела на него. Прямо на санях. Силен. Сам не знаю. Как обычно. Захотел. Волевое усилие. Ап. Готово. Не пойму. Почему никто так не делал раньше? А какая разница, на санях или в горнице? Главное войти в транс и сил иметь побольше. И что, никто не смог таким образом поднять свой уровень? Влад, ты такой наивный или притворяешься? Я вот смотрю на тебя и думаю. Ну, как не от мира сего. Могучий, здоровый, красивый. Да, да, говори, говори. Все верно. Захихикал Влад под слова Марьяны. И глупый, как пробка. А вот и не согласен. Неправдочка твоя. Они рассмеялись, а Марьяна продолжила. Ну вот есть, к примеру, какой-то магик. Сильный, но она вроде тебя. Он может проделать такую штучку с другим магиком. Ну, назовем его Васей Пупкой. Влад закашлялся и стал ржать в голос. Марьяна удивленно посмотрела на него и спросила. Чего ты? Ну, имя как имя. Да ну так. У нас тоже как что, Вася Пупкин. Так и поверишь в соприкосновение миров. Ну, продолжай, извини. Ну, так вот. Может он сделать эту Васю Пупку магиком? Она подозрительно покосилась на Влада. Но тут ехал с подчеркнутым невозмутимым лицом. Почти равным по силам себе. Ну, или послабее, как получится. Но гораздо выше его Пупки уровня. И зачем ему это делать? Вот он сейчас один такой. К нему обращаются, пользуются услугами. Он лечит и делает амулеты. И вдруг появляется такой же магик, который отберет у него пациентов, переманит их. Может будет даже брать дешевле. А тот останется без клиентуры. А ему это надо? Как ты думаешь? Да я все понял давно. Слушай, одна мысль мне не дает покоя. А у вас есть магические дуэли. Кто-то может вызвать меня на дуэль? Магическую дуэль или нет? Я могу бить магика магикой? Ну, тут вопрос слишком общий. Начнем вот с чего. Если на тебя нападает магик, ты имеешь право защищаться, как умеешь. Вина на нем. Если ты напал на него и победишь, тебя осудят. Ну, в зависимости от обстоятельств. Может, ты защищал кого-то важного. А коли проиграл, судить некого. Если ты зарегистрирован в гильдии, а при этом выдается специальный знак, то другой член гильдии может вызвать тебя на магическую дуэль. Но ты вправе отказаться. За штраф в тысячу золотых. И вызов может быть сделан раз в сутки. Понимаешь? То есть тебя могут просто затюкать вызовами. Тут есть одно но. Ты можешь иметь статус, при котором штрафовать тебя не будут за отказ. Но при этом ты приобретаешь подчиненное положение и заплатишь в гильдию 70% своего дохода. Слушай, это же чушь какая-то. Как могли принять такой закон? Разве не видно, что он выгоден только главам гильдии, самым сильным магикам, которые явно заключили между собой договор о ненападении? Да и вот и приняли. Грустно улыбнулась Марьяна. Ты думаешь, зря я засела в глуши и зарабатывала гроши? Погоди, еще и до нас доберутся. До столицы далеко, но слухи расходятся быстрее молнии. Пока не все думают, что это я вдруг стал лечить всех так хорошо. В столицу мы не лезем, но как наш уровень вырастет, пойдут богатые клиенты. Вот тут и будет дело. Остается надеяться, что до тех пор мы наберем и силы, и денег. Да и далеко они от нас. Не все поедут из столицы, чтобы проверить слухи. Кто это там лечит так хорошо? Марьян, может нам вообще отказаться от пластических операций, чтобы никому неинтересны стали? Только вот они приносят больше всего дохода. Жалко как-то. Жалко. Да и поздно уже. Притормозить немного может, да не брать особо сложных. Ну там уши поправить или нос больше не трогать тела, чтобы особо не афишировать умения. Ну да ладно, позже подумаем. Надо вначале отойти от этого дерьма, что случилось. Потом, все потом. А сейчас в баню. Они подъехали к клинике. Их встретили охранники, которые помогли спешиться. Целители устало прошли в избу, отдав распоряжение натопить баню и наносить воды. Уже смеркалось. День такой грязный и нервный закончился. Глава четвертая. Владимир и Марьяна сидели, откинувшись на спинке стулья в своей избе, ожидая, когда протопят баню. Влад настоял, чтобы баня была построена в первую очередь и топилась по белому. Ему надоело мыться из кадушек, хотелось как следует пропариться. Он и в прежней жизни любил расслабиться в бане, хотя это и редко удавалось. В сауны ходить дорого, да и когда он мог себе это позволить, времени не хватало. К тому же как-то неприятно было париться в сауне, зная, что до тебя тут побывали сотни проституток и их клиентов. Хорошо бы после бани пивка хлебнуть. Пиво он любил, но тут под названием пиво подавали нечто похожее на балтик-девятку или золотую бочку крепкое. Пить такую бурду ему было противно. Он пил не для того, чтобы нажраться, а для удовольствия, потому просто ограничивался горячим чаем. Наконец Фёкла сообщила, что баня протоплена, и компаньоны прервали вел текущий разговор на тему хозяйства, огорода, построек на территории клиники и жизни вообще. Важные вопросы обсуждать не хотелось. На обоих после недавних нервных перегрузок накатило душевное пустошение. Владимир приказал Фёкле собрать ему чистое белье, полотенце и, накинув тулуп, сунул ноги в обрезанные валенки, использовавшиеся им для того, чтобы выбежать на улицу. Подумал еще и нацепил треух. После бани с мокрыми волосами идти засмеялся про себя. Человек, устоявший против нескольких десятков вооруженных бойцов, боится простуды. Да что это со мной? Я же закрытая система, нарушить мой баланс здоровья практически невозможно. Он сорвал треух и кинул его в угол. На небе высыпали звезды. Владимир поднял голову и стал искать знакомые созвездия, но вдруг понял, что он подсознательно ищет спутники, обычно катящиеся по небу, как блуждающие шарики. Рассмеялся. Откуда тут спутники? Затем погрустнел. Он не мог узнать ни одного созвездия. Все изменилось. Вернее, это для него все изменилось, а тут осталось прежним. Когда наши миры разошлись? Он подозревал, что это произошло после какой-то глобальной катастрофы. Возможно, после удара огромного планетоида или метеорита. На земле после этого вдруг вымерли динозавры, а тут? А кто знает, что было тут? Палеонтологов тут не было, археологов тоже. Кто мог сказать, что было в прошлом? Почему тут люди могли пользоваться магией, а на земле нет? Почему там жизнь пошла по технологическому пути, а тут нет? Почему материки отличаются друг от друга? Почему на земной год длится 365 дней, а здешний 500? Если это все же другая планета, то она медленнее оборачивается вокруг светила. Потому и год длиннее, а если нет? Почему так случилось? Ох уж эта извечная манера русского человека задавать вопросы, на которые нет ответа. Он усмехнулся и шагнул в натопленный предбанник. Баня встретила его сухим теплом и уютом. Влад разделся догола, открыл дверь парной, шагнул в сухой, пахнущий распаренным веником жар. Парное помещение было довольно большим, 5 на 5 метров. На этом тоже настоял он, не желая тесниться в каких-то клетушках, сгибаясь как зародыш в череве, чтобы сэкономить несколько чурбаков дровишек. Баня не должна быть баней, а не собачьей конурой, заявил он при постройке, и первоначальный проект расширился раз в пять. Влад залез на верхний полог, откинулся к нагретой стене, обжигающей, как раскаленная батарея центрального отопления. Потом претерпелся и замер, впитывая сухой жар. Через несколько минут его кожа покрылась капельками выступившего пота, блестевшего в ярком свете магического светляка, как дождевые капли на листе лопуха. Неожиданно открылась дверь в предбанник, и в парную вошла Марьяна. Она спокойно возрелась на сидящего Владимира, внимательно осмотрела его и, хмыкнув, сказала, «Да, хорош, мечта о бабье, даже у меня чего-то зашевелилась». Влад хотел скохмить по поводу того, что там у нее могло зашевелиться, да вспомнил и осекся. «Надо воздерживаться от всего, что может напомнить ей о часах насилия». Марьяна забралась наверх и тоже замерла, закрыв глаза, потом медленно сказала, «Ну что рассматриваешь, по бабе соскучился, что ли? Старушкой-то я тебя не шибко интересовала». Она притянула руку и неожиданно просунула ему между ног, ухватившись за сокровенное. «Помочь, что ли?» Влад сразу возбудился. Но мыслим или оставаться спокойным рядом с довольно симпатичной голой женщиной, притом беззастенчиво его возбуждающей. Тут он вспомнил о том, что внутри Марьяны плещется коктейль из смеси нескольких видов семени. Ему стало противно, и у него сразу все опало. «Не хочешь меня?» «А, поняла, не смущайся. Я сама понимаю, что сейчас я грязная. Презгуешь. Поглумились уроды. Ну, может, я по-другому помогу как-то?» И она начала медленно гладить и массировать его плоть. «Марьян, да ладно тебе. Как говорят у нас бабы, отпихивай мужика от себя. Давай останемся друзьями. Тебе и так досталось сегодня. Не будем же тебя мучить. Отойдешь, вернемся к этому вопросу. Если захочешь». Он погладил ее по спутанной гриве волос. Марьяна неожиданно зарыдала, обняв его, уткнувшись в литое плечо. Он поглаживал ее по голове, держа за вздрагивающие плечи. Наконец, всхлипывания кончились, и она опять откинулась к стене, расслабляясь в горячем воздухе. Через минут пятнадцать, когда после третьего ковшика воды выплеснуто на раскаленные камни, уши начало сворачивать в трубочку от жара, они перешли на нижнюю полку, набрали в деревянные ушаты горячей и холодной воды и начали мыться. Марьяна попросила намылить ей спину, что Влад и сделал с удовольствием, попутно рассматривая ее тело, как художник картину после окончания сеанса рисования. То, что он увидел, в общем-то, ему понравилось, хотя можно было бы получше. Он повернул женщину к себе лицом, поводил намыльной грубой тряпочкой по ее торчащей, как у топ-модели груди, по плоскому животу. Марьяна, не оторгывая глаз, сказала с нарочатой обидой. «А чего сиськи мне такие маленькие сделал? Пожалел для друга?» Влад, не выдержав, захохотал. «Да я тебе самый лучший предел от супермодели нашей, Водяновой. Что, надо было вымя корове, что ли?» «Ну, не вымя, а побольше». «Ага», — опять хихихнул Влад. «Мужики любят баб с выменем, а бабы мужиков с членом, как у жеребца. И все врут. Хе, может, у вас тут правда другие вкусы? Интересно, кого староста пришлет мне? Как ты думаешь?» «Да ну кого? Кого похуже, кто не особо ценится у тамошних мужиков? Вот и посмотришь, кто им там нравится. Конечно, совсем уж уродок-то не пришлет, заячьей губой или безногих, но ничего хорошего не жди. Ты вспомни рожу селефана, он лису три раза обдурит». Влад задумался. «Марьян, слушай, давай я тебе одну штуку в организме сделаю». «Какую штуку?» «Ну, я себе сделал. Когда телу наносится травма, оно автоматически заживляет раны. Я попробовал на себе, работает. Только сразу надо тебе отлазить, как следует доработать тело, потому что потом вмешаться в нее будет трудно. Кроме меня никто не сможет, что оно будет стремиться восстановить равновесие. Даже забеременеть, если захочешь, ты сможешь только после того, как заклятие будет снято. Организм просто рассосет плод, если он появится, понимаешь?» «Понимаю». Она подумала и мелхолично вылила на себя ковшик воды из ушата. «Интересно, конечно. Расскажешь мне потом, как сделал?» «Расскажу. Только сможешь ли повторить такое, не знаю. Ну, может, через несколько лет, когда силы побольше наберешь. Тут суть в чем. На такое замыкание организма уходит очень много силы. Половина моей ушла. Если прервешь процесс, преобразование разрушается, связи теряются, и все приходится начинать заново. Да еще и навредить можно. Осторожно надо. Так что с кем-то еще не пробуй. Да я думаю, ты прекрасно все понимаешь. Все-таки старше меня на 70 лет. Тьфу, все время забываю, как это и старая развальна. «Ах ты, скотина! Отрастил себе одно место. Так теперь думаешь, девушку оскорблять можешь?» Марьяна засмеялась и несколько раз хлестнула Влада горячим веником по спине. «Я что, не вижу, что отрастил, ахальник? Я-то помню, что было. Все-таки ухаживала за тобой». «Я ахальник? Да ты сама ахальница. Так и разглядываешь неприличные места. Только и думаешь о них, бабка хренова». Они закатились в смехи, начали плескать друг на друга из ковшиков, балуясь как дети, наконец успокоились и закончили мыться, смыв с себя пену. Надо сказать, что мыло в этом мире было неплохое. Его варили в специальных мастерских, маловарнях. И оно было разное, от дешевого для крестьян до самого дорогого, с добавлением травок, ароматизаторов, лечебное. Влада даже удивил разнообразие и прихотливость различных сортов мыла. В нетехнологичном мире, где о гигиене, в том числе, как ее понимали на земле, знают постольку, поскольку производят так много сортов мыла. «Так, ну давай уж начнем». Влад встал и пошел к предбаннику. «Я открою дверь туда, а то жарковато, даже на нижней полке, сосредоточиться невозможно». Он поднял катку и смыл с полки пену и листья от веника. «Ложись на спину, расслабься». Марьяна плавно и медленно опустилась на спину, закрыв глаза. Владимир провел рукой над ее головой, погружая в транс, и сосредоточился на ощущениях силы. Тело женщины засветилось аурой с полохами розового, белого и красного цвета. «Так, чего это тут у нас красные? Ага, дырка в зубе. Ну да, я заметил, с зубами в средневековье засады даже уцелителей. Впрочем, а чего удивительного? Зубы, как и кости, с трудом поддаются воздействию. А ну-ка! Ага, полезли. Старые зубы долой, приговаривал он, посыпались. Так, стряхнуть их, а то подавятся еще не дай бог. Волосы, седину долой. Ах, зараза, красишь, оказывается. Магическим зрением ты видно, а так и не заметить. Грудь? Ну на тебе, третий размер, получи. Сейчас я тебе свинью-то подложу. Так, печень активизируем. Почки, установка на гиперактивность. Упс, теперь ты хоть литр самогона выжри. Ну и яды теперь тебе не страшны. Организм сразу выкинет, разложит их прямо в печени. Теперь ноги. Пусть подлиннее будут кальции, суставов вон, сосуды почистим. Что еще? А сейчас я тебя удивлю. Глаза серые, станут зелеными. Ты же ведьма, тебе положено. Сделать светящийся? Нет, заметно слишком это перебор. Добавим способность видеть в темноте. Далеко. Так, есть. Слух? Ну, чуть добавим. Кстати, надо и собой заняться. Слух и нюх улучшить. Что еще? Ну-ка еще расширим канал к реке. Сопротивляется, гад. Ну, много не будем. В два раза пока что. Кости, связки укрепляем, нервы? Нервы укрепим. Мышцы посильнее сделаем. Другой раз А, хороша. Все. А, нет. Сейчас я тебе хохму замострячу. Есть. Вот теперь все. Просыпайся, спящая царевна. Марьяна открыла глаза, медленно села на полок, посмотрела на руки, на ноги. Ей явно нравилось то, что она видела. Что-то я есть хочу, будто месяц не ела, аж трясется все. Она потянулась, приподняв увесистые совершенные формы груди третьего размера, вызывающие торчащие вперед. Картина была впечатляющая. Ну, вот теперь боль менее сиськи, а то сделал пупыры какие-то. Эти глаз радуют. Жрать хочешь? Ясное дело. Организм ресурса тратил, строит ты с чего. Так, хватит тут сиськами трясти, давай попарь меня веником, потом пойдем чай пить. Влад закрыл дверь в предбанник, зачеркнул ковшиком воды и осторожно плесканул ее на раскаленные камни. Пар, поднявшийся туманным языком, окутал людей. А, хорошо. Давай, давай, похрещи меня, ленивая баба. Влад хихикнул и влез на верхний полок, улегшись на живот. Марьяна продолжала рассматривать руки, плечи, опустила голову, а я обернулась назад, посмотрела вниз. А, это что такое? Ах ты поганец, ах ты охальник, я тебя сейчас попарю, засранец, сейчас, сейчас попарю, скотин ты эдакая. Марьяна с хохотом схватила веник и стала с плеча хлистать Влада по плечам, заду и ногам, да так, что листья разлетались. Влад взвыл. Эй, 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 ах ты, фури, хреново, осторожно, вышибешь из меня дух, ты эти силы добавил. А нафига было вытворять такое? Влад поглядел на лобок Марьяны и заржал, уткнувшись в руки. Там виднелась фигурка беса с хвостом и высунутым языком. Он вспомнил картинку из интернета и перенес ее на тело Марьяны в виде интимной прически. Он уткнулся в ладони и с удовольствием ощущал удары раскаленного веника по своему телу. Потом он попарил Марьяну, разомлевшую от жара, и вольготно расположившуюся грудью вверх. Через час они сидели за столом и прихлебывали горячий ароматный напиток. Марьяна задумчиво смотрела в маленькое окошко с мутноватым стеклом. Здесь не знали проката больших прозрачных стекол, технологии такой не было. Странно так. Я 120 лет прожила без тебя. Ты ворвался и все изменил. Она взглянула на нее грустно. Уж не знаю, к лучшему или к худшему. Все-таки, честно сказать, я уже превратился в какое-то животное. Есть спать, есть спать. И так годы, годы, годы. Ты вообще думал, что дальше будешь делать? Ну вот, у нас много денег. Ну и что? Что дальше? Владимир тоже задумался. Ну, пока моя задача добиться стабильности, чтобы не надо было думать о деньгах, о будущем, чтобы всегда был кусок хлеба и лучше с маслом. Потом, когда появится время, буду думать, как вернуться в свой мир. Я пока не знаю, как это сделать. Мне надо читать книги, общаться с опытными сильными магиками, если они захотят со мной общаться. А чтобы захотели, надо набрать силу и магическую, и физическую, и финансовую. Понимаешь? Марьяна покивала головой. Во всяком случае, теперь я знаю, что проживу безбедно, даже если не получится вернуться домой. Ну, по крайней мере, буду зарабатывать интимными прическами. Компаньоны посмеялись, а Марьяна бросила во Влада над кусанным бубликом. Ахальник! Я хочу превратить нашу клинику в большой медицинско-магический комплекс. Сделать так, чтобы мы только надзирали за процессом и могли оторваться от собственного лечения больных, высвободить время для исследования и обучения. Давай теперь рассудим, как это сделать. Земля принадлежит графу. Как приобрести на нее право собственности? Проясни мне ситуацию. Влад, вот тут худое дело. Землей в нашем государстве могут владеть только дворяне. В любой момент граф имеет право приказать выгнать нас со своей земли, и мы ничего не сможем поделать. Мы не можем купить землю, продать ее, произвести с ней какие-то другие деяния. Только аренда по усмотрению владельца. Не знаю, как у вас, но у нас дворяне это все. Хорошо. Или вернее плохо. Теперь поясни мне, как можно получить дворянский титул. Его можно купить? Хм, вопрос интересный. Теоретически титул купить можно, но к титулу как ты приделаешь землю? Ну, пришел ты к графу и говоришь, я барон Пипиркин, хочу купить участок вот тут. Он сразу заинтересуется, а кто ты такой, зачем тебе участок? Ага, можно содрать втридорога. А лучше вообще не продавать. Тут ведь все уже устроено, так пусть платят за доходы в годы и годы, а то еще лучше арендную плату им сделать такую, чтобы хватало на охоту пиры роскошные выезды. Ты понял, Влад? Так обложишь, что не задохнешь, не... Ну, ты понял. Есть еще способы усыновления, к примеру, или женитьба, но родовитые только в сказках женятся на безродных. Даже если безродные богаты, родовитые нищи? Да, соображаешь, в этом что-то есть. Ты мужчина видный, магик, бабы на тебя вешаться будут. Возможно, и найдется обнищавшая родовитая семья, которая захочет выдать за тебя их дочку в обмен на круглую сумму золотых. Но на это надо много денег. Это речь о сотнях тысяч. Здесь таких денег не заработаешь. А если их здесь не заработаешь без расширения дела, то как только ты это дело расширишь, налетят и все отнимут. Тогда зачем ее расширять? Чтобы заработать. Сказка промочала, начиная с начала. Не знаю, что делать. Ася в столицу, податься, вступить в гильдию. А кто тебя туда примет? Ты обучался в школе магиков? Я обучалась. В заштатной, но обучался. Вот гляди. Марьяна пошла к себе в закуток и принесла плотную желтоватую бумагу с красной мастичной печатью. Владимир почувствовал это. Печать была тронута силой и подделать ее было невозможно. У нее имелась своя аура. Видишь, у каждой такой печати есть своя аура, которая по цветам отличит любой знающий магик. Есть таблицы специальные, по которым можно отследить, где учился каждый из магиков. Не верю, что нельзя купить такой диплом. Только не говори, что все тут такие неподкупные костьми лягут, не выдадут дипломы за полновесные золотые. Хм, ну да, я слыхал о подобном. Кстати, в той школе, где я учил, с директрисой моя троюродная тетка Марина. Надо будет встретиться и с ней поговорить. Это в лазутине 50 верст от нас. Надо поехать туда и пообщаться. Неделю займет не меньше. День туда, день обратно, да там 3-4 дня надо будет прожить, пока документы сделают. Не знаю, сколько она запросит. Обучение в школе стоит тысячу золотых. Я десятки лет пахала, пока не отработала свой диплом. А вот сколько запросит за такой жену без обучения, это вопрос. Да ну, клади сразу раз в 10-15 больше, не ошибешься. Скорее всего, да. Марина жадновата. Надо будет одеться похуже, да лицо состарить, а то ты из меня сделал девчонку. Иллюзию накладывать нельзя, она сразу разоблачит. Магичка она посильнее меня. Той, да что до улучшения. Да, вот еще что. Ты можешь притушить мою ауру, чтобы нельзя было понять, что у меня сила увеличилась, а то ведь сразу видно, что сияю. На тебя так смотреть нельзя магическим взглядом, сверкаешь, аж глаза режет. Тебе тоже стоит подумать о том, чтобы притухнуть, мало ли кто к нам завернет. К чему дразнить гусей? Владимир молча мотнул головой, соглашаясь, посмотрел на Марьяну и, включившись в ее систему, пожелал, чтобы ее аура приглушила свечение до того уровня, который был в начале их знакомства, но без ущерба для организма и изменений структуре ауры. Пришлось часть высвободившейся энергии сразу направить обратно в магический узел. Такую же процедуру он провел над собой, причем уже быстрее. Марьяна кивнула. Вот теперь ты нормальный деревенский лекарь, а то не дай бог, кто из магиков завернет сюда поглядеть, что там за каста права людей собирают. А тут магистр сияет, как солнце. Понимаешь, какая система? Фактически я тоже плачу гильдии магиков, только не напрямую, а платя графу, я же на его землях живу. Если бы я жила на землях, принадлежащих императору, я бы платила в гильдию. Я дипломированная магичка, я могу нанимать себе помощников, и я уже плачу за них, они не платят. То есть я, как начальница, нанимаю себе подчиненных и отвечаю за них. Тебя не могут вызвать на магическую дуэль или обвинить в работе без регистрации. Я зарегистрирована, а ты уже работаешь на меня. Без меня ты самостоятельно работать не можешь, сразу выжгут. Ну, так вот. Плохо то, что, как ты справедливо сказал, у меня нет официального письменного договора с графом, и статус земли, на которой я живу, тоже не определен. Раньше меня это мало волновало, что я не смогу один другой золотой заработать. Подхватилась да ушла, если не понравилось, но сейчас большое хозяйство, налаженная практика, жалко терять. Ладно, надо не сразу, а шаг за шагом. Вначале тебе сделаем диплом Лазутинской школы магии, потом будем думать, как дальше жить. Поеду я через два дня, как раз дороги после метели раскатаю, долечу мухой. А за эти два дня посмотрим твоих будущих наложниц, уж больно мне тебе отомстить хочется за чертика. Поизмываюсь в сласть, но не могу же я упустить такую возможность. Посмотрю, каких коряг селефан тебе притаранит. Хе-хе-хе. Марьян захихикала, поддержанная Владом. Ну ты, Марьянка, и Ехидна, небось сама ему сказала всяких поганых собрать по всей деревне. Будешь их сама назад отвозить. Ладно, посмотрим на этих горгулей. Давай еще к делу. С собой бери тысяч двадцать-двадцать пять. В городе найми еще человек двадцать бойцов, обязательно через гильдию наемников. Сегодняшний случай меня убедил, что система нашей безопасности не к черту. А ты понимаешь, сколько они сожрут и выпьют? А где им жить? Так найми в городе плотников, строителей. Пусть строят тут казарму, дом нам еще пусть заодно построят. Какого хрена мы тут теснимся в избушке, сидя на деньгах? А это помещение под клинику пустим. Да, вот еще что. В школе переговори с Мариной, пусть подгонят нам приличных порядочных магиков. Будут по контракту работать. Я посмотрю на них, может им тоже каналы раскроем, станут людей не хуже нас лечить. И контракт на всю жизнь в этом случае. Ну ты, Влад, зверюга. На всю жизнь? Да кто пойдет на такие условия? Пойдут, протянул Владимир. Вот тебе бы предложили расширить твои магические возможности в обмен на 30% дохода, получаемого в серьезной дорогой клинике. Ты бы пошла? Даже если на всю жизнь. При гарантированной охране, жилье, питании, трех золотых с каждой десятки. Пошла бы? Ну, наверное, пошла бы. Кто же стабильность и деньги не любит? Только пока говорить им об этом нельзя. Слухи пойдут. А мы и не скажем. Дескать, пока типа выпускников принимаем, посмотреть кто что может. Им же надо отрабатывать деньги за обучение. Вот и возможность отработать есть. Твоя Марина с них еще и денег поимеет за то, что пристроит к нам. Может и нам подешевле достанется мой диплом. Итак, начинаем с диплома, строим помещение, набираем работников. На том и порешим. Давай, Марьян, спать, что-то мы сегодня задержались, однако. Они поднялись и побрели в свои комнаты. Тело Владимира вполне могло выдержать и гораздо большей перегрузки, но вот мозг... Мозг протестовал и требовал отдыха. Это был слишком тяжелый день даже для него. Лекарь улегся на уже разобранную феклой постель, раскинул крестом руки и уткнулся глазами в потолок. Губы его сложились в улыбку. А все-таки интересно жить. На земле он лишь доживал оставшиеся годы, а тут новая жизнь, новые возможности. В нем всегда была жил к авантюриста и, как ни странно, тяга к врачебному делу. Он всегда лечил себя сам, делал уколы близки, неплохо понимал в несложных болезнях. Теперь все знания, все прочитанные и услышанные за 50 лет, легко всплывало по первому его желанию. Грех было не воспользоваться открывшимися возможностями. Не хватало развлечений. Мозг человека технологичного мира постоянно требовал новой информации, знаний, перемен. Жизнь на земле была очень бурной и не сравнить с застывшей, статичной жизнью мира. Поэтому мозг Владимира будто голодал без постоянно поступающей пищи для ума. Впрочем, было приятно знать, что ты проживешь еще неизвестно сколько сотен лет, успеешь очень многое и спешить некуда. Кто не мечтал жить тысячи лет, чтобы первый исток, к примеру, зарабатывать деньги, второй исток путешествовать, третий медитировать или там просто валяться на травке. Да мало ли что можно делать, не думая об улетающих, как дорожные столбы за окном машины, годах. Владимир вошел в черноту, потянулся к реке и пополнил слегка опустевший резервуар силы, в который уже раз он подивился тому счастью и удовольствию, получаемого от соприкосновения с рекой. Интересно, подумал он, что неужели все получают такое удовольствие от отбора силы? Может, это тоже зависит от уровня мага? Нет. Правда, надо бабу, что-то я слишком подсел на откачку, как наркоман. С этими мыслями он и заснул. Утро встретило его неясными звуками какой-то песенки. Марьяна уже бродила по дому, одетая в крестьянском сарафане. Он подумал, ну что за дряни тут носят? Я эти сарафаны на тряпки бы только пустил. Неужели нельзя носить что-то более сексуальное? Надо заняться с их воспитанием. Попозже. Эй, Соня, давай вставай, нас ждут великие дела. Влад вздрогнул. Эти слова он в юности слышал каждое утро в один из полевых сезонов, проведенных на Горном Алтае, когда начальник партии приходил, дергал их за ноги, накрытый кошмой и мерзко вопил. Спите, мать вашу, подъем, нас ждут великие дела. Это означало, что надо будет пройти пять километров до начала маршрута, потом три часа, задыхаясь и отбиваясь от комаров и мошек, подниматься на водораздел, идти по нему десять километров, опять три часа спускаться, с трудом разгибая натруженные ноги, страдая от боли в усталых плечах, на которые взвалины мешки с пробами горных пород, потом еще десять-пятнадцать километров топать до лагеря. Посему он эту фразу дико ненавидел, как, впрочем, и весь физический труд. Если была возможность, он всегда предпочитал заставить работать физически вместо себя кого-то другого, не такого великого и умного, как он сам. Сразу привело его в дурное расположение духа. Доброе утро, великий ужасный магик. Утро добрым не бывает. Влад буркнул эту по пути к рукомойнику и тут же начал с фырканьем плескать воду в лицо, неодобрительно косясь на Марьяну. Поспать хрен дадите. Вот сдохну, чтобы вы знали, как без меня жить. Не сдохнешь. Тебе еще молодых кобылок объезживать. Марьяна захохотала, видя, что лицо Влада еще больше перекосилось. Тьфу на тебя, чертова баба. Он пошел к полотенцу, вытерся и начал одеваться. Завтракать не хотелось. С трудом запихнул в себя кусок хлеба с медом, запив так называемым чаем и спросил, вспомнив. Слухай, Марьян, забывай все спросить, а что у вас, настоящий чай не пьют? Она стояла перед зеркалом и рассматривала себя, поворачивая голову то вправо, то влево. Видно было, что то, что она видела перед собой в зеркало, ей ужасно нравилось. Ну почему пьют? А чего мы не пьем? Да брось ты вертеться перед зеркалом-то. Ну красавица, я недаром хлеб ем, постарался. Почему мы чай-то настоящий не покупаем? У меня эти хреновые отвары уже поперек горла стоят. Хочу черного чая, зеленого чая. Марьяна остановилась и задумывалась. Да ну не знаю, раньше денег не было, а потом как-то и привыкли. Ну давай закажем, купцам чаю, привезут. Давай. А лимоны тут можно заказать? Чего? Что за лимоны? Ну такие кислые желтые фрукты. Неужели не видал ни разу? Неа. Ты не забывай, я особо-то по столицам не шастала, что прочитала в книгах, то и знаю, не дальше Лазутина. Ну я узнаю у купцов. Давай собираться, там люди ждут. Надо на ламоны твои зарабатывать. Не ламоны, а лимоны. А много народа? Да нет, немного, но там что-то серьезное есть по магической части. Кто-то порчу навел на парня вроде как. Посмотри, купец богатый, дает пятьсот золотых, если вылечим. Парень его наследник, похоже, кто-то извести решил. Мужик рвет и мечет, парень сохнет, уже ноги ель волочит, высох как скелет. Да хотяга, жить осталось, хорошо, если месяц. Хреново. Тут чуть передавишь силы, копыта откинет, ресурсов в теле не осталось. А ты поосторожнее. Нечер-то давить-то, ты потихоньку распутывай. Ладно, хватит воздух молоть, пошли лечить. Они оделись и вышли на морозный воздух. Вокруг стояли сугробы, за ночь метель намела немалые за струги снега. Охранники дружно Владимир объявил, что после полудня с ними рассчитаются, выплатят обещанную премию и что надо будет в обед встретить обоз из деревни. Марьяна хихикнула. Семен поднес брошенный вчера в торопях молекулярный нож и сообщил, что ентим ножом Васька чуть палец не отхватил, попробовал на остроту, да кости прорезал. На что Влад сообщил, что нехрена тыкать, что не надо, куда не надо, так можно и кое-что себе сломать. Мол, пусть зайдет попозже, залечит ему палец. Оружие и доспехи были уже почищены. Те, что захватили с разбойников, прорубленные сложили отдельно, целые отдельно, все вооруженные. Влад распорядился отправить поврежденные на ремонт к кузнецу, а целые запереть и никому не давать. Он усмехнулся про себя. Как-то незаметно попаданец из другого мира стал тут главой организации. То ли еще будет. Снежная дорожка скрипела под ногами, морозец хватал за нос и торопил бежать в теплое помещение. В воздухе пахло дымом из труб, и этот запах Влад любил с детства. И дым отечества нам сладок и приятен. Впрочем, какое тут отечество? Где оно, отечество? За забором фыркали за индивилами носами лошадки, запряженные воски. Больной парень ждал лекаря уже внутри клиники на скамейке, поддерживаемой седым бородатым мужиком. Влад еще подумал, что тут слишком много бородачей тут. Может начать бриться? Надоело выглядеть и таким лесовиком. У входа стояли два охранника клиники и трое незнакомых вооруженных людей, видимо телохранитель купца. Влад рассердился. Кто позволил в отсутствие лекаря пустить людей в клинику? Разве вам не было приказано никого без нашего присутствия не пускать? Ну да, сказано, но господин лекарь, они так просили, но мы и позволили. Оба лишаетесь зарплаты за неделю, доложите командиру, я вас научу приказ выполнять. Он не мог заставить слушаться, я заставлю. Влад прикрыл за собой дверь, пропустив вперед Марьяну. Здравствуйте, уважаемые, что случилось? Он стряхнул с шапки нападавший с веток снег прямо на пол, повесил ее на крючок в дальнем углу и подсел к мужчинам, примастившимся на скамье, сканируя взглядом худенького, бледного парня лет восемнадцати. Извините, господин лекарь, не наказывайте служивых, это я попросил их пустить, заждались мы, с ночи вас уже ждем. Ну, нам тоже надо отдыхать, как ни странно, живые мы. Влад раздраженно вытер мокрый от снега ладони а штаны. А по поводу постовых это наше внутреннее дело. Без дисциплины все развалится. Подчиненные должны четко выполнять приказы. Ладно, тему закрыли, рассказывайте, в чем дело. Мужчина помедлил, посмотрел на лекарей, внимательно уставившихся на парня и начал. Это мой сын, ему девятнадцать лет. Уже год он чахнет, и никто не знает, почему. Мы обращались ко многим лекарям, отпаивали травами, лечили магией, ничего не помогло. Мне сказали, что это проклятие, наложенное очень сильным магиком. Я догадываюсь, кто это сделал и почему, но пока ничего изменить не могу. Не буду вам говорить, кого подозреваю, да и не ваше это дело. Если снимете проклятие, ваши пятьсот золотых. Влад замер, прислушиваясь. За дверью раздавались голоса. Семен грозно вопил на кого-то, видимо распекал охранников, схрапывал лошади, каркал ворона. Он подумал немного рассеянно, сказал, кому-то вы сильно насолили, жить парню осталось от силы две-три седмицы. Надо было раньше его ввести, теперь у него почти нет жизненной силы. Так, я уже посмотрел его, вылечить можно. Купец стрепенулся и попытался что-то сказать. Влад остановил его жестом. Тысяча золотых, и он останется тут на две недели. Я буду за ним следить, кормить правильно, отпаивать травами. Сильно давить на него магией уже нельзя, как я сказал, он слишком истощен и не выдержит. Если согласны, деньги вперед. Выходим из помещения и ждем снаружи. Не согласны? Выходим и ищем другого лекаря. Я гарантирую излечение. Вопросы есть? Вопросов нет, господин лекарь. Кроме одного, вы гарантию даете? Я же сказал, гарантирую. Другие есть вопросы? Мужик внимательно посмотрел на лекаря, как бы проверяя, можно ли ему верить. Увиденное, вероятно, его удовлетворило. Он слегка кивнул и неожиданно зычно закричал. Николай! Дверь приоткрылась и в нее заглянул охранник купца. Сундучок с деньгами сюда. Глава охранника исчезла и через некоторое время узорчатый стальной ларец двое охранников поставили на пол перед мужчиной. Тот взглядом попросил придержать сына. Марьяна присела рядом, обхватив того за плечи. Купец достал шею цепочку с причудливым узорчатым ключом, вставил то в замочную скважину ларца, легко провернул, сыграл мелодичной музыкой, ключ был вынут из дырочки. Мужчина не стал поднимать крышку. Прежде достал какой-то серебряный кулончик, зажал ее в руке, затем откинул крышку и опустил туда этот кулон на цепочке. Что-то щелкнуло и в воздухе запахло озоном. Ага, подумал Влад, противоугонка на ларце. Забавно. Снимается, видимо, амулетом. А если туда сунуть палец, что будет? Он подозревал, что ничего хорошего или оторвет, или спалит. Значит, надо как-то наладить такие штучки. Он заинтересованно следил за работой амулета. Из ларца появились десять тяжелых мешочков и перекочевали на скамейку рядом с купцом. Тот захлопнул крышку сундучка, закрыл на ключ, потом спокойно посмотрел на лекарь и сказал, «Я даю тебе все, что ты просил. Если ты меня обманешь, я все равно тебя найду. И ты умрешь, мучительно и страшно. Я надеюсь, ты это понимаешь?» «Обмануть вас никто не собирается. Я сказал, будет сделано. Теперь давайте быстренько отсюда. Хватит слов, надо дела делать». Владимир поспешно выпроводил купца с его охранниками, унесшими ларец. С помощью Марьяны раздел парня догола и, подняв его на руки, взгромоздил на стол, покрытый тканью. «Марьян, закрой дверь на засов, чтобы не отвлекали». «Ага, нормально. Теперь поговорим. Тяжелый случай, я первый раз такой вижу. Работал профессионал. Конечно, пониже меня силой, но очень умелый. У парня полностью нарушены связи ауры с органами. Сколько ее не подпитывай, энергия стекает в пространство. Придется налаживать все заново. Сейчас ты подвинешь скамейку, разденешься и ляжешь на нее. Я буду смотреть на тебя, чтобы понимать, откуда какие каналы идут. Давай, приступай». Через два часа усталый Влад отошел от хирургического стола. «Все, Марьян вроде сделал. Работа кропотливая, нельзя было торопиться. Видишь, как теперь все выглядит. Аура уже ровненько светится, я ее подкачал. Не снимай с него, пока транс, пусть полежит. Одевайся, а то ты меня возбуждаешь своим бесенком». Марьяна засмеялась и подмигнула. «Если бы возбуждала, не стал бы вчера ноги сжимать недотрога». Они расслабленно посмеялись, потом Влад подумал и решил. «Я ему в счет бонуса, папашку-то я хорошо раскрутил на бабки, косоглазие устраню. Видишь, парень косит, пусть порадуется, тем более, что этот ресурс намного не истощит». Он сосредоточился, вошел в транс и осмотрел тело парня. Красно-черных всполохов больше не было, остальные органы работали более-менее нормально, если забыть про патологическое истощение. Он сосредоточился и дал сигнал глазным мышцам исправить положение. «Есть, готово. Но хватит баловаться, а то парень еще и правда тут крякнет. Одевай его. Натягивай портки и рубашку, а то он в шоке будет после того, как окажется перед такой соблазнительной бабулькой. Хе-хе. Вот тебе!» Марьяна хлестнула его портками парня. «Это тебе за бабульку». Наконец парень был одет и Марьяна вывел его из транса. Пациент явно выглядел лучше, он посмотрел на лекаря и сказал. «Ужасно есть хочу, просто аж завыть охоту от голода». «Ну это нормально. Чего ты хотел, у тебя живот прилип к спине? Влад, я пойду отведу его к Фекле, пусть ему бульона с мягким хлебом даст. Помнишь, как я тебя выхаживала? А потом мы его в Стражницкой разместим». «Марьян, а ты не задумывал, что нам надо стационар тут строить? Некоторых с первого раза вылечить нельзя, надо наблюдать за ними. Вот куда его размещать, кроме Стражницкой? Отпускать его с папашей? Во-первых, еще непонятно, как он себя почувствует попозже, а кроме того, ведь кто-то его заколдовал и кто-то из окружения купца, маг подосланный. Где гарантии, что его опять не околдуют? А наложить проклятие легче, чем снять, ломать не строить. Интересно, кто же вот так и зачем? Тут голос подал парень. «У отца товарищество на паях. Если он умирает, то его пая переходит к наследнику, то есть ко мне, или, если наследников нет, делится между другими участниками товарищества. А это довольно много. Корабли, лавки, склады. Отец сам не очень хорошо себя чувствует, дай ему бог долгих лет жизни. Мама у нас давно умерла, еще при моем рождении, а папа так и не женился, любил ее сильно. Вот так и живем. Может, вы и его посмотрите, господа лекари? Может, и посмотрим». Влад переглянулся с напарницей. «Сейчас у него спросим». Марьяна отодвинул засов и выглянул наружу. Отец парня переминался с ноги на ногу у васка, о чем-то забоченно разговаривая со своими охранниками. «Уважаемый!» Марьяна махнул ему рукой, и купец, подхватившись, кинулся в клинику. «Что? Что случилось? Все нормально?» Парень слабо улыбнулся и ответил. «Пусть они тебя посмотрят, ладно? Как-то не хочется мне сиротой оставаться в девятнадцать лет». Купец беззвучно заплакал, роняя крупные слезы, и уткнулся в плечо сына, вздрагивая спиной. Потом оторвался от своего чада и посмотрел на деликатно отошедших от них лекарей. «Спасибо, господа. Век не забуду. Зачем мне деньги, если некому их оставить? Одна радость у меня, сынок. Умница. Спасибо». «Да не за что. Вы поняли, почему я решил его оставить пока тут? Если по нему еще раз шандарахнут заклятием, он не выживет. Пусть пока тут сил наберется. Ваш наследник нам сказал, что вы тоже страдаете чем-то. Давайте уж посмотрим заодно». «А сколько будет стоить?» насторожился купец, хитро тараща глаза. «Не дороже денег. Но купцы везде купцы, весело подумал Влад. Все равно их в могилу не унесете. Ну что, смотрим?» «Смотрим». «Тогда раздевайтесь и на стол». «Быстренько, быстренько», прикрикнул Влад. «Нам еще больных принимать». Сын купца весело прыснул. «Не все же по паньке других гонять, ему надо тоже потерпеть». Купец тоже не выдержал, засмеялся. «Вот, поздоровеешь, ужу потерпишь, за все время отыграюсь». «Ты отыграешься», уныло пробосил его сынок. И тут уже не выдержали Марьяна с Владом. Они посмеялись, потом Марьяна прикрикнул на парня, чтобы не мешал, и одним движением погрузила купца в сон. Владимир посмотрел на лежащего. Красно-черное сияние шло от живота. Всмотрелся язва желудка, отвратительная на грани прободения. «Еще немного и труп». «Да, вовремя пацан сказал». Влад аккуратно стал залечивать рану. Красное свечение убывало, убывало, наконец исчезло. Осмотрел тело дальше. Красным полыхает калия, но, скорее всего, был разбит мениск, видимо, после ходьбы и длительного стояния на ногах. Боль адская. Убрал кальций из сердца и протоков. Дальнозорка старческая, похожа, как у меня была. Подумал целить или убрал. Подкачал энергии в ауру. «Ну, вроде хватит. Аминь». Влад провел рукой над головой купца, а тот вздрогнул, открыл глаза и медленно сел на столе. Недуменно прислушался к ощущениям и широко улыбнулся, потом соскочил на пол и глубоко в пояс поклонился лекарем. «Благодарю вас. От души. Вы сделали больше, чем я надеялся». Влад поковырялся ногтем в безупречных белых зубах и меланхолично сказал. «А там о вас, сундучке, еще что-то осталось бедному лекарю и его голодной лекарице?» Купец от души заливисто стал смеяться, держась за живот и сгибаясь. Ему вторили бледные сын и сами лекари, тоже зараженные смехом. В дверь стали стучать охранники, спуганные шумом. Марьян отодвинул засов, удостоверивший, что купец уже надел портки и тулуп. В дверном проеме появились охранники с вытраченными глазами. Торговец сделал им знак рукой, и они опять внесли заветный сундучок. И купец наклонился, над ним кивнув, спросил. «Сколько?» Влад пожал плечами, мол, «Сколько дашь?» Купец выгреб из сундучка мешочки, их оказалось 14 штук и все оставил на полу. Потом помолчал и произнес. «Я приеду за сыном через две недели. Прошу вас позаботиться о нем как следует. Пусть трудится. Я не прошу, чтобы он безденничал. Я тоже с молодости работал и сейчас работаю. Кормите как надо. Потом я приеду и поговорю с вами. Есть у меня к вам дело. Мне кажется, вы сможете помочь. Да, и еще. Никому не говорите, что меня вылечили. Все знают, что я загибаюсь и скоро помру. Так пусть так и думают. А я не дам им в этом усомниться. Пусть наша тайна тут и останется. До поры до времени. Хорошо? Я вам достаточно заплатил, чтобы вы согласились». Влад помолчал, подумал и ответил. «Я все понял. Вы правильно решили. Это очень дельно. Не беспокойтесь, мы обставим все как надо. Главное, чтобы ваш сынок не прокололся». «Чего он не сделал?» «Ну, чтобы не разболтал. Выражение такое есть. Не разоблачили, чтобы его». «Интересное выражение. Не слыхал у нас такого». Умные глаза торговца с интересом воззрились на Влада. Потом он как будто отмахнулся от мысли и быстро проговорил. «Сынок, молодец. Он все прекрасно понимает. Ведь понимает, сынок?» «Ну, мог бы бате не говорить. Я что, болван, что ли? Буду потихоньку таскаться, сил набираться. Скажу, что полечили немного. Вот травами отпаиваюсь. Отца так и не смогли вылечить. Запущено очень уж». «Ну и молодец. Все понял. Теперь я вас оставлю». Мужик легко поднялся. Ему явно нравилось, что теперь у него не болит нога, живот. Он с удовольствием прислушивался к себе. Затем протянул крепкую зловатую руку лекарю, крепко сжал, усмехнулся, посмотрел ему в глаза и еще раз сжал, видимо, на полную силу. Обычный человек уже упал бы на колени, подрубленный болью в кисти. Лекарь же стоял, слегка улыбаясь, как будто не замечал давления. Купец уважительно сказал. «А ты силен. Я подкову сгибаю рукой, а ты как будто и не заметил». Влад, в свою очередь, слегка сдавил ему руку и тот, тохнув, чуть присел, потом прикрикал. «Все-все понял». И засмеялся, замахав в воздухе посиневший от напряжения рукой. «Силен. Я не зря тебя испытывал. Потом поговорим. Через две недели. Всем мое почтение. Счастливо оставаться». Купец вышел из помещения, впустив в него клубы и ледяного пара. Он нарочито прихрамывал, как раньше, и застрадальчески держался за живот. «Станиславский в действии», хохотнул Влад. «Чего в действии?» не поняла Марьяна. «Да забей, неважно». «Чего забить и куда?» опять не поняла она. «Тьфу на тебя! Веди давай к фекле парня, пусть его бульоном отпаивает. Предупреди, если перекормит, я ей глаз на одно место натяну». «Правда натянешь?» с ужасом спросила Марьяна. «Марьян, мне так тяжко иногда с тобой говорить. Да веди ты его жрать, ты видишь, парень трясет, Саша. И давай сюда Семена, пусть мешок только возьмет с собой». Марьяна вывела парня, минут через пятнадцать пришел Семен. Влад взял мешок и попросил охранника подождать за дверью. Покидал в большую тару тяжелой мешочки, прикинул на руке. «Да нифига себе вес. Ни тебе банковских карточек, ни тебе пачек купюр. Попробуй потаскайся по дорогам с таким весом. Тут у разбойники процветают. Есть чего с купцов взять. И профессия охранников-наемников в цене». Он открыл дверь и попросил Семена отнести мешок в жилую избу. «Добавив, что временно у них будет жить парнишка, кровать дополнительно там поставят». Немного подумал и еще попросил Семена зайти к нему после того, как отнесет мешок. Разговор есть. Затем лекарь присел на скамейку и задумался. С купцом все было ясно. Ему надо было выловить из своего окружения подосланного мага да выяснить, кто из партнеров под него копает. Шито все белыми нитками. Вопрос был только в том, а надо ли ему это? Не подставит ли он свое дело и Марьяну под удар? Ну так-то его трудно взять голыми руками, да и Марьяна теперь совсем не та добрая бабулька-лекарка, что была. По степени убойности, конечно, послабее его, но тех разбойников теперь и сама бы смогла раскидать. Тем более, что и магии прибавилось в разы. А что я теряю? Да ничего. Поосторожнее надо действовать, поумнее и все. Зато интересно, а то затягивает это болото до тоски. Тут еще нюанс. Торговец из столицы может помочь информацией и связями. Да и деньги не помешают, опять же. Предложат, отказываться не буду. Решил для себя Влад. Его размышление прервал стук в дверь. Он пригласил стучавшего войти, и в дверь осторожно протиснулся Семен, снимая на ходу шапку. Что, господин лекарь, о чем хотели поговорить? Присаживайся, Семен. Ну, первый вопрос такой. Я хочу, чтобы ты обучил меня приемам владения саблей, мечом, луком и так далее. Можешь? Я заплачу за уроки отдельно. Семен растерянно посмотрел на лекаря. Ну, могу, конечно. Только вот как вы обучитесь-то? Ну, если на уровне ополченца и скрестьян, только не обижайтесь. Мы ведь профессиональные воины, учимся этому делу с детства. Мне папка в пять лет дал в руки палку и начал показывать приемы владения мечом. А я уже почти сорок лет этим делом занимаюсь. И ребята мои тоже не промах на мечах. А тут учить взрослого? Деньги ваши вам виднее, конечно, но мне думается, что это только перевод средств. Смотрите сами, только не обижайтесь, ладно? Вы и так знатный боец. Вон сколько ублюдков положили. Только ведь положили их, как свиней перерезали. Зачем вам меч-то, когда вы и без меча, как дикие вепри, зашибете? Я же видел вашу силу. Влад про себя усмехнулся. После вчерашнего Семена другие охранники иначе как на вы его не называют. Настолько потрясло их зрелище рассердившегося доктора. Влад подумал, как бы ему поаккуратнее объяснить охраннику. Понимаешь, Семен, какая штука? Ты прав от счастья. Я могу и гораздо больше народа положить, но и просто голыми руками. Но мне не надо, чтобы все об этом знали. Когда человек обвешан оружием с ног до головы, выглядит устрашающе. Вряд ли кто полезет на него просто так, как на невооруженного путника. Если дойдет до драки, я воспользуюсь обычным мечом, чтобы не выдавать умения. Я хочу, когда мне понадобится поехать в город, выглядеть как можно более незаметным. Мне ни к чему шумиха. Кстати, скажи бойцам, чтобы не болтали нигде ничего лишнего. Мне не нужны все эти россказни о лекарях-убийцах. Тем более, что это в ваших интересах. Надеюсь, вам не хочется держать осаду, если сюда привалят родственнички побитых разбойников. А так, исчезла и исчезла ватага. Мало ли кто где исчезает. Ты понял? Конечно, понял. Семен заинтересованно взглянул на лекаря. В столицу собираетесь перебираться? Нет, не собираемся. Но съездить в столицу по делам придется. Вот потому я и не хочу привлекать внимание к своей персоне. И не думай, я учусь очень быстро. Думаю, ты скоро сам в этом убедишься. И последний вопрос. Скоро тут будет гарнизон в пятьдесят человек. Подумай, как лучше их размещать. Пятьдесят? Да куда их селить-то? Ну не в палатке же? Не в палатке. Через неделю у тебя будут плотники в достаточном количестве. Поедешь на ближайшую лесопилку и договоришься о закупке леса на строительство. Влад увидел, как заплестили глаза у Семена. Явно сразу решил нагреть хозяев на кругленькую сумму. Только давай без фанатизма. Я проверю твои закупки, надуть мне не получится. Мужчины засмеялись. После того, как построим казарму, понадобятся бойцы. Или ты сам подберешь нужных людей, или же я просто обращусь в гильдию, чтобы прислали. Смотри сам, как и что. Твоя плата с завтрашнего дня увеличивается в два раза. Все, давай шагай и пригласи следующего больного. Владимир быстренько в течение сорока минут расправился с оставшимися больными. Их было всего двое. Крестьяне с переломами. И с чувством выполненного долга отправился на обед. Он был доволен. Еще бы. Не каждый день зарабатываешь по две с половиной тысячи золотых. Глава пятая. Влад медленно и вдумчиво хлебал щи из глубокой миски, недовольно косясь на купеческого сына, храпящего на русской печи в избе. Пока ему ставили топчан в стражницкой, Марьяна покормила парня, и он буквально отрубился прямо за столом. Сказал с долгой голоданием и потерей сил. Растолкать его так и не смогли, и она положила парня на русскую печь под тулуп, где он благополучно потел. На Руси давно, с тех пор, как появилась русская печь, лечили многие болезни, укладывая больного на нагретую печную лежанку. Сухое тепло отгоняло многие хвори. Так что и в этом случае русская печь оказалась совсем не лишней в исцелении. Марьяна посмотрела на Влада и с удивлением сказала. «Ты знаешь, я так легко его туда засунула, как ребенка просто. Вообще, как будто из пуха он. Неужели так отощал?» «Марьяна», — хмыкнул Владимир, сосредоточенно оглядывая косточку, который перед этим глодал. «Понимаешь, как бы тебе это сказать? Ну только не ругайся, а?» «Чего не ругайся?» — не поняла лекарка и насторожно поглядела на компаньона. «Чего ты опять сотворил-то, аспид?» «Ну это, поправил я тебя немножко. Это не пацан такой легкий, это ты стала сильная». И он стал сосредоточен хлебать щи, ускоряя работу ложкой. «Еще вывалит на голову баба злостная, надо успеть доесть». «Хе-хе-хе», — он поднял недумя на голову, но рассмешил. «А я-то думаю, чего он такой пуховый-то? Ты хоть предупредил бы?» «Ну вот, предупреждаю. Если ты кому по-простому врежешь по носу, как мне тогда, писец его в башке, отлетит, как не бывало, теперь рассчитывай силу. Сейчас ты сама бы тех уродов раскидала, как детей. И еще, я слегка кости тебе подправил, теперь их сломать довольно сложно». «Тэкс, ты там никакие мне дырки еще не зарастил, чтобы не совсем уж хорошо было?» «А надо было?» — с глупым выражением лица спросил Влад. «Ты ничего не говорил об этом, ну давай зарастим». Он не выдержал и прыснул в щи. «Э-эх, вот здоровый, а глупой, как дитя. Все веселишься, как пацан. Чего ржешь-то? Вот сейчас твои бабы приедут, тогда и посмеемся». Она сделала зверское лицо и тоже начала хохотать, увидев, как перекосила Влада. «Да не переживай, найдем мы тебе бабу». Его опять разбил смех. «И где же-то он слышал такое выражение? Да найдем мы тебе бабу». «Не знаю, как насчет жарить парит, но насчет золотые руки?» Многозначительно подмигнула Марьяна. Он задумался. «Может, правда, миры где-то пересекаются, но уж больно много похожих выражений и пословиц. И язык очень уж похож. Вот только письменность». Тут он решил, не теряя времени, потребовать, чтобы Марьяна занялась с ним азбукой и письмом. Он ни читать, ни писать на этом языке не мог, только разговаривать. При его способности запоминать он был уверен, что через неделю будет писать и читать не хуже, чем любой из жителей этой страны. Как будто отвечая на угрозы Марьяны, вдали послышались бубенцы саней староста Селефана. Он где-то отхватил знатные бубенцы, которые было слышно за версту. Двое саней подкатили к политню у клиники и остановились, выпуская из своего нутра стайку женщин, ведомых Селефаном. Такое впечатление было, будто старый гусак ведет за собой стайку гусынь. Девки были в добротных полушубках, замотаны поверх шалями, скрепленными на спине. Видимо, это был последний шик карауловской моды. Они, важно, прошествовали через двор к избе лекаря, и староста, взойдя на крылечко, громко постучал к нутовищем в дверь. «Эй, хозяева, принимайте гостей. Можно к вам, что ли, зайти?» «Давай, Селефан, вваливайся и нехрен язык коробить. Говори нормально, а то все под дурачка темного рядишься». «Обижаешь, хозяйка!» Бурклун, входя Селефан, и перекрестил снообраза, висевший в углу. «Мы люди темные, грамотом необученные». «Ты-то грамотом необученный, болтун, а? Ты погляди на него, Влад. Это не он ли церковно-приходскую школу закончил в лазутине? Ты не смотри на него, что он такой валенок. Он еще тот фрукт. Из дыры три дыры». Марьяна уничижительно фыркнула и замолчала. «Ну, садись к столу, коль пришел. С чем пожаловал?» Она налила ему чашку чая, пододвинул блюдце с наколотым сахаром, и тот начал важно истепенно прихлебывать горячий напиток. «Вот ведь, гадина, какая важность. Набивай цену себе. Ты поглянь на него». Влад с интересом наблюдал за пикировкой Марьяны Селефана. Видно было, что они давным-давно знают друг друга как облупленные, и такие разборки им не впервые, и стали уже как бы необходимым ритуалом их встреч. Староста был умным мужиком, как давно еще отрекомендовала Марьяна, и он уверенно вел деревню Карауловку через годы, успешно справляясь с недородами и гневом власть имущих. Староста допил чашку, внимательно осмотрел Марьяну. «Да ты никак помолодела, мать ты наша, и не признать-то». Он внимательно посмотрел на Влада. «Вы посодействовали, что ли, господин лекарь?» «Ну, молчу, молчу, не мое дело. В общем, привез я вам семь девок на выбор. Не обессудьте, какие были, таких и привез. Сколько надо, столько и отберите. Остальных назад увезу. Я примерно понял, что они будут делать». Староста хитро покосился на уткнувшуюся в чашку Влада. «А что, дело молодое, я сам бы». «Ты сам бы», — перебила Марьяна. «Небось, половину девок перепортил в деревне старый кобель». «Хе-хе, ну не такой уж и старый», — разгладил усы старосты, довольно ухмыльнулся. «Да что мы все обо мне, да обо мне. Одели давай. Я сейчас пойду к стражникам, еще чайку хлебну, а они тогда будут по одной заходить. А вы с ним тут беседуйте, сколько душеньки угодно. Как закончите, кликните меня». Он нахлобучил на голову треух, вышел из избы, язычно выкрикнул. «Девки, по одной заходь». Девки толпились у крылечка, топая ногами наморозся, отчего-то хихикая. Потом одна решилась, и робко постучала в дверь, дождалась ответа и не смело зашла. «Ну проходи, чего у порога топчешься? Как звать?» «Маша». «Сколько лет?» «Семнадцать». «Так, Марьян, я что, педофил, что ли? Вы чего мне тут несовершеннолетних подсовываете? Она же дитё, дитём». «А что такое медофил? Тот, кто мёдом много лопает, что ли? У нас в совершеннолетии девушек наступает в пятнадцать лет, тогда их и замши выдают. Я тебе заверяю, что в пятнадцать лет наши девушки давно готовы рожать, что и делают многое с большим удовольствием. Если в твоём мире у девок задержка в развитии, так это не означает, что у нас такие же. Только вот что-то подозрительное. Девка, вроде, симпатична, немного худовато на деревенский вкус, а не замужем, хотя уже должна быть. Точно что-то нечисто. Этот хитрый Боров какой-то залежалый товар спихивает. «Так, девка, ну-ка раздевайся». «Как раздеваться?» Девушка покраснела до ушей, замерла, теребя конец шали в руках. «Как, как, ты чё придуриваешься? Совсем раздевайся, снимай с себя всё. Да не стесняйся, мы всяких видали, мы ж всё-таки лекари. Влад, прикрой, пожалуйста, дверь на засов, чтобы не рвался никто». Влад прикрыл дверь на засов, сел опять на место у окошка и налил себе чашку чая. Ему было ужасно неловко, но Марьяна явно наслаждалась сматринами, и смущение Влада её ещё больше радовало и веселило. Она разглядывала девушку, как какой-то товар, предложенный хитрым купцом, и комментировала всё, что видела с особым смаком и цинизмом. «Текс, как ты говоришь? Ага, сиськи дохленькие, как у козы торчат. Голова вроде правильная, не плоская, как блин. Снимай, снимай всё, чего зажался-то, не сглазимый. Стой спокойно». «А-а, вот, сучонок старый, глянь на ногу. Машка, что с ногой-то?» «Я ещё маленько по телегу попал, вот срослось плохо, усохла нога». «А какого хрена эти ублюдки ко мне тебя не отнесли?» «Не знаю, госпожа лекарша, вот так и живу». «С мужиком была уже?» «Нет, какой там мужик с моей ногой-то?» Девчонка издала всхлипывающий звук, из её глаз посыпались частые слёзы. «Не берут!» Она зарыдала, закрыв лицо ладонями. «Так, хватит нюниться. Опусти руки, повернись вокруг себя, покрутись, походи туда-сюда. Но вроде кроме ноги у неё нет ничего больше. Похоже, остальные такие же ущербные. Будем смотреть, или сразу старосту пошлём?» «Одевайся, девка. Давай по-быстрому следующую». «Марьян, по большому счёту, нам ведь всё равно, как они сейчас выглядят. Мы что, не лекари? Главное, чтобы не дура была, а и преданная работать тоже умела по дому, а там придумаю что-нибудь. Согласна?» «Хм, да, согласна. Ну давай ещё посмотрим, всех просмотрим. Должна же я отыграться за чертёнка. Цирюльник хренов». Девушка быстро оделась и вышла, схлипывая на ходу. Марьяна вслед ей сказала, что о решении сообщит. Следующее собеседование было практически аналогом предыдущего, за тем исключением, что теперь была не сломанная нога, кривая шея, да ещё и горб в придачу. Марьяна долго клялась Элифана. Эта девушка тоже понравилась Владу. Предыдущая девушка была хороша своей невинностью, свежестью, а это спокойствием, решимостью выжить, несмотря ни на что. Как и предыдущая девушка, эта, с её слов, была девственницей, не востребованной никем из парней. На каждую девушку ушло минут по пятнадцать, в зависимости от их способности одеваться и раздеваться. У Влада уже стало рябить в глазах от мелькания многочисленных платков, нижних ёбок и телес. Он был готов на что угодно, лишь бы только эти смотрины закончились, и он смог бы нормально вздохнуть. Ему хотелось поскорее поэкспериментировать с захваченными у бандитов мечами, и если хватит светлого времени, потренироваться с Семёном. Впрочем, а почему только в светлое время? Он что, светляк создать над площадкой не может? А это выход? Вообще, по-хорошему, надо развешать светляки по всему периметру территории клиники, как прожектора. Классно придумал. Он размечтался, пропустил мимо ушей последний возглас Марьяны. «Влад, ты что, там уснул, что ли? Я тебя спрашиваю. Ты видишь, кого прислал староста?» Влад присмотрелся и увидел, что последняя крупная крепкая девушка покрыта сыпью какими-то красными блестящими прыщами. «Мать моей женщины, да у неё классический сифилис!» «Марьян?» Глух спросил он. «Как у вас называется эта гадость? У нас сифилис, и шибко заразно, и мы ещё эту пакость в дом притащили. Впору выжигать тут всё огнём. У нас это называется островная болезнь. Говорят, с островов её занесли. Она лечится, но только очень сильными лекарями-магиками. Пока болезнь обнаружат, бывает уже столько органов поражено, что обычный лекарь не справляется. Я этого староста придушу. Девка, ты где заразу подцепила? Давай как на духу!» «Здоровая, угрюмая девка — мечта каждого крестьянина», как подумал Влад, потупилась и нехотя ответила. «От торговца одного, он весной приезжал в деревню, ну и соблазнил меня. Я только летом поняла, что болею». «А ты спала после этого ещё с кем-нибудь?» «Спала, с торговцами спала». «А из деревни спала с кем-то?» «Нет, из деревни ни с кем не спала. Они бедные, зачем они нужны? А торговцы всегда чего-то дарили». «Марьян, нам только сифилисной шлюхи не хватало. Её лечить надо, а то она завтра решит, что деревенские тоже могут ей что-нибудь подарить, а мы потом будем отдуваться, лечить прогнившие носы и нарывы». «С души воротит». «Согласна. Сейчас я к старости схожу, предупрежу его». «Да не надо, погодь ты. Слушай, как там тебя? Карта, что ли? У вас в семье ещё кто-то больной есть? Ну, такой болезнью, как у тебя. Отец? Мать?» «Отец два года назад утоп. А мать не болеет, она ничего не знает». «И то хорошо, ладно. Сейчас сделаем так. Ложись на спину на пол и закрой глаза. Подстели своё барахло и ложись». Девушка разложила юбки, тулуп, шали и улеглась на спину, глядь в потолок. Влад подошёл к ней и вытянул руки, входя в транс. Всё тело девицы светилось багрово-чёрным пламенем. Очаги заражения по всему организму. Бледная спирохета совершала победное шествие по телу девушки. Влад вышел из транса и задумался. Его феноменальная память моментально подсказала ему всё, что он мог вспомнить о сифилисе. Особенно заинтересовал его один отрывок из статьи. Создаётся впечатление, что боги некоторых народов рассматривали распространение венерических заболеваний среди людей как весьма действенное педагогическое средство. Наказывали им порой своих. Так, чрезмерно увлекающийся прелестями земных женщин индуистский бог Шива был наказан за свою любвеобильность своими же коллегами по пантеону. Его половые органы были уничтожены небесным огнём, который затем стал передаваться от женщин к мужчинам. Возможно, и в этом случае речь идёт о сифилисе. Любопытно, что лечить это заболевание, описанное в священных ведах, предлагалось всё теми же растворами сулимыки на аварии каламели, то есть ртутными препаратами. Так что эта девица находилась в лесной компании вместе с богом Шивой, а также по непроверенной информации с Христофором Колумбом, который тоже помер от этой болезни. Правда, географических открытий или создания религии от девушки, раздвигающей ляжки перед каждым заезжим коробейником, ожидать не стоило. Влад ещё подумал и решил, что радикальнее всего будет на полную катушку запустить процесс, при котором организм начнёт максимально сопротивляться болезни. Если поднять температуру тела, это ничего не даст при кратковременном её поднятии. А чтобы Трипанема погибла, надо минимум 6 часов держать температуру порядка 41 градуса. Все мозги свернутся, и заражение уже зашло слишком далеко. Влад растерялся. Такой сложный случай ему не попадался, и как лечить подобную болезнь без мощных антибиотиков, без уколов он не знал. В пору сжечь эту тупую девку и забыть о ней, как о дурном сне. Может, и правда сжечь? Стукла ему в голову предательская мысль. А что делать-то? Он подошёл к столу и уселся на стул, уперев руки в колени. Марьян, что делать-то будем? Как у вас лечит эта болезнь? Никак. Что значит «никак»? Ну что у вас в школе лекарей рекомендовали делать, когда появлялась такая болезнь? Изолировать больного в отдельном помещении, то помещение, в котором он жил, сжечь. Сжечь его одёжу, обувь. Тех, кто с ним жил вместе, поселить в отдельной хижине и не давать общаться с остальными людьми десять седмиц. Больного умертвить, а тело его сжечь. Или предложить ему покончить с собой самому тем или иным способом. Я удовлетворила твою жажду познания? Ещё как удовлетворила. Ни хрена себе. Влад задумался. Смотренные с фарса превратились в трагедию. Что делать? Человек всё-таки, хоть тупая и блудливая, но всё же. Кто без греха? Что же делать? Что же делать-то? Тем временем Марьяна приоткрыла дверь и крикнула стоящему крыльца девушкам, чтобы позвали старство. Одна из них побежала, и через пять минут, прогибая половицы, старство ввалился в комнату. Марьяна молча подошла и врезала ему по широкой морде ладонью, так, что он чуть не улетел в угол. Знал? Ну, знал. И что? Мне куда её было девать? У меня деревня на плечах сидит. Сейчас такой шум начнётся. Мне зачем эти волнения? А вы всё-таки лекари, может, что-то придумаете. Вы вон какие умелые и безнадёжных вылечиваете. Может, и тут справитесь. А нет, так у меня к вам претензий нет. Спалить её колдовским огнём и всё. Она даже не почувствует. Думаешь, мне сладко сейчас? Влад неожиданно для себя поддержал селефана. Марьяна, он прав. Чего ему оставалось делать-то? Я его понимаю. А я не понимаю, яростно закричала Марьяна, перекосившись от злости. Ну, пёр бы её в лазутин. Чего к нам-то притащил? А я знаю, чего. Сейчас узнают в городе. Карауловку половину выжгут, а половину в землянки на карантин посадят, пока они там сами не передохнут. А мы, он надеется, молчать будем, потому что и нас зацепят, если кто узнает. На печи раздался шорох, с неё свесился сынишка купца и жадно уставился на голую девку. Ну-ка назад и сидеть там, как мышь. А то сейчас как врежут, это не вернёт ни за какие деньги. Ещё тебя не хватало. Вот тебе, Влад, и язык, который всё нахрен разнесёт по округе. Ой, мамочки, вот мы вляпались. Вот тебе и смотрины, вот тебе и веселье. Марьяна устала, уселась на табуретку, свесив на колени руки и теребя фартук. Да я никому не скажу, что тут услышал. Не беспокойтесь, костюми лягу не скажу. Мы, Панфиловы, благодарны, и добро помню, а мы мне жизнь спасли. Мальчишка уверенно выдал эту речь и почему-то Влад сразу ему поверил. Так, ша все. Верю обеденного стола и поднялся. Будем лечить. Не получится, спалю прям тут. Скажем, эксперименты проводили магически, вот и взорвалось всё. Успокойтесь и отойдите от неё. Дверь заприте. Всё, замолчали все. Влад медленно подошёл к неподвижной девушке, вошёл в состояние транса, протянув ладони над ней и стал сканировать тело. Органы были поражены, кости, лёгкие, сердце. Она прожила бы максимум год и умерла бы или от сердечного приступа, или от другого тяжёлого поражения органов. Он стал напряжённо думать. Так, лекарств нет, никаких антибиотиков. Чтобы погибли трепанемы, нужна или большая температура, или большая концентрация антибиотиков. Но их нет. Попробовать задрать температуру? А что остаётся? Влад сосредоточился и начал медленно повышать температуру крови девушки. Всё выше, выше, выше. Её тело покраснело, она тяжело дышала. Кровь стала циркулировать всё хуже и хуже. Такое впечатление, будто кровь практически остановилась. Влад довёл температуру до 43 градусов и остановился. Кровь бурлила, в ней происходили какие-то процессы. Три часа. Три часа надо держать температуру. Влад застыл над лежащей девушкой, как статуей, напряжённо контролировал процесс. У девушки началась аритмия сердца, он срочно подкачал силы в ауру. Сердце заработало ровнее, с трудом проталкивая загустевшую кровь через сосуды. Терпеть, терпеть, контролировать. Если бы не усиленное тело, Влад давно бы свалился. Девушка на глазах худела, щёки её ввалились. Ресурсы организма уходили на поддержание температуры тела и восстановление крови. Влейте в неё воды, кровь густеет. Марьяна схватила ковшик и стала вливать в горло больной струёю жидкость. Девушка глотала автоматически, не приходя в сознание. Красное свечение угасало, лишь местами в костях оставались ещё очаги болезни, туда кровь проходит в последнюю очередь. Шёл третий час лечения. Влад с трудом удерживал жизнь в теле больной. Сердце лихорадочно пыталось протолкнуть густую кровь, затрепыхалось и вдруг лопнуло. Аорт разорвалась, и кровь под давлением моментально выплеснулась в грудную полость. Сердце продолжило рваться под напором сокращений и наконец остановилось. Влад убрал руки. Всё, умерла. Сердце не выдержало. Чуть-чуть не дотерпело, ведь почти вылечил. Ну, я сделал всё, что смог. Если бы пораньше ко мне пришли с ней, жила бы сейчас. Сердце уже было сильно изношено. Староста размашисто перекрыстился. Бог дал, Бог взял. Что теперь поделаешь? Всё в руце о Господней. Теперь надо что-то с телом делать, господин лекарь. Вы уж извините, что я вам хлопот столько доставил. Да ладно, отмахнулся Влад. Не до того сейчас. Непонятно, что делать теперь. Он выглянул в окно. Уже темнело. На отскобленных белых-жёлтых досках пола на груди одежде лежала посиневшая девушка. Язвы на её теле уже закрылись, она выглядела вполне здоровой. Лицо было умиротворённым и спокойным, как будто перед смертью она поняла смысл жизни. Селефан, сейчас идёшь, берёшь девушку и едешь с ними в деревню. Увози их отсюда. Завтра привезёшь снова. Всех. Ни слова никому. Ты понял? Марьяна с интересом покосилась на Влада. Всех? Понял? Понял. Нечто я не понимаю. Ты, Влад перевёл тяжёлый взгляд на купеческую парнишку. Если когда-нибудь я узнаю, что ты кому-то сказала происшедшим, я лично убью тебя. Своей рукой. Это и тебя, Селефан, касается. Всем будет рассказано, что девушка ушла в лес зачем-то, говорила, что хочет сбежать с кем-то из торговцев на тракте, так как ей скучно тут. Все знают, что она погуливала, не удивятся. Её, мол, оставили прибирать в клинике, и она сбежала. Слухи, конечно, будут, но через полгода год все забудут. Всё, Селефан, поезжай. Мужик тяжело топая открыл дверь и вышел. Слышно было, как он кричал, собирая девушек, разбередшихся по территории клиники. Они окончательно замёрзли торчать на улице и разбежались кто куда. Кто сидел в санях, накрывшись пологом, кто кокетничал со стражниками. Караван саней зазвенел бубенцами, удаляясь, наконец всё стихло, оставив гулкую тишину. Что ж, займёмся уборкой. Так, отвернись там на печи к стенке и закрой глаза. Мариан, тебе бы тоже не смотреть. Зрелище не для слабонервных. А я что, слабонервный, что ли? Ты забываешь, что я целительница со столетним стажем. Ну, как хочешь, я предупредил. Влад сосредоточился, вошёл в транс, потянул силу. Вокруг трупа образовалось что-то вроде туманной сферы, накрывшей девушку и кучу одежды, касаясь пола. Потом тело слегка пошевелилось, как будто сфера проталкивалась под него. Лекарь замер. Вначале ничего не происходило, потом внутри сферы явно что-то изменилось. Одежда, как под воздействием температуры, стала скукоживаться и задымилась. Дым, поднимаясь вверх, касался стенок сферы и не мог выйти из неё. Загибался и сизыми языками двигался по куполу, наконец полностью закрыв от обзора происходящее. Неожиданно вспыхнули языки пламени, но скоро потухли. Огонь забивал дым и отсутствие кислорода тоже не располагало к интенсивному горению. Температура внутри кокона всё увеличивалась, увеличивалась. Магическим зрением Влад увидел, как труп дёргался внутри, гримасничал, как будто ожил. Лекарь даже чуть не было не потерял контроль над процессом. Это сокращались под воздействием температуры сухожилия. Наконец, температура достигла уровня плавления металла в доменной печи и продолжала повышаться. Всё, что было внутри кокона, раскалилось и превратилось в серый порошок. Влад, убедившись в этом, сдвинул границы кокона, сжимая содержимое и одновременно уплотняя, пока останки в виде порошка не уплотнились настолько, что на полу образовался шар размером с футбольный мяч. Вот и всё, что представляет собой человек. Теперь я могу работать передвижным крематорием. Мысленно усмехнулся он. Марьян, надо прибрать тут. Никого нельзя допускать к уборке, только сами. Место, где лежала девушка, нужно намылить хозяйственным мылом. Возбудитель болезни сразу гибнет в мыльной пене. Отмыть всё. У тебя, надеюсь, нет ранок на руках? Нет. Марьяна была бледна, но настроена решительно. Сейчас займусь. Давай, а я пока этот. Мяч выкину в лес. Владимир накрыл мяч мешком из-под овощей. Трогать его руками ему было ужасно неприятно, и вышел на крыльцо. На улице было темно, лёгкий ветерок леденил щёки и нос. Охранники где-то попрятались от холода. Влад обратил на это внимание, подумав с неудовольствием. А вдруг какое нападение? Хотя какое нападение? Не на войне же. Ну а вдруг? Надо будет поговорить с Семёном. Впрочем, отсутствие стражей сейчас было ему на руку. Он зашагал в лес, сначала по тропинке, затем сошёл с неё, утонув по колено в рыхлом снегу. Достал мешок и выкатил в сугроб то, что осталось от человеческого существа. Подумал, перекрестился неумело, бросил рядом мешок и решительно, не оглядываясь, пошёл к клинике. В избе уже всё было убрано. Тёмное пятно на месте гибели девушки вымыто, и только более тёмный цвет половицы указывало, что тут что-то произошло. Мальчишки на печи не было. Похоже, Марьян отправил её в стражницкую. Сама она сидела за столом, помешивая ложечкой в кружке чай. Чай пить будешь? Проголодался? Не хочу ничего. Тошно чего-то. Спать пойду. Иди отдыхай. Понимающе кивнула она. Влад прошёл в свою клетушку, сбросил верхнюю одежду. Подумал, скинул и нижнее бельё. Ему почему-то казалось, что вся его одежда пропиталась запахом горит, Лена. Хотя это было не так. Голышом лёг под толстое пуховое одеяло. Печка за стенкой ровно гудела и потрескала сгорающими дровами. В хате было тепло и уютно. Марьяна немного погремела посудой, потом прошагала в свою комнатку и зашуршала одеждой. Через некоторое время по полу зашлёпали её босые ноги. Дверь в комнатку Влада открылась, и она подошла к её постели, одетая в длинную полупрозрачную рубаху. Сев на край постели, она немного подумала и, откинув одеяло, легла к нему, прижавшись головой к плечу. Ты не виноват, Влад. Она погладила его по плечу, волосам, прижалась к нему тёплым, упругим телом. Все лекари через это проходят, нас даже учат отстраняться от больных, забывать, что они тоже люди. Иначе с ума сойдёшь. Всех спасти нельзя. Даже магией. Мы не всесильны. Это был тебе от Бога щелчок по носу, чтобы не забывал. Мы люди и не всесильны. Отдыхай. Я полежу с тобой тут. Мне тоже тошно. Вместе легче. Влад шевельнулся, обнял её рукой, прижался носом к пахнущей чередой волосам. Ни малейшего сексуального желания он не чувствовал. Марьяна, конечно, это понимала. Душа была опустошена и болела. Он потянулся к реке, зачерпнул силы, перекачал в магический узел. Сила была потрачена много. Три часа лечения девушки до крематорий, но осталось не менее половины. Он стал по-настоящему силён. Что, впрочем, ему не помогло. Радость от обладания силы его немного утешила, и он заснул в объятиях посапывающей напарницы. Утром у постели его ждал чистый комплект одежды, состоявший из нижнего белья, штанов и рубахи. Он вдруг вспомнил и забеспокоился. Надо проверить, куда делся комплект кевларового белья, не дай бог ещё куда выкинут. На него пришлось потратить уйму времени и сил, да и эффективность им была показана потрясающая. У печи толкалась Фёкла, гремя ухватами. Доброе утро, господин лекарь. Госпожа Марьяна сказала, чтобы вы обязательно покушали, а в клинику не ходили. Больных из-за метели немного, тяжёлых нет, она сама справится, чтобы вы занимались своими делами. Хорошо, Фёкла, спасибо. Влад потянулся, пододвинул ногой стул и сел. При первой же возможности надо построить нормальный дом, подумал он. Не хочу жить в этом крематории. События вчерашнего дня опять нахлынули на него с порежней силой. Он с трудом затолкал в себя пару яиц в смятку, запил чашкой чая и торопливо одевшись пошёл к выходу. Вспомнил, обернулся. Фёкла, как там мальчишка, что у стражников, кормили его? Да постоянно кормим, жрёт как прорва, не напасёшься. Уже бегает по двору, Семён его сабли чистить наладил, да дрова носить. Госпожа Марьяна говорит, ему двигаться больше надо. Влад согласно кивнул, открыл дверь и захлебнулся морозной чистотой воздуха. В который раз его порадовала красота заснеженного леса. В городе не увидишь такого великолепия, подумал он. Грязные улицы, засыпанные песком и солью, слякоть, да они всё равно не успеют. А тут и спешить-то никуда не хочется. Что человеческая жизнь перед лицом вечности? Он потёр рукой нос и щёки, раскрасневшись от мороза, и пошёл в Стражницкую. На небольшом плацу с криками и воинственными возгласами тренировались охранники. Их воинственные крики перекрывались рёвом начальника охраны, изощрённо и глумливо ругавшего подчинённых, с его точки зрения, недостаточно быстро и чётко передвигающихся по площадке. Он перебирал всех их родственников до седьмого колена, рассказывая об их сексуальных пристрастиях, скрытых извращениях и связях с различными причудливыми животными, в результате которых и получился такой вот чудом выживший недосмотр природы, как этот несчастный Страшник. Влад засмеялся, услышав особо прихотливые обороты речи. Семёну впору было издавать книгу типа «Мат как один из важнейших стимуляторов процессов, протекающих в коре головного мозга подчинённых». «Вы глистатые выкормыши больного проказа и енота! Вы чего двигаетесь, как лошади с перебитыми ногами? Васька, ты чего опустил железяку-то? Ты уже труп, несчастный выкидыш плоскостопый, выхухоли. Сколько раз я вам говорил, следите за противником не глазами, следите всем зрением. Точка, за которой вы следите, должна быть примерно на уровне груди. Вы должны следить не только за ним, но и за обстановкой вокруг». Семён подошёл к одной из сражающихся пар и быстрым движением врезал высокому парню по боку, то тохнул и зажался. Семён победно закричал. «А ты думал, осленная башка, к тебе морфутка подойдёт в бою и за хрен подёргает? Нет, тебе так подёргают, что мало не покажется, больше никогда дёргать никто не будет. А твою морфутку будет драть после Петька. Хотя тоже не будет, потому что он руку с мечом опускает, и ему вместе с хреном её отрежут». «Я вам сколько раз говорил, бой — это не дуэль. В бою не черта красиво прыгать, как благородные. Так можно быстрее заколбасить противника и уйти драть морфутку. Это пусть благородные скачут, как танцоры, пока с вами в бою не встретятся. И следите за сторонами, вы спиной видеть должны». «Командир, а как это спиной-то видеть?» «Повоюешь с моё, узнаешь. Научишься — выживешь. Не научишься — будешь червей кормить. Тут правило простое. Ладно, перерыв полчаса». Семён заметил, что возле площадки стоит Влад и за ним наблюдает. «Доброе утро, господин Влад. Что хотели?» «Семён, я вчера с тобой говорил насчёт учёбы. Сможешь сейчас меня поучить владению мечом?» «Ну что ж, если желаете, почему нет?» хмыкнул Семён. «Надо меч вначале подобрать вам по руке». Они зашагали к Стражницкой, где отдыхали, отпиваясь чаем после потогонки, что задал им Семён, бойцы отряда. В углу на печке кипел котёл с варевом. Оживлённые разговоры при их появлении стихли, бойцы нестройно поздоровались с лекарем и искосо следили за подошедшими. Похоже, все уже были в курсе, что Влад собирается учиться ремеслу мечника. Семён и Влад вошли в оружейную, сняв огромный амбарный замок с двери. Владимиру сразу вспомнилось, что его пришлось покупать у заезжего купца, и этот прохиндей содрал за него кучу денег. Всё-таки технологичные изделия в этом мире были довольно дороги. Вооружейный Влад сразу создал небольшой светлячок, чтобы хорошенько рассмотреть, что там находилось. На стеллажах, сколоченных из дерева без единого гвоздя, тоже применяли деревянные, шпильки из твёрдого дерева. Ровными рядами лежали кольчуги, наплечники. Большинство было захвачено у разбойников, у некоторых ещё виднелись прорехи, результат работы молекулярным ножом. Их ещё не успели отправить к кузнецу на ремонт. В другом углу стояли как винтовки вооруженные, как и у этой части мечи и сабли различного вида и конфигурации. Оружие было разношерстным, разбойники обычно старались выбирать то, которое соответствовало их пристрастиям и умениям, в отличие от какой-нибудь регулярной армейской части, вооружённой однотипными клинками. Тут же на низком столе были навальные кинжалы, засапожные ножи и кинжалы даги. Ну что же, господин лекарь, выбирайте себе клинок по вкусу. Семён с прищуром посмотрел на Влада. Он явно хотел посмотреть на то, как ученик будет выбирать меч. Сразу станет видна степень подготовки. Опытный человек сразу видит, как кто берёт в руки оружие, как с ним обращается, как стоит с ним и двигается. Влад обошёл, осматривая пирамиду с мечами, внимательно изучая клинки. Взял в руки кавалерийскую саблю. Нет, тяжеловато. Посмотрел на прямой меч тип корейского. Легковат. В углу заметил что-то вроде катаны, самурайского меча. Он взял в руки тяжёлый, слегка изогнутый клинок. Упёр его в пол и нажал. Клинок согнулся, как половинка бублика, но выдержал. А когда Влад ослабил нажим, он вернулся в прямое состояние с протестующим резким звуком. Словно был недоволен клинка была обмотана ребристым шнуром. Что-то вроде какой-то шершавой кожи. И ему вспомнилось, что на земле для этой цели применяли кожу акулы, не скользившую в ладони, даже если она была покрыта потом или кровью. Классный меч. Влад когда-то очень интересовался холодным оружием. Много читал о нём. Хорошие мечи стоили целое состояние. Катаны вообще передавались из поколения в поколение в роду самураев и даже являлись объектом поклонения. И понятно почему. Это было произведение искусства, бездешёвой мишуры, украшательства и позёрства. Видно было, что это достойный боевой меч, немало попивший крови своих соперников. Длина его была чуть больше обычной длины таких мечей. Люди Востока, как правило, были небольшого роста. Но тот, для кого делали этот меч, скорее всего, превышался племенников комплекции. Меч был длинный и тяжёлый. Владимир взвесил его на руке. Баланс был превосходным. Рядом стояли чёрные лакированные потёртые ножны, явно от него. Они тоже видали виды. Лак с местами слез, их покрывали царапины, видно, попутешествовали с ним немало. Влад ставил кончик меча в отверстие ножен и с лёгким стуком послал клинок на место. Вот этот меч. Ну что ж, хороший выбор, господин лекарь. Теперь надо будет проверить, как вы с ним сможете работать. Петька, сбегай в лес и вырежи палку. Длиной вот с этот меч и вот такой толщины из ольхи режь, а то притащишь сосну, все в смоле перемажемся. Вы пока идите к себе в избу, сейчас Петька придёт, я за вами пришлю. Переоденьтесь там во что-нибудь полегче, в тулупе несподручно будет заниматься, вспотеете. Влад вышел из Стражницкой, с улыбкой отметив, что за спиной зашумели бойцы, предвкушая глумление Семёна над страшным лекарем. Семён действительно был очень сильным профессионалом и простой человек не смог бы простоять против него и минуты. Но это закономерно. Любого человека, обладающего маломальскими способностями, можно было дотянуть до такого уровня, если ещё с колыбели начать учить бою. Подмышкой вошёл в избу, осмотрел свой немудрёный гардероб и остановился на тёплой меховой безрукавке, не стесняющей движения, под которую надел вязанный свитер, на голову натянул уже отстиранную свою неизменную вязаную шапочку. Но вроде готов. Сунул ноги в короткие валенки, вот теперь точно готов. Тут же в дверь постучали и мальчишка, тот самый купеческий сын, сунул голову в комнату и сообщил «Семён вас приглашает, всё готово». Влад кивнул, потом жестом остановил парня. «Ну, ты как себя чувствуешь? Рвоты, поноса нет? В глазах не двоится?» «Да не, господин лекарь, слабость только, да есть всё время хочется». «Ты не стесняйся, ешь сколько надо. Я Фёкли сказал, чтобы она тебя кормила, как захочется тебе. Надо массу тела восстанавливать, организм требует. А то ты сейчас скелетон какой-то». Пацан радостно улыбнулся, его голова исчезла из дверного проёма. На тренировочной площадке, утоптанной множеством ног выкидышей выхухоли, Влада уже ожидали, Семён и целая толпа зрителей, желающих посмотреть, как будут учить таинственного ужасного магика. Семён с непроницаемым лицом осматривал принесённую Петькой палку, длиной с выбранной Владом меч. Взвесил её на руке, провёл по слегка ошкуренной поверхности рукой и довольно кивнул. Пойдёт. В левой руке его была похожая палка, только уже отполированная множеством ладоней. Семён протянул вторую палку, бокен, как подсказала Владу его услужливая память. Лекарь сразу вспомнил всё, что он читал или слышал когда-то о тренировочных мечах, бокенах. Впервые деревянный меч, повторяющий очертания настоящего, бокен или бакуто, вёл легендарный мастер 17 века Миямото Мусаси. Правда, такой деревянный меч всё равно был грозным оружием, которым запросто можно было расколоть череп. Самураи часто хранили бокен дома, у изголовья. В случае внезапного нападения можно было с его помощью обезоружить и взять противника без пролития крови, просто, к примеру, перебив ему руки или сломав ключицу. Бокен, переданный ему Семёном, был весом около 2 килограммов, примерно такой же тяжёлый, как его новоприобретённый меч. А тот, в свою очередь, был тяжелее однотипных изделий, поскольку вес обычной катаны составлял около килограмма, килограмма 200 граммов. Вес меча, скорее всего, был связан с его нестандартной длиной. Вес же тренировочного меча всегда немного превышал вес боевого, для того, чтобы потом мышцы, привыкшие к большим нагрузкам, быстрее адаптировались к настоящему клинку. «Господин лекарь, сейчас я покажу вам основные стойки движения, которые вы должны будете усвоить в первую очередь. Это как азбука». Влад с досадой подумал. «Вот азбуку здешнюю я как раз и не знаю. Я буду медленно выполнять стойки, вы их запоминаете и пытаетесь повторить». Итак, начали. Семен плавным слитным движением встал в стойку. «Я не буду вам преподавать искусство работы со щитом, вам это не нужно. Скорее всего, вы не будете работать мечом в строю. Основное для вас овладеть тем двуручником, которого вы выбрали. Это годится для дуэли, защиты себя самого и применяется у легковооруженных пехотинцев, которые составляют основу всех воинских отрядов. Мы будем изучать работу мечом именно для таких ситуаций, когда вы бьетесь с легковооруженным противником, разбойниками, к примеру. У них не бывает тяжелых лат. Против тяжелых латников у вас нет практически ни одного шанса». «Ну да», — подумал Влад. «Хрен вам, а молекулярное оружие на что?» Итак, первая стойка — ястреб. Повторите. Влад повторял и повторял стойки, связки. Семен с удивлением смотрел, что ботан уже с третьего-четвертого раза повторяет все четко и уверенно, выполняя любые самые сложные движения при переходе из стойки в стойку. Они перемещались по площадке медленно, плавно. Главное было добиться, чтобы движения выполнялись правильно. Только тогда от них будет максимальный эффект. Примерно так пояснял лекарь и инструктор его задачу. Надо сказать, что его уважение к Владу, которого он ценил и как умелого лекаря, и как бойца, в чем он лично убедился во время боя в деревне, еще сильнее возрастало по мере того, как Влад в считанные часы овладевал искусством мечника. Обычному человеку для этого требовались бы годы, но Влад обладал абсолютной памятью, в том числе, как оказался мышечный. Ведь процессы в теле неотделимы от процессов в голове. Он схватывал просто на лету, уже уверенно передвигаясь в связках из стойки в стойку. Семен продолжал инструктировать новичка, говоря примерно то же, что и своим бойцам, только выбирая выражение. Ну, все-таки начальник. Вы должны максимально быстро убить противника или хотя бы вывести его из строя, нанеся непоправимый ущерб. Для этого не нужно позволять затягивать себя в продолжительную схватку. Исход поединка решается одним-двумя ударами. Этому меня учил мой учитель, он пришел с востока и преподавал в школе мечников. Стойка, уход, удар, другой, противник падает, переход в другую стойку. Встретил нового противника, уход, удар и так дальше. Клацание с сабельками оставьте для аристократов, дуэльки до первой крови. Семен презрительно скривил лицо. У нас принцип. Он обнажил оружие против меня, он должен умереть. Все, каюк. Владу вспомнилось, что он об этом уже читал. Кодекс этого наемника четко повторял основные принципы мечевого боя, распространенного в Японии и Корее. Еще запомните одну деталь, господин лекарь. Ваш меч очень хороший, сильная вещь. Но, во-первых, стиль работы им отличается от работы тяжелыми прямыми мечами. Кроме того, у него есть слабое место. Если ударить в его плоскую сторону булавой или тяжелым мечом, он переламывается, как стеклянный. Значит, с ним вам нужно применять такой стиль боя, который исключит тяжелые удары по нему. Я видел вашу скорость, она просто феноменальна. Вот и стройте свой бой на основе своей скорости. И всегда уходите с линии атаки. Если нет возможности, отбивайте удары косыми скользящими движениями, стараясь принять нагрузку на ось клинка, если, конечно, вы не хотите остаться с обломком в руках в две пяди длиной. «Опа-па», подумал Влад. «Да, это точно. Надо будет поработать над структурой меча. Мне такая засада не нужна». Через полтора часа занятий инструктор разрешил перейти к более быстрым движениям и, убедившись в том, что Влад уже не ошибается, работать на максимальной скорости. Зрители с удивлением смотрели, как их командир с трудом выдерживает темп работы лекаря. Партнеры меняли стойки, передвигались все быстрее и быстрее. Сзади послышался знакомый голос. «О, ты делаешь успехи, компаньон!» Влад отвлекся на голос и тут же получил презент на свою голову в виде увесистой шишки. «Вот не надо отвлекаться, господин лекарь», тяжело дыша отметил Семен, прячу улыбку в усы. «А если бы реальный бой?» «Полбашки бы уже не было. Вначале вывести из строя противника, а потом уже смотрите, кто там кричит и зачем. Запомните это навсегда, и голова будет целее. На сегодня хватит, я сам уже запалился, а мне еще этих выхухоли гонять надо», кивнул он на группу бойцов. Оттуда раздался тихий, но вполне отчетливый голос. «Смарико, мы выросли! Раньше мы были в выкидыши выхухоли, а теперь уже целые животины!» Все вокруг грохнули со смеху, Семен с Владом тоже не удержались. Отсмеявшись, Семен сказал, «Вам еще надо подобрать метательные ножи, хорошее дело, без них никак, и надо будет из лука потренироваться». «Вот тут я полный болван!» Глаз досады ковырнул носком валенка мерзлое конское дерьмо. Никогда из настоящего боевого лука не стрелял. Вот с ножами когда-то тренировался, хотя и не очень так, ну в юности баловался, а лука не знаю. «Да ничего, с ножами я за день вас натаскаю, ну а лук тут же как получится. Может вам арбалет лучше?» «Да, лучше, конечно, маленький бы такой. А может не связываться с ним? Я не собираюсь профессиональным военным становиться». «Я вам так скажу, господин лекарь. Мало ли что в жизни случится. Будем учить вас владеть любым оружием, что у нас имеется. А вдруг меч поперли ваш, а вы прямым испадроном не умеете пользоваться? А вдруг кроме лука ничего нет? Или только сабля есть и кинжал? Нет уж, учиться так учиться». «Семен, мне надо за две недели натаскаться так, чтобы никто не отличил меня от профессионального наемника. Возможно, мне через две недели придется уехать на время. Нужно сделать из меня солдата». «Хм, тогда знаете что? Вам надо будет в кольчуге тренироваться, чтобы вы привыкли. Она, конечно, скорость снижает, но ни один наемник не будет ходить без нее и без шлема. Ладно. Я к завтрашнему дню подготовлю программу занятий, как завтра время появится, подходите, будем тренироваться. Главное, чтобы засветло было. В темноте какие занятия? «Кстати, я тебе хотел сказать, я могу повесить на деревья вокруг светляки, и будет светло, как днем. И заниматься можно, и за территорией следить. И еще, я вчера выходил в лес погулять, а охраны вообще не увидел. Спят твои бойцы?» «Вы выходили с мешком, вернулись без него». Семен пристально и внимательно посмотрел в лицо Владу. «Если вы не видите охранников, это не означает, что их нет и что они вас не видят. Зачем им маячить на виду, возможно, у противника? Они что, идиоты?» «Все, все, идиот я», – засмеялся Влад. «Беру свои слова назад. Несут службу как надо, извини». «Так, ну я пошел, а то Марьяна там уже напритоптывалась. Давай вечером еще продолжим. Подбери там мне перевязь с метательными ножами и потренируемся. И лук. Вот что забыл. Вы как собираетесь носить меч? На боку? На спине? За поясом? Как будете носить, так надо перевязь делать. Не думали над этим? Ты знаешь, как-то не подумал». Влад растерянно развел руками, представил, где будет удобнее мечу. «Решил, за спиной. Ручка над правым плечом наискосок. Ага, так лучше». «Хорошо, я тогда скажу, чтобы переделали готовую перевязь под вас. Там есть две или три на спинные. А боеца один у нас хорошо кожевенным делом занимается, сын кожевенника. А там, как в городе будете, новую купите, какую захотите. Тогда он зайдет. Дадите ему ножны, пусть пристраивает». Мужчины разошлись. Семен зашагал к стражницкой, сопровождаемой группой возбужденных бойцов, обсасывающих каждый нюанс увиденной тренировки. А Влад подошел к Марьяне, встретившей его неожиданным поцелуем в щеку. «Это что за нежности телячья компаньонка? Хочешь большой, но чистой любви? — Дурак! — засмеялся Марьяна. — Только не такой уж большой и совсем нечистый. Небось, скакал-то, тупотел. Да и не стоит у тебя на меня. На кривоногих до кривошеях тебя тянет извращенец». Они посмеялись. Влад легко взбежал на крылечко, как будто и не было изнурительных часов тренировки. Все-таки в модифицированном теле есть много замечательных сторон. Распахнул дверь, и они пошли обедать. Встреченные ворчанием феклы, сетующие опять за напрожорливого мальчишку, который всех обожрал, да только не в коня корм. Мол, как был худая задница, так и есть шибко костлявый аспит. Пообедав, они уселись обсуждать за чаем, что же готовит им день грядущий. Злостный селефан и очередные клиенты клиники. Глава шестая «Что-то селефан задерживается, уж к обеду должен был бы приехать. Крепко я ему вчера заехала. Может, там с сотрясением лежит?» Марьяна хихикнула, задумчиво помешала в чашке чай. «Ты вообще думал, куда мы баб-то размещать будем? Ты зачем столько их набрал? Всех трахать, что ли, будешь?» «Марьян, спасибо тебе, конечно, за лестные оценки моей мужской силы, только вот не для того я их сюда хочу определить. Ты не думал, что нам понадобятся работники для выполнения мелких домашних дел и помощи в клинике. Ну, там проследить, чтобы больное лекарство вовремя принял, приготовить отвар, прибрать после приема. Может, хватит нам самим за больными дерьмо убирать? Одна фекла не справляется, да и стражников у нас прибавится. Кстати, я тебе тут такую вещь скажу. Нам тут бабы нужны и позговорчивее. Толпа здоровых, сильных мужиков без женской ласки, да они или друг друга ублажать начнут, или в деревню будут бегать. А значит, скандалы, разборки, проблемы. Или будут беспрерывно проситься на побывку куда-то там. Пусть лучше с санитарками этим занимаются. Все на виду, да и присутствие баб подстегивает мужиков и себя показать и в случае чего защищать, понимаешь? Марьяна серьезно посмотрела на него. Да, умно, молодец. Но я не хочу, чтобы тут был какой-то публичный дом, их приструнивать надо будет. Приструним, какие проблемы. Наложим на них заклятие от беременности, пусть кувыркаются в свободное от работы время. И все на местах и пределе. Держать бесполезных не будем. Пусть будут типа санитарки-знахарки, траволечение, уход за больными. Ну, то, что без магии. Кстати, надо еще проверить. Мы не смотрели. Может, у них какие-нибудь зачатки магии есть? Скорее всего, нет. Ты думаешь, магики на каждом углу рождаются? Это один человек на десятки тысяч. И слава богу, нам конкуренции меньше. Марьяна улыбнулась и прислушалась. Да вон и селефан катит. Мы куда этих телок размещать-то будем? Да, я все хотел спросить. А чего ты их на этих хромых косых запал-то? Марьяна, ну это ж просто. Я их поправлю, сделаю из них красоток. Видно, что они не дурые, вроде как не подлые. Хотя, кто их знает. Но будем считать, что они молодцы. Станут у нас работать, помогать. То, что я их приблизил, отстранит их от остальных девок. Будут у нас рулиться санитарками. Одна заведует хозяйством, другая кадрами. Молодую на хозяйство, пусть там травы учитывают, продукты. Да, вот еще что. Тебе не кажется, что нам надо завести бухгалтера? Кого? Кто это такой, бухгалтер? Ну, человек, который учитывает и принимает деньги за лечение, считает расходы, следит, чтобы всем вовремя была выплачена зарплата. Тебе не надоело все время считать и писать, оплачивать за всякие мелочи и заниматься ерундой? Казначей, значит. Да, надоело, конечно. А если воровать будет? Так проверить легко. Тем более, что мы маги. Неужели от нас скроют? Ты же можешь чувствовать, когда врут? И я могу. Аура меняется сразу. Как-то в желтизну начинает отдавать. Проверял. Если что, сразу башку снесем. Ну, говорил. Кстати, не нравится мне, что у нас такие суммы хранятся прямо в доме. Нам надо счет в банке завести. В Лазутине есть отделение имперского банка. Там хранить можно. А отделение его по всему миру. Они сообщаются по магической почте. Упс, а такая есть? И как происходит это все? Как передаются сообщения? Ладно, потом расскажешь. Сейчас надо главным заняться, девок устроить. Значит так. Тут в кухне размещаем двух, о которых я говорил. Остальных пока оставим в помещении клиники. Как из города привезешь плотников, сразу начнем строить нам новую избу. Не хочу я тут больше жить. Влад покосился на темное пятно посреди комнаты. Как построим, мы с тобой перейдем туда. Он осекся и посмотрел на Марьяну. А может тебе отдельный дом поставить? Чего ты будешь слушать, как я с девками развлекаюсь? Да и тебе надо. Жизнь личную налаживают. Как ты думаешь? Марьяна задумчиво посмотрела в окно. Давай строить на двоих, с запасом. Чтобы, если что, и людей принять можно было. Там видно будет. Здесь палати поставим для двух девушек. В клинике тоже надо будет поставить. Тьфу, скоро больных принимать негде станет. В клинике и так Фекла живет. Еще и четыре девки будут. В дверь постучали, и, дождавшись ответа, вошел Селефан. Ну что, я привез вчерашних. Где размещать будем? Ну, двух, Машку и эту, как ее, ну, с кривой шеей. Арину, подсказал Селефан. Да, Арину, давай их с вещами сюда. Остальных веди к Фекле в клинику и скажи, что я велела разместить. Еще сходи к Семену, пусть он помощь окажет девушкам в размещении. Бойцов выделишь, чтобы сколотили им топчаны. Потом, как следует, устроим. Через неделю строить начнем избу. А пока так, перетопчутся, не баре. Да, ну не баре, да им не привыкать. Думаешь, у нас хаты больно большие? В повалку спят с семьям, лишь бы тепло было. Да, ты знаешь... Селефан поднялся, надел треух и выглянул на улицу. Эй, Машка, Аришка, подь сюда. Вещи, вещи берите, телка безмозглая. Через минуту запыхавшиеся румяные девчонки были же в комнате. Марьяна тоже накинула полушубок и засобиралась. Пойду посмотрю, как размещают девчонок в клинике. Ты уж сам им тут объясни, что почем. И она хитро улыбнулась, незаметно подмигнув скорчившему зверскую рожу Владу. Он из подволь показал ей кулак, на что она ответила, показав за спиной выдвинутый средний палец. Влад как-то давно еще объяснил, что это означает, и теперь она с удовольствием продемонстрировала, как умеет пользоваться полученными знаниями. Дверь захлопнулась, и Владимир остался с двумя девушками, растерянно стоявшими посреди кухни. Свои нехитрые пожитки они бросили у порога. Это были два жалких узелка с парой нижних юбок, чулками да какими-то еще женскими мелочами. — Ну, чего вы как неродные стали? Влад постарался вложить в улыбку как можно больше радушия. Получилось у нее явно нарочито, и они насупили брови. — Так, девки, я сам смущаюсь. Вы меня прям в краску вогнали, видите? Он показал пальцем на свою щеку, надув ее как шар. Машка прыснула со смеху, Арина тоже улыбнулась. — Не такой уж я и страшный, и вроде не урод. Девчонки опять нахмурились. — Вот болван, — подумал Влад, — зачем я про уродов-то? Они же инвалидки, а я напоминаю. — Тьфу ты! Он рассердился на себя, и, как ни странно, ему стало легче, и он уже спокойно сказал. — Теперь вы будете жить у нас, как и все остальные девчонки. Ваше отличие от них заключается в том, что вы станете как бы нашими управляющими по хозяйству. Ты, Маша, будешь ввести в учет, принимать деньги от больных, считать расходы. В общем, чтоб ты в любой момент могла сказать, сколько когда денег потрачено, а сколько получено. — Ты, Арина, будешь заведовать остальными девушками, следить за порядком, распоряжаться, кому отдыхать и кому работать. А они, соответственно, будут ухаживать за больными, давать травы, лекарства. Если понадобится, надо, чтобы вы обе могли заменить друг друга. Мало ли что случится в жизни. — Вы писать, читать, считать умеете? — Умеем. Нас дядька Селефан научил. Он всех учил в деревне, кто хотел. Многие парни и девки не хотели. Ну а нам что делать? Нас, уродок, никто замуж все равно не берет. Так хоть, может, за ум кто пристроил бы. У Маши опять показались слезы на глазах, а лицо Арины покрылось красными пятнами, и глаза тоже подозрительно заблестели. — Ну и хорошо, что научил. Не научил бы, сложнее бы было. В общем, такие вот ваши обязанности. Мы в дальнейшем будем развивать хозяйство, так вы как раз к месту. Да, вот еще что. Маш, сбегай за Селефаном, я еще кое-что спросить у нее должен. Ну-ка, слетай, мушкой хлопотливой. Маша подхватилась и побежал к выходу. Дверь захлопнулась. Влад осмотрел потупившуюся Арину, спросил. — Откуда у тебя горб взялся? Я забыл. Папаша с пьяной уронил из люльки, я ударил из шеи, и все. Потом стал горб расти. А потом меня всю жизнь попрекал за это, пока не утоп по пьянке в реке. Там полынью промыло, а он из кабака по натракте шел. Вот и утоп. Туда ему и дорогу. Всю жизнь мне сломал. Дверь хлопнула, и вошли Селефан с выглядывающей за его спиной Машкой. Влад пригласил его сесть, кивнув на стул и приказал. — Ну-ка, девчонки, погуляйте, пока не позовем нам, поговорить надо. Девушки вышли. Влад помолчал и спросил. — Селефан, мы просили тебя связаться с управляющим графа и спросить о возможности покупки девок. Узнавал? — Узнавал. Вот купчие, заверенные по всем правилам. Их имена уже вписаны, осталось только имя нового их хозяина поставить, да деньги получить. — Сколько там денег? Сколько за них запросили? Селефан хитро блеснул глазками и сказал. — Шесть девок, за каждую по пятьдесят золотых. — Селефан, побойся бога, какие пятьдесят золотых за каждую? Они все какие-то увечные. Ну ты и выжига. — Ну, увечные, так не совсем уж догодяги. Не помрут в раз, работать могут, грамотные даже, я сам обучал. Раз увечные, значит, хоть с грамотой где-нибудь устроятся, так я рассуждал. А я чё? Это управляющий столько запросил, я вообще не при делах. Влад посмотрел на него магическим взглядом и увидел, как ауру того заливает желтый оттенок. — Ох и врёт собака, небось от управляющего премию за каждую вечную получит, и от уродок отделались и денег заработали. Ай да Селефан, ай да староста, может переманить его попозже к себе? Пригодится такой выжига. — Лан, хрен с тобой, иди с Марьяной уладь до конца, оформите документы при свидетелях и расписку дашь на всю сумму, понял? — Да уж чё не понять, понял. — Селефан был такой довольный, как кот нажравшийся сливок. — Зараза, золотых на пятьдесят минимум нас нагрел, а то и больше, — подумал Влад. — Да и чёрт с ним, пока всё идёт как надо. — Почти, — нахмурился он, глянув на пятно на полу. — Давай сюда девок и шагай доделывать дела. Как закончим, деньги отсчитаем. Погодь, я сам позову девок, иди. Селефан вышел за дверь. Влад подошёл к тайнику под образами, выдал половицу, нагнулся в подпол и достал мешок с золотыми, отсчитал оттуда триста монет, подумал, достал ещё пятьдесят на мелкие расходы и снова пустил мешок на место, замаскировав тайник половичком. — Стрёмный какой-то у нас тут сейф. Надо что-то придумать. Ещё не хватало, чтобы нас обнесли. С этими мыслями Влад всыпал триста монет в один мешочек, пятьдесят в другой и сложил оба у себя в комнатке на кровати. Потом пошёл к двери и, выглянув, позвал девчонок. — Ай да, красотки, толковать будем. Пробегавшие мимо бойцы заржали. — Красотки тоже мне, одна кривая и горбатая, другая хромая и мелкая. То ли вон морфутка была в трактире, хоть схватить есть за что. А это недоразумения какие-то. Много надо выпить, чтобы захотелось потискать. — Погодите ещё, усмехнулся Влад. Скоро они вам тут шороху наведут. Бегать за ними будете, как кобели, а только поздно будет. Девки тоже существа мстительные, не забывают обид. Девчонки вошли расстроенные. Видно было, что хоть им и привычно было слышать в свой адрес всякие гадости на посиделках. Ну там деревенские, свои, а тут молодые ребята, чужие. Одно расстройство. Они чуть не глотали слёзы. — Ну что же, с вашими хозяевами мы уладили, теперь вашими хозяевами будем мы с Марьяной. Обо всех ваших обязанностях я рассказал, кроме одной. Вы будете делать всё, что я скажу. Скажу, будете мне обед готовить, скажу, в бане меня мыть будете, скажу, спать со мной будете. Это чётко понятно. Сразу ещё поясню, чтобы потом не было слёз и криков. Обо всём, что вы узнаете тут, из наших разговоров, из наших дел, полное молчание. Даже если пытать будут. Если кто-то проболтается о наших делах, язык отрежу. И будете до конца жизни ходить кликотать, как орлицы. Он сделал это как можно более жёсткое лицо. Вам это понятно? — Понятно, господин лекарь, — решила Сарина. — Ну мы не против спать с вами, но вам не противно будет. Вы молодой, красивый, а мы уродки ведь. Зачем вам такие нужны? Или вы любите спать с уродками? — У вас же госпожа Марьяна есть, мы-то две вороны, зачем вам для этого нужны? — Нет, ну мы совсем не против, нам приятно с вами лечь с таким видным господином, а она-то не против будет? А то нашлёт на нас проклятие какое-нибудь и так жизнь не сладка. Из её глаза выкатилась одинокая слеза и упала на доски пола, а Маша вслед за подругой тихо заплакала, уткнувшись в кулачок. — Ша, девки, чего разнюнились? Влад хлопнул слегка ладонью по столу. — Я не извращенец, чтобы любить спать только с уродками, а Марьяна мне друг, компаньон, я с ней не сплю, она и настояла, чтобы купить девушек для меня. Так что можете не опасаться ничего. И вот ещё что, я разве вам не сказал? Он хитро улыбнулся, осмотрел девчонок. — Вы будете красавицами, в ближайшее время займусь вашими болячками, через пару дней будете краше, чем любая из бары на тысячи верст вокруг. — И ногу вылечим, и шею с горбом выправим. Только молчите, не болтайте селефану, а то этот старый пердун цену за вас задерёт, с него станется. Ну как, рады? Девушки изумлённо посмотрели на него, потом повалились ему в ноги и стали их целовать, рыдая и заливая слезами. Влад от неожиданности вначале подпрыгнул, потом рассердился и крикнул. — Ну хватит, что ли? Вы как ненормальные, аж напугали меня. Он засмеялся, сел на место и посмотрел на счастливо улыбающихся сквозь слёзы девушек. — Всё, всё, кончились ваши беды. Теперь будет хорошая жизнь, все будут вам завидовать. Только смотрите, не скурвитесь, я предательству не прощу. Он погрозил им пальцем. — Давайте-ка, растарайтесь там чайку сделать. Налейте себе и мне, попьём, пока они там вошкаются. Минут через двадцать в избу с шумом вошла компания, состоявшая из селефана, Марьяны, Семёна и нескольких бойцов. Селефан подозрительно посмотрел на счастливые лица девушек, но ничего не спросил. Сел за стол, они с Марьяной начали спорить о цене за девушек. Влад досадливо поморщился и махнул рукой. Через полчаса расписка и купчие были готовы. Свидетели, Семёна и ещё один боец, расписались, как могли в ней, и Марьяна забрала бумаги. К тому времени и топчан для девушек был готов. Не такой уж модерновый, но спать вдвоём на нём было можно. Девушки с селефаном сбегали за Периной к Фёкле, и под её заунывные причитания об обормотках, обобравших несчастную старушку, Перина была водружена на место будущего лежбища заместительниц Влада и Марьяны. Это дело было предложено обмыть. За стол уселись селефан, Марьяна, Влад и Семён. Бойцов отправили в Стражницкую, подальше от начальства. Это вредит авторитету. Маша и Арина уже по-хозяйски вместе с Фёклой прислуживали за столом, подавали закуски и выставили на стол бутыль с отвратительно пахнущим мутным самогоном, который держать для таких случаев да для дезинфекции. Фёкла торжественно достала стеклянный стакан граммов по двести, почти как в нашем мире, и в них разлила мутную сивуху. Влад аж перекосил от запаха, он с юности не пил водку. Работая в геологической экспедиции, так раз набухался по молодости, что у него выработался стойкий абстинентный синдром, то есть если к нему в рот попадала жидкость крепче 30 градусов, типа водки, его могло вывернуть наизнанку. Он очень тяготился этим недостатком. В жизни мешало. Все бухают, а он сидит как сыч, подозрительно. Зато Влад любил сухое и полусладкое, а больше всего пиво. Он, как хозяин стола, встал и произнес тост. В общем, такую дребедень, которую принято нести за столом, чтобы с чувством выполненного долга нажраться до поросячьего визга и уснуть в тарелке с салатом. Все выпили. Влада перекосило, но он сдержался, все-таки за 30 лет, минувший с той памятной экспедиции на Тяньшань, его организм пообтесался о пиво и сухач. Налили еще. Теперь силифан произносил что-то типа от нашего стола вашему столу и снова выпили. Бутыль прилично опустела, а Влад все это время наблюдал за Марьяной, которая выпивала вместе со всеми. После третьего стакана, когда языки мужиков уже начали заплетаться, она все поняла, посмотрела гневно на Влада, того разобрал смех, и он, чтобы скрыть его, наклонился под стол, сделав вид, что якобы что-то ищет. Там он обнаружил, что Марьяна под столом усиленно показывает ему кулак, а еще пытается безуспешно дотягиваться до нее ногой, чтобы пнуть, сохраняя при этом прямую осанку и невозмутимое выражение лица. Она прекрасно все поняла, когда выпил третий стакан и не обнаружил ни малейшего признака опьянения, что он чего-то там сотворил в ее организме. Марьянины печени почки молниеносно очищали кровь от яда, коим был признан алкоголь, в ударных дозах поступавший в желудок. Он окислялся и перерабатывался практически прямо в желудке, не имея ни малейших шансов ударить ей по мозгам. Влад незаметно развел руками, мол, издержки производства, зато теперь не отравишься. Марьяна еще раз показала ему кулак, уже ухмыляясь. В общем, пьянка закончилась ничем для хозяев, кроме почетной обязанности идти грузить пьяного селефана в сани. Пьяный или нет, но мешочек с монетами он держал крепко, соображал трезво и посему приказал привязать его сани к другим саням, где дожидался возщик из деревни, и пьяный обоз двинулся домой. Семен тоже отправился к себе в Стражницкую, по нему практически не было видно, что он пил, только глаза блестели. Лекари зашли в избу, теперь ставшую немного тесноватой от топчанов, кроватей, перегородок и бегающих за полошенных баб. Влад распорядился, чтобы натопили баню, и там пусть вымуются все прибывшие девки. Еще не дай бог, какую заразу занесут, санобработка нужна, сказал он, велев, чтобы девушкам выдали мыло, мочалки, кадушки для постерушек. Воду сами пусть таскают из колодца, и пока не помоются, никого в дом не пускать. Также он объяснил Фекле, чем будет заниматься каждая из девушек, приказал ей ввести в курс дела Машу, которая теперь будет заведовать хозяйством. Обязанности Феклы сократились, теперь ей предстояло только заниматься стряпнёй для хозяев и стражников с санитарками. Фекла это обрадовала, она, честно говоря, зашивалась со всеми делами и давно поговаривала, что ей не хватает помощниц. Все разбежались кто куда, и лекари остались одни. Они минут сорок сидели, молча отдыхая от разговоров, суеты и беготни, наконец Влад спросил. Ну что, Марьян, как там сегодня приём был? Да ничего особенного, опять переломы, дети всё катаются с горок, денежных клиентов не было. Прошлая метель всё испортила, дороги замело, самая глухая пора. Пока это проточат ещё. Тракт тоже, говорят, стоит. Трактирщик стоит, вон клиентов нет. Ну нам на руку, с этой суетой не до больных было. Ну теперь ты с бабами хоть будешь. Усмехнулась она хитро и посмотрела на Влада. Он поднял на неё глаза. Ты знаешь, мне дико это всё. Людей продают, как животных. Как это можно? Ведь фактически я могу убить любую из этих баб, и мне ничего за это не будет. У меня в голове не укладывается. Ну не ты, я могу их убить, и мне ничего за это не будет. Марьяна засмеялась. А ты за убийство моего имущества виру платить будешь по двойной цене, уплаченной мной. Ну, в общем, так и есть. Она посерьёзнела. Но не мы же установили такой закон. И сменить его тоже не можем. Я понимаю тебя. Только что тут поделать? И зачем? Меня лично всё устраивает. Я родилась свободной, папаша кожевенником был, вот лекаркой стала. Тем более, что меня сейчас всё больше и больше устраивает то, что мы делаем. Мне стало интересно жить, а то я похоронила себя в этой чёртовой глуши. А из-за тебя это и не глушь уже. Сюда люди едут, жизнь идёт. Мне уже хочется посмотреть, а что там получится дальше. Вот ты говоришь личную жизнь устраивать. А ты спросил, а мне это надо? Магия — это не только благо, но и проклятие. Видеть, как уходят твои близкие, а ты живёшь, живёшь, живёшь. За мои 126 лет Влад поднял удивлённо брови. Да-да, юноша, 126 лет. Я, как окаменевший кость дракон уже, я похоронила трёх мужей. Детей не нажила. Как представлю, что я живу, а они умирают. И не хочется детей. Магия по наследству не передаётся. Никто не знает, почему вдруг у кого-то появляются способности обращаться с силой. Я не хочу больше замуж. Если мне захочется переспать с мужиком, я всегда могу себе найти, с кем переспать. Вот ты. Я приду к тебе и попрошу, переспи со мной. Ты что, откажешь мне? Ведь не откажешь. Влад мотнул головой. Нет, не откажу. Ну вот. А зачем мне от добра добра искать? Мне с тобой хорошо. Ты хорош как мужик, хорош как партнёр, хорош как надёжный спутник жизни. Много ли женщин могут похвастаться таким другом? Я сейчас счастлива и боюсь всё потерять. Пожалуйста, не устраивай никаких переворотов. Не лезь, очертя голову туда, куда не надо. Посоветуйся со мной вначале. Всё-таки я подольше живу, в два с половиной раза дольше, хоть ты и сильнее меня, как маг. Ты ещё многого не знаешь об этом мире. Вот тебе и не понравился крепостной строй. И что? Ты сейчас поднимаешь восстание селефанов и полеешь воевать, собрав толпу крестьян, как регулярные войска на кучу магиков? Можешь и полезть, я тебя знаю уже. Башка ещё та дурная. Только подумай, я тоже за тобой полезу и точно сгину. И девки вот эти полезут, и Семён с его пацанами, и все будут прахом. Ты этого хочешь? Не думаю. Так что пользуйся тем, что имеешь, и потихоньку всё наладится. Вон и девки уже идут, довольные, напарились. Да, всё забываю. Тебе надо ещё сделать документ. Ты пока никто. Нет тебя на свете. У всех есть записи о рождении в церквях, есть бумага из магистрата. Всё чин по чину. А у тебя нет. Надо будет заняться. А ты когда собираешься поехать в город? Вроде завтра собирались. Нет, послезавтра поеду. Завтра сил нет ехать после этих событий. Она кивнула на пол. Ну всё, давай девок встречать. Дверь распахнулась, и в комнату вошли красные распаренные девушки, неся перед собой узелки с постирными вещами. Девчонки, на печку вон развешивайте, пусть сохнет. За ночь там высохнет. Общежитие теперь какое-то, засмеялся Влад. Тут бельё, тут топчаны, тут народу толпа. Да, на старости лет опять в общагу попал. Он засмеялся, прихлебнул из чашки травяного отвара и задумчиво посмотрел на девушек. Девчонки, садитесь чай пить. Он отодвинулся к стене и откинулся назад, внимательно разглядывая девицу. Они сидели в одних лёгких сарафанах и, смущаясь под его взглядом, жадно прихлёбывали чай. Ну что, Влад, с кого начнёшь? Девчонки поперхнулись, и Маша надсадно закашлялась в кулак, покраснев и наклонившись к полу. Марьяна засмеялась. Лечи, дуры, а вы о чём подумали? Сейчас передохну, подумаю и приступим. Девушки, ну кто первая хочет стать красавицей? Девушки пошептались, и Маша, потупившись, негромко сказала. Я вроде. Марьяна рассердилась и передразнил её тоненьким глазком. Я! Что вы как овцы блеете? Говорите громко, свободно, чётко. Всё уже, ваша деревня Запердяевка осталась в прошлом, теперь вы служащие клиники, хватит уже этого рабского блеяния. Влад с удовольствием засмеялся и с тёплым чувством посмотрел на Марьяну. Хорошая она всё-таки баба, как ему повезло, что выбросил его рядом с ней. Что было бы, если бы не она? Кем бы он сейчас был? Скорее всего, разбойником. Во всех онлайновых играх он всегда был или вором, или разбойником, или убийцей. Видимо, брала верх бунтарская натура. Но в истории нет сослагательного наклонения, что было бы, если бы. А посему, ну всё как есть. Девчонки, тут ещё кое-что, о чём я забыл предупредить. Детей у вас не будет. Ну, пока что лет 10 точно, а там видно будет. И ещё, если будете с кем-то путаться, я узнаю, а я обязательно узнаю, то верну вам прежний облик, только ещё хуже сделаю, чем были, и выкину на тракт. Мне-то не надо тут шашни за спиной без моего разрешения. И я не хочу в один момент от жениха получить нож в спину. Это должно быть чётко понято. Вы усвоили? Он тяжёлым взглядом посмотрел на девушек. Он заметил, как их лица на миг помрачнели, словно слегка померкли их радужные надежды, но потом они снова оживились в предвкушении радости. Да, господин лекарь, усвоили. Зовите меня просто Влад. А то больно это долго, господин лекарь. А Марьяну просто Марьяной. Теперь вы входите в наш коллектив, считай в семью. Поэтому мы будем на равных. Почти. Ладно, всё, слова, слова. Маша, снимай с себя всё и ложись на топчан лицом вверх. Арина, закрой дверь на засов, чтобы не беспокоили. Меня нельзя отвлекать, а то вдруг напутаюсь и отращу Маши писюн на лбу. Маша испуганно охнула, а Марьяна тихонько захихикала. Да шучу я, шучу, дурёха. Ложись давай. Маша скованно сняла из себя сарафан. Под ним ничего не было. Прошла к топчану и улеглась на спину, крепко зажмурив глаза. Марьяна подозвала Арины и прошептала ей на ухо, чтобы та собрала на стол. Когда Влад закончит, Маша надбудет восстанавливать силы. Владимир подошёл к лежащей девушке, осмотрел её. Довольно неплохо сложена, хорошая фигура, груди, правда, торчат в стороны, как у козы. Ещё Марьяна это заметила в прошлый раз, но это поправимо. А об эпиляции ног кто-то не слыхивали. Ну что говорить, деревня. Живот довольно плоский, жировых отложений немного, кожа гладкая, чистая. Больная нога производила ужасные впечатления, будто бы её перемололи в мясорубке, потом порубили ещё кухонным ножом. Ну, начали. Влад вошёл в транс и стал рассматривать тело лежащей девушке магическим зрением. Провёл над её головой рукой, та сразу оцепенела. Он вошёл в её структуру, аура была довольно яркая, только над больной ногой проходили красноватые сполохи. «А нога-то побаливает», подумал Влад. «Ладно, начнём с главного». Он накачал силы в ауру, она ярче засветилась. «Команда». Кровь начала, как кислотой, растворять в себе ткани, кость растаяла. «Команда». Растаяли перекрученные, сросшиеся кое-как мышцы. «Команда». Кость заново стала формироваться из кальция, растворённого в крови. Организм, как программа компьютера, запустил самовосстановление. Ему требовалось только давать толчки и указывать, что и где надо поправить. Влад уже стал привыкать работать с нарушенной структурой человеческих организмов. Опыт делал наживной, он в который раз в этом убеждался. Чем больше работал с организмами людей, тем легче ему давались изменения. И так, кость уже выросла, вокруг неё стали формироваться витки мышц. Аура тревожно замигала, организм испытывал перегрузки. Мышцы пришлось формировать из крови и ткани тела, надо было пожертвовать частью жировых клеток на животе, боках и бёдрах. Ну ничего, будет всегда стройное. Осмотрел тело, органы функционировали прекрасно. Ну а что может быть в 17 лет? Вспомнил вдруг. Годы-то тут длинные, на самом деле ей не 17, больше 20 лет. Ладно, педофилом он не стал и хрен с ним. К делу. Волосы пышные, русые и курчаются. А ну-ка, я ей прическу а-ля паш сделаю. Есть. Лишние пряди остались на подушке. А что, ей идёт? Нос, глаза, лицо милое, приятное, можно сказать, красавица. Упс, а зубы-то? Уже кариес начался. Сосредоточился. Зубы посыпались изо рта. Сзади ахнула Арина. Новые зубы полезли, полезли. Есть. Полон рот зубов. Уши не торчат. Такс, эпиляцию ей. Все волосы на ногах и руках исчезли. Так, подмышки. Красиво получилось. Ох, просмотрел, лодыжки толстоватые. Делаем потоньше, икры чуть увеличим. Кость бедренной по длине. Ага, модель. Ай да и я. Тьфу, болван, а сиськи? Пусть будет третий размер, раз они так любят. Вроде все. Нет, последний штрих. Дай-ка я ей загар сделаю, легкий такой. Они тут небось на пляжах не лежат, а мне приятно. Закрепим. Есть. Хорошо бы ей сделать самовосстановление. Но это только магам, возможно, простому человеку исключено. Вот теперь все. Просыпайся, красавица. Вот и все. Стоп. Ляг назад. Мысль одна пришла в голову. Провел рукой над головой и сосредоточился. Давай-ка мы тебе дефлорацию сделаем, чтоб не мучилась. Есть. Вот теперь ты женщина по-настоящему. Хе-хе. А я и восстанавливать могу за отдельную плату. Подъем, спящая красавица, проснись. Девушка поднялась с постели, села, осмотрела себя, провела руками по высокой упругой груди с торчащими розово-коричневыми сосками, потрогала волосы до плеч, схватилась за ногу и внезапно зарыдала, раскачиваясь вперед-назад. Марьяна подскочила к ней, схватила руками за плечи. Что, что случилось-то? Болит что-то? Та плакала на взрыд и не могла ничего сказать, потом, заикаясь и захлепываясь слезами и соплями, с трудом проговорила. Я, я не верила. Всю жизнью, всю жизнью мучилась. Болит, болит каждый день, а я терплю, а они, они смеются, а мне больно, а они смеются. У Владимира сжалось сердце и запершило в горле. Он все понял, что она хотела сказать. Все это время, что девчонка жила, над ней издевались, деревенские, а больная нога доставляла ей страшные мучения при каждом движении. Вот тупорылые. Ему захотелось пойти разнести чертову деревню по бревнышку. Несчастная девчонка. Марьяна плакала вместе с ней, подключилась и Арина, и они все завыли хором так, что он заткнул уши и заревел, как гудок краза. Ну, хватит, что ли? Вы что взялись вопить, как на похорнах? Машка, глянь на себя в зеркало, ты же смерть мужикам, а если еще приодеть как следует, а вообще без одежды ты выглядишь гораздо лучше. Он усмехнулся и подумал, а ведь правда хорошо вышло. Длинные стройные ноги, как у танцовщицы, крепкие мускулистые бедра без целлюлита и жировых отложений, плоский живот, крепкие полушарии груди, задорно подрагивающие при каждом шаге. Девчонки что-то ворковали перед зеркалом, наконец с хлипом не прекратились, и сияющая Маша, ничуть не стесняясь своего ногого тела, прошла к сарафану и соблазнительно извиваясь, влезла в него. Они все вместе посидели за столом. Маша жадно набросилась на еду, как будто месяц не ела. Арина сидела рядом и украдкой поглядывала на Влада, ожидая, когда он ей прикажет ложиться для операции. Он все медлил, хотя и знал, что девушка с нетерпением ожидает ее приглашения. Ему надо было отдохнуть, с Ариной дело обстояло гораздо сложнее. У нее был поврежден позвоночный столб, а это серьезно. Через него проходит множество нервных нитей, соединяющих мозг с массой органов. Порви одно, и будет беда. И нервы гораздо сложнее проращивать. Через полчаса отдыха он уже был готов. Зачерпнул силы, Влад еще и восстановил у себя самого чувство радости от жизни и был совершенно готов к сложной операции. Она длилась два часа, и в некоторые моменты лекарь был в очень сложной ситуации. Перекрученные нервы рвались, восстанавливались очень медленно, даже при том потоке силы, что он лил в девушку. Ему дважды пришлось рассасывать и восстанавливать кости позвоночника Арины. Травма произошла очень давно, оттого кости, хрящи и нервы перепутались в клубок, не желающие как следует восстанавливаться. Все-таки позвоночник сдался, и Влад перешел к другим органам. Уничтожил начинающийся гастрит, растворил маленький камешек в почке, потом перешел к косметической хирургии. И Арине он сделал прическу а-ля Паш, как фирменный знак клиники. Грудь, как у Маши, жировые клетки с живота и бедер убрал, зубы восстановил, немного добавил загара. Волосы на теле – долой, девственность – долой. Хихикнул про себя и сделал ей на лапке птичку, такую, как ставят в графе за кандидата. Ноги чуть удлинил, икроножные мышцы сделал сильнее. Ну все, готово. Вставай, готово. Арина поднялась, провела по сильно похудевшему телу, осмотрелась, потом медленно и осторожно ступая от бедра, как женщина Африки с кувшином на голове, она подошла к Владу, обняла его за шею, несколько секунд смотрела ему в глаза и крепко поцеловала. «Спасибо, век не забуду, умирать буду, не забуду». Потом, покачивая бедрами, подошла к сарафану, надела, после чего, присев за стол, стала жадно поглощать еду, захлебываясь щами и давясь здоровенным куском мяса. Марьяна тихонько несколько раз хлопнула в ладоши, потом с улыбкой сказала, «Ну, вроде все ладится у нас, по крайней мере пока. Давай думай, что делать дальше. Завтра занимаемся делами, как обычно, а послезавтра я еду в Лазутин». Я скажу Семену, чтобы выделать тебе двух бойцов. «И вот еще что. Возьми пару уроков у Семена и пусть подберет тебе какое-нибудь оружие. Там мечи были неплохие, прямые, они поменьше как раз для тебя. И еще. Дай мне блузку какую-нибудь и нижнюю юбку. Я над ними поколдую. Кстати, где мое то, ну, ты знаешь какое, белье?» «Да постерно я в сундук положил на дно, как и тот нож». «Хорошо. Да, вот еще что. Платок дай, который на голову натянешь. Тоже с ним поработаю. Запомните вещи, чтобы другой раз с ним перепутать. Ладно. Занимайтесь тут, я пойду воздухом подышу». Влад оделся, сунул ноги в валенки, нацепил свою незаменимую вязаную шапчонку и открыл дверь на улицу, оглянулся. Марьяна хлопотала над девчонками, подкладывая им еду, которую те сметали, как портовые грузчики после разгрузки корабля. Как мамка над детишками хлопочет, усмехнулся он и вышел на крыльцо. Уже повесили синие сумерки. Темный лес стоял безмолвно, накрытый белым снежным покрывалом. Влад пошел вдоль плетня, вспомнил, повесил на конек клинике шар светляка, прошел дальше, повесил еще один. Обошел территорию, расставил огни так, чтобы все пространство вокруг домов было залито светом, не сильно ярким. Он поставил небольшие светляки, но вполне позволяющим даже читать при нем что-то вроде 25-ваттной лампочки. Возле тренировочной площадки он задержался и воткнул над ней большой светляк с футбольным мяч, заливший пространство светом, как от галогенового прожектора. Подумал, погасил и повесил такой же, но повыше на сосну, чтоб глаза не слепило. Подумал, ну, на неделю хватит. Структурах, замкнутые на себя, будут гореть днем и ночью. Вот ведь мир. Нафига им развивать электросистемы, когда можно воткнуть шарик и нет тебе никаких электрических сетей? Ох, как я их понимаю. Он улыбнулся, зашагал к стражницкой. Оттуда раздавался смех, слышны были голоса. Он открыл дверь, и на него пахнуло теплом, запахами еды, мужского пота и перегара. Перегар главным образом исходил от Семена вольготно разместившуюся за печкой. Он храпел, как трактор в Беларусь, не обращая внимания на хохочущих и прыгающих по нарам стражников. Влад шагнул за порог, все стихли, повернули к нему в голову. Что, командир, приустал, спит? Указал он надрыхнущего Семена. Спит, устал он, с нами весь день кружился, прилег немного. Разбудите, что ли? Ночью выспится. Давайте, будите. Парни попытались растолкать Семена. Он только молча отбивался, потом совершенно трезвым голосом сказал. А вот я сейчас кому-то в ухо так засвечу, что оно за околицу улетит. Я открыл глаза. Увидел Влада, легко соскочил, быстро переходя от режима сна к бодрствованию и проговорил. Да, помню, сейчас пойдем. Я там приготовил вам пояс с ножнами хороший и на всякий случай кинжал. Они пошли в оружейку. Там лежал черный кожаный пояс с креплением через грудь наискосок. Из него торчало штук семь метательных ножей формой напоминающих рыбок. Рядом лежал небольшой кинжал, простой, но сделанный добротно и качественно, несмотря на довольно простые ножны и незамысловатую рукоятку. Также Семен подобрал ему кольчугу, примерно прикинув на глаз размер. Она подошла, правда, только под тулуп, на безрукавку. Впрочем, так их и носили. Рядом же лежал лук со снятой тетивой и полным колчаном стрел. Арбалет они брать не стали, так как там лежали арбалеты только большие. Их надо было долго натягивать, чтобы подготовить к стрельбе, да и таскать такую тяжесть было глупо. Это оружие предназначалось для специальных отрядных стрелков. Легких же арбалетов пистолетных не было. Собрав эту кучу оружия, Семен и Влад вышли из Стражницкой. Над хутором по периметру сияли светляки, освещая территорию как ясным днем. Семен одобрительно крякнул. Да, хорошо иметь магика под рукой. На площади они сложили оружие к пеньку. Влад снял тулуп и повесил его на ближайшую сосну. Затем надел перевязь с ножами и стал прилаживать к груди. Семен помогал. Им пришлось провертеть лишнюю дырку в ремешках, так как прежний обладатель перевязи явно был не такого крепкого сложения, как Влад. Обычно такие перевязи носили люди небольшого роста, шустрые и быстрые, но которые не могли поднять тяжелое оружие. Это уже ему пояснил Семен. Для наемника же метание ножей было совсем не лишним умением. Влад небезосновательно полагал, что кроме действий по охране, ведению войны и прочих, гильдия наемников еще принимала иногда заказы на устранение людей, разумеется, за большие деньги. Как сказала Марьяна, ходили такие слухи, но никто ничего не доказал, а болтуны быстро исчезли, не успев поболтать в сласть. Кольчуга сковывала движение, а польза от нее была относительной. Заговоренное белье куда прочнее этих игрушек из железной проволоки, легко разрубаемых пред моим ударом катаны. Но Влад прекрасно понимал, без этой железяки ему не обойтись. Если он собирался под видом охранника попасть во внешний мир. И потому он смирился. Они попробовали ножи. Те были прекрасно сбалансированы, а Влад метал их великолепно, один за другим в течение двух секунд. Его новое тело точно выполняло все его запросы. Затем, выдернув ножи из дощатого щита, укрепленного с краю площадки, они перешли к луку, один вид, которого навевал лекарю мысль о зубной боли. Под руководством Семена Владимир натянул тетиву, легко согнув лук, наложил первую стрелу и выпустил ее в щит, больно врезав себе по большому пальцу. Так как он не целился как следует, стрела ушла куда-то в сторону и вместо попадания в очерченный центр мишени врезался в самый край щита. Он выругался. Семен объяснил, как надо правильно держать лук и отпускать стрелы. Все оказалось не таким уж и сложным, и через полчаса и 50 выпущенных стрел он уже легко попадал с 20 метров в окружность, соответствующую по размерам человеческой голове. Большего ему и не требовалось. Они свернули тренировку и разошлись по своим домам. Семен демонстративно свистнул, из-за сосен показались бойцы охраны, которых Влад не заметил. Обойдя по периметру хутор, победно оглянулся на лекаря и зашагал в стражницкую. Влад осторожно поднялся в свою избу, там уже улеглись спать. В углу горел небольшой с горошину светлячок, который Марьяна, видимо, оставила, чтобы он не разбил себе нос. Она не знала, что Влад видит в темноте, как филин. Он прошел в свою комнату, разделся до гола и нырнул под одеяло. Ему нравилось спать обнаженным, прикосновение чистой натуральной ткани к телу было приятным, да и тело так лучше отдыхало и дышало. Влад вспомнил день, прошедший довольно продуктивно и бурно, за тонкой стенкой шептались девчонки, потрясенные произошедшими с ними переменами. Дом потихоньку потрескивал, остывая и поддаваясь легкому морозцу. В соседней клетушке вдруг зашевелилась на кровати Марьяна. Слышно было, как она села, спустив ноги и шлепнув ими по полу. Она немного посидела, потом встала и, выйдя из своей комнатки, направилась к нему. Он лежал, не шевеляясь. Марьяна встала у постели, взялась за подол и резко подняв руки вверх, сняла с себя рубашку. Потом скользнула к нему под одеяло с усмешкой шепнула. «Ну хватит притворяться, я же знаю, что не спишь». «А, спишь? Ну сейчас проверим». Она откинула одеяло, провела острым ногтем по груди, опускаясь по ней все ниже и ниже, обхватила его плоть рукой и стала возбуждать ритмичными движениями, приговаривая, «Ах, все-таки у нас тут что-то проснулось, рыдь как и мужик тот». Потом она одним кошачьим движением скользнула на него и закачалась во все убыстряющемся темпе, как будто скакала на диком аргамаке, несущемся по весенней степи. Полчаса ее сто наглашали окрестности избушки, потом она затихла на груди Влада, расслабленная играя его соском. Он убрал ее руку. Ему никогда не нравилось, когда женщины трогали его за соски, что за сласть у них такая. Погладил ее по шелковистой коже спины и сказал, «Ты там, поосторожней в дороге-то, с деньгами поедешь, не дай бог что, хрен с ними с деньгами бросай, если приспичит, еще заработаем». Она, как будто не слыша его, потянулась, потом села на край кровати и погладила ее по бугристому жесткому животу. Как хорошо было. Я уж и забыла, как это бывает. Как-нибудь еще повторим, не все же этим свистушкам оставлять. Упомянутые свистушки в кухне сдавлено захихикали под одеялом. Марьяна фыркнула и, не одеваясь, закинув на плечо рубаху, пошла к себе в комнату. Через полчаса весь дом уже спал. Глава седьмая. Утро встретила Владимира женскими голосами и грохотом. Вероятно, что-то упало. Он, как подорванный, подскочил с постели и бросился из своей комнатки, держа в руках кота, он уже наполовину выдвинутый из ножен. Кровопролитию не суждено было свершиться, хотя заслуженную кару в виде тирады в адрес безруких тупых тёлок, которым не только ведро, но даже лопату для уборки коровьего дерьма и то доверить нельзя, кое-кто получил. Потом он осознал нелепость ситуации. Голый мужик стоит с мечом на изготовку и вопит на двух девиц, и ушел в комнату, сопровождаемая хихиканем и с шепотками злостных девок. Он стал одеваться, но вдруг ему вспомнилось. У печки стояло большое корыто, рядом два ведра с водой, видимо, эта возня с ведрами его и разбудила. Он решил помыться, а для кого же еще корыто, вышел из комнатки, как есть, голый, уселся в корыто и, демонстративно, не замечая хихикающих охальниц, стал поливать себя водой из ковшика, черпая из ведер почти горячую воду. Ковшик перехватили женские руки, и в течение 20 минут Влад наслаждался преимуществами крепостного права, будучи оглаживаемым, потерт и намылен всяко-разно во всех местах. Пусть даже и под хихиканье покорных рабынь. Через еще полчаса он, накормленный и вымытый, что после прошлой ночи было довольно актуально, в сопровождении двух красоток шагал к своему рабочему месту. Марьяна, скорее всего, уже была там. А где еще быть? Не в избе, так в клинике. Тут в ночной клуб или Макдональдс не сквозанешь. Дороги уже протоптали проездили, так что от клиники раздавался ржание и гул голосов, исходивший от довольно приличной кучки людей и коней. В общем, все как обычно, за исключением одного. Влад заметил группу вооруженных людей и двух лошадей, между которыми на укрепленных носилках кто-то лежал. Посмотрев на ходу в их сторону, Влад нырнул в теплые нутро клиники, пропитанное запахом мыла, сушащихся трав и паром какого-то варева, о котором Марьяна рассказывала четырем девушкам. Те, открыв рот, слушали гуру медицины. Так и хотелось сказать словами Райкина. Закрой рот, дура, я все сказал. При виде лекаря девушки замерли, челюсти у них, образно говоря, отвалились, как крышка у ковша экскаватора. Но это было не реакцией на его появление, относилось к тем красоткам, что важно шествовали сзади. Влад оглянулся и с удовольствием оценил Машу и Арину как художник, гордящийся своим шедевром. «Привет, девушки. Вот будете как следует работать и вас такими красотками сделаем. Ладно, к делу. Там люди какие-то с носилками, зовите сюда. Похоже, там серьезное что-то». Одна из помощниц по знаку Марьяны побежала за больными. Через минут пять на крыльце клиники затопотали и в дверь протиснулись четверо мужчин, закованных в железо. Они внесли носилки, на которых лежал бородатый седой мужчина, крупный, с ладонями, покрытыми мозолями, явно не от копания канав и прополки огорода. Мечника было видно сразу. Из груди его торчал обломок стрелы. Остальная часть явно находилась где-то в районе сердца. В помещении клиники сразу стало тесно. Владимир Кивком отправил всех девушек наружу, оставив лишь сопровождающих воина. Да и тех он попросил выйти за дверь. Все равно помочь не смогут, только свалят чего-нибудь со столика. «Вот, господа лекари, наш капитан. На тракте на нас напали неизвестные, он и получил стрелу в грудь. Трогать боимся, а довести до столицы шансов нет. Нам сказали, что вы тут лечите, мы и завернули к вам. Мы не рассчитываем, что вы его вылечите. Отдаем себе отчет, что вряд ли в этой глуши найдется такой лекарь, как в столице. Но хоть что-нибудь сделайте, чтобы он дожил до настоящего лечения. Можете?» «Хм...» Влад с интересом воззрелся на сопровождающего. «Но если вы не верите в наши способности, зачем к нам ехали-то? Ну и ехали бы в свою столицу. Ну или там в Лазутине подыскали кого получше. Мы-то убогие лекаришки, вам зачем сдались?» «Слушай, лекарь...» сопровождающий явно начинал злиться. «Можешь, лечи. Не можешь, иди в задницу». Влад стал заводиться. «Слышь, ты, великий воин, а если я тебя туда пошлю, ты сейчас свалишь отсюда? Ты ко мне пришел, придурок, а не я к тебе, а ты еще оскорбляешь меня в моем доме? Да пошел ты в задницу, солдафон хренов!» «Что ты сказал, лекаришка?» Мужчина рванулся к Владу, схватившись за кинжал, а тот уже приготовился засунуть этот кинжал куда следует. Марьяна схватила Влада за локоть, удерживая. Ситуация чуть не взорвалась, но тут вдруг раненый пошевелился и хриплым шептом сказал «Тихо все!» Из его соратника сразу как будто вышел весь воздух, он обмяк, и Владимир подумал «А мужик-то в авторитете, даже на смертном одре, вон как все пугаются». Раненый, немного помолчав, с трудом выталкивая слова, добавил «Евпати, ты не прав, оскорбляй лекарей. Правда, это мы приехали к ним в гости, а не они к нам. Господа лекари, я прошу помочь, не беспокойтесь, сделайте, что можете, вас никто не обидит». Слышал Евпатий, никто не обидит. Он слегка возвысил голос, потом откинулся на спину, а бессильный на ему губах запузырилась кровь. Влад озабоченно посмотрел на раненого. Судя по пузырям, у него было пробито легкое. Если вынуть стрелу, он может сразу захлебнуться кровью и умереть в считанные минуты. Евпатий подозрительно следил за действиями лекаря, похоже, если капитан умрет, могут быть серьезные неприятности. Эти люди походили не на разбойников или каких-то залетных бродящих искателей удачи, а на воинов, прошедших огни и воды. И, скорее всего, это были наемники из гильдии. Тем более, и звание их командира указывал на это. Капитаном называли обычно руководителя регулярного отряда наемников. Это было что-то вроде старорусских дружин, в которые входили самые отборные воины этого мира, повязанные между собой кровными клятвами до конца жизни. Владу как-то не хотелось обороняться от элитного отряда здешнего спецназа, поставившего целью наказать недобросовестных лекарей. Он посмотрел магическим взглядом на раненого. Аура была очень тонка, в месте ранения ее почти не было, а вспыхивали темно-красные с черным сполохи. «Худо дело», подумал Влад. «Начни извлекать стрелу, неизбежно холестанет кровь, сейчас пережимаемая стрелой, можем не удержать». И наконечник гадкий, весь зазубренный с гибким откидывающимся при вынимании пером, его только вперед проталкивать, а впереди позвоночник. Черт, он в него и воткнулся, согнулся и застрял, как крючок в кости. Влад вышел из транса, Евпатия и раненый капитан с ожиданием смотрели на него. Раненый весь горел, походя на туберкулез но больного Евпатия угрюма с угрозой фиксировал взглядом движение лекаря, всем видом показывая, вот если бы не он капитан, тут бы тебе и кирдык. Интересно, чем ему лекари так насолили, подумал Влад. Или просто такое отношение к гражданским штафиркам? Ну в любом случае спасать больного надо. Господа, я не буду скрывать, положение почти безнадежное. Стрела прошла через грудь, задев легкие и порвав крупные сосуды. Извлекать ей очень опасно. Нужна операция. Даже снимать кольчугу опасно. Потревожим обломок и может начаться кровотечение. Тогда уже точно все. Мы попробуем сделать что-то, но мне нужны гарантии, что ни я, ни мои люди в случае плохого исхода не пострадают. Честно говоря, Владу просто не хотелось вырезать весь отряд наемников, потом бросать насиженное место и бежать. Работать все равно не дадут. А так-то ему было наплевать на их угрозы. Раненый нахмурился и слегка повернул голову. И в пати, позови остальных. Тот сразу же вышел из комнаты и через две минуты в ней стало тесно от здоровенных, обвешанных оружием озакованных в металл мужчин с жесткими напряженными лицами. Я приказываю, если меня не станет, не мстить лекарям. Я запрещаю мстить им. Капитанам в случае, если я умру, назначается евпатий. Все, исполняйте. Он повернул голову к лекарям. Я все сделал, господин лекарь. Приступайте, ничего не бойтесь. Все равно до города я не доживу, зная, что терять мне как бы уже и нечего. В любом случае вам заплатят, при любом исходе. Он немного подумал, с трудом приподнял руки и стянул с правой руки перстень с крупным красноватым камнем. Этот перстень стоит три тысячи золотых. Это ваша плата. Сделайте все, что можете. Он вложил перстень в руку Влада. Тот кивнул и обернулся к Марьяне, небрежно кинув перстень на столик для инструментов. Сходи в избу и принеси ножик. Ну, тот, ты поняла? Только очень осторожно, без пальцев останешься. Господа, все покиньте помещение. Здесь остается только больной. Это без комментариев. Все вон. Марьян, Арину пригласи, пусть помогает тебе. Все, время болтовни кончилось. По местам, господа. Влад хлопнул в ладоши и без церемонии вытолкал наемников из помещения. Раненый улыбнулся, край морта и с трудом проговорил. Ой, не служили случайно, господин лекарь? Что-то мне это напоминает. Все, все, молчите, берегите силы. Сейчас начнем. В клинике повисло тягучее молчание. Влад осмотрел помещение. Дальний угол, в котором, видимо, находились лежанки для санитарок, был отгорожен от потолка до пола тканью. О том, что в помещении еще и живут, напоминали лишь некоторые детали, непонятные случайным посетителям, но видные Владу, проводившему тут все время уже много месяцев. На печи кипела в чугуне вода. На столике у операционного стола лежали инструменты, чистые тряпочки, стояла бутылка с самогоном для дезинфекции. Через минут 10 двери распахнулись. Вбежали запыхавшиеся Марьяна с Ариной. Они скинули с себя полушубки, бросив их прямо на полу занавески. Марьяна подала Владимиру молекулярный нож и открытую бутыль с самогоном. Тот мотнул головой и показал, мол, полей на руки, и она слила вонючую жидкость ему на кисти рук. Он энергично растер их, поболтал в воздухе, поводил плечами. Ничего вроде не мешает. Раненый с интересом наблюдал за его манипуляциями. Больше всего его заинтересовал нож с черно-перламутровым цветом лезвия в руках лекаря. Влад не дал долго любоваться ему на себя и ввел в транс. Отсунул лезвие ножа и с ювелирной точностью, следя, чтобы лезвие не коснулось тела, распорол ее прямо до паха. Она доходила практически чуть ли не до колен. Перехватил и распорол до конца. Марьяна тут же раздвинул ее в стороны. Следом за кольчугой были распорты. Кожаная безрукавка, поддеваемая под кольчугу и нижнее белье, обнажив мощную, покрытую пластами мышц грудь. Вокруг торчащего обломка стрелы уже развелось покраснение. Марьяна, чистой тряпочкой, намоченной в самогоне, обтерла после операции. Все было готово. Ну, Господи, благослови. Влад занес нож, сделал разрез, потом засунул туда пальцы, глубже, глубже. Нащупал мерзкий, растопыренный наконечник стрелы, осторожно освободил его от ткани вокруг. Потянул стрелу, цепляясь скользкими пальцами за древко так, что чуть не раздавил его. Наконечник заскрепел по кости, освободился, и стрела вышла из раны. Сразу хлынула кровь. Влад напрягся, сила потекла из него, останавливая кровь, и... ничего не произошло. Его воля наткнулась, как будто на стенку, нарванулся, ударил, еще ударил силой, еще ударил. Сила истекала из него фонтаном, но кровь останавливалась с трудом, он еле-еле сдерживал поток испорванных сосудов. Марьяна, Марьяна, срочно влей ему силы в ауру, я не пойму, что происходит, я не справляюсь. Влад зарычал, как зверь в отчаянии, уходит, уходит, качай, качай. Он держал капитана, затыкая дыры в сосудах, и думал, лихорадочно думал, почему не справляется, где прокол. Вдруг одна мысль просто шибанул ему так, что заболел затылок, и он закричал. «Арина, быстро обыщи его, ищи что-то на поясе, или в кармане, или еще где-то, быстрей, быстрей!» Арина трясущимися руками стала обшаривать раненого. Шли драгоценные секунды. Из Влада утекала сила, из капитана жизнь. Наконец Арина вскрикнула и достала какой-то серебряный кулон, прицепленный специальной застежкой к поясу. «Рви его, рви! Вот он, зараза!» Арина пыталась сорвать кулон, но серебристая цепочка не поддавалась. Она в отчаянии дергала ее. Влад отбросил Арину левой рукой, так что она отлетела к печи, рванул кулон. Цепочку выдержала, но ремень лопнул, как гнилой, прорезанный странной цепью. Он бросил кулон на цепочке к порогу и крикнул ее. «Вон его! Это амулет! Он блокирует меня!» Арина на карачках подползла к амулету, приоткрыла дверь и выкинул его наружу в толпу людей. После этого Влад вздохнул свободно. Кровь тут же остановилась, он зарастил порванные сосуды, и организм, черпая ресурсы из крови, из ткани, стал приходить в себя. Лежащий похудел, осунулся, но пульс его стал спокойным, давление в крови нормализовалось, а печень, подстегнутая командой лекаря, усиленно вырабатывала кровь новых кусочков легковой мышц. Через еще полчаса о Ране говорила лишь кровь, покрывавшая грудь лежащего, стол, руки и лицо лекаря. Она фонтанировала из раны пенистой струей. Влад устал и сел на табуретку у стола и положил гудящие руки на колени. «Марьян, качни ему вауру силы, я передохну немного, почти пустой весь. Чуть-чуть успели. Если бы не ты, если бы я не догадался, что у него какой-то охранный амулет, блокирующий воздействие на его тело, кранты б ему. Эти солдафоны не предупредили меня, что он закрыт амулетом. Да может и не знали. Следовало бы догадаться, на будущий урок. Ты-то, кстати, почему не подумал? Ну я-то тупой, не знал, что такое возможно по понятным тебе причинам». Влад не хотел при посторонних вслух говорить, откуда он взялся. «Лишние вопросы, лишний разговор, но ты-то неужели не догадывалась?» Марьяна растерянно оглянулась на него. «Да кого я тут лечил-то деревенских? Откуда у них силы на такой амулет? Откуда я могла знать, что у наемника окажется такая штука? Она стоит, как три деревни крепостных. Чтобы его напитать силой, магик уровнем не меньше магистра месяц сидит, качает в него с короткими перерывами на сон и отдых. Я вообще поражаюсь, как ты смог его передавить. Значит, у тебя уровень поднялся уже выше магистра, по крайней мере того, кто делал амулет. Надо заняться изготовлением таких амулетов. Смотри, сколько денег стоит, а мы тут в гной и купаемся за гроши». Влад посмотрел на лежащего, встал, подошел к нему и оглядел тело еще раз. Устранил начинающуюся язву желудка, поправил барабанную перепонку, видимо, некогда поврежденную или ударом, или от простуды. Скорее всего, капитан хуже слышал на одно ухо. Хотел вырастить два зуба вместо выпитых сбоку слева, но не стал. К чему лишние разговоры? Подкачал в ауру энергии из остатков силы в своем узле. Ну, вроде все. Можно будить. Марьяна обиженно заметила. «Ну, не за такие уж гроши ковыряемся. Вон, алмаз красный дали нам за работу. За него всю деревню-то можно купить». «Да, всех баб!» Влад засмеялся, а Марьяна стукнула его сложным передником по голове. «Кабель! Только и думаешь, кого в кровать уложить, а хальник!» Влад хохотнул и сказал. «Вот и супруга мне всегда об этом говорила. Всегда все, пошлишь». Он погрустнел, как всегда было, когда вспоминал прошлую жизнь, потом встряхнулся. «Все, будем. Хватит валяться ему. Пусть воюет дальше. Упс! Привет, господин капитан. Как самочувствие?» Капитан медленно поднялся, сел на край стола, озадрав ноги на металлические бортики, потом тяжело, но уверенно спрыгнул. Осмотрел себя, удивленно подняв брови при виде распорта и как бумага кольчуги, шевельнул ногой кривой наконечник с кусочком расплющенную на конце древка и сказал. «Я поражен, господа целители, чтобы в такой глуши и в такой дыре, простите мне за такие слова, нашлись магики ваши в уровне. Я просто потрясен». А уж мы-то как потрясены были, когда пришлось наткнуться на действие вашего охранного амулета. «Вот где было-то потрясение. Я от злости чуть не... В общем, мы чуть не погибли из-за того, что вы не сочли нужным сообщить нам о наличии магического амулета». «Я приношу свои извинения. Мне простительно, я последние сутки без сознания болтался между двух лошадей, а мои соратники не знали о нем. Куда вы его дели?» «Ну куда?» «Выкинули на улицу. Куда нам его?» «Он тут так излучал, что я еле его переборол». Влад поперхнулся и сказал про себя. «От ты, дурак, хренов, ну кто тебя за язык тянул?» Капитан внимательно поглядел умными глазами и медленно сказал. «Мне его делали по заказу в столице два магистра высшего класса. Говорите, еле перебороли его? Хе. Да. Ладно, потом поговорим. Куда вы его там кинули? Пойду подберу. Все-таки он стоил мне целого состояния». Он накинул шубу, похожую из медвежьего меха, и вышел на улицу. Целители устало расселились вокруг печи на табуретках, струящимся от беленой стенки. «Ты знаешь, Марьян, а я ведь реально могу такую штуку сделать?» Чего проще? Напитал силой объект, задал задачу отбивать любые атаки на тело того, чья аура в этом амулете. Я посмотрел, как там сделано, чтобы он откликался только на определенного человека. Там привязана часть его ауры, эта часть соединяется со всей аурой, получается замкнутая на себя структура, у которой одна задача, и она выполняется, пока сила, заключенная в амулете, не исчерпана. Чем больше силы, тем дольше он будет работать. Но я основательно его потрепал. Влад слегка улыбнулся. И еще. Ведь можно тогда по этому принципу создавать амулеты защиты от физического воздействия. Запросто могу. Что, есть такие или нет? Есть, да. Но опять же, стоят дорого, и делать их могут только магики высших уровней. Вот ты говоришь, амулеты делать, а кому их продавать? Стоят они бешеных денег, купить их могут только очень богатые люди. Снизить стоимость? Высшие магики тебя не поймут, да и сидеть неделю напитывать амулет, чтобы получить на него десять золотых, не оправдывает себя. Ну ладно, давай пошли обедать. Я пустой, как барабан, да и ты не лучше. Нам надо еще и подпитаться силой. После обеда остальные их примем. Арина, давай организуй санитарок, пусть все тут вымоют, а капитану дай вот этого отвара. Это укрепляющее. Пусть выпьет и с собой ему налей. Пусть пьет три раза в день, да и ест почаще, как захочется. Он много крови потерял, ему обязательно надо много есть. Ну все, пошли. Ой, они оделись и вышли на площадку перед клиникой. Разговоры в очереди сразу стихли, Влад негромко сказал. Уважаемые, нам после сложного лечения нужно передохнуть и пообедать. После обеда будем снова принимать. Извиняйте. Толпа одобрительно зашумела. Ничего, господин лекарь, мы потерпим, обедайте. Влад и Марьяна пошли к своей избе. Навстречу им попалась стайка девчонок-санитарок, которых сердитый Арина выудил откуда-то из Стражницкой, где они весело проводили время в беседах с молодыми бойцами. Арина подгоняла их пинками, припоминая, видимо, обиды всех тех лет, когда она была уродиной. Влад весело подмигнул Марьяне. Пошло дело. Скоро они сидели за обеденным столом и наслаждались горячими щами. Есть щи Владимира приучил его отец, бывший из коренных данских казаков. Дома щи не переводились, и чуть ли не под страхом ремня дети обязаны были есть их каждый день. Что, в общем-то, совсем не вредило их здоровью, а скорее наоборот. У брата Владимира к сорока годам не было ни одного больного зуба. У него самого тоже с зубами был порядок, за исключением одного, выбитого в драке. Впрочем, поедание щей никак не помогало их отцу и матери. Вечно мучились зубами. В дверь постучали. Марьяна ответила, вошел давешний больной капитан. Он одобрительно оглядел избу, отделанную тканевыми обоями, посмотрел на лекаря и сказал, извините, что отрывают отдых и трапезы, поговорить хотелось бы. Влад встал, пододвинул ему стул. Фекла по его кивку приняла у гостя шубу, не глядя скинутую ей на руки, и капитан подсел к столу. Опять по кивку Влада Фекла налила ему большую чашку щей с куском мяса. Капитан был хотел что-то сказать, сглотнул слюну и начал осторожно, но с наслаждением хлебать. Влад в ответ одобрительно кивнул, и они насыщались еще минут пятнадцать в полном молчании. Наконец, щи были доедены, мясо тоже, чай по чашкам разлит и пошла неспешная беседа. Капитан начал сразу в лоб. «Господин лекарь, кто вы такой? Только не надо поспешных слов. Я скажу то, что знаю. На обычного лекаря вы не похожи. У вас руки явно умеют держать не только вилку и кухонный нож. Вы очень опасный человек. Я видел, знаю таких и чувствую таких. За мои сорок лет я попутешествовал и видал всяких людей. Вы не профессиональный военный, хотя явно умеете командовать и подчинять себе людей. Вы не простой лекарь. Просто лекарь не продавил бы амулет, который делали два магистра высшего класса. Я расспросил людей. Вы появились тут довольно недавно, в отличие от вашей напарницы. Так кто же вы? А с какой целью вы спрашиваете? Вам-то какая разница, кто я? Мы вас вылечили, получили плату. Вы довольны лечением. Ведь довольны же? Капитан кивнул. Так в чем дело? Влад досадливым отнул головой. Так зачем вам все это? Почему люди никогда не довольствуются тем, что знают? Любопытство или что? Или что? Понимаете, теперь разнесутся слухи о высшем магистре, который умеет ломать амулеты, сделанные высшими магистрами, о кудеснике, способном лечить безнадежных больных, об опасном человеке, который живет где-то в глуши и не влезает в рамки понимания. Что за этим последует, вам не интересно? Вы не подумайте, я отношусь к вам с благодарностью. Жалко было бы, если бы вас тут кто-то обидел. И к чему вы ведете? Влад подумал про себя. Эээ, слыхал я такую песню? Не раз слыхивал. В лихие девяностые. А не крышу ли нам не знаю вашего имени? Борислав Володин. Как-как? поперхнулся Влад. Володин? Подумал, не хватало мне еще тут наемника с фамилией, как у одного. Тьфу. Вы что, слышали обо мне? Прищурился Борислав. Я слышала. Сухо сказала Марьяна. И что слышали? Надеюсь, хорошее? Усмехнулся капитан и отхлебнулась чашки. Все врут и все врут, не верьте. Влад опять поперхнулся. Да не сговорились, что ли? Теперь доктора Хаоса мне тут цитируют. Черт, как далеко теперь от меня та жизнь. Как и не бывало. Как будто приснилось. Теперь вот смотрю на мужика в кольчуге, обвешанного клинками. И мне не кажется это странным. Человек, как известно, ко всему привыкает. Слышала, что вы опасный человек, интриган, вертитесь при дворе, не брезгуете участвовать в мелких войнах, обычно на стороне победителя. Богатый, цените друзей, жестокий с теми, кто перешел вам дорогу. Держите слово. Вот, в общем-то, и все. Капитан от души посмеялся, с удовольствием разглядывая Марьяну. Вы умная женщина, да еще и красавица, страшная смесь. Господин лекарь, я вам завидую иметь под рукой такой клад. Берегите ее. Он посерьезнел. Ну, вижу, вы меня уже немного знаете. А я вот у вас нет. И это меня беспокоит. Капитан, давайте не тянуть кота за хвост. Вы предлагаете мне защиту и покровительство в обмен на часть доходов, получаемых нами в будущем, я так понял? Давайте без уверток, напрямую, как солдат с солдатом. Как солдат с солдатом. Капитан осмотрел фигуру. Влада и задумчиво проворчал. А что, может быть, да. О чем мы это? Ну, говорим напрямую. Хорошо, вы, в общем-то, верно выразили мои пожелания. Я вижу у вас потенциал, который позволит развить в дальнейшем дело так, что оно будет приносить большой доход. Единственное, как человек разумный, я не могу пройти мимо потока, выносящего на берега золотой песок, и не воспользоваться этим. Это само собой. Мне интересно, а как вы собираетесь учитывать свою долю прибыли в нашем предприятии? Владимир толкнул ногой Марьяну, пытающуюся что-то возражать. Ну вот, мы вам скажем, что заработали сто золотых, а сами прикарманим тысячу. И как тут? Ну, для этого есть свои казначей. Мы поставим своего казначей, и он будет вам помогать вести дела, учитывать все поступающие деньги и выдавать вам то, что вам причитается. Подпишем договор, и все будет хорошо. Ясно. Значит, мы будем в вашем подчинении, а вы будете нам платить заработную плату, когда вам захочется. Интересно, а где тут наша выгода? Влад с интересом наблюдал за капитаном. Этот развод его развлекал. Было ему даже интересно посмотреть, как в этом средневековом мире занимаются рэкетом. После того, что он прошел в 90-е, это казалось ему детскими играми. Ну, у вас будет моя защита. Никто вас не посмеет тронуть, мои бойцы будут охранять вас круглосуточно, они лучшие в мире, заверяю вас. Спокойно лечите себе и все, делайте деньги. Нас это не устраивает. Защищаем мы себя сами, в хозяевах не нуждаемся, хотя и от дружбы не отказываемся. Влад подумал, сейчас будет кнут, чем пугать будет, ну-ка, ну-ка. Ну, знаете, вы в глуши живете, охрана у вас слабая, лихих людей хватает, налетят, побьют всех, женщины ваших обидят. Вам это надо? Влад кивал в такт головой, делая удрученное и глуповатое лицо. Пусть, пусть думает, что на ложка наехал. Ишь, какие намеки, разговоры. Его охватило злоба, и он заметил, как Марьяна обеспокойно взглянула на него и кашлянула, предупреждая, мол, не надо ничего, охлонись. Капитан же ничего не замечал, увлеченный расписыванием благ под его мудрым руководством и страшных опасностей, подстерегающих неразумных лекарей. Я понял, господин капитан, давайте весной вернемся к этому разговору, хорошо? Сейчас мы еще не готовы ответить. Видите, у нас тут перестройка идет, тут помещение надо построить для санитарок, ну, девушек видали, стаек бегала, они ухаживать за больными будут, мы тут хотим стационарную больницу сделать, вот весной поговорим на тему сотрудничества, хорошо? Капитан замолчал, видно было, как в его голове крутятся шарики, прикидывая выгоду, сейчас задавите то лекаришку, или тогда, когда они тут все на свои деньги наладят. И потом решил, лучше тогда, когда наладят, куда они денутся потом. Хорошо, уважаемый лекарь, как вас? Ага, Влад и Марьяна, я понял вас, я подожду до лета, укрепитесь, а там и поговорим. Спасибо за угощение, за лечение, пора и честь знать. Девушки мне отвар дали, буду пить. Очень хорошие девушки. Он подмигнул лекарем, надел поданные ему феклой шубы и вышел из избы. Лекари помолчали, потом Марьяна с облегчением сказала, вздохну. Ты молодец, я думал, ты тут же ему башку снесешь, а потом пойдешь остальных резать. Это было бы скрыть невозможно, это не мелкая банда разбойников. Гильдия наемников, это серьезно, а он там не последний человек. Залетные разбойники налетят, или хулиганство какое-нибудь начнется, пакости. Тошнехонько что-то мне. Не дергайся. Наезды начнутся не так скоро, он тоже не дурак. Времени у него полно, до весны еще два с половиной месяца. Вот в последний месяц начнется все. А до тех пор мы должны все наладить, а когда придет весна, ну никогда не поздно башку снести и перерезать, правда же? Он засмеялся, откинулся на спинку стула. Ты вот что, давай-ка мне свое нижнее белье, я буду броню делать. А сейчас схожу, подберу меч тебе. Ты там приемом больных займись, вроде ничего сложного не было, теперь у тебя силы хватит. Кстати, как оно тебе развивается? Марьяна в ответ создала светляк размером с голову ребенка. Как видишь, раньше больше чем с ноготь не могла, спасибо тебе. Ну пошла, окунусь опять в дерьмо. А ты иди в Стражницкую, там хорошенько обсуди с мужиками баб, погоду и сабли. Ну, то есть то, чем вы обычно занимаетесь вместо работы. Она рассмеялась, а потом Марьяна подмигнул ему. Спасибо тебе за прошлую ночь, ты прав, настоящий мужчина. Так только не лопни от гордости, вон и вижу, как уже грудь раздувается, как у индюка. В Стражницкой было людно, бойцы только что пришли с занятий. Семен сидел за столом хмурый и прихлебывал из кружки горячий узвар. Привет, бойцы, привет, Семен. Чего грустный такой, случилось что? Потом поговорим, а то тут вон сколько заячьих и поросячьих ушей. Бойцы грохнули, они любили своего командира, хоть он и гонял их хвост и в гриву. Ну что хотели, зачем пришли, Влад? Завтра Марьяна поедет в город, ей надо выделить двух сопровождающих и подобрать нужный меч по руке. Я думаю, ей надо дать прямой китайский меч, я видел в оружейке такой, ну и кинжальчик небольшой. Давай посмотрим, что и как. Они выбрали оружие. Семен предложил кольчушку подобрать, Влад отказался. Наконец они вышли на свежий воздух, подальше от любопытных ушей, Семен начал разговор. Влад, вы с Марьяной понимаете положение? Борислав не тот человек, что бросит идею и отстанет. Пока он вас не подомнет, он не успокоится, я знаю все. А кто тебе доложил? Да вы думаете, первые такие, что ли? Обычно все и начинается с посещением чьего-то хозяйства, а потом? А потом они или работают на него, или уходят. Вот и все. Пусть в этот раз он и случайно к вам попал, но я-то знаю его, и давно знаю. Лучше бы он помер у вас там на столе, прости господи. Ладно, Семен, я рад, что не ошибся в тебе, в твоей верности. Я все понимаю, в таких ситуациях я бывал, поверь. Нам надо дотянуть до весны, а там посмотрим. Они еще пожалеют, что с нами связались. Знаешь, в одной далекой стране есть у мастеров боя такое высказывание. Напавший на мастера проигрывает не потому, что напал слишком быстро или слишком медленно, а потому, что напал. Так что Борислав сильно ошибся, и мы ему это докажем. Ну-ну, Семен недоверчиво покивал головой. Время покажет. Он развернулся и вошел в Страшницкую. На самом деле Владимир не испытывал такой уверенности и бодрости духа. Все было сложно и будет еще сложнее. Но нельзя допустить, чтобы подчиненные видели его неуверенность. Да и что он терял? Жалко, конечно, насиженное место. Но деньги есть и, коли что, собраться с Марьяной, прихватить с собой всю компанию и рвануть куда подальше, где не достанут. Прокормиться-то они всегда смогут и прокормить свою челядь. Времени у них хватит. С этими мыслями он вошел в избу заниматься колдовством. Марьяна в доме не оказалась. Маша с Феклой обсуждали какие-то хозяйские дела. Потом и Маша ушла, видимо, направившись к клинику, принимать кассу и вообще заняться по хозяйству. Фекла гремела ухватами и кочергой, помешивая угли в печи. А Влад сидел между двумя мечами и соображал, как лучше сделать. Если сделать мечи такими же, как и его нож, это будет опасно. Начать с того, что он не будет держаться в ножнах. Любое прикосновение к нему чревато увечьем. Бой таким мечом может привести к непредсказуемым последствиям. Прямо и заблокированный подобным мечом так же опасен, как будто и не закрывался от него. Меч противника будет перерублен как прутик, а отрубленная часть полетит дальше по траектории удара и благополучно врежется в защищавшегося. А это надо? Нет, не надо. Значит, следует сделать так, чтобы клинок не ломался, чтобы не тупился, а держался в ножнах и перерубал чужие клинки. Но он не до конца. Задачка. Влад задумался, а потом хлопнул себя палбу. Да какого хрена? Все просто. Он вынул тяжелую катану из ножен, полюбовался совершенством линий и строгостью отделки, положил на стол и сосредоточился. Магическим зрением он проник в саму структуру клинка и отметил для себя переплетение металла, сваренного в кузнечной мастерской. Такие мечи куются годами, каждый раз заново проковываются. Он сделал цепочки молекул витыми, уплотнил металл, но не стал достигать состояния мыльности. Меч не должен легко проходить через чужие клинки, зато его режущая кромка стала толщиной в молекулу, как и у его первого ножа. Он укрепил и сделал прочнее металл по оси клинка, и теперь он мог не бояться боковых ударов по плоскости и был в состоянии разрубить практически все, не тупясь. Влад положил меч на стол, взял в руки ножны, подумал, вернулся снова к клинку и сделал его боковые плоскости немного шероховатыми возле рукоятки, нанеся своеобразную насечку, чтобы лучше держаться в ножнах. Еще подумал, усмехнулся и воспроизвел на лезвие меча маленькую картинку, атакующий кот на задних лапах. Пусть будет что-то вроде фирменного знака, да и отличить мечи от своих сородичей можно будет. Картинка была выполнена золотом, как бы вплавленным в сталь. Он преобразовал часть металла, совсем не нарушив прочности клинка, и после переделки она стала просто исключительной. Теперь настал черед ножен. Если меч перерубает все, чего коснется, хранить-то его в чем? Ножны тоже были укреплены за 15 минут. Теперь у меня получается быстро, подумал, то ли практика, то ли силы прибавилась. С мечом для Марьян он проделал ту же самую процедуру. Еще подумал и поставил на мечи этакие маленькие маячки своей ауры. Теперь он мог бы найти их даже за стеной или на большом расстоянии, а не как бы фанили, когда он входил в транс. Но вот, теперь если попрут, их быстро найду, надеюсь, решил он. Работа с нижним бельем не заняла много времени. Кстати, подумал он, надо сказать, чтобы на лето связали мне что-то вроде сетчатых рубашек и штанов. Наделаю из них брони, и не жарко, не пробьешь. Час, после того, как он закончил, пришли Марьяны с девушками. Они весело чему-то смеялись все втроем. Даже в избе после их прихода все закрутилось и завертелось, они бегали, шумели, собирали, укладывали вещи Марьяны, гладили их утюгом, похожим на огромный паровоз. В него закладывали угли и возили по вещам. Владимир подивился, такие раритеты он видел только в кино да в музее. Марьяна сетовала, что ей не во что одеться, что и в городе стрёмно появиться в таких шмотках. Потом все-таки все успокоились, сели пить вечерний чай. За окном стемнело, в маленькие окошечки заглянули звезды. Влад вдруг подумал, что он ни разу не видал тут луны и почему-то это его никогда не интересовало. А вот теперь... Он спросил Марьяну об этом, дождавшись, пока девчонки убежали куда-то к печке и увидел недоуменный ее взгляд. Никакой луны в этом мире не было. Скоро чай был допит, девчонки залезли на свою лежанку, Фекла ушла в клинику, а Влад с Марьяной уселись рядом за столом, расслабленно откинувшись назад. Ну что, завтра в дорогу? Я там по-быстрому сполоснулась у девчонок, пока прибиралась. Хотела баню стопить, да передумала. Завтра весь день на морозе сидеть еще заболею. Марьяна, ты не заболеешь, я же тебе говорил. Твой организм теперь может выдержать. Но я не знаю даже, что он может не выдержать. Пока сил у тебя хватает. Ее у тебя теперь много. Так что нам плевать на мороз. Ты как меня и научила писать и читать по-здешнему. Но приеду, вот и займемся. Тебе надо час на это. Хоть час могу. Нет, час не надо. Не хочу, чтобы девки знали, что их начальник даже писать и читать не умеет. Стодобище, да и подозрения всякие. Ладно, давай еще раз пройдемся. Что мне надо в городе? Первонапердо тебе выправить документы рождения. Я знаю, где это сделать, тетка поможет. Потом купить диплом об окончании школы магии. Пойти в гильдию строителей, набрать плотников. Сколько нам надо? Да человек двадцать точно. Надо быстрее ставить дома, да еще вот что. Хочу я вокруг территории клиники поставить забор из бревен. Как крепостицу небольшую. Давай-ка человек тридцать плотников и еще подсобников. Перевозить-то на чем их будем? Докормить? Да не проблема. Возчиков с подводами что ли мало? Найму. И обоз с харчами тоже. Сколько денег с собой взять? Ну, бери тысяч двадцать пять. Я думаю с запасом. Поменяю часть у меня он на серебро. С рабочим расплачивался. А, еще вот что. Найди в городе две швеи, пусть тут работают. Если не найдешь желающих ехать из свободных, купи. И закупи ткани. Белой простой ткани, синей, черной, ну и там сама смотри. Будем одежду шить на себя и работников. Рукавицы еще для плотников. Ну, теперь вроде все. Взвалил на тебя груз. Как ты там в городе будешь крутиться, не представляю. Да ничего, прокручусь, чай не первый год живу. Марьяна задорно усмехнулась, потом вдруг спросила. Слушай, а ты чего не сделал мне как девкам, чтобы волосы на ногах и в подмышках не росли? Я тоже так хочу. Влад смущенно хмыкнул. Если честно, проморгал это дело. Ну давай поправим. Я запас сил уже пополнил, отдохнул, так что нет проблем. Давай, иди готовься и приходи ко мне. Они разошлись по комнатушкам. Влад остался в одних подштанниках, обнаженный по пояс. Через минут десять подошла Марьяна, сняла рубаху и легла на спину, соблазнительно согнув стройную смуглую ногу в колени. Он мельком осмотрел ее. Зона бикини так и не обрастала. Видимо, он при переделке уничтожил все волосяные луковицы в тех местах. Кстати, борода у него не росла там, где он прошелся магическим лезвием. Он осмотрел ноги. Да у тебя не такое уж и сильное оволосение, почти ничего нет, потому, видимо, я и упустил этот момент. Давай, давай, нечего отлынивать, делай, делай. Он пожал плечами, вошел в транс и осмотрел ее тело уже магическим взглядом. Все было в норме, система, замкнутая им на себя, исправно функционировала, поддерживая состояние организма. Более того, морщинки с лица исчезли. Теперь она выглядела не на 35, а максимум на 25, совсем девчонкой, соблазнительной, тревожищей. Волосы на ногах он уничтожил быстро, осмотрел ее всю, перевернул со спины на живот, убрал вообще все волосы с тела, где нашел, а вместо чертика изобразил чайку-птичку, а то вдруг где раздеваться будет, как бы скандал не вышло. Он подумал, тоже сделал ей на глаза незаметные невидимые пленки. Ну вот, вроде и все. Вышел из транса, погладил лежащую девушку по спине, ощутив под ладонью гладкую бархатистую кожу, хлопнул ее по твердым ягодицам, быстро стянул с себя штаны и с разгону запрыгнул на постель, прижавшись к боку Марьяны. Она нарочито замурчала, как кошка, легла ему на грудь, упираясь в него твердыми, съежившимися сосками, и низким голосом спросила, «Можно я у тебя останусь? На неделю уезжаю, скучать буду?» и, не дожидаясь ответа, провела по его телу руками и крепко поцеловала в губы. В этот раз их секс был более спокойным и нежным. Они сливались и распадались, как два ручейка, наслаждаясь друг другом нежно и сильно, перепробовав все позы, какие могли придумать. Утихомирились они только к полуночи, когда выжили друг из друга все соки. Марьяна засопела Владу в шею. Он прижал к себе ее обнаженную спину, еще долго не мог уснуть, думая о том, что все-таки он, наверное, вопреки всему, удачливый мужик. Глава восьмая. Лекарка сидела в санях, укрывшись теплым пологом и закрыв глаза, и думала о дне насущном. До Лазутина 60 верст, без остановки не обойтись. Придется отобедать в Лопанине, деревня стоит прямо на тракте и живет дорогой. Там и трактир есть, вот в нем и отдохнем. Впереди сидел охранник, державший вожи, второй горцевал сзади, благо захваченных у бандитов коней теперь всем хватало. Пришлось даже делать для них конюшню. У Марьяны была и своя, маленькая, но в связи с отсутствием лошадей там хранилась всякая хозяйственная дребедень. Разместить столько коней сразу же стало большой проблемой, так что сначала они вынуждены были пристраивать их на постой к крестьянам в деревню. С некоторых пор проблемы просто посыпались на Марьяну и ее тихое гнездо, где она сидела уже 20 лет после смерти ее последнего мужа. Он был военным, время от времени уходил из дома надолго, и, наконец, с последней кампанией, организованной мелким провинциальным бароном, возвратился весь израненный. Через несколько лет он умер, несмотря на помощь Марьяны. Слишком велики были травмы. Она его любила. Насколько можно любить, то, что скоро уйдет. Скоро, по ее меркам, 40 лет, столько они с ним прожили. В организме магика сила затормаживает старение, оттого они живут долго, слишком долго. Как правило, через 200-300 лет магики полностью теряли интерес к человеческому роду, к простым смертным, с их мелкими проблемами, страстями и желаниями. Остается только жажда власти и потакание своим страстям. Слава богу, Марьяна еще не дошла до такой степени эгоизма, но и человеческие желания в ней потускнели и постепенно стали сходить на нет. Она уехала из Лазутина, найдя себе тихую гавань на многие годы. Хозяин деревни имел прямую выгоду, и деньги какие-то получало его имущество, крестьяне были всегда вылечены. Старый граф, с которым Марьяна имела дело, был уже в годах, ему исполнилось 76 лет, а для людей, обычных немагиков, это был уже очень преклонный возраст. В Средневековье люди жили недолго, их окружало множество ловушек, прежде всего плохая пища. Как ни странно, несмотря на отсутствие неэкологичных продуктов, люди имели гораздо больше возможностей умереть от употребления некачественной еды. Виной тому и отсутствие санитарии, и распространение эпидемии, и просто хранение продуктов без холодильных установок и глубокой заморозки. Ледники не в счет. Марьяна опасалась, что молодой отпрос графа будет не таким лояльным по отношению к ней, а уж тем более к лекарской организации, развивающейся на их землях. Нужно было срочно что-то делать. И они с Владом решили, что именно. Марьяна усмехнулась. Вначале она воспринимала Влада как приблудившуюся щенка, принятого из жалости, не имеющего никакой ценности, кроме теплого загривка и виляющего хвоста. Но вдруг неожиданно она обнаружила, что он превратился в родню и такую близкую, что даже отец и мать не могли сравниться с ним по степени близости. Впрочем, сравнивать было не с кем. Старый кожевеник и его супруга, пережившие его на пять лет, давно упокоились на городском кладбище Лазутина. В городе у нее практически не осталось близких людей, за исключением тех, с кем училась в магической школе. Тут уже связи были довольно крепки. Магики волей-неволей были вынуждены держаться друг друга. Люди недолюбливали их, завидовали. Как еще заметил Влад, все законы были сделаны так, чтобы магик никак не мог воспользоваться своей силой для защиты жизни и достоинства. Да, с одной стороны, это было сделано для того, чтобы те же магики не захватили власть в стране. Например, магик даже не мог стать императором. Если у принца проявлялись магические способности, его сразу исключали из числа престола наследников. Но еще большее значение имела зависть людей, их недоверие и враждебность к чему-то непонятному, странному, недоступному их пониманию. И не было разницы, дворяне ли это были с академическим образованием, путешествовавшие в другие страны, или простые крестьяне, живущие в глуши, результат был один – подозрение, зависть. Люди беспрерывно боролись с какими-то порчами, с глазами, которые якобы навели на них соседи или родственники. Как ни странно, часть этих подозрений соответствовали действительности. Находились такие магики, которые накладывали порчу на людей за деньги, но все-таки в 90% случаев это были наветы. Впрочем, Марьяна не знала, что Влад мог бы рассказать ей то же самое о своем немагическом мире, в котором отношение к людям с экстраординарными способностями ничем не отличалось. Только вот там не могли зарубить или сжечь человека, который, по их мнению, навел порчу, а тут запросто. И это было еще причиной, по которой Марьяна забралась в глушь. Под полозьями скрипел накатанный снег, топали копыта, и Марьяну охватила беспричинная радость. Радость от ощущения жизни, ощущения того, что она молода, красива, что впереди много разных событий, пусть даже не совсем светлых. Она все-таки не утратила оптимизма за свои 120 с лишним лет и не сомневалась, что они с Владом прорвутся через невзгоды. Ее радовало, что у нее появился такой друг, могучий, умелый, обладающий знаниями другого мира, и притом веселый, и что греха таить, отличный любовник. Она уж и забыла, как это, часами напролет заниматься любовью с красивым сильным мужиком. Марьяна хихикнула и в который раз ощутила, как по ее телу прошла сладкая стома. Тьфу, тряхнула она головой и постаралась выкинуть из нее грешные мысли. Небось, сейчас Машку с Аринкой ублажает, зараза. Потом посмеялась над собой. Чего это она? После 50 лет жизни она излечилась от ревности, чему особенно способствовал ее последний муж, рубака и гуляка, нередко возвращавшийся из трактира на бровях, да еще пахнущий чужими бабами. Если бы она обращала на это внимание, сошла бы с ума. Хорошо, хоть островной болезни не притащил в дом, и то ладно. Но она вспоминала о нем все-таки с теплом. Хоть страстной любви у них не было, но жили они хорошо. Она не ревновала, дом содержала, приносила хороший доход своей лекарской работой, да и его с похмелья нередко откачивала. Он тоже не ревновал, впрочем, она особо ему повода клиентами. Ну, пока его по полгода, а то и больше дома не было. Не засыхать же бабе. В общем, взаимопонимание у них было, а уж когда стали совсем богаты годами, не до интрижек было. Влад виноват. Он всколыхнул в ней недюжиную страсть и женское начало. Марьяна опять довольно потянулась гибким торсом. Хорошо все-таки иметь красивое молодое тело. Дорога тянулась, стражник на санях гиколы хлопал вожжами, посылая вперед заленившуюся лошадку, густо пахнущую на морозе лошадиным потом и навозом. Возок был обит внутри войлоком и дубленными бараньями шкурами. Под меховым одеялом было тепло и уютно. Под пустотелой низкой скамеечкой, на которой сидела Марьяна, лежал мешок с маленькими мешочками, содержащими в себе то, что прельщало людей во все времена – золото. Саму Марьяну не шибко всегда влекли деньги. Ей хватало на еду и непритязательную одежду. Она всегда могла заработать на кусок хлеба, но почувствовав вкус настоящих денег, она остро захотела узнать, можно жить, словно граф или бароны. Разве они лучше, ее умнее или красивее? Просто им повезло родиться с титулом, а ей нет. Конечно, она не являлась уж совсем затюканным существом. Ее родители были свободны, не голодали. Гораздо хуже было людям, которые родились рабами, крепостными. Вот тут, как говорил Влад, была засада. Их ждала незавидная участь. Жизнь крепостного зависела от прихоти хозяина. Хороший хозяин живут хорошо, плохой – жизнь их превращается в ад, как у домашних животных. Они много разговаривали с Владом на эту тему. С ним было вообще интересно говорить, он знал невероятное количество историй, владел информацией, недоступной людям этого мира. Так вот, после ее рассказа о крепостном праве, принятом тут на мире, сказал задумчиво, «Вообще-то жизнь любых простых людей везде такова и зависит от воли сильных мира сего. А посему, давай-ка мы сделаем так, чтобы над нами будет как можно меньше тех, кто мог бы нами помыкать. Для этого надо заработать как можно больше денег, чем они сейчас и занимались полным ходом». Она еще раз прикинула, как будет общаться с Мариной, директоршей магической школы. Особых осложнений не предвиделось. В этом мире, как, впрочем, и в других, все продавалось и покупалось. А если не продавалось просто, то за очень большие деньги или услуги продавалось. Конечно, есть такие вещи, которые купить за деньги невозможно. Любовь, дружба, но это не тот случай. Диплом был фактически в кармане, речь могла идти только о сумме. Документ о рождении Влада тоже не представлял особой проблемы. Был один служитель церкви, которого Марьяна вылечила дурной болезни в обмен на кругленькую сумму и обещание помощи. Отец Пафнутий, и он тоже любил деньги. Надо же потакать своим изменным страстям. А эти гадкие прихожанки денег требуют, как ни странное, отлучение от церкви не бояться дочери лукавого. Вписать в церковную книгу запись о рождении, выдать церковный документ, а с ним сходить в магистратуру и оформить основной документ, все дело опять в деньгах. Средства ускорения процесса и защиты от лишних вопросов, почему так поздно оформляют, через 25 лет, все это лежало в мешке под упругой задницей Марьяны. Они решили указать в документе возраст Влада 25 лет, тем более, что телесно он точно соответствовал этому возрасту. Процессы, запущенные им в организме, завершили формирование тела, остановившись на самом пике развития, а это 25 лет. Сани и Марьяны давно уже двигались по тракту, из-за зимнего времени практически глухому для торговли ремесла. Вокруг пустота, лишь следы саней и лошадей указывали на то, что тут кто-то ездит, и на самом деле это оживленная дорога. По рассказам Влада, Марьяна знала, что в его мире тракты представляли собой огромные магистрали, по которым днем и ночью несутся большие и не очень повозки с людьми, товарами, и все вокруг гудит от движения. Здесь же низкое зимнее солнце освещало заснеженные равнины неярким красноватым светом. Вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь топотом лошадиных копыт, заглушаемым выпавшей утренней порошей, да негромким звоном бубенцов на сбру и лошадке, весело тащившей легкие санки. Ритм движения успокаивал. Марьяна прикрыла нос варежкой и потерла, прихватывает. Сзади в бок упирался меч, выданный ей Владом. Она не умела особенно махать им, хотя бывший муж вояка и учил держать в руках клинок. Но это было все как на детском уровне, что-то вроде игры. Лекарке как-то ни к чему воинские навыки, таким, как она, редко приходилось участвовать в боевых действиях, разве что только как целителям в тылу, хотя всякое бывало. Шел пятый час путешествия. Лошадь, тащившая санки, приустала, и, оберегая ее, они поехали тихим шагом. Внезапно послышался свист, а на дорогу выскочили человек 15 разнообразно одетых людей. С гиканем и криками они стали настигать сани. Марьяна яростно крикнула охраннику «Гони!» и подумала «Вот везет, как утопленец, ведь половина наших денег у меня». «Гони!» «Не давай им нагнать! Скоро трактир должен быть!» Но всадники уже настигали. Все как один крепкие мужики, бородатые, яростно нахлёстывающие своих лошадей. Их красные лица можно было уже хорошо рассмотреть. Передние потянули из-за спины короткие восточные луки, сделанные из кустов, клееных рогов и отборного дерева. Марьяна знала их мощь и с ужасом поняла «Не уйти!» Как будто, отвечая на ее мысли, свистнула стрела и воткнулась в ляжку несчастной лошадки. Та дико заржала и захромала на правую ногу. Еще одна стрела ударила в голову лошади, обернувшейся посмотреть на своих мучителей. И та свалилась на дорогу, запутавшись по стромках и разбрасывая копытами комья снега, окрашено красным. «Лекарку валите! Лекарку!» Передовой разбойник показал на женщину, которая уже начала входить в транс в надежде подпалить им задницы фаерболом или молнией. Она, конечно, была не такой сильной в этом, как Влад, но парочку бандитов унесла бы с собой. Марьяна подняла руки, между ними заплескалось пламя, и тут в нее ударила стрела, всей силой стального наконечника, вышибив из нее дух. Если бы не белье, заколдованное Владом, ее бы пришпилило к воску, как бабочку. Но сейчас она была отброшена к его стенке с такой силой, что сознание помутилось и зазвенело в голове. Фаербол, конечно, сразу рассосался, не родившись. Концентрация была потеряна, тем более, что у Марьянины сильной стороной никогда не была боевая магия. Вот чири залечить или руку вправить. Сани налетели на упавшую лошадь, чуть не перевернули, став на дыбы, ее мотнуло по полости, как пустую куклу и больно ударило обо что-то боком. Вдруг ей вспомнилось, что вопил Влад, когда кромсал тех разбойников. Он беспрерывно повторял одну фразу. Вы думаете, что врач только вправляет кости, а не ломает их? Она ощутила дикий гнев, ярость. Неужели все повторится? Насилие, боль, унижение. Нет, суки, вам придется вначале убить меня. В вазок уже лезла какая-то борода, хриплая радостно матерясь. Она опять ощутила неудобство в левом боку, вспомнил меч. Меч же лежит, дура. Марьяна протянула руку влево, выпустила из ножен тихо шелестнувший гибкий клинок и выставила его перед собой. Разбойник с удивлением посмотрел на приставленную к его груди полоску металла и тяжело навалился на нее булькой кровью, лившейся из перекошного рта. Она напряглась и отбросила его вперед. Потом скинул с себя шубу и осталась в сарафане. Выпрыгнув, увидела, что вокруг воска идет бой. Ее охранник на лошади, где она вспомнила его имя Степан, вертелся ужом между бандитами, ловко вращая сабли и сверкая ею на солнце. Второй охранник бегал вокруг воска, используя его как прикрытие. Он старался подрубить ноги лошадям, рассчитывая, видимо, лишить нападавших преимущества. Ведь пеший конному не соперник, гибель пешего воина при столкновении с конными предрешена, если только он не обучен драться и в такой манере. Семен же хлеб зря не ел и обучал своих подчиненных на совесть. Охранник уже сосадил несколько человек, пока разбойник не сообразили. Соскочили с коней и бросились на него толпой. Второй охранник тоже лишился лошади, присоединился к товарищу, и они заняли оборону у воска, прикрывая выскочившую Марьяну. В воздухе разносились крики, ржание раненых животных распространялся запах крови. Клаш, клаш, дзынь! Клинки мелькали, как молнии. Охранники держались, уже трое бандитов валялось на снегу, глядя в небо мертвыми глазами. Клаш, дзынь, жжик! Свистнула стрела. Охранник отбил ее мечом, но вторая тут же вонзилась ему в плечо, как будто из него выросло небольшое экзотическое деревце с перьями на вершине. Скорость бойца упала. Они встали спина к спине. Клаш, клаш, дзынь! Переломилась сабля одного из разбойников, и он упал, проткнутый охранником Марьяны. Бойцы все еще держались, и благодаря выучке, и благодаря тому, что бандиты мешали друг другу, наступая толпой, и желая скорее покончить с путешественниками. Марьяна отстраненно подумала. Идиоты, им надо отбежать и расстрелять их из луков, а не лезть на пролом. Как будто, отвечая на ее мысль, атаман разбойников заревел. Идиоты! Валите эту сучку и забирайте деньги из воска. Потом их добьем. Скорее! Она увидела, как к ней бегут трое разбойников. Марьяна покрепче перехватила меч в руке, к ней рванулись охранники, чтобы попытаться прикрыть, но увязли в схватке с противниками, не позволявшими им сделать ни шагу. Первый бандит налетел, от души занеся кривую восточную саблю, намереваясь снести ей голову одним ударом. Двое других полезли в вазок. Жжик! Сабля проходит над ее головой впритык к волосам. Марьяна пригнулась. Рука бандита вместе с зажатой в ней саблей улетела в сугроб. Она перехватила двумя руками меч и рыбанула поперек туловища, как будто втыкает опор в сосну. Какие там уроки мужа? Какие там искусства боя? Там сплошные рефлексы и мастерство, а тут была ярость, помноженная на мощь усиленных мышц и связок и заколдованный клинок. Хак! Меч застрял где-то в районе позвоночника, перерубив тело бандита практически пополам. Выдернула. Ах, суки, мои деньги брать! Меч задран высоко над головой. Хак! Голова вместе со шлемом расколота пополам. Тело еще не осознав продолжает движение и сабля бьет женщину в ключицу, перерубая ткань без рукавки, сарафан и останавливается перед заговоренным бельем, всей силой ударяя в ключицу и перебивая ее. Марьяна застонала, но меч не вырнила. Она держала его в другой руке. Второй бандит был убит за полсекунды. Ей почему-то показалось, что он двигается замедленно. Даже со сломанной ключицей ей было легко встретить его удар, уклониться и перерубить шею. Осмотрелась. Охранников уже добивали. Степан стоял на одном колене, с трудом отбиваясь от наступающих. А второй охранник еле шевелился под ногами, будучи утыкан тремя стрелами. Она подняла венч повыше и с диким воплем понеслась к ним, чтобы ударить нападавших сзади. Волосы ее развивались по ветру, по лицу были размазаны потеки крови, а глаза сияли пламенем. Враги опешили и на секунду отвернулись от охранников. Чем воспользовался Степан? Подрубил одному ногу и добил его сверху вниз клинком. Марьяна налетела на толпу и начала, не обращая внимания на сыплющиеся удары, рубить их, как заросли конопли на огороде. При этом она страшно вопила, визжала и восклицала между ударами. «Хак! Что думали, лекарь только вправляет кости?» Удар. «Хак! Хак! Он еще и ломает кости!» «Что думаете, лекарь только вправляет кости?» «Нет!» «Бежим, бежим, сучка одержимая!» «Заговоренная! Бежим, братья!» Разбойники помчались к коням, пытаясь их поймать, но кони хрипели, отпрыгивали, напуганные шумом, кровью. Марьяна не давала врагам уйти, рубила в спину. Перед ней выскочил здоровенный рыжий мужик, видимо, вожак. Он попытался остановить ее, ударив саблей в бок. Она как будто не заметила этого и снесла ему плечо вместе с зажатой в руке саблей, затем, не останавливаясь, побежала за остальными. В живых оставалось человек пять. Вдруг откуда-то полетели стрелы. Убегавшие разбойники попадали, настигнутые несколькими воткнувшимися в них оперенными снарядами. Марьяна остановилась и огляделась. Вокруг упавших плясали на конях несколько всадников. Они быстро спешились и подбежали к ранним охранникам и к ней. Вдали она увидела купеческий обоз, медленно вытягивающийся из-за леса. Марьяна опустошенно села на снег и заплакала. Руки дрожали, одежда была порублена. Если бы не подарок Влада, все, смерть. К ней подошел высокий мощный воин и с уважением поздоровался. — Приветствую вас, госпожа. Я начальник охраны вон того каравана. Мы услышали звуки боя и постарались прийти на помощь. Увы, немного опоздали. Впрочем, вы и сама справились очень даже успешно. Надо сказать, я потрясен. Марьяна слушала его, как сквозь туман, потом вспомнила. — Охранники, охранники мои живы? — Живы пока, но воин погрустнел. Плохи. Я их знаю, они из нашей гильдии. Жаль, но, скорее всего, не выживут. Одного стрелу нашпиговали, у другого ранение в живот и повреждена нога. Но вот так вот. Все под богом ходим, не плачьте. Они честно выполнили долг. Марьяна вскочила на ноги. — Быстро, быстро, несите их на вазок, я лекарь. Она побежала к раненым, воткнула возле них меч, прямо в землю, вертикально так, что его рукоятка стала раскачиваться, как маятник. Определила автоматически, какой из них тяжелее, сходу вошла в транс. Черпнула силы и влила ее в ауру раненого. Та засияла посильнее, человек задышал ровнее, стрелы в его теле заколебались в такт дыханию. Осмотрела Степана. Ранение в живот было проникающим, но кишки целы. Вела пальцы в дырку, образовавшуюся в кольчугу, и одежде от вошедшего клинка рванула со всей силы. Кольчуга с одеждой расползлись, как гнилые, некогда снимать. Положила руки на живот, замерла. Кровь, толчками покидающая тело, остановилась, рана стала зарастать. Остался только еле заметный шрам. Жизнь уже ничего не угрожает. Кровь из подрубленной ноги тоже уже не идет. Связки потом срастим. Надо убрать раненых со снега, мороз вытягивает силы. Решительно подняла глаза на обступивших ее изумленных людей. Она и не заметила, когда подошел обоз. Положите их на вазок, холодно. Охранники обоза подхватили раненых, другие обступили в вазок и поставили ее ровно на полозье, сняв спавшей лошади. Раненых положили на дне вазка. Марьяна, не замечая холода, занялась Степаном. Он уже очнулся, попытался что-то сказать, указывая на товарища, типа его вначале. Она резко прикрикнула. Молчи! Стянулась с него меховой сапог, подбитый железом. Рванула штанину, располсовав ее до паха вместе с теплым бельем. Обнажила разрез в ноге, посеченные жилы и мышцы под коленом. Сосредоточилась. Сухожилие стало срастаться, мышцы медленно, но верно вернулись на место. Забелела новая кожа на месте разреза. Ап, все готово. Степан ловил ртом в воздух, выгнувшись дугой. В запарке она забыла его обезболить, а процесс заживления, вытягивающий из человека силы, не был ласковым прикосновением любимой женщины. Она досадливо провела у нее над головой, он сразу успокоился, вздохнул. Подпитала ауру. Все, вставай, здоров, лови лошадей. Степан, немного прихрамывая, но все более и более утверждаясь в шаге, слез с воска и пошел к топтавшимся в стороне коням, что остались от бандитов. Потом опомнился, остановился и стал разглядывать работу Марьяны. Вокруг собралась толпа людей, которые с восторгом и ужасом наблюдали за работой целительницы. Конечно, они видели, как справляются лекари с ранами, но то было не столь эффектно, тем более, что этим сейчас занималась очень красивая девушка, простоволосая, в изрезанной чуть ли не на полоске одежде, сквозь которую проглядывало белое нижнее белье. Марьяна склонилась над утыканным стрелами парнем. Так, одна стрела включится, не страшно, это прошла на вылет легкая, вот тут отвратительно. Так, стрела в ляжке, ерунда, парень, будешь жить. Стрелу включится, двигаем вперед, вперед, упс, наконечник вылез. Стрелу ломаем, оп, залечила. Стрелу из ноги также, есть, а вот в груди застрял у позвоночника, не хуже, чем тогда у Борислава. Хотя тут полегче, воспалений нет, но на месте никак не сделать, неудобно и силы мало уже. Господа, сколько осталось до трактира? Примерно с версту, уважаемая, ответили с толпой несколько голосов. Помогите, прошу моему охраннику поймать лошадей, наших перебили. Надо вести раненого к трактиру, я тут его не смогу поднять, устала. Василий, Аксен, Бран, быстро помогайте парню. Шаметом, шаметом. Смеркается уже и холод, нам еще версту пили до трактира. Все побежали в сторону, а командир охранников подошел к Марьяне и накинул на нее шубу. Оденьтесь, госпожа, холодно, да и прикрыться вам надо. Он скользнул взглядом по ее изрезанному платью без рукавки. Только сейчас Марьяна заметила, как оборвана и изрезана ее одежда. Вспомнила, ключица. Она пошевелила плечом. Нет, не болит, уже срослась. Ай да Влад, ну кудесник, подумала она с теплотой, оглянулась. В вазок уже запрягали коня, двух других привязывали сзади. Раненого охранника укрыли пологом, подложив под голову узелок. Она внезапно опомнилась, побежала, заглянула в вазок. Фух, деньги на месте. В памяти воскресла картина. Во время боя бандиты что-то кричат, но воспоминание ускользало, и окончательно его перебил начальник охраны каравана. Госпожа, разговор есть. Что вы будете делать с оружием и броней разбойников? И коней опять же. Он потупил глаза и быстро взглянул на Марьяну. Ну, пятерых мы уложили, остальные все ваши. Командир, без проблем. Пятеро полностью ваши, мы же берем трех коней, оружие с убитых нами, их броню и ценности, что есть на них. Остальное, кони, одежда, все что угодно ваши. Я думаю, так будет справедливо. Хорошо, госпожа. Я предложу вам так. Коней, что остались от убитых вами, ну, тех, что уцелели, давайте пока не будем делить, а сделаем так. По приезде в Лазутин, вы ведь туда направляетесь? Марьяна согласно кивнула. Мы коней продадим, поделим деньги пополам, и вы заберете свою долю. Вот это будет совсем справедливо. Мы ведь только немного помогли, вы все сделали сами. Я бы вообще ничего не стал брать, но мои люди меня не поймут, понимаете? Конечно, капитан, я вам благодарный, вы порядочный человек. Командир смутился и сказал. Грех обобрать такую воительницу, как вы, я восхищен вами и все мои люди. Да и мало ли что, кто знает, что там в будущем может еще и ваша помощь пригодиться. Он лукаво усмехнулся и посмотрел на целительницу. Вы непростая женщина, лучше с такими дружить. Марьяна улыбнулась. Капитан был умным человеком. Хорошо, капитан, забирайте всех остальных лошадей, потом найдете меня и отдадите, что посчитаете нужным. Я остановлюсь в гостинице Белой Журавли, это возле школы магии, знаете? Знаю, конечно. Меня звать Владислав, или просто Слава. Если что, в гильдии меня знают. Да ладно, спешить надо, в трактире поговорим еще. Вы ведь заночуете? До города еще верст 20 будет, а уже смеркается. Не стоит ехать на ночь глядя, да еще с ранеными. Да ну, само собой, заночуем. Прошу вас, последите, чтобы ценности с трупов не поперли, а то солдаты шустрые, вмиг пристроят, что надо. Подмигнула она наемнику. Так вы еще и умница. Но вот не был бы я женат сразу на пяти женщинах в трех городах, обязательно бы вас умыкнул. Ценность вы бесценная, а не девушка. Капитан засмеялся, ему вторила Марьяна. Ладно, прослежу. Все сложат в вазок, а там уже разберетесь на месте. Через час караван медленно двинулся по дороге, и о произошедшей схватке напоминали лишь пятна крови на белом снегу, вытоптанная площадка, трупы лошадей и голые человеческие тела, оставленные на поживу ворнам и лисам. Никто не оглядывался на них. Это издержки профессии грабителя, вот так остаться на белом снегу. Да и шибко ненавидели их караванщики, как и все купцы, во все времена и во всех мирах. Влад, проводив Марьяну, она выехала еще с позаранок, только начало расцветать, угрюмо побрел в клинику. Ему было грустно и как-то не по себе. Он не привык прятаться за спиной женщин по его понятиям, впитанных с молоком матери, понятиям, идущим от его казацких предков. Мужчина всегда добытчик, воин, организатор, а женщина обеспечивает тейл семью, хозяйство. А тут ему пришлось отправить бабу навстречу опасностям, волнениям. Да еще с такой крупной суммой. Эти деньги даже для многих дворян были очень весомой суммой, а уж для простых людей тем недосягаемым сокровищем, за которое можно сделать что угодно, убить, ограбить, продать душу дьяволу. На душе у него было гадко и не оставляло какое-то странное чувство. Вроде что-то недоглядел, проворонил, проспал. Вроде бы все предусмотрел, а что-то на душе неспокойно. Какое-то предчувствие, и все тут. Он постарался выкинуть из головы все дурные мысли, но они никак не уходили. Клиника бурлила. Уже стояла очередь. Люди, как оказалось, ночевали в лесу рядом с домами. Кто-то ставил палатки, кто-то устроился в восках, накрывшись меховыми одеялами и шубами. Ему даже стало немного стыдно за то, что больным пришлось ночевать на улице. Ну а что он мог поделать, не в свою же постель их класть? Маша с Феклой обсуждали какие-то хозяйственные проблемы, мол, свинина не свинина, и попытались втянуть ее в разговор. Он отмахнулся от них, как от назойливых мух, и автоматически, не подумав, сказал, не царское это дело, на что у них сразу отвалились челюсти. Он поморщился, мысленно укорив себя, все время забывая, вот и на сей раз ляпнул что-то из прежнего лексикона. Но они тут же забыли его прикол и опять начали горячо спорить. Он прекратил склоку, прогнав взмахом руки Феклу и подозвав Машу. Ты смотрела, что там за больные? Кассу ведешь? Веду, господин лекарь, вот сегодня прибыли три купца, двое крестьян. Скупцов я уже получила за прием и осмотр по десять золотых, все записала. Если будет лечение дальше, мне скажете, я приму остальные деньги. Продала настойку, укрепляющих десять штук, по золотому. Арина выдала со склада, все отмечено. Ладно, давай Арину ко мне. Маша отбежала и позвала Арину, суетящуюся с остальными девушками. Да, господин лекарь, ой, господин Латтоис, что хотели узнать? Что там у девушек, привыкают они? Привыкают. Госпожа Марьяна нас немного научила, стараемся. Помогаем Фекле хозяйствовать, стражникам готовим. Влад погрозил пальцем, усмехнулся. Глядите, стражники парни ушлые, тут же с задранными юбами окажетесь. Арина весело усмехнулась. Давай что, если на остальных девчонок еще поглядывают, то нас с Машкой как огня боятся. Вдруг страшный лекарь, чего никто подумает и башку оторвет. А то еще заколдует и все мужское отвалится. Она мелодично засмеялась и тихонько добавила. Да они девки-то, они больно на стражников смотрят-то. И поводила бровями вверх-вниз многозначительно. Это еще почему? С интересом спросил Влад, снимая полушубок и отдавая его на руки подбежавшей девушке, которая тотчас унеслась с ним опять в глубины комнаты. Да мне и сказать как-то неудобно. Девушка посмотрела на него, улыбнулась и решилась. Да зачем им стражники, когда они все с вами переспать мечтают, говорят, что с кем вы переспите, сразу делаете красавицей. А еще что вы мужик сильный да сладкий. Хе-хе, вот дурехи. А откуда они взяли, что я сладкий? Ну-у-у-у. Арина покраснела и поводила пальцем по операционному столу, оставив на матовой поверхности тонкий запутанный след. Чего так госпожа Марьян стонал полночи, ежели не сладкий? Тут все в клинике слыхали, как вы там кувыркались. Тьфу ты, вот ведь чертовы девки. Ну везде нос сунут. Захохотал Влад и приказал. Давай, приглашай больных, хватит им там мерзнуть на улице. Все у вас охрене какой-то мысли, одно слово бабы. Он хохотнул еще раз и сосредоточился на работе. Прием сегодня был не очень сложный. Две купеческие дочери с оттопыренными ушами устранил. Заодно подправил одной плоскостопией и подтянул груди. Та просто обалдела от счастья, а папаша на радостях растряс мошну до ста золотых. Третий купец был мальчишкой, страдающей рахитом. Поправил, выписал пить травяные настои, которые он тут же приобрел у Арины. Затем пошли крестьяне со своими проблемами и болезнями. Подумалось, столько сил потратить на крестьян бесплатно, вроде как из пушки по воробьям. Маг уровнем выше магистра лечит по носу лихорадку. Это все равно, как профессора медицины вызвать на ОРЗ. Ну что поделаешь. Вот наберем магиков еще, буду заниматься только пластикой и чистой магией. Хочется заняться амулетами, магическим оружием, исследованием по пространству, ведь все-таки надо как-то домой на землю пробиваться. Так-то хрен с ней с этой землей, но жена... С этой позитивной и жизнеутверждающей мыслью Влад и закончил прием больных, быстренько прогнав всех через конвейер лечения. Усталый, но довольный, он пошел обедать, с удовольствием вдыхая запах хвои и дым из печных труб. Глаза слезились от яркого солнца, снег сверкал, на тренировочной площадке, запыхавшись, бегали, трясли деревянными затупленными клинками бойцы, в одном из которых Влад узнал сына купца Панфилова. Остановившись, лекарь подозвал его, как раз в это время отпущенного напередых. Парнишка подбежал, довольный. Он уже немного пополнил, хорошая кормежка, свежий воздух и упражнения сделали свое дело. Парень уже не был похож на скелет, пособие по анатомии для учеников. Ну как ты тут? Хе, Олег вроде тебя звать. Как ты тут обжился? Не обижают злые вояки? Злые вояки за спиной Олега заржали и крикнули. Да он сам, кого хошь, обидит. Карактерный парень. Олег раскраснелся от похвалы и видно было, что он ценит мнение своих товарищей, с которыми живет в одном доме. Все отлично, господин лекарь. Вот Семенами учит меня вместе со всеми мечевому бою. Только получается пока плохо. Ну, я стараюсь. Влад хмыкнул, взглянув на синяк на руке парнишки, сказал, повернувшись к Семену. Вы там поосторожнее. Парень еле-еле с того света вылез, а вы ему последние мозги и вышибить палками. Меня его отец потом сожрет. Олег нахмурился и возразил. Я не хочу никаких поблажек. Я как все. Прошу вас, господин лекарь, больше так не говорить. Семен одобрительно хмыкнул. Молодец. Так-то парнишка. Есть характер. Первое время блевал от нагрузки, теперь вот молодцом. Весь в отца, видно, пошел. Олег еще больше зарделся и смутился, а Семен невозмутимо добавил. Вот только двигается, как беременная ослица на задних ногах, и меч держит, как будто из него помочиться собрался. А так ничего, парень свой. Все бойцы начали истерично ржать. Подключился Олег. Влад, посмеиваясь, махнул рукой. Делать, что хотите. Потом кивком отпустил Олега, побежавшую к товарищам, и добавил. Семен, давай-ка чуть попозже займемся учебой. Мне надо еще с луком поупражняться, да не мешало бы прием из секира и с улицы отработать. Я сейчас пообедаю, пойду, да и вы тоже. А потом с тобой потренируемся, хорошо? Да, конечно, без проблем. Эй, выхухали, айда обедать. Правда, вам не за что щей наливать, не работали еще. Но начальник велел вас задаром покормить, не то сдохните. Они все, посмеиваясь, пошли в стражницкую. Владимир обедал в одиночестве. Девчонки пожелали трапезничать с остальными. Явно им хотелось перед ним похвастаться и посплетничать. Он был не против, но потом подумал, надо бы это прекращать. Пусть обедают с начальством. Не должны подчиненные, каковыми для них являются остальные четыре девушки, видеть, что их начальницы не небожители, а такие же крепостные девки. Чем скорее они это забудут, тем лучше для дела. Да и нам спокойнее. Чем меньше с ними общаются, тем меньше выболтают. Разделяй властвуй. Старый принцип. Интересно, тут о таком имеют понятие? Надо сделать так, чтобы эти две девушки жили, питались и общались отдельно от коллектива. А другие им завидовали. Тогда не будет заговора, когда они будут бегать, жаловаться друг на друга. И будет контроль группы за группой. Нельзя допустить, чтобы они спелись и что-то чудили вместе. Он пообедал, немного отдохнул, потом достал из кармана золотую монету и задумчиво стал смотреть на нее, пытаясь сообразить, как из такой штуки сделать амулет и какой. Как он понял, в этом мире было два основных вида боевых амулетов. Один отводил от хозяина любое магическое воздействие, другой физическое. А вот как добиться, чтобы и то, и другое? Он успел за секунду рассмотреть амулет Бориславы и примерно понимал, как он работает. Физическое. С ним еще было не очень понятно. А хорошо было бы создать достаточно амулетов, защищающих от стрел и сабель, и выдать их своим охранникам. Тогда бы им равных не было в бою. Но надо думать, думать, думать. Но пока ничего в голову не приходило. Влад плюнул и прошелся по избе. Хватит страдать. Надо пойти и потренироваться, как следует, на свежем воздухе. Может, что-то в голову придет. Да с Семеном поговорить. В дверь постучали. Парень из охранников сообщил, что Семен ждет его на площадке. Влад кивнул, надел меховую безрукавку и шапочку, влез в валенки и пошел делать из себя заправского охранника. Семен в этот раз набрал самого тяжелого оружия. Вряд на скамеечке у ограды лежали секиры, боевые топоры, небольшие метательные топорики и кистини. С улицы булавы. В общем, почти весь набор воина. Они начали с метательных оружий. С улицы. У Влада выходило вполне неплохо. Сказался, наверное, опыт метания копья в спортивной юности. Впрочем, особенных успехов не было. Ну да, он мог пробить человека с улицы на вылет. И что? Чтобы попасть ею, надо учитывать много факторов и много тренироваться. Как и с метательными топориками. Имя лекарь, в общем-то, сносно попадал куда надо, но тоже успехов особых не было. Лезвие не всегда желало втыкаться куда он хотел. После второго разбитого о мишень топорика, он умудрился засветить им так, что рукоять ударила ровно в середину мишени. И обух, пройдя по рукояти как рубанок, все-таки в нее воткнулся. Семен сказал, что с таким же успехом он может прибить противника, метнув в него каменюкой. Даже эффективнее будет, и топоры покупать потом новые не придется. В общем-то, с его силой-то хорошо. А вот топоры метать он научится тогда, когда метнет их 10 тысяч раз. Такое Влад слышал еще в юности, только про ножи, так что не удивился. Секиро ему понравилось. При его мощи он мог практически пополам разубить этой штукой любого противника, только попасть. Но вот таскать эту арясину, как и боевой топор с дыркой на лезвие, он не собирался. Эти штуки использовали профессиональные военные в регулярных войсках для боя в строю с тяжеловооруженным противником, наглухо закованным в броню. Врежь таким по кумполу не разрубишь. Зато башка в этом ведре так о шлем трахнется, что потом врага можно спокойно добить и простым ножиком, а то и мозги вылетят при удаче. В общем-то, тренировки с этими убойными штуками имели чисто ознакомительный характер, пользоваться ими Влад особо не собирался. Вот к истине ему приглянулись. Небольшие шипастые шарики из металла на цепочках, соединенных с короткой полуметровой рукоятью. Это оружие было очень эффективно и против латников, и против легких пехотинцев. У всех народов были подобные приспособления для умиротворения пришедших без спроса нежелательных гостей. Такой штукой можно было и выбить оружие, и раздробить кости через кольчугу, не пробивая ее. Ими можно было работать одновременно двумя руками. Тогда эффективность воина, похожего в этот момент на вращающуюся ветровую мельницу или вертолет, увеличивалась многократно. Если катана служила исключительно для убийства, удар и смерть, то при их помощи можно было оглушить и травмировать противника, взять его в плен. Так что больше времени Семен и Влад посвятили изучению приемов боя с кистенями. Кстати, самым главным в этом оказалось не посносить башки рядом с стоящим товарищем. В целом стиль боя с кистенями чем-то напомнил Владу работу с нунчаками. Он когда-то занимался с ними. Те же цепочки, те же возможности резко менять направление и создавать веер защиты перед владеющим этим страшным оружием, через который пробиться было трудно. Влад с интересом смотрел, как Семен вертелся с ними, как будто был окутан коконом, создаваемым проносящимся вихрем бугристыми шарами. В конце концов и тренер, и ученик приустали. Над площадкой давно уже спустился зимний вечер, сияли светляки, вчера еще поставленные Владимиром, пора было закругляться. «С кистенями у него получалось хорошо, но нужно было каждый день уделять время тренировке», сказал Семен. С тем они и отправились по своим избам, удовлетворенные друг другом. Влад был рад иметь хорошего, умелого тренера, а Семен – гениального ученика, которому можно было передать свои многолетние знания. Как настоящий воин он считал, что только воинские умения имеют самое высшее и первоначальное значение для человека, и радовался, когда кто-то с удовольствием их перенимал. Между Владом и Семеном давно протянулась как бы ниточка от сердца к сердцу, они уважали друг друга как профессионал-профессионала, как настоящий мужчина настоящую мужчину. Так вот и зарождается мужская дружба без фиолетовых соплей в сахаре, без этакого бабского сисюканья. Дома Влад уже ждал ужин – большая лохань возле печи и две стреляющие глазками возбужденные красотки. Он устало присел на стул, попил чаю с ватрушками, только что испеченными в русской печи. Есть ему почему-то особо и не хотелось, потом он ушел в свою комнату, снял верхнюю одежду, он был весь мокрый от занятий. Поскакали они от души на площадке, правда, Семену работался больше, несмотря на свой опыт и тренировку. Влад подошел к корыту, решительно снял остатки мокрой от пота одежды, махнул девушкам, подзывая, и четыре руки устроили ему джакузи в отдельно взятой крестьянской избе. Через полчаса обмывания и натираний он уже лежал под покрывалом на своей койке. Маленький светлячок-ночник горел у печи, подсвечивая избу нереально синим светом. Он специально сделал его синим, как в детстве. У мамы был такой ночник с тусклой синей лампочкой, чтобы мальчишка не боялся и спал, ведь в темноте водится чудовище и нечисть. А вот лампочка всех отпугивает, особенно мамина лампочка. Он специально не стал закрывать дверь в свой закуток, лежал, глядя в потолок, улыбаясь, и слушал шепоты при пирательстве на топчане. — Ты стерва, Аринка. Я вообще первая была, и мне первой. — Машка, ты гадина. Я вообще первой должна быть. Я больше работаю, ты только нос задираешь. Послышалась какая-то возня, и некое тело гулко шлепнулось на пол с шипением. — Ну, сучка, я тебе припомню. Басы и ноги зашлепали по полу и в комнату Влада. Тихонько прокралась белая фигура, как привидение. Влад сделал вид, что крепко спит, и фигура нерешительно постояла, потом тихо стянула с себя рубаху и скользнула к нему под пуховое одеяло. Гладкое девичье тело прижалось к нему, упершись твердой грудью. Он подумал, ага, хорошо постарался, ну, для себя делал, не для врагов. Рука нерешительно провела по его груди и животу, спускаясь все ниже и ниже, и замерла, ну, там, где надо. Явно опыта у этой руки и всего остального не было, а посему Влад, уже нестерпимо желавший продолжения банкета, повернулся, взял ее ладони в свои и вытянулся на ней, как будто распяв ее на кровати. Она послушно и жадно раскрыла колени и приняла его в себя со вздохом облегчения и наслаждения, как будто ждала этого долгие годы. А может, так оно и было, думал Влад, лежа рядом с влажной, от любовного пота, изможденной Ариной. О чем еще может мечтать девушка, уродливая, но умная и чувственная? И тут вдруг мечта осуществляется? Ну и как тут не постанать под красивым, сильным самцом? Да так, чтобы было слышно аж в стражницкой, на зависть всем, и особенно той, кто сейчас лежит и сопит под одеялом, приговаривая, ну, сучка, ну я припомню тебе, коза кривая. Ночь вступала в свои права, и даже зависть и похоть не смогли устоять перед дуновением сна, и скоро вся изба, одноженные, слившиеся в объятия любовники, клиника с сопящими девчонками потной феклой, стражницкая, все спали, кроме постовых, внимательно осматривающих территорию. Одному из них вдруг показалось, что вдалеке мелькнула тень. Он осторожно, а как призрак, двинулся к тому месту и увидел на снегу человеческие следы. «Недавно кто-то прошел», – подумал он. «Надо утром доложить командиру». И вернулся в свой схрон под заснеженной сосной. Глава девятая. Утро было ясным. Даже в такие маленькие мозаичные окошки избы пробивался солнечный свет, играя на шелковых обоях с цаплями, на очищенном до сияния медном чайнике, заячки от которого били в глаза Владу, с трудом сумевшему продрать их после ночи. Он прислушался. В комнате раздавались приглушенные женские голоса, чего-то горячо доказывающие друг другу. «Ну и чё, ну и чё, я первое хотела. Но сегодня ты чё повелась-то, как будто последний день живем. Не стерла я его под корень, хватит тебе еще, перестань дуться». Влад засопел, сел на постель, голоса немедленно стихли, потом звонкий голос Маш спросил. «Проснулись, господин Влад? Пойдемте, я вам воду приготовила». И тут же зашипела. «А ты, Аринка, иди на стол собирать, я сама его мыть буду». И опять громко, нарочито, сладким и доброжелательным голосом. «Идите, идите, господин Влад». Влад встал, прячу хмылку в бороду, прошел к корыту и стал наслаждаться потоком теплой воды и массажем нежных ручек, моющих ему голову. Он всегда чуть не засыпал в парикмахерских после того, как руки парикмахерши продолжительное время теребили его волосы. Парикмахерши обычно смеялись и сообщали, что он не один такой, а большинство мужиков также реагируют на стрижку. Особенно ему было страшно, когда до и после стрижки парикмахерша мыл ему голову. В этом было что-то интимное, возбуждающее, когда женские руки перебирают тебе волосы и гладят по голове. Но все хорошее кончается, наконец он был насухо вытерт, накормлен и настал черед работы. Люди в клинике уже ждали. Он с раздражением осмотрел тесноватое помещение. Ну чего хорошего, когда тут живут люди и тут же производят операции. Дикость какая-то. Грязь, кровь, запах. А тут еще люди. Ну, куда деваться. Помещения не хватает, так что альтернативы нет. Ну, до приезда Марьяны нет. Девушки встретили его хором, поздоровавшись. О чем-то пошептались, перемигиваясь. Видимо, обсуждали концерт, выданный Ариной. Ему же было как-то не до них. Рутинная работа ему надоедала и хотела скорее освободиться от назойливых посетителей, которых, как на грех, было довольно много. Приглашайте больных. Девушки на ходу подхватили сброшенный им полушубок. Влад уселся на стул возле стола. Лишнее давайте отсюда. Посетители не любят, когда тут толпы бегают. Останьтесь Ариной и кто-нибудь из санитарок. Маш, сходи в Стражницкую, проверь, давно ли белье парни меняли. Не скажешь? Завшивьют, черти. Первый посетитель был огромный мужчина, неожиданно нежно поддерживающий невысокую бледную женщину с русыми волосами. Она опиралась одной рукой на костыль, другой на летое плечо мужика с физиономией былинного разбойника. После первых слов, произнесенных разбойником, стало ясно, что он просто кузнец, всю жизнь простоявшую на ковальне, а это его жена, которую поедала болезнь, называемая в народе Костоед. Ее кости истончились, они ломались от резких движений, под собственным весом и просто ночью во сне. Влад встречал такую женщину в прежней жизни. Она точь в точь походила на эту из магического мира. Умненькие глаза, добрая улыбка. Как и тогда, Влада охватила щемящие чувства. Ну за что? За что этой женщине такие страдания? Ну почему какие-то подонки, людишки, которым не то что жить, рождаться-то не надо было, живут здоровые, богатые, справные, отравляя жизнь окружающим, а вот эта прелестная женщина страшно страдает? Его в подобном случае всегда охватывала ярость, особенно когда он слышал вот эту фразу «Кого Бог любит, тому он насылает испытания». В таких случаях ему хотелось ругаться. Жена грустно останавливала, не надо богохульствовать. И действительно, ну почему? Почему так происходит в мире? Почему такая страшная несправедливость? Владимир этого не знал и сомневался, что узнает. Только в этом мире он мог что-то поправить. Магией и мечом. Женщину садили на табуретку у стола. Она села с облегчением, расслабив усталые руки, и посмотрела на лекаря голубыми, каким-то сияющими глазами. Казалось, она знает, что-то недоступное обычным людям. То, что узнала, находясь на границе жизни и смерти. Господин лекарь, прошу вас, спасите мою жену. Мужчина бухнулся на колени и поклонился ему в ноги. Я не богат, я простой кузнец, мы приехали к вам за сто верст. Мне сказали, что вы спасаете тех, кого уже никто не спасает. Прошу вас, я продам кузню, буду вас отрабатывать, пока не отработаю, только спасите ее. Он заплакал, сгорбившись и уткнувшись головой в пол. Девушки испуганно забились в угол, издалека поглядывая на больную ее мужа. Встаньте, встаньте, нетерпеливо сказал Влад. Не надо ничего продавать. Сможете, отдадите, сколько сможете. Нет, бог с вами. Конечно, помогу. Перестаньте унижаться, встаньте. Он поднял мужчину с колен за руку и проводил к дверей. Подождите за дверью, все будет нормально. Мужчина вытер глаза огромной ручищей и молча кивнул, потом шагнул за порог и тихо прикрыл дверь. От его огромной жесткой руки у Влада осталось странное ощущение, будто брал не руку человека, а подошву кожаного сапога. Отец рассказывал ему, что дед его отца, то есть прадед Владимира, был кузнецом в станице Добренко на Дону. Это был огромный мужик с корявыми мощными руками. Он брал из гор на уголек, прикуривал от него и бросал назад. Кожа на его ладонях была такая натруженная толстая, что он не чувствовал боли от ожога. Вот и этот кузнец был похож на прадеда и остро напомнил ему о покинутой родине и у Владимира защемило сердце. Он опять подсел к женщине. «Раздевайтесь, снимайте все с себя, девушка, помогайте ей». Девчонки быстро раздели больную и уложили на стол. Она восприняла все спокойно, без стыда, что для этого мира было как-то нетипично. Влад отметил это для себя и приступил к осмотру. Тело было очень худым, груди почти не было, так соски одни. Отметил для себя, а волосения на теле тоже почти нет. Спросил. «У вас дети есть?» «Нет, здоровье не позволяло». Влад обратил внимание, и половые органы какие-то, детские, недоразвитые. Его память у служливо подкинула. Остеопороз на основе недоразвития тела, а тело недоразвитое от недостатка гормонов эстрогенов, которых не хватает потому, что их не вырабатывают яичники. «Вы с мужем часто занимаетесь любовью?» «Вам вообще нравится это дело?» Женщина без удивления посмотрела на него. Он подумал, что-то она больно спокойна, это тоже ненормально. «Нет, редко, а в последнее время вообще давно не занимались. Мой муж меня любит и бережет. Раньше чаще был, но потом стало все хуже и хуже. Да мне это и не надо, только ради мужа. Не понимаю даже, что в этом приятного». Она улыбнулась и посмотрела на Владимира своими сияющими глазами. «Упс, классический случай. Недоразвитие яичников в результате недостаток эстрогена и как следствие организм не может усваивать кальций. Недоразвитие по детскому признаку нарушения психики она слишком спокойна, это видно. Хотя, может, просто сила духа? Чем-то она похожа на эльфийскую принцессу из кино. Как ее звали? А, Арвин. Ну что же, Арвин, будем лечить. Рукой провел. Спит. Так, яичники, да, зачатки какие-то. Поддать, поддать силой. Ой, надо осторожней, аура дохлая. Подкачал. Есть. Яичники сформированы, импульс начали бешено работать, подгоняя гормоны. Добавил кальций в кости. Видно, множество переломов очень истончились. Больше ничего не трогать, она истощена, как скелет. Источник проблемы устранен, теперь пусть набирает вес, там и телеса нарастит. Все вроде, кости теперь не сломаются. Но общее состояние стало еще хуже, организм истощил последние ресурсы. Ей ехать нельзя, куда ее девать-то? Спать где ей? Есть выход. Влад вывел из транса, нареченный им Арвин. Она изумленно заморгала глазами, потом попробовала пошевелиться, не смогла, сил не было. Лежите, не двигайтесь. Девчонки, накиньте на нее одеяло, сейчас я мужа позову. Арина, кликни ее мужа. В дверь ворвался здоровенный мужчина, сразу кинулся к жене. Что? Что, господин лекарь, как она? Вас как звать? Гордей, Гордей меня звать, господин лекарь. Так вот, Гордей, я устранил причину, из-за которой у нее ломались кости, из-за которой она дошла до такого состояния, но ее нынешнее состояние очень плохое. Ее тело черпало жизненные силы из себя самого. Как бы тебе это объяснить? Вот ты что-то делаешь, тратишь силу. И она, когда я ее сейчас восстанавливал, тратила силы изнутри себя. Скоро она будет здорова, но чтобы она дожила до выздоровления, ее сейчас нельзя никуда везти, по морозу да за сто верст. Можешь не довезти. Я предлагаю вот что. Мы найдем у нас местечко, хоть и так тесновато, она побудет тут, мы ее будем отхаживать, поить, кормить специальной едой, которая ей нужна для восстановления. Я буду ее время от времени подлечивать еще, пока не буду уверен, что она вне опасности. Потом вы уедете, согласен? Мужчина опять попытался упасть в ноги, но Влад поймал его, и он буквально повис на его одной руке. Кузнец недоуменно посмотрел на руку Влада, легко удерживающую его 120-килограммовую тушу. Господин лекарь, я сделаю все, что вы скажете. По гроб жизни буду вам благодарен, я ваш должник навсегда. Гордей, давай сейчас не будем нести всякую ерунду, мы еще с тобой поговорим, есть дело к тебе, но позже. Сейчас так сделаем. Девушки протопят баню, ты отнесешь ее туда, они ее вымоют, оденут, потом ты отнесешь ее в комнату, где она будет лежать. Думаю, дня через три вы сможете уехать. Про себя Влад подумал. Вот засада. Опять так не хватает стационара. Нет, надо с этим что-то решать. Ну все. Девчонки, бегом баню топить. Гордей, готовь ей чистое белье. Если нет с собой, свое придется давать. Есть? Ну и хорошо, иди собери. Все по местам. В клинике все зашевелилось, девушки забегали, мужик помчался к воску, а Влад присел у больного и спросил. Ну как вы? Чувствуете, что полегче стало? Да, реально лучше, улыбнулась она. Скажите, а мне можно будет детей иметь? Можно. Хоть тысячу, Влад усмехнулся и добавил. Ежели захотите. Захочу. Я всегда хотела. И Гордей страдает. Он всегда хотел сына, а я не могла ему подарить. Он меня сильно любит, и я его люблю. Вас как звать? Влад. Когда рожу сына, назову его Владом. Вы хороший, я знаю. Вы притворяетесь грубым, злым, а сами хороший и добрый. Вас злые люди обижали, и теперь вы защищаетесь от них. Выставляете себя злым, а вы не такой. Влад усмехнулся, а самому стало как-то не по себе. Она как будто душ ему рентгеном просвечивала. Он посмотрел на нее магическим взглядом. Да нет, магии не видно. Ладно, надо ее пристроить на кровать Марьяна, пока той нет. До приезда ее уже подлечу. Надо ее подкормить сразу. Фекла, приготовь бульон из говядины и хлеба туда размочи. Сейчас покормишь. Кухарка засуетилась, и через минут десять все было готово. Как раз к этому времени подошел муж. Ему дали ложку, и он стал тихонько кормить жену теплым бульоном с размоченным в нем хлебом. Она с жадностью глотала, как все больные после магического вмешательства. Появились девчонки, сообщив, что баня затоплена, сейчас будет готова. Женщину укутали в одеяло и тулуп, а муж понес ее на руках, сопровождаемый стайкой санитарок. Влад отдал им вслед нужное распоряжение, потом сел немного передохнуть. Следующим был купец, привезший сына с косоглазием и плоскостопием. Исцеление обошлось ему в пятьдесят золотых. За ним была дама за сорок с подтяжкой груди и, так сказать, липосакцией. Потом крестьянин со сломанной ногой, потом еще один. В конце концов, Влад выглянул за дверь и крикнул. Еще есть кто на прием? Никто не отозвался, и он с облегчением понял, все-таки поток у больных у дверей клиники когда-то заканчивается. День был не слишком жирным на прибыль, но довольно продуктивным. У лекаря имелись определенные виды на кузнеца. Обед давно уж прошел, и Влад наконец-то потащился к себе в избу. По дороге его поймал Семен. Господин Влад, проблема у нас. Или пока не проблема, но я озабочен. Что такое? Влад насторожился. Чего-то подобного он ожидал, но не так быстро. Пасут нас. Дозорный видел кого-то в лесу ночью. Было три человека. Скрылись на конях. Крестьяне верхом не ездят. Это кто-то разведывает обстановку, мне кажется. Возможно, в ближайшие два-три дня надо ждать нападения. Может, прощупать нас хотят? Давайте все-таки усилим охрану. И вот что. Держите оружие на готове. Я так и знал, что посещение Борислава так просто не закончится. Могут пустить небольшую группу, чтобы прощупать, насколько мы сильны, и время от времени беспокоить, пакостить, поджигать. Семен, да знаю я. Я тоже ждал этого, только вот не так быстро. Где-то ошибся в расчетах. Я их через месяц ждал. Может, это не Борислав вообще? Да все может быть. Одно скажу. Держите на готове оружие, спите в полглаза. Думаю, этой ночью могут попробовать. Ясно. Предупреди парней. Да, вот еще что. Тут мужик один, его жену лечим. Пристрои его как можешь, ну хоть даже на пол, что ли, положи. Мне некуда. Там девки, тут девки. Он дня три побудет у нас. А что за мужик? Маленький, большой? Не просто большой. Чудовище. Фыркнул Влад. Кузнец один. Ну некуда его деть, увы. Кузнец? Говорите, большой? Задумчиво проговорил Семен. А это неплохо. Все одним бойцом больше. Дадим ему секиру. Бронька там у нас есть большая. Пусть натянет. Да, вот, возьмите. Вчера не взяли кисти, не пусть у вас лежат на всякий случай. Мужчины разошлись по домам, озабоченные проблемами. В избе Влада ждала суета. Арвин, который на самом деле звали Мира, была уже намытой и лежала на постели Марьяны, счастливо улыбаясь, в то время как муж опять кормил ее с ложечки. Влад дал сигнал Арине, чтобы она взяла чашку с бульоном у мужчины, кивнул ему, пошли, мол, и сел к столу. Маша собрала им обед. Как всегда, щи горячих блинов, хлеба. Фекла занималась со стражниками, ее в помещении не было. Они похлебали горячего, источающего мясной дух бульон, и Влад начал. Тут такое дело, Гордей. Есть опасность, что сегодня на нас будут нападения. Кого не знаем. Я хотел тебя отправить в трактир на трак, чтобы ты там жил, пока мы долечим твою миру. Но боюсь, что ты нам сильно понадобишься тут. Если нападут, лишний человек нам не помешает. Понимаешь? Кузнец отставил чашку, не доев щи. Все что угодно. Я за жену всех порву. И я вам обязан. Рассчитывайте на меня, господин лекарь. Хорошо. Тебя поселим в стражницкой, так как тут нельзя. Девчонки за них хорошо ухаживают, не бойся. Там мой начальник охраны даст тебе оружие, броньку подберет, будь наготове. Ну, а я тут буду. Через меня не пройдут, не сомневайся. Я не сомневаюсь. Кузнец с уважением посмотрел на мощные предплечья Влада. Вы кузнецом не работали случайно? А то хватка такая, как с щипцами. Нет, не работал. Прадед кузнец был. Почему-то с гордостью сообщил Влад. Всегда нравилось кузнечное дело. Мечтал мечи, ножи ковать, украшать. Ну, как-то не сложилось. По другой части пошел. Ну, еще не поздно. Я б вас научил. Да нет уж, спасибо за предложение. Кстати, вот еще о чем я хотел поговорить с тобой. Ну, шпану эту мы, конечно, отобьем, жену твою подымем. А ты не думал перебраться оттуда, где живешь, сюда, поближе к тракту? Нам тут кузнец нужен свой. А то ездит далеко к кузнецу, да и тут тракт практически рядом. Люди ездят постоянно, а кузне ближайше далеко. Может, подумаешь? Я подумаю. Женой надо посоветоваться. Вот она поздоровеет немного, я с ней поговорю. Ладушки. Влад хлопнул ладонями по столу. Давай, доедай щи, попей чайку, дошагай в Стражницкую. Семен уже в курсе насчет тебя. Когда Влад остался с одними девушками, воркующими постели больной, он подумал. Вот меня Марьяна матом покроет, только она за порог, а в ее постель бабу положил. Он немного посмеялся, потом приток. Что будет ночью? Может, не сегодняшней ночью? Как-то не хочется. Может, и не будет ничего? Он в сердцах сплюнул. Сотни раз уже с ним такое было. Едет на СТО за оставленной там машиной и думает, сколько же будет стоить ремонт? Хорошо бы рублей 700, или в крайнем случае тысячу. А в голове на периферии сознания крутится. Две тысячи. Две тысячи. И оказывается, точно две тысячи. Видимо, мозг подсознательно просчитывает ситуацию, оценивает информацию, прорабатывает на основании жизненного опыта и множества других факторов и выдает результат. Это вроде называют иногда интуицией. Некоторые люди умеют слышать, правда, немногие. Остальные пропускают мимо ушей. Так что Влад точно был уверен, нападение будет. Вот когда другой вопрос? Он замер в раздумьях. Девушки его о чем-то спрашивали, но он не обращал внимания. Посидел немного, встал, подошел к сундуку и достал из него серебряник. Положил его на стол и углубился в изучение структуры монеты. Серебро. Как аккумулировать в нем силу? Он сидел и думал над серебристым кружочком, а у самого в голове все не проходило ощущение того, что кто-то крадется за спиной, смотрит на него. Это ощущение было очень неприятным. Наконец, он не выдержал и крикнул. Девчонки, приготовьте чистое белье и воды в баню натаскайте. Пойду попарюсь. Арина с Машей сразу убежали все устраивать. А лекарь подошел к спящей больной, проверил состояние. Сердце билось ровно, ее лицо порозовело во сне, она чему-то улыбалась. Он еще подкачал ей ауру. Вроде все было нормально. В дверь заглянула Арина и заговорчески прошептала. Все готово, идите. Накинув тулуп, Владимир пошел в баню. Как он и предполагал, там его ожидала предвкушающее удовольствие Машка, которую он сразу обломал, сказав, что хочет просто помыться и попариться, а не заниматься утомительными физическими упражнениями в жаре и духоте. Она сразу притухла, но осталась в предбаннике, потихоньку подглядывая в щелку за парящимся Владом, который сидел с полузакрытыми глазами. Наконец не выдержал и заглянув, предложила попарить его веником, на что он благосклонно согласился и был исхлестан вдоль и поперек. Влад подозревал, что хлестала она так от души и просто наказывая мужика за отказ от ее прелести, которое злостная девка нарочит и демонстрировала ему как бы случайно, то грудью коснется, то бедром. В конце концов утомилась ее сечь, намылила, смыла водой и недовольный направился в предбанник. Влад ее поймал, притянул к себе и с улыбкой глядя на нее сказал, «Маш, будет еще дело, мне сейчас не до этого, проблемы навалились, давай-ка я тебя тоже сполосну и пойдем чай пить». На том и завершился поход в сауну, на которой Маша возлагала надежды. Вечер упал, как всегда, нежданно-негаданно. На сей раз Влад не пошел тренироваться с оружием, справедливо полагая, что стоит немного передохнуть, не гонять людей зря, да рисоваться на открытой площадке ни к чему. Береженого Бог бережет. Достал кистень, осмотрел. Небольшие шары и размером с мандарин на цепочках длиной где-то в полторы-две ладони. На шарах литых выпуклости в виде пирамидок. Он укрепил цепочки, соединяющие кистень с короткими рукоятями, литые сразу с шарами, подумал, укрепил оба шара. Затем перешел к рукоятям. Простые деревянные ручки, обтянутые кожей, крепкое сухое дерево с укреплением металлическими кольцами, тоже сделал прочными. Отнес к постели и положил у изголовья на пол. Огляделся. Девушки легли, перешептывались между собой под одеялом, больная крепко спала, за окном было тихо и темно. Он разделся и лег в постель. Через минут десять, конечно, к нему прибежала Маша, наконец-то дождавшись своей очереди. Он не возражал, и ее стоны еще минут сорок оглашали окрестности избы, хотя она и старалась делать это потише. Но куда там? В любовной судороге разве будешь думать об условностях и соблюдении тишины? Так что концерт был еще тот. Наконец она затихла, сказав только перед погружением в сон. Девки меня пугали, говорит, больно будет, а было так сладко. На что Влад посмеялся про себя. Зря, что ли, дефлорацию еще сделал при лечении. Больная проснулась посреди их утех, вначале испугалась, очень ушистошно стонала Машка, как будто ее резали. Потом все поняла и с улыбкой погрузилась опять в объятия сна. Вся клиника уснула в тревожном ожидании. Все затихло. Как перед Борей. Через версту показалось большое силово, в котором и должна была заночевать Марьяна со своими спутниками. Обоз втянулся в него, проехал почти через всю деревню насквозь, и, наконец, остановился у большого здания, окруженного забором с многочисленными пристройками-коновязями. Это был трактир заезжая сломанный кнут, в котором часто останавливались большие и маленькие караваны. Марьяна с легкой завистью посмотрела на него, подумав, а почему мы не можем такое сделать? Чем мы хуже? И к нам едут люди, им надо где-то останавливаться. Жаль, только клиника не на самом тракте, а малость в стране. Я-то, когда там устраивалась, на охуторе рассчитывал в основном на крестьян из карауловки, а теперь вон как разрослись. Надо что-то придумывать. Она оставила Степана разбираться с лошадьми и воском и попросила командира охраны каравана помочь ей внести ранену в трактир. Его осторожно вынесли из воска, пронесли мимо фыркующих и пускающих пар на морозе лошадей и внесли в широко открытые двери трактира, сразу на второй этаж, где по длинному коридору направо и налево располагались комнаты для постояльцев. Обычно охранные караванщики ночевали при повозках, охраняя товар, но часть приезжих всегда селились в номерах. В такой номер и внесли раненого бойца. Он тяжело дышал, стрела, засевшая у него в легком, не располагала к веселью. Номер был прост. Кровать, тумбочка, столик. Охранника положили на постель, стянув с него валенки, быстро сняли лишнюю одежду, обнажив рану с торчащим из нее обломком стрелы. Марьяна засунула под кровать мешок с деньгами, который не решила составить в воске даже под надзором Степана. Мало ли кто там броит по двору, в этой мешанине повозок, людей и лошадей. Она попросила всех выйти. Скинула с себя шубу, прикрывшую ее иссеченную одежду, и сосредоточилась над вхождением в черноту. Черпнула из реки силы, и она кипучим потоком потекла в ее магический узел. Она в который раз с приятным изумлением обнаружила, что в нее помещается все больше и больше запаса силы, да и выкачивает ее из реки она быстрее. Наконец, через 15 минут заправка была окончена. Марьяна возложила руки на охранника и замерла, просматривая его рану. Красные всполохи крутились вокруг отверстия. Хорошо, хоть стрела не отравлена, подумала Марьяна. В юности она прочитала, как люди бронзового века держали свои стрелы наконечниками в горшке с протухшим дерьмом, своеобразным природным ядом. Понятно, что когда стрела попадала в противника, если он даже и выживал каким-то образом, то долго не мог не то что воевать, но даже двигаться. Впрочем, в выздоровление после таких ран Марьяна не верила, если только рядом не было опытного мага. Она еще посмотрела. Наконечник не дошел до кости, его форма была правильной, без отходящих от него перьев. Это привело ее в радостное настроение. Можно вытащить без проблем, только бы успеть вовремя перекрыть кровопотерю. Уцепилась сильными тонкими пальцами за деревяшку, настроилась, потянула. Стрела выскочила наружу неожиданно, как пробка из бутылки. Фонтанчиком хлестнула кровь, раненый закашивался мучительно и протяжно, но в губах его показалась кровь. Марьяна моментально перехватила сосуды и закрыла их, так что кровью вылазь немного со стакан. Направила силу в рану. Сосуды затягивались, прорастали, легче восстанавливали поврежденный участок. Дальше все пошло как по маслу. Еще через 15 минут раненый открыл глаза и сказал. Как хочу жрать. Ой, простите, госпожа Марьяна, мне приснилось, что на нас напали. Пу, черт, точно не приснилось. Вы молодцы со Степаном, если бы не вы, мне пришлось бы худо. Да вы сами бились, дай бог, лучше нас гораздо, небось, сами их и забили. Толкут от нас? Он огорченно посмотрел на Марьяну. Да нет, вы молодцы, держались долго, дали мне время собраться с силами. Честно говоря, я как-то растерялся вначале, больно все вышло быстро. Но как вы могли не растеряться? Вы же все-таки женщина, лекарь, а нас этому делу с детства учили. А как мы все выпутались? Неужели вы всех положили? Он с уважением посмотрел на Марьяну. Но я знал, что господин Влад потрясающий боец, но что вы? Я не помню ничего, когда в меня вторая стрела попала. С одной в плече я еще отмахивался, Степану спину прикрывал, а когда вторая прилетела, все, как в тумане. Вроде кто-то топотал рядом, какие-то люди. Кто там был? Ничего не помню. Но часть я побила, часть вы со Степаном, потом караван подошел попутный, они остальные их добили, вот так вот. А Степан жив? Ранний поднялся на локти и резко сел на кровати. О, голова закружила. Степан-то жив? Жив, подрезали его, ну не так сильно, как тебя. Ладно, давай-ка пойдем ужинать. Марьяна пристроила мешок с золотом в угол, накрыла его одеялом с кровати и потом, выпустив из комнаты кое-как одевшегося охранника, заперлась, предварительно проверив окно, закрыто или нет, крепкие ли запоры. Все было добротно, крепко, так что она со спокойной душой спустилась вниз. Найдя хозяина трактира, Марьяна сделала заказ на троих. Сегодня у них была тушеная баранина с овощами, гороховая каша с кусками жареной свинины и какая-то острая похлебка из индюшатины. Она заказала всего с запасом, так как и ее силы, и силы охранников были подорваны ранениями, лечением и боем. Охранник уселся за свободный столик в углу. Марьяна пошла к воску забрать вещи. Степан уже пристроил их вазок, наполненный всяким вооружением и кольчугами, снятыми с убитых разбойников под навес. Там была круглосуточная охрана, но он еще и накрыл содержимое попоной, чтобы не было видно. Марьяна с ним поговорила и решили, что завтра утром они сразу заедут к кузнецу и оставят у него порубленные кольчуги на ремонт. Остальное, оружие и прочее, хорошенько упакуют и заберут с собой. Там в лазутине или продадут, или же с обозом строители увезут обратно в клинику, что было предпочтительнее. Все равно охрану надо будет набирать, оружие пригодится. Лошади уже были пристроены в стойло. Им задали овса. Как ни странно, эти кони оказались гораздо лучше тех, что были раньше у Марьяны и охранников, более породистые, высокие. Но Марьяне было жалко ту лошаденку, что тащил их сани. Люди-то понятно, за что гибнут, деньги, власть, но животные, божьи существа, за что страдают? Ей казалось, что умирая, лошадка смотрела на нее укоризненным взглядом. За что? Марьяна встряхнула головой, отгоняя дурацкие мысли, и они со Степаном пошли в трактир. Там уже было шумно. Второй охранник его звали Петя, да, тот самый, что был при той неприятной встрече, когда Марьяну захватили в деревне. Его сильно избили, связали, но он был жив. Как они поняли, его хотели то ли продать в рабство, то ли потом поглумиться над ним, но в любом случае он выжил и был теперь с ними. Петька усердно держал оборону от наступающих на свободные места возщиков, коих набилось великое множество. Один из них уже наседал совсем агрессивно, приговаривая. И чё? И чё, что придут? Я посижу, пока придут. Чё ты мне сделаешь? Чё, зарубишь, что ли? Ну, заруби, заруби, аспид. Марьяна прекратил его выступление, зловещим тихим голосом заявив, что если он сейчас не отвалит, то она такое на него проклятие нашлёт, что его член покроется чёрными язвами, а через неделю отпадёт совсем. Глядя на разъяённую колдунью, возщик побледнел и быстро ретировался, захватив с собой ещё двоих товарищей, с интересом наблюдавших за баталией и явно подзуживавших захватчика. На столике уже стояли заказанные блюда, охранники с трудом сдерживаясь глотали слюни. Марьяна махнула рукой. Налетайте. И тут же челюсти двух молодых мужиков заработали, как камни-дробилки. Она подумала, подошла к стойке, сказала, чтоб спиртного партням не давали и заказала горячую фруктовую узвара и кувшин кваса. Будет чем еду запивать. Потом, хотя ей тоже очень хотелось поесть, она поднялась в номер, взяла с собой сумку с платьями и переоделась. Ну не сидит же в шубе в трактире, где и так уже было жарковато от разогретой печи и множества разогреченных движением алкоголем мужиков. Зал освещался. Маслыми светильниками и свечами, коих хозяин не пожалел. Явно дела у нее шли хорошо. Опять Марьяна позавидовала и теперь точно решила, будет и у них такой. Обязательно. Она наслаждалась хорошей едой, давненько она тут не была. Двадцать лет она просидела в своей норе, не вылезая в свет. Марьяна слушала треп своих охранников разговора вокруг, как будто и не было этих двадцати лет. Те же столы, те же светильники. Хозяин только другой, видимо сын старого. Это она старится медленно, остальные люди умирают, как бабочки. Один день, миг, и нет человека. Болезни, войны время от времени прореживают рот людской, не позволяя ему увеличиваться. Но почему этот мир застыл без прогресса и движения? Почему за десятки лет так и не изменилось ничего, ничего, что было бы заметно? Как будто кто-то специально сдерживает развитие их мира. Она стала вспоминать недавнюю схватку. Как она благодарна Владу, заранее снабдившему ее заговоренной одеждой и оружием. Хе, кстати, а где меч? Надо будет спросить ребят, как поедят. Им сейчас надо многое восстановить в организме. И одна мысль вертелась в голове. Что? Что кричали бандиты? Ну ругались, ну матерились. Что они еще кричали? Мысль ускользала, вот-вот она уцепит ее за хвост. И тут опять Марьяну сбили. К их столику подошел Слава и попросил разрешения присесть. Она подвинулась, Владислав пристроился рядом. Она широким жестом предложила ему поучаствовать в трапезе. Он, мотнув голову, отказался, дескать, сыт по горло. Что вас привело к нашему столику, командир? Марьяна, не переставая обгрызать баранье ребрышко, искоса поглядывала на наемника. Ну, во-первых, вот вам ваш меч, госпожа. Вы забыли, что оставили ее воткнутым в землю? Так я его вам возвращаю. Он протянул сверток из ткани и положил его на край стола. Ножен я не нашел, наверное, у вас в воске остались. И знаете что? Это очень интересный меч. Я слыхивал от таких, что они очень большая редкость и стоят как 10 таких трактиров. А может и больше. Охранники замерли и перестали жевать. Видимо, это заявление наемника потрясло их. Знаете, госпожа Марьяна, скажу откровенно, чтобы вы ничего не подумали. У меня было желание его украсть. Мне стыдно признаться в этом, но это так. Я профессиональный военный, такая вещь для меня просто как курица для лисы. Но я не смог это сделать по двум причинам. Первая. Я видел, как вы бились и не могу не уважать такой бесстрашии и самоотверженности, тем более у женщины. Вторая. Он усмехнулся. Вы сильная магичка. Вещь очень дорогая и редкая. Возможно, за нее мне голову снесут. Кто знает, какие силы за вами стоят. Лучше с вами дружить. Слава усмехнулся и продолжил. Но вот я вам открылся полностью. Можете меня презирать. А можете принять мою дружбу. Заверяю, в любом случае я буду глубоко вас уважать и не причиню вам вреда. Он наклонил голову, как бы показывая. Рубите. Марьяна помолчала, продолжая желать. Потом запила все узваром из высокого черного кувшина и сказала. Я ценю вашу откровенность, Слава. Хорошо, что вы мне сказали все и честно, без уверток и обмана. Я вижу, что вы не обманываете. Вы догадываетесь, как, да? Капитан немного побледнел и кивнул. Марьяна нарочно нагоняла жути, ведь Слава о магиках, которые якобы умели читать мысли, обгоняла их реальные возможности. И это к лучшему. Боятся, значит, уважают. Один мой знакомый сказал, боюсь, без серебряников они больше всего воруют. Это ей сказал как раз Влад, когда они как-то обсуждали финансовые дела. Так что я вас понимаю и не виню, но прошу, не надо никому рассказывать о том, что вы видели, ладно? Ну, ни к чему мне лишние слухи. Я понял вас, госпожа, буду молчать, но, увы, людей-то много видела, кто-то и проговорится. Я не знаю, почему вы скрываете свои умения, но могу понять, почему вы скрываете такой артефакт. Кстати, если будет желание, я могу помочь вам очень выгодно его пристроить. У меня есть связи в столице. Вы бы получили много денег, или чего вам надо, кроме денег, подумайте. Я свою выгоду поимею как посредник, чтобы было понятно. Марьяна задумалась. А почему бы нет? Уж такие мечи Влад может мастрящить по сотне в день. Только вот пусть наемник об этом не знает. Похоже, он мужик порядочный, но береженого бог бережет. Хорошо, капитан. Возможно, ваше предложение меня заинтересует. Нам надо будет с вами поговорить наедине. Тут слишком шумно. Как бы в подтверждении своих слов, Марьяна поймала в воздухе глиняную пивную кружку, летящую прямиком в Степана. Сделано на это так ловко, что у капитана опять отпала челюсть, а Степан замер на месте. Он даже не успел отреагировать на неопознанный летящий объект. В зале началась ругань. Возчики стали выяснять отношения, и Марьяна поморщилась. Но не любила она шума, да и отвыкла от него. Я сейчас пойду номер для себя получше сниму, потом приходите ко мне через полчасика поговорим. У капитана вдруг загорелись глаза, она добавила, погрозив пальцем. Я же сказал, поговорим о делах, а не займемся физическими упражнениями. Хозяин трактира в этот момент как раз улаживал ситуацию с помощью трех миротворцев, похожих на драконов с обрубленными лапами. Эти туши быстро утихомили скандалистов путем охлаждения в замерзшей воде, а точнее, воткнули их головами в сугроб, где они возились, напоминая жившие пеньки, и поносили друг другу и окружающую действительность. Трактирчик сразу же принял заявку госпожи на лучший номер со всеми возможными удобствами в виде купели с горячей водой, чистыми простынями и кувшином кваса на ночь. Обошлось госпоже это всего в один золотой. Ну так, мало ли такой видной, красивой и очень богатой, что будет еще богаче госпожи, которая, будьте уверены, останется очень довольна таким замечательным и самым лучшим в округе номером. Сейчас ее проводит мальчишка и все покажет. Госпоже, угодно еще кровать в номер для охранников и номер, чтобы был рядом? Ну, конечно, за пять серебряников. Марьяна поднялась за мальчишкой в этот великолепный, лучший номер. Как ожидалось, ничего такого в нем не было, разве что мебели побольше, да занавески почище. И выходила она не во двор с возчиками, а смотрела на лес. Она дала мальчишке пару медиков и приказала, чтобы к ней сейчас поднялся капитан Владислав. «Знаешь такого?» «Знаю», ответил мальчик. «Сейчас скажу ему, чтобы поднялся». «Да, и мне сюда корыты с горячей водой пусть принесут через минут сорок». «Хорошо, все будет выполнено», ответил мальчик и унесся прочь. Уже через пять минут капитан постучался в дверь и дождавшись ответа вошел. «Присаживайтесь, к вас будете?» «Нет, спасибо, я потом лучше пиво выпью». «Ну, а я налью». Плотно пообедал, так и тянет залить пожар. «Вам не показалось, что ребрышки слишком наперчены». «Госпожа, вы же не для того меня позвали, чтобы ребрышки обсуждать», усмехнулся Слава. Марьян тоже улыбнулся. «Ладно, оставим, так сказать, светские реверансы сразу к делу. Я могу отдать этот меч в обмен на услугу». «Какую? Пришибить кого-то? Украсть корону императора? Зарезать бабу, увершую жениха, у такой, как вы, красавицы?» «Ну, зачем же так уж зверски? Пусть себе император оттягивает голову короны, а бабы бегают по миру. Все проще и сложнее. Мне надо сделать одному моему другу дворянство. Пусть безземельное все равно, но оно должно быть честное, заверенное императором, зарегистрированное во всех книгах. Можете?» «Дайте-ка подумать». «В общем-то могу, да. Вы гарантируете, что этот меч будет моим? Мне надо знать это наверняка. Мне придется идти на траты и лезть в глаза серьезным людям. Понимаете? Мне не хотелось бы, чтобы между нами возникло недопонимание». Он пристально посмотрел в зеленые глаза магички, как бы предупреждая. «Кем бы ты ни была, все умирают, и я не прощу». «Капитан, я гарантирую своей жизнью, что если вы это сделаете, меч будет ваш». «Хорошо, по рукам. Встретимся в гостинице, как и договаривались. Послезавтра в полдень. Я уже дам вам ответ, что у меня получилось». «Отлично. Тогда мы с вами прощаемся. Вон мне уже в ванну несут, так что до свидания». «А точно прощаемся сегодня?» Капитан полтоядно улыбнулся и поднял бровь. «Точно, точно», засмеявшись, сказала Марьяна, пропуская слуг занесших в ванну. «Пока, капитан, шагайте пить ваше пиво». Она мягко подвела ее к двери и вывела наружу. «Давайте-ка я провожу вас до лестницы, вдруг вы дорогу забыли». Они засмеялись, Марьяна проводила ее по коридору и остановилась, глядя на широкую спину, затянутую в потертую коричневую кожу. «Ведь нет хода без добра. Не напали бы эти уроды, я бы с ним не познакомилась». «А вон чем знакомство обернулось». «Дай бог, чтобы с дворянством получилось», подумала она. Марьяна постучала в номер охранников, они еще не спали. Она забрала оттуда мешок с деньгами и пошла к себе, предупредив, чтобы с утра были готовы и не пили спиртного. Головы нужны трезвые. Минимум полчаса она отлеживалась в горячей воде, тело отходило от перегрузок. Она смотрела себя. Ни царапин, ни синяков не было. Организм сам залечил все ушибы и переломы. Скорее всего, еще было сломано два ребра, когда сабля нападавшего ударила в бок. Она стала опять вспоминать, что кричали разбойники. И эта мысль не давала покоя. И друг вспомнила. «Берем деньги из воска». Откуда? Откуда они знали, что она везет деньги именно в воске? Полное впечатление, что за нею следили. Кто-то знал все шаги наперед. Они нацелены были только на восок. Марьяна помыла голову, ополоснула мыльную пену, потом вытерлась большим полотенцем, попрыгала на одной ноге, чтобы вытряхнуть попавшую в уху воду. Интересно все же, откуда они знали? Она проверила, запертали дверь на задвижку. Все было прочно. Окно тоже было закрыто. Постель с атласным одеялом и действительно белыми шелковыми простынями была уже разобрана. Марьяна легла и стала обдумывать свои дальнейшие действия. Через минут десять она пришла к выводу, что все вроде продумано как следует и дальше война план покажет. Вспомнила Влада. Небось привел какую-нибудь бабу в ее постель и кувыркается с ней мерзавец. Как ни странно, она была права. Он действительно привел бабу в ее постель, вот только кувыркаться с ней ну никак было нельзя. Она подумала, наверное, сейчас Машку с Аринкой трахают в свое удовольствие, а она тут холодную постель греет. Проскользнула грешная мысль, может, правда, надо было этого капитана привести. Все теплее, было бы веселее. Она посмеялась таким мыслям, давно уж ее на грех не тянуло. Уж и забыла, когда. Ну, постель с Владом не считается. Он кто-то вроде полумужа, полубрата, полудруга. Типа родня. В общем, это не грех. Потом она попыталась уснуть и для этого воспользовалась старым способом, стала считать овец. Когда 163-я овца обернулась голой девкой на четвереньках и голосом Машки заявила, да, сладкий мужик, хорошо мне с ним кувыркаться. Марьяна не выдержала. Глава 10. Владимир проснулся среди ночи. Что-то встревожило его, какое-то странное чувство. Так, наверное, чувствуют звери, выслеживаемые охотником. Он прислушался, никаких посторонних звуков, рядом сопит Маша, уткнувшись ему в подмышку. Остальные женщины в избе выводят рулады носами. Он закрыл глаза и попытался заснуть. Вдруг невероятный грохот сбросил его с постели, он скачал, как подброшенной пружиной, и нагнулся за кистенями, лежащими у постели. Дверь почти слетела с петель, выбитой ударом бревна, и в проем с ревом полезли бородатые рожи. Арина завизжала и замерла на топчане, прижав руки к груди. Влад бросился к ней, схватил за руку и метнул за спину так, что она проехалась по полу и влетела в комнату Марьяны. Нападавших он встретил, держа в каждой руке по кистеню. В замкнутом пространстве ему было очень удобно биться, в отличие от тяжелой длинной катаны. Да и стояла она в углу, далеко, доставать некогда. Налетевшую на неущербатого парня в меховой папахе с кривой татарской саблей в руке, Влад лишил оружия, захлестнув клинок цепью и вырвав с такой силой, что тот улетел за печку и воткнулся в бревенчатую стену, прорвав обои. Суки испортили стену, отстраненно подумал Владимир. Сабля дрожала в стене, глубоко воткнувшись, а Влад уже добивал налетчик ударом второго кистеня в висок. Хрязь и мозги разлетелись по комнате, забрызгав стены и беленую печь. Дзинь удар шара переломил узкий меч второго нападавшего, следующий шар вбил ему в голову железную шапку. Третий перепрыгнул через тела товарища и яростно замельтешил перед глазами Влада короткими клинками. Тот вертелся ужом, уходя из-под ударов. Его же атаки, направленные в туловище противника, не доходили до цели. То ли толстая поддевка была на парне, то ли вража, он не чувствовал боли, в общем, лекарю пришлось поскакать, пока он не заметил лезущих в проем сломанной двери дополнительных спарринг-партнеров и не решил, что это уже слишком. Влад максимально ускорил восприятие, его силуэт практически размылся в движениях. За три удара он выбил из рук одного противника причудливые короткие мечи, а в следующем перебил кады к другому. Тут комната заполнилась народом, ему пришлось по-настоящему туго. Враги давили его массой, нанося кучу беспорядочных ударов. И вот тогда он пожалел, что не взял катану. Наконец-то решился, отпрыгнул назад, схватил ее в руки. И первый же удар рассек нападавшего до пояса. Влад быстренько оставил идею захватить кого-то в плен для допроса и уже просто бил на повал. Нападавшие попятились, видя такой страшный конец товарища, но был уже поздно. Тяжелыми круговыми горизонтальными движениями, как гигантской косой, Влад выкосил врагов и выскочил на снег прям босиком. Там уже шел бой. Несколько десятков человек навалились на охрану клиники. Клинки мелькали в свете светляков, люди перемещались между домов, как тени, сходясь, падая, снова сходясь. Семен бился у стены, повернувшись к ней спиной, держа в одной руке короткий меч, в другой дагу. Бился экономно, через минуту перед ним осталось два противника, потом один. Но он побежал прочь, однако ушел недалеко, через миг дагр сцвела в его спине. Кузнец, вооруженный огромный секир, действовал как дровосек. Каждый, кто становился перед ним, падал мгновенно убит и страшным ударом. Он ревел и продвигался к избе, где лежала его жена. Выскочивший Влад едва не попал под его удар и чудом избежал страшного конца, вовремя закричав «Э-э-э, Гордей, обалдел? Это яд!» Гордей с трудом узнал его, повернулся к нему спиной. Вместе, снося каждого, кто оказывался в пределах их досягаемости. От клиники раздался визг, из нее вытаскивали полуголых девушек. Влад бегом кинулся туда и вдруг увидел, что к избе бегут два мужика с факелами, явно не для того, чтобы посвятить лекарю при написании медицинских трактатов. Влад остановился, не раздумывая ударил магией. Метнул белую молнию в поджигателя. Он упал, отброшенный ударом задымился. Второй же размахнулся, чтобы кинуть факел, когда лекарь метнул катану так, что она на вылет пробила тело врага и только ручка помешала ей вылететь с обратной стороны. Силой удара тот был отброшен назад в сугроб, образовавшийся после очистки дорожек от снега. Факел зашипел и погас. Влад, не останавливаясь и не пробуя забрать меч, кинулся на помощь похищаемым девушкам. Он сходу сбил кулаком попавшегося навстречу кряжестого невысокого мужичка, отбросил боковым ударом в предплечье, несущегося на него похитителя с шашкой. Подхватил выпавшую из его рук шашку и ткнул ей у того в живот. Девушка в руках врага завизжала и упала на снег, увлеченный весом цепившись в него мертвеца. Правда, тот еще не знал, что он практически уже мертвец, а потому сучил ногами по снегу, зажав спорты живот и пытаясь унять страшную боль. Двое похитителей напали на Влада с тяжелыми мечами. Один был с катаной. Первый упал с распортным горлом, второй же ударом меча сломал легкую саблю Влада, зацепил его плечо, распоров кожу до мяса. Лекарь поймал его за руку, другой же схватил за пояс и поднатужившись поднял и со всей силы метнул ее в стену клиники так, что у того захрустели кости. Обернулся. Часть захватчиков добивали охранники, другие же бежали в лес. На территории клиники осталось человек четыре. Влад плюнул на все. «Пропадите вы пропадом с вашими законами» и начал, как из пулемета, поливать их молниями. После этого на снегу остались дымящиеся трупы, от которых шел запах озона и горелого мяса. Из нападавших не ушел никто. Влад подошел к трупу, из спины которого торчал его катан и выдернул меч, несколько раз воткнул сугроб, очищая от крови нечистот. Затем пошел к избе, где уже собрался народ. Они почему-то странно и даже как-то с ужасом глядели на него. Он усмотрел себя. Оказалось, он был абсолютно голым, а с учетом того, что он весь с головы до ног был залит вражеской своей кровью, то было чего испугаться. Только теперь он почувствовал леденящий холод в ногах и боль от многочисленных ран. Как ни берегся, все равно цепляли. Наверное, так выглядели берсерки, подумал он. По преданиям, они шли в бой голые, без одежды и брони, не чувствовали боли. Владимир повернулся и пошел к избе. Надо было обтереть кровь и что-нибудь накинуть на себя. Конечно, может быть, и интересно чувствовать себя берсерком, но как-то уж больно холодно. Двери избы висели на одной петле, засов был выдран с корнем. Видимо, нападавшие начали именно с избы. Или, скорее всего, одновременно напали и на клинику, и на избу, и на стражницкую. Непонятно только, куда смотрели дозорные, почему не подняли шум. Через полчаса все стало ясно. Дозорные лежали на шпигованной стрелами, у одного стрела торчало в голове, у другого две стрелы, в горле и в сердце. Семен Угрюм посмотрел на труп и сказал, «Эх, парни, парни, я же учил вас, смотрите спиной». Тела охранников унесли к стражницкой, а трупы бандитов на площадку за конюшней, подальше в лес, привязывая по несколько человек за ноги к лошади. Вся территория перед домами, да и сами дома, все вокруг было залито кровью и забросано обрубками человеческих тел. Не считая дозорных, среди охранников других потерь не было. Правда, было двое раненых, один тяжело, сабля вошла ему в бок, другой легко, стрела проткнула предплечье. Когда трупы начали свозить в лес, перед этим раздев догола, один из нападавших проявил признаки жизни. Он застонал и стал шевелиться. Как оказалось, это был один из тех, кто вломился в избу Марьяна и Влада. Кузнец тут же хотел добить его, разъяренной мыслью о том, что эти негодяи могли убить его жену. Но Влад остановил и приказал доставить в клинику. Это был мужчина лет 35, крепкий, видно было, что оружие он держать умел. Влад частично оздоровил его, приведя в состояние бодрствования, и они с Семеном допросили недобитка. Надо было узнать, кто они и с какой целью напали. Была ли это целенаправленная акция, или это просто залетная банда на пути которой, к несчастью, оказалась клиника, решила поживиться добычей. Допрос сразу же не заладился. Бандит оказался парнем крепким, и защитникам клиники пришлось прибегнуть к пыткам. Влад знал, что это неизбежно. Только в дурном кино бандит вдруг проникается доверием к захватившим его, и все им повествует в лицах, или так пугается, что выудить из него информацию становится легче легкого, и в конце концов благородные защитники отпускают его, погрозив пальцем «Больше так не делай! Ай-яй-яй!» На деле же тут и сантиментов быть не должно. Выживший бандит приведет еще соратников, они лучше подготовятся, будет снова кровь и смерть, так что никто его отпускать и не собирался, и он об этом знал. Только зачем ему все рассказывать? Ну да, есть такая мотивация, как боль. Но если человек крепкий, он может и вытерпеть, а после прохождения определенного порога боль отступает и настает без памятства. Притом разбойник не верил, что эти ботаники окажутся искусными в пытке. Так думал Влад. Бандит ошибался. Вначале Влад безучастно смотрел, как Семен тыкал ножон в привязанную к столу человека, беспрерывно и монотонно спрашивая. «Кто вы? Откуда говори?» «Кто вы? Откуда говори?» Тот только рычал и ругался. Затем Владимир не выдержал, он понял, что тот сдохнет и стечет крови, а ничего не скажет. Он отодвинул Семен и подошел к столу. Бандит смотрел на него с насмешкой, в нем что-то было от вигенков в прембрежении к смерти, наверное. Он знал, что умрет, но не собирался что-то просить от людей, победивших его. Влад еще подумал, возможно, у него сильно повышен порог болевой чувствительности, вот он и выдерживает все так стоически. Что ж, посмотрим, как устоит против мага. «Слушай, Рожа. Я магик, лекарь, я знаю, как тебе сделать очень больно. Ты не умрешь. Я буду лечить тебя и пытать снова и снова. Ты превратишься в обрубок, мы отрежем тебе ноги, руки, уши. Но ты будешь жить. Ты будешь валяться со свиньями, в дерьме, обрубком. Тебя будут кормить, и я буду срезать с твоего тела мясо снова и снова, пока не узнаю все, что мне надо. Ты будешь умирать годами, пока не скажешь мне все, что я хочу знать. Я сделаю так, что твоя боль увеличится в сто раз, а ты будешь увяжать и гадить под себя, но это тебе не поможет. Или же мы заключим с тобой соглашение. Ты умрешь быстро, чисто, я просто остановлю твое сердце, и ты уснешь. Выбирай, умереть с честью, чисто, как воин, ну или погибать в страшных муках, в дерьме и грязи. Никто не увидит твоей смерти, никто не узнает, как ты умер. Останется только боль, и ты станешь умолять тебя убить, но будет поздно. Я даю тебе подумать сто ударов в сердце, потом приступим к настоящим пыткам. Думай. Влад отошел к Семену, стоящему по удалю топчанов девушек. Они отправили их отмывать дома и прибираться. Начальник охраны был бледен, он негромко сказал. А вы страшный человек, господин лекарь. Не хотел бы я остановиться на вашем пути? Влад остро глянул ему в глаза и мягким голосом произнес. А ты не становись, Семен, не надо. Со стола раздался голос разбойника. Хорошо, я расскажу вам. Я верю тебе, лекарь. Ты победил, спрашивай. Через полчаса Влад и его начальник охраны уже знали, кто посетил их дом. Это были остатки банды, которую перебил некогда Владимир. Это было не страшно, теперь они знали, где лагерь бандитов. Те оставили лошадей в трех верстах отсюда, добить совсем эту банду теперь было легко. Худо другое. Произошла утечка информации от охраны и клиники, и за Марьяной были посланы в погоню люди. Ее ждала на тракте засада. Каждая собака знала, что она едет донимать строителей для постройки зданий, но осложить два и два ничего сложного нет. Ясно, что они пустая поехала, и даже примерное расположение казны видели. Мешок был довольно тяжелым, и его загружали под сиденье воска. Навел же банду тот охранник, что струсил идти вместе с Владом и Семеном освобождать Марьяну, видимо помыкавшись. Охранника запятанной репутации никто не хотел брать, вот он оказался в банде. Тут у него оставался приятель, с которым они общались, и в трактире за кружкой пива тот ему все и выболтал. Дальше был дел техники. Отследили выезд Марьяны. Заодно ухудшилась охрана территории клиники, где были и деньги, и бабы, и продукты. Все, что нужно разбойнику. И не только. Постовых сняли легко. Расположение постов тоже было известно. А сделали это лесные охотники, прибившиеся к банде из какого-то народа, который они называли Меря. Они специалисты по так называемому скрадыванию зверя. Вот и скрали. Так что нападение не было делом рук Борислава, как и предполагал Влад. Для этого было еще рано. Умер бандит легко, как ему и обещали. После допроса Семен и Влад собрали охранников. Кроме раненых, которые уже были переведены в клинику и ждали лечения. Семен подошел к одному бойцу, не ожидавшему ничего плохого и молча, сильно ударил его в лицо. Тот упал, Семен несколько раз пнул его ногой, потом спросил. Знаешь за что? Тот ответил, захлебываясь кровью, зажавшись. Нет, за что бьешь, что я сделал? Ты всех нас подставил своим дурацким языком. Ты выболтал Никифору в трактире о клинике, о том, что госпожа Марьяна уезжает. Поэтому они и напали. И теперь неизвестно, жива госпожа Марьяна или нет. Ты нарушил правила, не болтать ничего посторонним о службе, о тех, у кого работаешь. В результате погибли двое наших товарищей. И, возможно, еще двое. Вот результат твоей преступной глупости. Я бы убил тебя. Но господин Влад настоял, чтобы тебе сохранили жизнь. Но ты будешь наказан. Во-первых, я лишаю тебе месячный плат, она будет отправлена семьям погибших. Во-вторых, тебе двадцать плетей. Поднимите его и привяжите к столбу. Бойцы подняли провинившегося и потащили к коновязи. Семен достал плетку, которую погонял лошадей и начал методично наносить удары по спине бойца. Тот скрипел зубами, но молчал. Он и сам понимал, что провинился и был рад, что хотя бы его не убили. Влад поспешил домой. На душе у него было тяжело. Там уже хлопотали Маша и Арина. Время было ночное, глухое, но уже ближе к утру он на глаз определил где-то часов пять утра. Впрочем, он мог ошибаться. «Девчонки, помогите, давайте-ка я помоюсь, да мне надо съездить на тракт». Он разделся, встал в корыто и стал отмываться от засохшей на нем крови. Вода сразу стала красной, а Маша выскочила за порог, ее вырвала. Арина начала успокаивать подругу, та заплакала. Влад прекратил все дрязги, приказав достать из сундука нижнее белье и чистые брюки. Пока он вытирался, пришел Семен. «Господин Влад, я предлагаю съездить на тракт к трактиру и послушаю, что там говорят о происшествии на тракте. Купцы везде ездят, точно все знают». «Да, я уже собираюсь, Семен, как видишь. К тому же выводу пришел. Сейчас оденусь и поедем. Пусть седлают лошадей. Оставь здесь половину бойцов, остальных со мной. По дороге навестим лагерь бандитов. Они там оставили двоих, так что там много народу не потребуется. А лошади пригодятся. Впрочем, бери всех. Пусть тут останется Кузнец и Олег Панфилов». Кстати, как он там сегодня? Не перепугался? Ну как не перепугался? Дураки только не боятся. Но вел себя достойно. Одного нападавшего убил, одного ранил. В общем, все нормально. Кузнец, конечно, зверь-зверина. Сильный мужик. «Не сильнее вас, конечно?» Он покосился на мощную жильстую фигуру Влада. «Но очень силен. Я думаю, сегодня больше нападений не будет, но скажу, чтобы были наготове на всякий случай». «Но я пошел». «Да, забыл. Полечить это у дурака. Я его плетью сильно отходил. Спина кровит. А у нас каждый боец на счету. Он хоть и дурной, но без злого умысла болтал. Теперь будет умней». «Хорошо, я зайду к вам, как оденусь». Семен ушел, а Влад натянул нижнее белье и присел у стола. Он вдруг ощутил, что в спину уперся чей-то взгляд. Влад усмехнулся. «Наверное, именно это Семен называл видеть спиной». «Как вы, госпожа, не испугались?» «Да я же не дура. Испугалась, конечно». «А подслушивать нехорошо», — засмеялся Влад. «А кто сказал, что нехорошо? Те, кого подслушали? Вы мне напомнили кого-то своим острым язычком». Влад сразу погрустнел, а женщина, поняв его, сказала. «Я уверен, что все нормально будет. Она не такая женщина, чтобы пропасть, не думайте. Вот чувствую, что хорошо все будет, и все тут». «Ваши бы слова да богу в уши. Ну, мне пора. Я вашего мужа пришлю сюда, пусть посидит с вами. И мне спокойнее, и вам веселее. Вас кормили сегодня?» «Да, кормили, как на убой кормят. Мне кажется, что я телок для заклания, которого откармливают. Скоро в дверь не пролезу». «Ничего, нормально все. Ешьте даже через силу. Вы обязаны много есть, иначе выздоравливать долго будете. Ну-ка, я вас посмотрю». Влад подошел к больной, осмотрел ее визуально, потом магическим зрением. Организм хорошо справлялся с болезнью, баланс выровнялся. Он еще подкачал энергию в ауру, на всякий случай. Потом пошел к себе. Быстро оделся и вышел, сопровождаемый взглядами девушек. Прошагав несколько метров по дорожке, покрытой пятнами крови, Влад толкнул дверь стражницкой. На топчане лицом вниз лежал парень по пояс голый. Его спина была изборождена рубцами, из которых сочилась кровь. Лекарь приблизился, вошел в транс и, не применяя обезболивание, умнее будет впредь, начал лечение. Рубцы быстро затянули, спина очистилась, а парень замычал, уткнувшись в матрас. Через пять минут все закончилось, и провинившийся был здоров. Потом Влад в течение двадцати минут вылечил раненых стражников. Еще через пятнадцать он, Семен и пятеро охранников рысью неслись по дороге. Сегодня на тракте было пусто. На лечение пока никто не ехал, да и ран еще было, только-только начало светать. Морозец был слабым. Чем ближе к весне, тем морозы становились слабее. Кроме того, Влад давно определил, что если судить по климатической зоне, это был примерно район Карпат, то есть такой же мягкий климат, слабоморозные зимы и жирные почвы. Хотя это сравнение некорректно, и материк, и весь мир был все-таки другими. Кони быстро топали по дороге, иногда срываясь в голоб. Наконец отряд подъехал к тому месту, где можно было оставить лошадей, заведя их в лес к небольшой лощинке, и пешком направился к лагерю бандитов. Ну, лагерь сказано громко, это было просто временное прибежище, там оставались кони и двое охранников. Влад, не мудрствуя лукаво и не занимаясь спаррингом с супостатами, просто спалил их двумя молниями, чем сильно взволновал лошадей, привязанных к деревьям. Кони бились, хрипели и брыкались, почувствовав запах горелого мяса и напуганной вспышкой. В конце концов, они успокоились, кроме одной лошади, которая унеслась в лес, хрипя и мотая башкой с оборванными поводьями. Догонять ее не стали, решив, что лучше потерять одну лошадь, чем ломать ноги на буреломе другой лошади, да еще и шею себе налетев на сосну. Семен и Влад оставили бойцов с конями, приказав отогнать в клинику, сами же отправились к своим лошадям. Скоро они неслись по направлению к тракту. Через час скачки рысью, переходящей в галок, всадники подъехали к тракту. Возле водоема, что-то вроде пруда или озера, обитаемого небольшой речкой, стоял трактир усталой лошадь. Изыском он не отличался, но это был единственный трактир на все ближайшие села, а также на 50 верст тракта, посему в нем всегда были люди, хотя его кухня и питье оставляли желать лучшего. С утра он был почти пуст, только у двух столов сидели проезжие купцы, с позаранок собирающиеся в дорогу. Влад заказал себе и спутнику пиво, попросил посветлее и полегче. Он не любил горчащего темного варева, что тут называли пивом. Потом подумал и заказал тушеные зайчатины с капустой. Темное мясо оказалось неожиданно вкусным, с приправами и перцем. Влад ел и прислушался к разговорам из столом. Внезапно услышал что-то типа «И мертвые с косами стоят». Купцы говорили о том, что возле дороги навален труп и полуобъеденный зверьем. Влад не выдержал, обернулся к ним и спросил. «Господа, не сочтите за навязчивость, что там за история с трупами? Мы собирались ехать в Лазутин, как там дорога спокойна, а то такие ужасы рассказываете». Влад усмехнулся. «А вы не смейтесь, господин хороший, там Навально на дороге, как война была», купец понизил голос. «Мне по секрету рассказали, что там лихие люди напали на какую-то даму с двумя охранниками, так они всех положили, а сами поехали дальше, как ни в чем не бывало. А людей тех лежит штук сто, а может с тысячу. Говорят, магичка была. Сама всех побила». «Ну уж тысячу», подначил Влад, у самого внутри все пело. «Живая, живая Марьяна!» И чтобы баба всех побила, хэ, он недоверчиво пожал плечами. Вмешался второй купец. «Ну, тысячу не тысячу, а вот человек тридцать-сорок, наверное, положили. И в основном баба, точно. Я с командиром охраны Славы разговаривал в сломанном кнуте. Он их подобрал на дороге. Баба-то цела осталась, а вот охранников побили крепко. Но она порубила полотряда лихих людей, не меньше это точно». Влад про себя подумал. «Как хорошо, что я ей меч дал, и белье непробиваемое. Ой, я молодец. Ой, голова!» Они переглянулись с Семеном, и лекарь спросил. «И что, раненые охранники умерли?» «Да нет, она магичка сильная оказалась. Она их в трактире вылечила, мне сказали. Вот такие дела. Разбойников побили, теперь долго никто не сунется. Так что дорога свободна, можно спокойно ехать». «Спасибо, господа, за рассказ. Удачной вам поездки и хорошей прибыли». Купцы важно поблагодарили учтивых господ, а Влад с Семеном, расплатившись, вышли наружу. Влад потянулся. Его распирала радость. Только сейчас он понял, как дорога ему Марьяна, и как страшно он боялся ее потерять. «Остаться одному в этом чужом мире без друга?» Он с удовольствием расправил плечи, обвел взглядом окрестностей. Тракт проходил вдоль речки, место озера было укрыто от ветра, вокруг стояли леса, вдоль реки заливные луга. Он подумал, вот бы тут сделать клинику. Семен посмотрел на него. Влад усмехнулся. Тоже об этом подумал. Да, великолепное место. Тут бы клинику поставить. Интересно, кому эта земля принадлежит? Ну как к кому? Удивленно посмотрел на него Семен. Магистрату Лазутина. Вся земля на полверсты от тракта принадлежит магистрату. На сто верст по тракту. И сдается в аренду или продается желающим, но тем, у кого мошна тугая. Земля тут очень дорогая. Неужели не знали? Да, не знал. Тьфу ты, черт, надо было Марьяне сказать, чтобы узнала, может пробиться умеет, что и почем. Мы-то там на земле граф сидим. Помрет, могут нас подвинуть. Лучше свою землю иметь. Да и на тракте лучше. И трактир тут можно сварганить. Получше этого. Может догадается? Ладно, давай домой. Узнали, что хотели, надо дела доделать. Погнали. Они отвязали лошадьятка на вязи, вскочили в седла и рысью поскакали в обратный путь. Утро встретила Марьяну легким морозцем. Комната за ночь немного остыла. Она, дрожа, выбралась из-под теплого одеяла, опять на всякий случай надела непробиваемое белье, теплые кофты и юбки, повесила меч, ножны еще вчера степан достал из воска. Хотела умыться, но вода в корыте была холодной, да и грязной. Передумала, схватила мешок с деньгами, баул с вещами и потащилась вниз. Ребята-охранники уже сидели за столом и хлебали горячий фруктовый узвар. Марьяне есть не хотелось, но она заказала завтрак на себя и на них. Себе взяла только два яйца в смятку, которые по причине своей мягкости и скользкости легко были переправлены в желудок. Она с завистью поглядела на бойцов, которые уминали жареную свинину, как будто год не ели, сама она с утра ничего есть не хотела. Славы рядом не было, он где-то бегал по делам, но необходимости в дальнейших разговорах она не испытывала, все уже сказано, теперь дела, а не слова. Через полчаса их лошади бодро топали по укатанной дороге в сторону Лазутина. Неожиданности не предвиделось, тем более, что места эти были очень оживленные. Часто навстречу попадались конные и пешие и уже чувствовалось приближение города. Городок Лазутин был небольшой по меркам Влада, а по меркам Марьяны вполне даже крупный центр с населением 30 тысяч человек. И эта численность считалась по полувозрелым взрослым мужчинам, то есть на самом деле он был гораздо населеннее. Ну так истереповело, что население считалось только по мужчинам. Марьян как-то не задумывался над этим, и только когда однажды Влад удивился такому порядку, она подумала, а правда, что бабы не люди, что ли, почему их не учитывают? Ворота Лазутина встретили их обычным постом стражников, досматривающих повозки и собирающих плату за въезд в город. С одним из трех стражников на воротах она была знакома, хотя узнала его с трудом. Так он разъелся на тихой и сытной службе, из 20-летнего худого мальчишки, превратившись в совершеннейшего Борова лет 50. Он не узнал Марьяну, хотя когда-то приходил лавку на Цветочной улице. Марьяна не стала напоминать ему о себе, заплатила входную пошину за себя и за своих охранников. У стража, как обычно, не нашлось дачи с Золотого, и Сани со скрипом понеслись по брусчатой улице. Снег местами растаял от выплескиваемых на мостовой помоев, и, как всегда, Марьяна с раздражением вдохнула сладкий запах помоев, мочи и тлена. Настолько же все-таки более здоровый воздух в местах, где стоит наша клиника, чем тут, подумала она. Наконец их сани подъехали к гостинице, откуда выбежал мальчишка-конюх, принимая их лошадей. Сани загнали во двор, под навес, укрыли брезентом, и сопровождаемая охранниками Марьяна поднялась в тот номер, что ей предоставили хозяева заведения. Конечно, он отличался от трактирных помещений. Спальня обита шелковой тканью, кровать с периной под узорчатым балдахином, вторая комната с настоящим унитазом и медной начищенной ванной. Продолжение следует...